Друзья, меня часто спрашивают, где я читаю свою любимую мангу, в том числе и на стримах. Сейчас я расскажу. В основном я делаю это на реманге. Захожу в каталог, задаю параметры и выбираю интересные тайтлы. Затем понравившуюся мангу добавляю в закладки, которые сам же и настраиваю. Отслеживаю новые главушки по удобным уведомлениям. Но чаще всего классные тайтлы находят меня сами. Это я сейчас говорю про горячие новинки, либо подборки для новичков, имбовых главных героев, либо же про мангу наподобие поднятия уровня в одиночку. На валами я не очень увлекаюсь, но возможно однажды доберусь и до них. А пока гораздо больше внимания привлекает тупо месяца популярные тайтлы на сегодня. Друзья, это не реклама, но для вашего удобства я всегда под каждым видосиком оставляю ссылочку, чтобы вы могли всегда быстро найти нужную мангу и дочитать ее. Ха-ха-ха! Я выбрал класс призывателя! Теперь у меня три контактных приза! Хе-хе-хе! Уступайте в мою команду! Помогу вам завтра со вступительными в Академию! Ха! Не смеши меня! Мне, благородному священнику, вступать в твою команду? Это ты должен вступить в мою команду в качестве младшего! А? Какая-то удивительная, да? Раз так, то может сразимся? Ладно уж, топай на площадку, разберемся там! Хе-хе! Идем! Прошло уже три года, как я вступил в этот мир. Трех лет пол недостаточно, чтобы понять все эти странности. Ровно 70 лет назад реальность слилась с игрой. Человеческая жизнь претерпела колоссальные изменения. Так же, как и в игре. Появились уровни, классы и экипировка. Они и стали эталоном человеческого богатства. Повышение уровня может сильно укрепить людское тело. А класс и навыки могут поспособствовать эффективному использованию силы. Но это все? Да, но не просто так. Мир потерял свой покой. Монстры из игры так же появились на свет. Стали появляться демонические бедствия, которые и посеяли весь этот хаос. А? Мир, в котором главная сила. Это делает его интереснее. А ну стоять! После занятий живо домой! Ваши семьи будут волноваться за вас! Йон-чен, завтра вступительная в академию. Ты уже сменил класс? Не шути с такой важной вещью. Ты же не намерен остаться без класса. Йон-чен, ты сопутался в себе. Даже если у тебя сейчас много навыков, они все первичные и не имеют особо великой силы. Чем ближе ты будешь к краю, тем больше недостатков встретишь. Да и человек с классом получает намного больше очков, атрибутов и навыков. Ты же знаешь все это. Послушай совета учителя. Сменив класс, тебе откроется намного больше путей. Не волнуйтесь, учитель. Я желаю нечто большего, чем это. Я стану на вершину этого мира. А что насчет очков-атрибутов? Я смогу получить все, даже без класса. Ведь у меня есть система. Системная подсказка Бег 10 километров из 10 километров Системная подсказка Пресс 100 из 100 Системная подсказка Отжимания 100 из 100 Системная подсказка Приседания 100 из 100 Хе-хе-хе, многие получают такие хорошие награды, только пройдя тяжелые испытания, а мне они достаются из ежедневных наград. Как и сказал учитель Джин, у бесклассовых очень много недостатков. Одним из главных является недостаточное количество очков навыков. Хотя, самих навыков много, они все базовые, поэтому не особо сильные. Но у меня нет ограничений. Пока достаточно очков навыков, я могу прокачать навыки любого класса, а система как раз таки дает эти очки, нужно лишь во время. Можно сказать, что я универсальный игрок. Основные навыки прокачаны, стоит добавить некоторых атрибутов. Система и правда хороша. Все можно сделать быстро, и никто не увидит твоих стад. Это избавляет от многих проблем. Как обычно, распределю все атрибуты поровну, в каждой по два очка. Да и... Способов получить вознаграждение много. Не только ежедневные задания. Тем не менее, награда всегда соответствует сложности. А награды никогда не подводят меня. Я обязательно выиграю завтра. Следующий день. Площадка. Хотя я и говорил вам множество раз, но сейчас скажу последний раз. Есть три типа сложности. Простой, сложный, кошмар. Как только врата откроются, это объявит об открытии подземелья, а также начале экзамена. Чем выше сложность, тем выше оценка. Чем меньше команда, тем выше оценка. Обязательно сделайте все возможное. Копии монстров будут настоящие. Если вы проиграете, то умрете. По крайней мере, постарайтесь выжить. Экзамен начинается. Войдите в одно из врат. Название подземелья. Подземелье гоблинов. Оценка. Уровень 10. Уровень 13. Сложность. Но выбор. Простая, сложная, кошмар. Необходима человек от 1 до 5. Примечание. Неизвестное подземелье, полное поселение гоблинов. Свирепые гоблины любят человеческую кровь и плоть. Большинство людей пошло с группами. Логично, ведь их жизнь не на кону. Наверное, только ДД Шеры смелятся пойти в одиночку. Примечание. ДД от английского. Демейндж. Дилер. Игрокок, носящий в бою основной урон противнику. Подождите. Он же не ДД Шера. Что? Ему жить расхотелось? Он выглядит как-то знакомо. Подземелье. Количество участников. Один. Сложность. Кошмар. Подземелье гоблинов. Йон Чен. Из третьего класса. Боже мой. Он не только не того класса. Да и в одиночку. Он реально, он реально хочет умереть. Подождите. Почему у него такое странное снаряжение? Как у него может быть столько оружия? Разве он не сменил класс? Это же тип без класса. Внимание, внимание. Вот же. Поставь лайки и оценку на реманге. Ну что, ребят. Вот такая вот первая глава. Если тайтл вам понравился, лепите лайк, а мы продолжаем. Чего? Тип без класса? Есть те, которые не меняют класс. Он же не дурак. Хотя двигается потрясающе. У бесклассовых могут быть любые низкоуровневые навыки. Однако они бесполезные. Плохо. Плохо. Я не могу поверить, что этот идиот в конце концов не сменил класс. Он не только не сменил класс, но и пошел по земелье кошмаров в одиночку. Это же верная смерть. Джин Шэн. Я требую объяснений. Декан школы Дангюн. Его талант довольно хорош, чтобы оставаться без класса. Для него это не должно быть проблемой. Как ожидалось, от врат подземелья кошмаров. Даже атмосфера тут жуткая. Ну что ж, начнем. Видео его снаряжение. Ружье, щит, пистолет, посох. Даже перчатки. Так много навыков и оружия. Сможет ли он пройти? Это копия уровня кошмар. Там погибли многие люди. Должно быть он дрожит от страха. Наверное, не осмелится зайти. Нет, тот человек в вашем подземелье даже забежал в него. Он не только не побоялся, но и в спешке проходит его. Основной навык мечника. Скорость. Эй, приближается. Основной навык мага. Огненный шар. Какого черта? Вы хотите сказать, что это огненный шар? Он скастовал его мгновенно. Мощь тоже не уступает. Намного сильнее, чем у обычных магов. Стой. Оружие, которое он держал, не посох. Оно меняет форму. Меч-посох. Черное железо. Может быть посохом или мечом. В качестве посоха мудрость плюс пять. В качестве меча сила плюс пять. Основной навык мечника. Поступь ветра. Поступь ветра. Это основной навык магического мечника. Рассекающий пламя ветер. Как красиво. Тем не менее, разве первичные навыки настолько сильны? Сначала разорвал их по строению огненным шаром, а потом стал добивать по дому. Он сам себе маг и мечник. Красавчик. Не сдавайся. Ты пройдешь стабительные. Снова. Этот парень бежит с такой скоростью, со всем этим снаряжением. Ого. Должен быть перегруз. Даже с навыком скорости он не должен быть таким резвым. Может он хорошо вложился в атрибут физической силы? Если это так, то как его шар может быть настолько мощным? Да и сила его рассекающего пламени ветра слишком сильна. Что это с ним? Его навыки явно слишком сильны. Талант Юнчена всемогущий. Он может снять ограничения в два раза. В возрасте от 12 до 25 лет, небольшой процент людей может самостоятельно пробудить свои природные способности. В зависимости от их таланта, они выбирают класс. У некоторых магические таланты, из-за чего они неизбежно становятся магами. У некоторых боевые таланты на увеличение физической силы и атаки. Они же выбирают боевые классы по типу мечника. Конечно, существуют и специфические таланты по типу кулинарии или уборки по дому. Но в целом, от пробужденного таланта зависит выбор класса. К сожалению, всемогущий не особо сильный талант. Он лишь на начальных этапах повышает силу навыков на С+. Это пригодится на ранних этапах, но далеко он на этом не уйдет. Его боевые таланты так же на высоте, как и магические. К тому же, использует он навыки слаженно и совершенно. Его предел низкий, у него нет будущего, не стоит на нем зацикливаться. Вот поэтому я посоветовал ему сменить класс. Чем дальше, тем слабее он будет. Да, вот он. Вход в следующую комнату. Третья глава Монстр Красный гоблин Уровень 12 Сложность бронза Навыки Мастерство огня Огненный шар Огненная бомба Монстр Гоблин Командир Уровень 14 Сложность Серебро Навыки Берсер Ударная волна Военный дух Монстр Гоблин и рыцарь Уровень 11 Сложность бронза Навыки Точный бросок Ярость Вот же Даже водяные гоблины есть Основной навык Оценка Да и снаряжение У всех неплохое Оценивать глупо Тут их слишком много Местность Тоже не лучше Развернуться Будет тяжеловато Шаманы Бафают Кавалерия Нападает А маги Бьют Из-под Тишка Ну будет геморно Если все Пойдут Все пойдет По вашему Основной навык Священника Вспышка Сначала Избавляйся От самых опасных Это Основа Основной навык Ассасина Скрытность Основной навык Ассасина Перерезание Горла Основной навык Ассасина Клонирование Навык клонирования Клон Обладает Всеми навыками Хозяина А также 35% Его атрибутов Основной навык Ассасина Удар в спину Основной навык Ассасина Пронзание сердца Основной навык Ассасина Раскол позвоночника Как и ожидалось От босса Может самостоятельно Входить в ярость Но сейчас Не время Сражаться С тобой Основной навык Призывателя Призыв Элементаля воды Гребаный врод Что за херня Я не хочу Видеть этого Остолопа Что за бездарь Верните Бесклассового Живо Поставьте обратно Зачем Останавливать На самом интересном Если не поставить Обратно Я Остолопа Комната Вещаний Этого Студента Мы уже Три минуты Демонстрируем Почему бы Вам не Посмотреть На остальных Эй Зритель Желает Этого Увидеть Что бы ты Не делал Ты должен Поставить Обратно Да и я Сам хочу Посмотреть Магические навыки Моментальное Владение оружием Великолепно Как ассасин Он тоже Хорош Ты забыл Про техники Призыва Этот парень Настоящий Монстр Как инструктор Отдела ассасинов Я знаю Все сложности Этого Класса При каждом Убийстве Если Слегка Отклониться От угла Удара Сила Атаки Мгновенно Потеряет Свой вес Без Присякого Преувлечения Его движение На уровне Профи А многие Не так Хороши Как он Поэтому Он гениальный Универсал В бою Повторить За ним Будет Очень сложно Приветствую Учитель О, смотри Наконец-то Вернули Он призвал Три элементальной воды Чтобы сражаться С гоблинами Ну Где он сам Вот он Сражается С боссом Ярость Босса Почти Исчерпала себя Начинается Самая захватывающая Часть Битвы С боссом Три Два Все-таки Босс Уровня Кошмаров Без Кои-каких Хитрости Не обойтись Один Время Пришло Основной навык Механика Ловушка Ловушка Устанавливается Ловушка Удерживающая противника На две секунды Четвертая глава Хватит прикидываться Этого не хватит Чтобы уничтожить Тебя Хочешь Активировать Свой самый сильный Навык Военный Дох Не Позволю Основной навык Друида Лозы Основной навык Мага Ледяные пули Продолжительно Наносит урон От холода Снижает скорость Атак И передвижения На 35% Основной навык Механика Пусковая установка М2201 Основной навык Мага Гром Основной навык Мага Водяные стрелы Основной навык Призывателя Управление Духом воды Как Жаль этого босса Его Вводили за нос До самого конца Ужасающая Сила контроля Юнчен Плюс Замедление И контроль От лоса Это делает босса Неспособным Контраатаковать Упустили Еще одну Ключевую деталь Он успел Отменить Каст Самого сильного Навыка Военного духа Это и стало Ключом к победе Мое почтение Обе Классовых Действительно Слишком много Навыков Тем не менее Он умел Использовал Каждый из них Боюсь Представить Сколько ему Пришлось Тренироваться Старик Джин Из увиденного Могу сказать Что Юнчен Может попасть Пятерка лучших Провинций Мои поздравления А то и рекорд Школы Побьет Ха-ха-ха Э-ха Ха-ха Вы слишком Узко Смотрите Я думаю Он точно Будет Тройки Лидеров Ведь Наш Школьный Рекорд Это Девятое Место Провинции Присядем Давай Давай Садись Рядом Со мной Спасибо Директор Я знал Что этот Мальчик Не так прост Он Меня Не разочаровал Бесклассовые Оказывается Такие Сильные Он умело Использует Все свои Многочисленные Навыки Нет Просто Этот парень Гений Учитель Я больше Не хочу Быть магом Я Последую Примеру Старшего Юня Последуешь За ним Ты Хотя бы Понимаешь Что он Делает Ты Даже Посохом Не умеешь Орудовать И Хочешь Пойти По его Стопам Я Молчу Уже Мечах Кинжалах И Пистолетах Ай Отбрось Этот Бред Если Ты Последуешь За ним Сможешь Ли Там Выжить Запомни Это Не игра Реальность Нельзя Поступать Безрассудно Одна Ошибка И Все Кончено О О Мы у него Можем Только Учиться Однако Он не тот Человек За которым Стоило бы Подражать Мобио Зачищено Что ж Пришло время Перейти К Следующему Этапу О Он Не Собирается Передохнуть После Сражения С боссом Сразу Перешел На Следующий Этап Безумие Это Смертельный Приговор Он Слишком Безрассуден Остальные Студенты Даже Не успели Подойти К Комнате Босса У него Достаточно Времени На Отдых Чему Вы Его Учили Наверное Хочет Пройти Максимально Быстро Ведь Время Прохождения Тоже Оценивается Экономить Время Не Так То Выгодно Смерть Это Единственный Исход У нас Появился Такой Гений Но Теперь И он Канет В небытие Я Я Так Не Думаю У Старшего Юня Еще Достаточно Оружия У него Должен Быть Какой То План Признаю Он Превосходен Но Даже Имея Все Эти Навыки У него Просто Не Хватит Сил Вероятно Оставшимся Оружием За Его Спиной Он Не Умеет Пользоваться Все Так И Невозможно Владеть Всем Да И Монстры Следующего Этапа Поголовно Высоко Уровневые Из Этого Он Не Должен Допустить Ни Единые Ошибки Расходы Маны Будут Огромны Тем Более Без Восстановления Это Словно Подзывать Смерть Самому Мусор Исчез Остались Только Гобли Наши Маны И Маги Высокого Уровня Будет Поинтересней Точно Вызов Вот Вот Пропадет Прежде чем Исчезнете Воспользуюсь Вами По Максимуму Заблокируйте Это А Теперь Моя Очередь Пятая Глава Класс Снайпера Имеет Достаточно Много Базовых Навыков Таких Как Быстрый Бросок Смертельный Выстрел Быстрая Перезарядка Преследование По следам Скользкий Выпад Взрыв Воздушная Стрельба И так Далее Этот Класс Имеет Огромное Количество Полезных Навыков И это Делает Его Одним Из Тяжелейших Классов Среди Остальных Но Осно Основную Сложность Представляет Пассивный Навык Преследования По следам Из-за Него Приходится Стрелять По всем Не промахиваясь Иначе Большого Урона Не достичь А в реальном Бою Это Очень Тяжело У него Бескл У Бескл Классовых Очень Много Навыков С Таким Количеством Навыков Снайпера Ему Не должно Оставить Трудно Попасть По ним Просто Расплюнуть Вау Старший Юнь Чэнь Сейчас Покажет Снова Что-то Невероятное Он Попал Прямо В голову Преследования По следам Каждое Попадание Увеличивает Убийственное Намерение Максимальное Увеличение 25 раз Убийственное Намерение Каждый Уровень Убийственного Намерения Увеличивает Скорость Стрельбы И Передвижения На 2% Попадание Преследования По следам Полышает Убийственное Намерение На 2 Уровня Попадание Преследования По следам Полышает Убийственное Намерение На 3 Уровень Основной навык снайпера – скользкий выпад. Основной навык снайпера – быстрая стрельба. Основной навык снайпера – быстрая перезарядка. Основной навык снайпера – смертельный выстрел. Основной навык снайпера – взрыв. Дано! Стреляет только в головы! Для него обычное попадание уже должно быть победой! Какой страшный уровень владения мастерства! Я бы никогда не стал бы таким метким! Да, какой красавчик! Пожалуйста, дайте мне погибнуть от его боли! Объявляю всем, теперь старший Йон-Чен станет моим мужем! Я хочу стать его девушкой! Старший невероятен в обращении с оружием! Настоящий стрелок! Беру свои слова обратно! Он и правда гений этой эпохи! Никогда не видел настолько талантливых учеников! Боюсь, прошлый чемпион провинции ему не ровня! Ха-ха! Как и предполагал, он не только расчетлив, но и находчив! А до этого... А до этого пел совсем другую песню! Я заметил одну странную вещь! До сих пор Йон-Чен не использовал ни одного зелья! По правилам, можно приготовить зелье здоровья или зелья мана! Твоя правда! Помимо запрещенных зельев, по типу мгновенного восстанавливания... Помимо запрещенных зельев... Помимо запрещенных зельев... По типу мгновенного восстанавливания всего здоровья... Могут быть использованы разнообразные... Тем не менее, он ничего не использует... Может они для него бесполезны? Дело не в этом! Дело не в том, что они ему не нужны! Он просто их не взял! Его рюкзак был набит всяческим оружием и взрывчаткой! О патронах можно и промолчать! Сами видите, что их немало! У него нет права на ошибку! Бессоросуден ли он или так себе уверен? Смотри, он что-то собирается сделать! Не знаю, что именно он хочет... Но не лучше ли пойти отдохнуть в соседней комнате? Черт! Из-за чрезмерного количества выстрелов... Пистолеты пострадали! Похоже, ими больше не постреляешь! Все-таки это оружие из черного железа! Ты отлично справилась! Оружие сломалось? Что произошло? Какого класса у него пистолеты? Это самое дешевое, сделанное из черного железа! Что? Как вы вообще стали учителем? Как можно позволить одинку идти на вступительные экзамены с таким мусором? Он правда не может позволить себе большего! У него нет родителей, к тому же ему приходится ухаживать за младшей сестрой! Ты должен был сказать раньше, я бы сам купил ему оружие! Теперь он уже там поздно что-то делать! Перешел в комнату финального босса! С потраченным временем, если он убьет босса так быстро, то он станет чемпионом провинции! Чемпион провинции! В истории нашей школы еще не было таких! Если он добьется успеха, я стану директором, вошедшим в историю! Такой прекрасный саженец! Если он пострадает из-за состояния снаряжения, не быть тебе учителем! Что? Йонгчен, сделай все возможное! Шестая глава Вот-вот начнется! Старший захочет комнату финального босса! Боюсь, остальные все еще застряли на командире! Может он действительно станет чемпионом провинции? Мы станем свидетелями истории! Более того, он использовал еще не все оружие за его спиной! Что же он покажет? Жду не дождусь! Эй, почему снова вырубают самый интересный момент? Остальные приходят так обычно! Они неинтересные! Что-то не так! Показали! Мертвых людей? Они... они мертвые! Он же был одним из дедешеров! Вчера только с ним виделся, а теперь... Пока мы смотрели за старшим юнем, Остальные сражались с командиром гоблина! Почти все погибли от его урок! А этого вообще убили, пока он использовал свисток возврата! А этого вообще убили, пока он использовал свисток возврата! Это цвета от свистка возврата! Некоторым все же удалось сбежать! Все очень плохо! Я должен вернуться обратно! Против него невозможно сражаться! Я даже до второго этапа не дошел! Теперь меня не примут ни в одну академию! Я не сверюсь с этим! Такая... Так долго наблюдая за старшим юнем, Мы все позабыли о сложности этого экзамена! Старшие намного селили нас! Однако даже так многие из них пострадали! Молчу о быстром прохождении! Там хотя бы выше до конца! Если даже на это мне не способна, То и подавно стоит забыть о рекорде старшего юня! Так страшно сражаться против командира! Мне что-то расхотелось учиться и вообще сражаться! Переключите стрим снова на юнчена! Не стоит так сильно подрывать дух учеников! Хорошо! Предыдущие годы многие пострадали! Однако все с классами дедешеров В большей мере прошли этот экзамен! В этом же году лучшим стал юнчен! В голове директора юнчен превзошел всех! Теперь его предпочтения должны быть изменятся! Ой, они снова переключили! Это же старший юнь! Сейчас начнется битва между ним и финальным боссом! Человечишка! Это не то место, где тебе стоило быть! Монстр, монарх гор, уровень 16 Сложность золота, навыки неизвестны Примечания Алый плащ является символом повелителя гоблинов Как и ожидалось От кошмарного финального босса Его сила прям давит на меня! Да и говорит на человеческом Впервые вижу такое! Но, к сожалению Тебе осталась жизнь лишь 20 секунд! Основной навык монаха Кровавая ярость Эй, это навык монаха Кровавая ярость Увеличивает все атрибуты на 80% в течении 20 секунд А также скорость атаки передвижения И пробиваемость брони на 75% Однако баф действует 20 секунд По его истечению все атрибуты владельца Падают на 75% Наконец-то он воспользуется его боевым оружием Не сшимся это происхождение Это будет сражение не на жизнь, а на смерть! Такой решительный! Если он не выиграет в течении 20 секунд Он не сможет вернуться обратно! Как не разумно! Можно же Можно же не спешить у меня этого босса! Зачем же так рисковать собой? Этот пацан Меня разозлил! Дайте Капотена У меня давление подскочило! Примечание Капотен Препарат, понижающий давление Ссорость этого человека высока! Тем не менее! Ты еще слишком слаб! Старшего юня Разребили пополам! Последний босс кошмара слишком силен! Даже с кровавой яростью Стоит сражаться разумно! Это был лишь клон Тот мальчишка! В момент лоб... В момент лобовой атаки Использовал клона, чтобы отвлечь внимание Сам он Уже посади него! Основной навык ассасина Клонирование Вспышка! Вспышка! Ах, какого черта! Пока ты слеп Я убью тебя! Примечание Нападение было настолько мерзким Что монах Гор В порыве гнева Вошел заранее в ярость А-а-а! Вот же! Все из-за ярости! Время контроля уменьшилось! Основной навык друида Лозы Осталось 13 секунд кровавой ярости! Сейчас начнется Настоящее сражение Седьмая глава Эй, что случилось? Саша ни разу не использовала это оружие С прочностью все должно быть в порядке Как оно могло сломаться? И босс все еще цел Возможно, даже применив кровавую ярость Старшего Юнь Не способен пробить его защиту Дело не в том Что он не может пробить Все как раз таки наоборот Атрибуты Юньчена на высоте Иначе Он бы не смог ослепить монарха Гор У них обоих высокий показатель атрибутов И оба они вошли в состояние ярости И это еще сильнее увеличивает их атрибуты В итоге Черное железо не выдержало их мощи В битве ни в коем случае не должно быть мусора из черного железа Джин Шэн Ты понимаешь, о чем я? Простите Что еще хуже Так это то, что время кровавой ярости Подходит к концу А ему нечем пробить его защиту Как же он будет сражаться? И если я убью будущего чемпиона плохим старешением Я стану позором на века Оставшаяся продолжительность кровавой ярости 13 секунд Я хочу поскорее закончить битву Неожиданно она будет жестче предполагаемого Довольно неким просто Основной навык рейнджера Поиск слабостей Осталось не так много времени Надо поскорее найти способ разобраться с его защитой Слабостей Нет Мерзкий человечишка Дай тебя убить Земляная волна Из-за тряски тяжело стоять Основной навык мечника Блок Оставшаяся продолжительность кровавой ярости 9 секунд Все кончено Кровавая ярость спадает А он еще не успел пробить защиту Старший юнкен так сильно ранен Он погибнет Если бы его оружие было на ранг выше Или он сам чуточку сильнее Бой уже закончился бы Теперь и его меч И посох уничтожен Доступ к навыкам меча и магии Так же заблокированы Хуже то, что у него нет слабой Не Хуже то, что у него нет с собой Ни одного лечебного зелья Ранение означает гибель Можешь умереть Оставшаяся продолжительность кровавой ярости 7 секунд Основной навык друида Тернии Даже Старший юнкен допустил ошибку Это была последняя попытка Друид класс хороший в контроле Его навыки вообще не годятся для нападения Хотя странно Монарху после впадения в ярость Даже не шелохнулся на удар копья Почему же он обороняется от тернии в такое время? Он нашел ее У любого монстра есть слабое место Экипированное оружие Боевые перчатки Оставшая Оставшаяся продолжительность кровавой ярости 5 секунд Я чувствовал свою слабость Но не твое Может у тебя нет слабостей? Нет, конечно Как в экзамене мог бы быть такой монстр? Я просто не замечал ее Не неси вред! Ведь Ведь твоя слабость Прямо Под плащом позади Основной навык страйкера Огненный кулак Оставшаяся продолжительность кровавой ярости 3 секунды Воспользуйся последними Тремя секундами И избавлюсь от тебя Ты добился своего! Оставшаяся продолжительность кровавой ярости 2 секунды Победа! Удар старшего летит прямо в слабое место! Да! Давай, старший Ивань! Я в тебя верю! Атака такого масштаба Максимум собьет меня с ног И более Ты проиграл! Уверен Кровавая ярость истекла Что? Нет! Поздравляем Кандидата Йончена С успешным прохождением Подземелья Гоблинов Уровень сложности Кошмар Время прохождения 14 минут 47 секунд Результат вашего Вступительного экзамена Был зарегистрирован После напоминания О прохождении экзамена В Академию Пожалуйста Получите свою награду За прохождение Восьмая глава Ну что, ребят Экшен Прям экшен Верно? Так Холодненько Продолжаем Получилось Старший Юнь Убил босса Не больше Не меньше 20 секунд Ушло На его убийство Он слишком силен Он сильнейший Черт Проклятие Учитывая Сложность И время Прохождения Подземелья Ваша оценка Составляет ССС Поздравляем Вы первый Прошедший Подземелье На такую оценку Ваш рекорд Зарегистрирован Награда За прохождение 15 650 Очков Опыта 20 очков Атрибута 20 очков Навыков Поздравляем С получением Наплечники Зеленого леса Золото Пояс Зеленого леса Золото Перчатки Зеленого леса Золото Поздравляем С получением Титула Убийца Гоблинов Титул Дает Увеличение Урона На 25% По расе Гоблин 11 12 13 Три уровня Подряд Да еще и 9 бесплатных Очков Атрибутов И навыков Солидно Получил Тем не менее Первый Прошедший За такую Оценку Неужели Я попаду В рейтинг Провинции Не стоит Быть таким Оптимистичным Узнаю Как Войду Отсюда Из-за Первого Прошедшего За такую Оценку Вам будет Предоставлен Талант Выберите Один Из трех Первое Быстрое Заклинание А с Минусом Время Каста Магических Заклинаний Значительно Снижается Второе Аура Силы А с Минусом Увеличивает Скорость Атаки На 30% А каждая Третья Атака Наносит 80% Дополнительного Урона Третья Стойкий А с Минусом При получении Тяжелых Ран Вы получаете Бонус 100% К атаке И скорости Атаки Все Таланты Хороши Но Надо Выбрать Один Основаясь На моей Стратегии Быстрое Заклинание Подходит Лучше Всех Выберу Его Вы приобрели Талант Быстрое Заклинание Теперь Заценим Новое Снаряжение Они Все Золотого Ранга Намного Прочнее Черного Железа Поезд Зеленого Леса Качество Золота Атрибут Телосложение Плюс Пять Сила Плюс Пять Требуемый Уровень Десять Наплечники Зеленого Леса Качество Золота Атрибут Тяжел Атрибуты Телосложение Плюс Пять Сила Плюс Пять Требуемый Уровень Десять Перчатки зеленого леса, качество золота, атрибуты, сила плюс 30, шанс критического удара плюс 3%, требуемый уровень 10 Эффект костюма зеленого леса, комплект из трех частей, вне боя по истечении 5 секунд автоматически восстанавливает здоровье, ману и выносливость в соответствии с вашим телосложением Хорошее снаряжение, сразись снова с монархом Гор, я бы его прикончил за 5 секунд, пора возвращаться Юньчен, старший Юньчен, выходи! Юньчен теперь будет звать на... Юньчен, теперь буду звать... звать вас Бох Юнь Непобедимый Бох Юнь, Бох Юнь, ты такой популярный, выходи за меня А что тут происходит? И что за Бох Юнь? Это что, новый псевдоним? Ха-ха-ха, ученик Юньчен, ты отлично справился Декан? Учитель Джена? Смотрим все в камеру Результат иступительного можешь получить через 3 дня, крайний срок 7 дней Я сообщу, если появятся какие-то новости, а пока что, иди отдохни Да, спасибо вам Это же машина декана! Он на самом деле попросил своего водителя отвезти Юньчена? Боже, не слышал, чтобы с учениками так обращались, как ожидалось от бога Юня По моим предположениям, в этот раз твоя оценка является лучшей Она точно войдет в топ-3 среди провинций, а может даже в топ-1 После результатов, ты получишь еще сверх награду Иди и сообщи эту хорошую вещь домашним Да, хорошо Если Юньчен станет чемпионом, не только его наградят Но и школа Дань Гьюни получит исключительное внимание от Министерства образования Это принесет множество полезных ресурсов Шестой, спасибо тебе за пятисоточку Спасибо, дружище Спасибо, что и сегодня поддержал меня Спасибо от души Плюс мое имя войдет в историю Декан, вам звонят из Министерства образования Ха-ха, быстрее, чем я думал Дом Юньчена Ах, я вернулся Брат, ты как раз вовремя Еда уже готова, садись кушать Из-за твоих экзаменов я наготовила много еды Даже положила немного мяса Должно быть вкусно Наш отец погиб на передовой десять лет назад Во время вторжения королевского двора орков Мать не переработала, чтобы прокормить меня с сестрой И так же отправилась вслед за отцом Потеряв все, мы теперь живем лишь на пособие Даже мое снаряжение из черного железа Это все старье, доставшееся мне от отца На протяжении многих лет, чтобы позволить мне тренироваться Яньтан взяла на себя все обязанности по дому Как бы я ни просил, она никак Не отказывалась от этой затеи Она упрямая и сильная девушка Все, чем я могла ей отплатить Это работать в десять А то и в сто раз Больше обычных людей Теперь у нас должно все наладиться Брат Как прошел экзамен? Ты хорошо знал? Была одна трудность, но в целом неплохо Декан сказал, что место в тройке лучших обеспечено После результатов мне будет положена щедрая награда Правда? А насколько? Сможем ли мы каждую неделю есть мясо? Дурочка Мы будем есть намного больше В будущем мы будем есть мясо каждый день Я обеспечу тебе лучшую жизнь Пять дней спустя За последние пары дней Я неплохо накопил очков навыков на ежедневных заданиях После прохождения экзамена Я стал получать намного больше очков К тому же После перехода в семерку лучших академии Мне будут доступны навыки скрытых классов Эй, я вернулся Брат Брат, вот результаты Ты номер один провинции А? Правда что ли? Почему я не получил сообщения? Брат Ты забыла забрать с собой телефон на пробежку Твой телефон просто разрывает А? И правда много пропущенных Алло, директор? Почему ты не отвечаешь на звонки? Ладно, приехали Приходи ко мне после обеда Приедет комиссия Тебе предстоит выбрать ВОЗ Даже не знаю, куда поступать Однако С нестерпением жду этого Девятая глава Три года назад Кабинет для теста таланта Талант Всемогущий Всемогущий? Ха-ха-ха Ну и тренай же талант Какая вообще может быть польза В ограниченном повышении навыка Даже если повысить на три уровня Сможет ли он сражаться с классовыми навыками? Они совсем в разных весовых категориях Да Он просто неудачник Йон-чен Не падай духом На таланте не останавливается жизнь Даже не с самым Не с самым лучшим талантом Ты можешь выбрать хороший класс Всемогущий Всемогущий Если я вложусь изо всех сил Что произойдет? С таким талантом У меня нет будущего Ха-ха Уведомление Система активирована Система Поможет вам выбрать Ваш класс И обеспечит Все условия для становления Сильнейшим в этом мире Ха-ха Система Даже не думал Что получил такой же Как в вэпроманах Ну и получил я тебя Что дальше-то? Я стану лучше остальных? Уведомление Выберите путь развития Путь развития? Бесклассовый Подходит? А-а-а Система Связана Путь развития Бесклассовый Мгновение Ока Так и прошли Три года Как бесклассовый Я стал первым В провинции Но что же даст Мне система? Задание Задание Достижения Займите место Среди Провинций Прохождение Экзамена Заняв первое место А также имея Путь развития Бесклассового Вы получите Соответствующие Награды А-а-а Поздравляем Талант Всемогущий Б Повышен На Всемогущий А с плюсом Всемогущий А с плюсом Все навыки Могут быть улучшены На три ступени До Б С плюсом Поздравляем С получением Божественного Навыка Божественная Молния С минусом Поздравляем С получением Божественного Предмета С ранга Крест Возрождение Поздравляем С получением Божественного Навыка Сверх Самоисцеления С плюсом. Поздравляем с получением 50 очков атрибутов. Поздравляем с получением 50 очков навыков. Какая щедрая награда. Не считая очков атрибутов и навыков, мне даже талант повысили. Это значит, что все мои навыки стали на уровень сильнее. Да и предел навыков поднялся. Изначальная сила навыков Е ранга. Но с моим талантом она может достигнуть С ранга. Теперь же их сила сравнима с рангом. Теперь же их сила сравнима с Б плюс рангом, а это даже сильнее некоторых классовых навыков. Крест возрождения С. При смерти владельца крест автоматически расходуется, а владелец появляется в безопасной точке. Словно вторая жизнь. Настоящая драгоценность. Сверх самоисцеления С+. Ваши клетки наделены огромной жизненной силой. Это позволит вам избежать множества серьезных ран. Божественная молния С с минусом. Загадочное божественное заклинание, способное переместить сквозь пространство. Способно пускать молнии. О, молчу об сверх самоисцеления. Даже божественная вспышка невероятный навык объединяет и защиту, и атаку. Система, наверное, беспокоится за мою жизнь. Брат, там хаос снаружи. Тебя везде показывают. По новостям, а также рассказывают о твоем ознаграждении. Давай пока что не будем об этом. Многие пытаются использовать меня в качестве рекламы. Ну, что поделать? Это же огромные деньги, ты же не откажешься от них? Я приму подарок от Министерства Образования, но не от других. Самый выгодный будет тот, от которого они требуют взамен. Я пойду в школу комисс... Я пойду в школу. Комиссия наверняка уже там. Школа Вы же одноклассник Юньчена? Какое впечатление он произвел на вас? Что, вы когда-то играли с ним? Расскажите подробнее о том, как вы ходили с ним в туалет. Эти репортеры совсем сбрендили. Если бы я и не подготовился, в школу бы точно не попал. Они и около дома бродили. Сможет и Юньтан справиться с ними. Конференц-зал Хо-о-о... Как я понимаю, все вы из лучших академий страны. И вы все пришли ради чемпиона провинции Юньчена, верно? Хо-о-о... Как говорят местные новости... Куратор приемной комиссии Академии ЦИН Оу-хуа Один ученик ввел тренд бесклассовый, хотя чего? Все стали безрассудны, и вы смеете этим хвастаться? Пусть Юньчен немедленно выберет класс! В противном случае, пусть даже не думает входить в дверь Академии ЦИН! Учитель Ау-хуа, что вы имеете в виду? Юньчен уже является чемпионом провинции, который всем показал, на что способен. Вы хотите отнять его исключительность? Вы все должны понимать! У бесклассовых нет будущего! Даже к чемпиону это относится! Если он не сменит класс, я не позволю ему вступить к нам! Не сердитесь, наставник! В конце концов, Данг Юни находится в глуши! Ученик из-за холостя не стоит вашего внимания! Студент Тянь Юньчжоу Юньчен уже отказался от своего будущего! Он выбрал мимолетную популярность ради оценки! Очевидно, он не очень-то и дальновиден! Просто нашел лазейку, чтобы получить наивысшую оценку! Он точно не достоин порога нашей академии! Не говори глупостей, мальчишка! Ты не понимаешь, насколько тяжело быть бесклассовым, так что стой молча! Он настоящий чемпион! Никаких лазейок он не использовал! О, так я рад уверен, что хочешь продолжить? Советую успокоиться! Учитель Аухо, шоу, школа Дань-Гань, это наша школа в провинции Дзенань! Думаете, я спущу такую провокацию вам с рук? А? Ну и что сделаешь? У нас намного больше таланта! Это все недоразумение! Не стоит поднимать шум! Какое еще недоразумение? Ученик академии ЦИН-Гроба отозвался о нашем! Гроба? А ну прекратите! Вы здесь, чтобы вербовать или сражаться! Конечно, мы тут ради вербавки! Однако у нас много подозрений! Похоже, ступите на экзамены слишком раздули и не все там, правда! Ха? Нарываешься? Юн Чен прибыл! Юн Чен? Позволь представить тебе... Не надо! Я слышал все снаружи! Ты ученик академии ЦИН? Я стою прямо перед тобой! Не хочешь ли проверить, насколько все сказано и правда? Ха! И какая же? И как же мне это проверить? Я бросаю тебе вызов! Если не выиграю за пять вдохов, я проиграю! Десятая глава Так, друзья, сегодня будет 12 главушек Так, продолжаем Что? Хочешь одолеть меня за пять вдохов? Ха-ха-ха! Только выпустившись, осмелился бросить мне вызов! Не знаю, насколько ты себя ценишь, но, похоже, стоит тебя слегка припустить! Юн Чен, успокойся! Юн Чен, успокойся! Академия ЦИН – одна из лучших в стране! Этот человек учится там более года! Он намного сильнее тебя! О! Кто-то сросил? Все же слышали, что... Это не я предложил! Он сам бросил вызов! Вы тоже слышали? Увы, но он слишком резву! У него... У его противника 19 уровень, а сам он 13 уровня! Это чудовищная разница! Спортзал Тянь, Юн Чжоу! Достаточно продержаться пять вдохов, и ты победил! Однако, следует его немного проучать! Не волнуйтесь, учитель! Я размажу его за три ка-каста! Екан! Эх, ничего не поделаешь! Остается лишь надеяться на чудо! Я маг! Ты будешь использовать меч-посох? Типа, комбинируешь навыки меча и магии? Меч-посох побежден! Работает лишь посох! Меч-посох поврежден! Работает лишь посох! Тем не менее, этого мне хватит! Ха-ха! Хочешь магией победить меня, безумец? Я сейчас в отличной форме! Скорость каста всего лишь 0,7 секунды! Ты не остановишь меня, мальчишка! Огненный шар? Он кастует заклинания быстрее! Черт! Придется прерывать навык! Магический щит! Щет разрушается? Невозможно! Огненный шар слишком сильный! Ну, это конец! Э-э-э-э! Это и есть вся сила! Ученика Академии Цен! Лобовая атака! Неверными огненными шарами? Бой продлился всего 2 секунды! Янчена дали мага 19 уровня магическими навыками! Даже у магов не такой быстрый каст! Тем более цвет огненного шара был фиолетовым! Да и мощность была что надо! Я вносила сравнимое с Б-рангом! Не верю! В результате его талант всемогущий! Может повысить максимум до Ц-ранга! Это эволюция таланта! Во время вступительных его огненный шар был красного цвета! Его талант всемогущий действительно развивается! Единственный недостаток бесклассовых в том, что со временем они достигают пеха навыка, из-за чего разрыв между классами становится огромным! Однако его талант не только повышает уровень навыков, но и может развиться! Такими темпами он может стать еще сильнее! В сочетании с его невероятными боевыми навыками и чутьем! Он гений на миллион! Юнчана, поступай в нашу академию Дунфо! Мы предоставим вам три предмета А-ранга! Я из академии Тяньво! Мы предоставим три предмета золотого ранга! Ступай в нашу академию! Вы получите пять предметов А-ранга и пять Б-ранга! Эй, вы просто так мусолите деньгами! Какой вообще смысл? В таланте развитом один раз! У него нет будущего! И вы считаете, он стоит того! Что-то запахло кисленьким! Все пришли к тому, что академия ЦИН потеряла лицо на этой вербовке! Ваш ученик все еще лежит на земле! Может, вместо пустых слов поможете ему? Им даже на одинаков плевать! Вот же пасарники! Забудь про них! Наша академия готова добавить еще один предмет А-ранга! А в нашей академии вас будут обучать лучшие наставники! А-а-а! Юнчан! А поскольку ты лучший выпускник провинции Цзэнань, поступай в академию Цзэнань! И обещаю обеспечить тебя книгами и основными навыками всех классов! Новыки не ограничиваются лишь нашей страной! За границей есть множество других классов! К примеру, страна Фусо у них есть такие классы, как Ниндзя, Анмедзи, Самураи! На западе же ведьмаки, колдуны и вампиры! Уступив, по рекомендации ты сможешь получить доступ скрытым классам! Конечно же, есть, если постараешься! Наша же алхимическая мастерская и кузница снарядит тебя снаряжением под стать тебе! Полиморфным оружием! О, боже, как же они разорятся! Книги с навыками классов других стран и скрытых классов достаточно не так-то просто! Плюс сверху дорогующее полиморфное оружие! Это идеальное сочетание для бесклассового! Ну, выбор ясен! Я выбираю! Академия Цзэнань! Ах, все-таки выбрал их! Ну, логично же! И черт, стоило больше обратить внимание на его спецификацию! Их предложение самое выгодное среди всех! Да и к дому эта академия ближе! Парк! Фу! Божественная молния! Божественная молния! Молния! Божественная молния просто нечто! Расстояние и скорость перемещения превосходят все мои навыки! Конечно же, выматывает оно тоже сильно! А? Получено сообщение от образовательного учреждения Цзэнань! Пять миллионов! Получено от образовательного учреждения Дэнкань! Два миллиона! Пять и два миллиона! Они расщедрились! Они уже должны были произвести остальные! Они уже должны были привести остальные награды! Пора возвращаться домой! Пока потренирую уклонение! Приветствуем! Мы из Академии Цзэнань! Это один из обещанных предметов! Полимортное оружие! Откроем! Демонический разрушитель! Демонический разрушитель! Качество золота! Атрибуты! Сила плюс 10! Мудрость плюс 10! Эффект! Может переключаться между тремя формами! Форма боевого копья! 35% увеличение физической атаки и пребываемости брони! Форма длинного меча! 25% вызвать кровотечение за атаку! Форма посоха! 35% увеличение урона от магии, а также магической пребываемости! Оно эквивалентно трем оружиям золотого ранга! Не придется таскать с собой груду снаряжения! Спасибо! Не за что! Это оружие уже давно лежит в Академии, ожидая своего хозяина! Кроме того, прослужит оно приличное время! В целом, оружие делится по качеству! Это черное золото, бронза, серебро, золото, платина, алмаз, легендарное и так далее! Каждое оружие имеет личный звездный рейтинг, но для этого нужны деньги! Ты можешь повторно зачаровать его тогда, его звездный рейтинг станет выше и сила соответственна! Однако, у этого есть свои риски! Если ты потерпишь неудачи в усилении, то оружие может деградировать или вообще быть уничтоженным! Хорошо, буду осторожней! Я принес еще кое-что! Больше, чем оружие! Это книги с основными навыками некоторых редких классов! Их не слишком много, но для начала должно хватить! О, вот это да! Остальное будет доступно в библи... Остальное будет доступно в библиотеке без использования кредитов! Я здесь от города Донгёнь! В дополнение к стипендии город предоставил вам виллу! Отключи и контракт от дома, пожалуйста! Распишитесь и сохраните их! Ух ты! Ух ты! Какой же огромный дом! Наш домик? Как? Ванная в этом доме! Брат, пошли осмотримся тут! Какой смысл осматривать собственный дом! О, это книги с навыками колдуна и ведьмака! О, чего? Чего? Навыки рыцаря! Значит, есть и такие редкие классы! 70 лет назад вышла игра под названием «Божественное владение»! В неё вошли более сотни миллионов человек! Там же люди начинали не с человеческой расы, а выбирали такие, как эльфы, орки, гномы и тому подобное! Позже, как только игра слилась с реальностью, эти особенности передались как кровное родословное! Люди разных рас женились на обычных людях и выбили потомство людей с особой родословной! Стоит отметить, что в мир интегрировались не только система и предметы, но и большая карта, ниб, монстры и многое другое! В результате мир стал в 10 тысяч раз больше прошлого, и его рельеф уже не тот, что был прошлым! Город Дангань – маленькое место, тут трудно встретить представителей других рас! Только приехав в Дзяньань, я смогу познать мир снаружи! Весь остатокня Йон Чен провёл в учёбе, он был одержим ею! За месяц он не только освоил редкие классы, а также, практикуясь демоническим разрушителем, полностью овладел им! Оставшийся месяц он провёл с Йонь Тан! Они вместе посетили множество мест, на которые могли лишь смотреть! Брат и сестра прекрасно провели время! Наконец-то приблизилось начало учебного семестра! Но! Я буду скучать по тебе, брат! Звони, если что-то понадобится! Не стоит отказывать в чём-то! Теперь у нас достаточно денег! Ты будешь одна, поэтому позаботься о себе! Ты тоже не забывай кушать и умываться! Что ж, пора идти! Следующий пункт назначения Академия Ценань! Провинция Ценань, город Ценань, Академия Дзенань! Достойно! Седьмой Академии Страны! Красиво! Здравствуйте! Вы новый студент? Я отвечаю за регистрацию, поэтому передайте мне ваше резюме! Вот, держите! Город Данюнь? Йонь Чен! Что? Он и есть Йонь Чен! Лучший студент третьей провинции! Тот самый бесклассовый? Так вот как он выглядит! Я точно займу его место! Как-то многовато внимания я привлекаю! Как я вообще попал в такую ситуацию? Потому что вы в данный момент первый среди студентов! К тому же, первый, кто занял это место без класса! Трудно будет не привлечь внимания! Что? Я первый среди студентов? Верно! Ведь вы заняли первое место среди провинций! Это дает вам больше большое преимущество! К примеру, огромное количество кредитов! Деньги в Академии не такие полезные, как кредиты! На них вы можете позволить себе все, что угодно! Что касается остальных преимуществ! Знаете о них сами! Я отведу вас в ваше общежитие! Тоже хочу такую красивую сопровождающую! Черт, как завидую! Это и есть привилегии первого места! Кстати, Ян Чен, вы уже решили в какую кафедру поступать? Кафедра? В Академии Цинань пять кафедр! Это военная кафедра, кафедра элементарий, оружейная кафедра, Тактическая кафедра и кафедра поддержки! Каждая кафедра делает уклон на свое! Военная кафедра квалифицируется на передовой битве! У них большой уклон на убийство! Кафедра элементарий классифицируется на магическом обучении! Является лучшим выбором для мага! Тактическая кафедра фокусируется на теории и тактиках! Контроле группы и так далее! Оружейная кафедра, как и следует из названия, делает уклон на оружие! Они учатся больше полагаться на оружие, нежели навыки! А кафедра поддержки специализируется на зачаровании, кузнечном деле, исцелении, алхимии и так далее! Тактическая кафедра и кафедра поддержки точно исключены! Оставшиеся три подходят мне намного лучше! Вот и прибыли! Это... Что это такое? Это и есть мое общежитие! Неужели я буду жить тут один? Верно! А в доме три этажа, мебель и оборудование присутствует, а не также лучшего качества! Имеется своя тренировочная площадка, тренировочный зал, гидромассажный комплекс и много всего другого! По периметру стоит спортивная дорожка, также имеется хранилище для ресурсов! Конечно же, особняк для одного – это привилегии 50 лучших студентов! Чем ниже рейтинг, тем и хуже условия! На низком рейтинге студенты живут в одной комнате по 5-6 человек! Ха, такая жесткая грань между студентами! Верно! Не знаю, понравится ли вам это, но так принято! Тем не менее, из-за этого многие с завистью смотрят на вас! Как обычно, завтра пройдет собрание новичков! Через неделю же пройдет соревнование новичков! Все будут стараться отобрать ваше место! Все приезжие в нашу академию – гений среди провинций! В том числе второе и третье место, у которых вы силой отняли место! Они будут пытаться отобрать у вас все! Будьте осторожны! Ооо, ха-ха-ха, да! Ну, пусть рискнад! Двенадцатая главушка Так, друзья, двенадцатая глава крайне на сегодня! Если кто-то еще не поставил лайк, я вижу, что кто-то это не сделал! Обязательно сделайте это сейчас! А также, если кто-то захочет поддержать канал, вы еще успеваете сделать это на стриме! Ссылочки есть в описании! А мы продолжаем! На следующий день Видишь, вон он, наш номер один, бесклассовый юнчан! Ха-ха-ха, он живет в особняке на вершине горы! А нам лишь остается смотреть на него со скалы! А нам лишь остается смотреть на него со склона! Обидно как-то! Я первый из своей провинции, почему я должен стоять после него? Я тоже против! Точно! Он по-любому жульничал на экзамене! Просто, бесклассовый, который не наслаждался выбрать класс! Да я его одним пальцем снесу! Если не согласны, просто бросьте ему вызов на арене! Шэн Тайран Чемпион провинции Дайчжоу Класс Рыцарь Крови Нечего тут лопеть! Афу! Нехорошо говорить о людях с их спинами! Е Цинлин Чемпион провинции Дунлин Класс Даос Сюэ Хуфан Второй в провинции Цзэннань Класс Мак Разрушения Ты украл мое место! Так что не жди пощады! Как только собрание завершится, я утяну тебя вниз! Учебный корпус Ха-ха! Хажется, ребятишки! Беспокоятся о рейтинге! Декан военной кафедры Е Анфо А как же тут шумно из-за него! Слышал, соцсовет не очень-то и доволен новым первым местом Ян Ченом Да и чемпионы остальных провинций считают, что он получил преимущество, так как из числа местных Ребятишки действительно недооценивают мою оценку! Все деканы посмотрели эту запись, каждый уверен в своем решении! Боевые навыки Ян Чена высоки! Как у меня, у него врожденное боевое чутье и талант к различным оружиям! Декан оружейной кафедры Королева Йон Шаня Ся Цин Чен Он будет мой! Вот же! Впервые вижу, чтобы декан Ся так относился к студенту! Обычно она холодная и не разбрасывается словами Ее даже за это прозвали Ледяной Королевой Однако Йон Чен, вероятно, талантлив! Нельзя его упускать! Хе-хе-хе! Не только зрителям интересен, но и учителя хотят его! Ну, раз так стоит ускорить игру! Телепортация! Согласно руководству Академии, военная кафедра сильнейшая среди пяти остальных, А он руководитель военной кафедры! Е-ан-фо! Мне известно о жалобах и недовольствах студентов! Поэтому было решено провести соревнования новичков сегодня! Идите отдохните пока, а в два часа начнется соревнование! Подойдите к площадке на Ньонь к этому времени! Да! Два часа, площадка на Ньонь! О, это врата серебряного ранга! Вижу впервые! Заслуживает своей репутации! Слышу, что все врата контролируют специальными органами! Чем выше Академия, тем больше и лучше контролируемые им врата! Эй! А похоже наступительные! Тут тоже результаты будут определяться прохождением подземелья! Йонченда, ты станешь одной из ступеней на моем пути! Уверен, они все готовы разорвать меня! Ну, тогда посмотрим на силу этих гений в провинции! Скажу сразу! Соревнование новичков напрямую влияет на ваши кредиты и условия проживания! Отнеситесь к нему серьезно! В соревнованиях нет никаких запретов! Можете использовать абсолютно любые препараты! Главное, не напейтесь ими до смерти! Соревнование начинается! Можете входить под дверья! Телепортация? Название подземелья Логово тролля С двенадцати до пятнадцати Сложность, кошмар Необходимое количество участников от одного до пяти Примечание В темном и мрачем лесу находится Деревня троллей Ходят слухи, что в темноте их боевая... Их боевой дух усиливается Стоит Поспешить! Ха! Умрите здесь все! Вот в чем сила механика! О, неплохо! Как и ожидалось от механика, занимающего Шестьсот пятьдесят третье место! Для него, кошмар, не такая уж и проблема! В этом году качество набора высока! Тот первокурсник, вроде бы, был священником на двести тренадцатом месте! И даже так решился пойти один! Ха! Боже! Боже, помоги мне! Я священник темной школы! Чем больше пищи, тем больше урона! Мой темный атрибут поднимается с вероятной скоростью! Точно попаду в десятку лучших! Что за бардак он устроил? Амаджи, немедленно покажите Йончена! Это он! Он уже уничтожил всех троллей! И направляется во вторую комнату! Остальные быстрейшие студенты все еще сражаются! Он уже! Он слишком быстр! Это рекордная скорость! Как он это сделал? Ха-ха-ха! Ты смотришь недостаточно внимательно! Никан Кафедры Элементалей Лиан Хексуань Его метод довольно прост! Присмотрись! Большинство троллей обгорели! И на окружающих деревьях совсем нет листвы! Словно все с... Снесло ветром! Он должен быть воспользовался основным навыком магов! Глазбури! Как только тролли собрались в одном месте! Он сжег их огненным шаром! Ветер усилил пламя! Поэтому сила огненного шара была намного эффективнее! Уничтожил их в один миг! Легко сказать! Однако это не самое легкое дело! Его глазбури и огненный шар должны быть как минимум байранга! Ха-ха-ха! Этот мальчишка идеально подходит к кафедре Элементалей! Пока он лучший среди новичков в плане боевой мощи! А второе... Но вторая комната проверяет не только боевые характеристики! Логово тролля! Вторая комната! Ха-ха! Болото! Из-за движений оно всасывает еще сильнее! Огненный шар! Болото – сложная местность и слабое освещение! Похоже, нужно немалое восприятие, чтобы пройти это испытание! А будет... Непросто! Основной навык друида – природная близость! Природная близость! Почувствуете дыхание природы! Улучшая это восприятие, эффект увеличивается с количеством растений поблизости! Обычная природная близость – лишь базовый навык, который не так силен! Но у меня природная близость – Б плюс Ронга! Она позволяет мне резонировать с растениями и общаться с ними! Неважно, дерево, мух или лео на си они могут стать моими глазами и ушами! Третья комната там! Луза! 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 Болото! Лучше не ступать, иначе по грязным ням! прыг огненный шар похоже вы не понимаете абсолютно все растения мои глаза и уши основной навык друида рост рост тоже претерпел изменения обычный навык просто бы стимулировал рост растений однако мой навык отличается сагер с оригинальным навыком мой имеет эффект паразита попав тело она будет питаться им пока жизненная сила не иссякнет дополнительные эффекты навыков этого парня намного лучше других навыков друида и даже не поймешь навык ли это новичка значит и его резюме было правда его талант эволюционировал второе испытание это испытание восприятия как мы все понимаем без чутких чувств незнакомой среде можно потеряться не только потеряться сложной местности можно решиться жизни из-за недостатка информации но и утомиться от долгого блуждения есть множество навыков улучшающих восприятия к примеру восприятия тьмы темного жреца эхолокатора и механика магический всплеск мага и так далее он выбрал наиболее подходящий навык для данной местности природная близость конечно есть и альтернативные решения маг разрушения может просто уничтожить себя вокруг рыцарь крови может бездумно влететь куда угодно полагаясь на свою защиту болотистая местность заканчивается дальнейший буть будет проще планировка комнаты напоминает лабиринт без надлежащего восприятия тут довольно просто заблудиться к счастью растение на моей стороне тут вход следующую комнату монстр предводитель троллей воинов уровень 15 сложность серебро навыки и ярость рывок боевой клич что это такое жарко о на третьей комнате нет босс молю простить я не смог удержать ход мерзкий человек подкрался пока я спал и атаковал меня не убивайте меня прощаю на этот раз я раздавлю этого человека и искуплю свой грех раз хочешь искупить грехи и я тебе помогу основной навык рыцаря воздушное рассечение человек как ты посмел убить моего сторожащего пса прямо передо мной будь ты проклят черт возьми ээээм монстр вождь троллей уровень 17 сложность золота навыки неизвестны монстр охотник на троллей уровень 15 навыки захват укус точный бросок примечания страж вождя троллей прирожденный жестокий охотник блистающий в ближнем бою монстр тролль волшебник Уровень пятнадцать навыки, ядовитый туман, безмолвие, безумие, примечания. Даже будучи троллями, бог оставил им восприятие стихий. Нелегко иметь дело с таким количеством монстров, да и босс с ними. В таком случае... Основной навык оценка. Приготовлю для вас пьера. Четырнадцатая глава Проклятые людишки! Не, не! Просишь опущения, уже поздно! Умри! Черт, ты еще жив? Используешь навыки клонирования? Сколько бы клонов ты не призвал, я всех убью! Умри! 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 Огненная магия? А ты хорош! Кроме темной магии, можешь использовать огненную! Подожди, пока убьем этого человека, я точно поставлю тебя на должность капитана! Убивайте! Убивайте! Остался один! Похоже, и есть настоящий! Наконец-то убью тебя! О-о-о-о! Убивайте! А-а-а-а! П-почему? У-у-у-у-у! Что происходит? Какое ожидалось от босса! Думал, смогу еще тебя поводить за нос! О-о-о! Ты уже начал приходить в себя. Благодаря тебе я сэкономил много времени. Что? Что это? Что случилось? Почему их вожак стал убивать своих же собратьев? Он же видел, как Юньчен их тоже взрывал. Он использовал навык Амнмедзе. Заклинание Сметения Души. Амнмедзе это уникальный класс Фусо. Он может затуманить разум цели, погрузив его в глубокие галлюцинации. Безусловно, у оригинала навык Заклинания Сметения Души не хватило бы сил на босса. Все из-за его таланта он многократно увеличил силу навыка. Он намеренно убил предводителя троллей воинов у него на глазах. Тем самым вызвал всплеск эмоций у цели. Это значительно увеличивает шанс успешного наложения Заклинания. О, рассчитывает на столько шагов вперед? Как же ужасает этот человек? Но теперь навык развеян. Тот же трюк не сработает на нем. Что он будет делать дальше? Мерзкий человек, я убью тебя! Как полно! Пока ты там веселился, я тщательно подготовливался. Думаешь, сможешь достать меня? Основной навык Анмедзи. Молния. Основной навык Колдуна. Костяной шип. Основной навык Мога. Камнепад. Основной навык Механика. Взрывоопасное устройство. Черт! Черт! Как и ожидалось от тебя, добрался все же. Силен. Черт! О, жаль. Но ты добрался лишь до клона. Основной навык рыцаря. Воздушное рассечение. Поздравляем, студент Йен Чен. Вы успешно прошли подземелье, логово тролля на сложности Кошмар. Ваше время прохождения 11 минут 43 секунды. Ваш результат успешно зарегистрирован. Напоминаю, вам необходимо забрать награду за прохождение. Невероятный ученик! Навыки с ловушками одни из самых тяжелых в использовании. Многие не могут ими правильно пользоваться. Поэтому для многих это бесполезный навык. Он же показывает весь потенциал даже таких невзрачных навыков. Оставшиеся фавориты все еще в комнате с боссом и только заканчивают сражение с мелочью. На первом этаже первое место остается за Юн Ченем. Отлично. Теперь у меня в кафедре. А я у вас такой выдающийся первокурсник. Не могу дождаться этого. О, Цин Чен. Моя военная кафедра не отдаст такого ученика. Юн Чен еще даже не покинул подземелье. А они уже начали его делить. Он такой быстрый. Интересно, кого же он выберет? Пятнадцатая глава. Учитывая сложность и время прохождения, ваша оценка – ССС. Поздравляем, вы установили новый рекорд. Ваш рекорд будет зарегистрирован. Награда – 21 350 очков опыта, 25 очков атрибутов, 25 очков навыков. Получен топор бури – золото. Получен титул – терминатор троллей. Терминатор троллей. На 35% увеличение урона против расы троллей. 14, 15, 16. Сразу на три уровня. Какое вы прекрасное чувство. Поскольку вы первый, кто достиг такой оценки, вы получаете талант в качестве награды. Двойное заклинание. А с минусом. При использовании заклинания оно будет использоваться дважды. Аура силы, а с минусом. Увеличивает скорость атаки на 30%, а каждая третья атака наносит 80% дополнительного урона. Боевое безумие, а с минусом. При атаке одной и той же цели. С каждой атакой скорость атаки увеличивается на 4%. Действует без ограничений. Опять новые таланты. Когда в прошлый раз побил рекорд, аура силы тоже появилась. Она уже второй раз, поэтому... Выберу двойное заклинание. А нам будет лучше остальных. Вы получили талант. Двойное заклинание. А с минусом. Пора возвращаться. Я чистил подземелье. Но появился новый проход. Может. Это скрытый уровень? Я только слышал о них, но вижу впервые. Говорят, что небольшой вероятностью после прохождения подземелья может открыться еще один проход. В него можно войти или вернуться наружу. Там очень странные и особенные монстры. И прохождение такого уровня может быть очень опасным. Но, тем не менее, это может принести много пользы. Поскольку это не официальный уровень, он никак не влияет на рейтинг или рекорд. Ха, хорошая возможность. Мне нечего терять, да и сил полно. Посмотрим. Что-то меня ждет. Больше никого. Только я. Значит, я первый, кто прошел. Я ведь говорил, что Юн Чен лжец. Я лучший студент провинции Дзянань. Наконец-то. Я отвоевал себе положение. И переступил его. Поздравляю, ты второй. Если бы ты был хоть на пару секунд быстрее, смог бы забрать первое место. Первый не Юн Чен? Я думал, он мой соперник. Похоже, безклассовым все же тяжело. Это было мимолетное слово. Ха-ха-ха. В первой десятке нет Юн Чена. Начальство допустило ошибку. Парень просто нашел лазейку. Так с чего бы ему быть первым? Боюсь, его заставят сменить класс. А что? Это разве не Юн Чен? Его копия подземелья, похоже, отличается от нашей. Скрытый уровень. Он уже прошел подземелье и попал на скрытый уровень. Черт, невозможно. Эй, он жаличал. Не верю, невозможно быть настолько быстрым. Это просто не человеческая скорость. Тишина. Ждите результатов и не шумите. Что? Почему трансляцию выключили? Она не работает. Какого черта? Не могу поверить, что он-то активировал скрытый уровень. Не думаю, что стоит показывать вам это. Небольшая комната монстров не видно. Только это пугало. Это и есть мой противник? Монстр. Проклятый сломенный человек. Уровень первый. Сложность неизвестна. Примечание. Никому неизвестно, где он появится. Но его приход не предвещает ничего хорошего. Первый уровень? Мне мерещится? Нет, он слишком странный. Надо быть осторожнее. О, он нападает. Лучше всего вызвать водного элементаля и выяснить, что это. Быстро. Божественная молния. Было близко. Чуть не пропустил. О, мои волосы. Неужели он не хотел нападать, а лишь хотел отнять у меня пару волос? Неважно, какие у тебя приемы. Избавлюсь от тебя быстро. Основной навык стрекера. Взрывной шар. Основной навык стрекера. Огненный кулак. О, это же мой дар. Как я мог нанести удар по самому себе? Нет. Нет, он тоже принял удар и не стал уклоняться. У него мой облик и называется он проклятым сломенным человеком. Что если... Нанесенный этому ублюдку исчерп вернется ко мне? Я не должен атаковать его. Я не могу навредить себе же. Нанесенный кулак. Я не могу. Больно. Больно. Лозы. Рука. Спасибо тебе за это. Если бы не ты, я бы был слишком самоуверен. Мне есть к чему стремиться. Глава 16 Сейчас какую-нибудь музычку подберю. О, мальчишка в тяжелом, в тяжком бою. Проклятый соломенный человек, непростой противник, но думаю он справится. О, и почему же сядь Син-Син так считает? Он выглядит спокойным, в его глазах нет и намека на панику. С таким душевным состоянием он преодолеет все, что угодно. Ха-ха, понял. Ты меня почти удурачил, похоже я ошибся насчет твоих навыков. Ты не связал свою жизнь с моей. Простой ущерб, полученный тобой, передается мне. А раны ты лишь имитируешь. Раз так. Основной навык священника. Исцеление. Ты монстр первого уровня, а у тебя не так много здоровья, как у меня на шестнадцатом уровне. Моей царетиной силой, ты бы давно излечился раны. Однако, ты восстановил лишь правую руку. Скопировал мои атрибуты? Это еще более маловероятно. Потому что, с моими атрибутами силы и стойкости. Удар об стену. Разрушил бы лишь стену, но не повредил бы кулак, как у тебя. Ты точно не копировал мои атрибуты? О-о-о-о! Условия, похоже, равные. Мой урон также передается и тебе. Решил притвориться раненым, лишь бы я не понял. Интересно, если я буду носить атаки по себе. Сможешь ли ты пережить весь ущерб, как и я? Фух, к счастью, ты лишь первого уровня. Будь ты моего или выше уровня, мне бы не поздоровилось. Предмет. Проклятый соломенный человек. Категория. Правила. Количество использований один. Эффект. Оберн в волосы цели вокруг шеи. Проклятого соломенного человека. Весь получаемый урон, проклятый соломенный человек, будет перенесен на цель. Примечание. Эффект не зависит от уровня цели. Удивительный предмет. В правильных руках очень полезен. Боже, еще не закончили. Две тысячи студентов ждут одного. Эй ты, уйди прочь, убирайся. Ты не знаешь, кто стал первым. А, почему все тут стоят? Что-то случилось? Тебя ждем, придурок! Только после того, как все студенты пройдут подземелья, можно переходить на следующий этап. Строитесь, строй! А-а-а! Я побил рекорд и стал первым. Но задание системы еще не завершено, значит соревнование новичков еще не окончено. Насчет соревнования. Некоторые из вас не заслуживают своих мест. Вы обманом заранее узнали о копиях подземелья и подготовились к ним. Что? О ком они говорят? Не знаю. Тем не менее, он должно быть из богатеньких. Только у них хватило бы на это денег. Черт возьми, как старик узнал об этом? Тишина! Итак, чтобы проверить, на что вы действительно способны. Будут проведены бои один на один. Что? А арены появились из воздуха? Никогда о таком не слышал. Должно быть, это божественный навык. Правила просты. Вы можете вызвать любого на поединок. И если победите его, вы отнимете его место и кредиты. Никаких отказов от вызовов. Покажите свои силы и найдите сильнейшего среди вас. Шестой. Спасибо тебе за соточку. Спасибо, дружище, что и сегодня пришел поддержать меня. Спасибо, дружище. Да! Мне не нравится этот парень. Он не так хорош, как я. Но впереди меня. Я возьму его на тебя. Выходи на арену. Бледок, ты не что без своего снаряжения. Как посмел бросить вызов, пользуясь лишь зельями? Ясно. Теперь понятно, почему задание не завершилось. Так много людей озлоблены на меня. Уверен, будет интересно. Спустя столько времени вам выпал шанс. Хотите отнять мое место, так сражайтесь же. Учитель, я бросаю вызов самому сильному. Первому месту, Юньчену. Я бросаю тебе вызов, Юньчен. Слишком долго сражаться по очереди. Нападайте вместе. А? Да как ты посмел? Мы должны преподать урок такому выскочке. Если выиграем, разделим кредиты. Пошли! Быстрый подкат. Пламенный удар. Слишком медленно. Основный навык бойца. Пробивной удар. Ищи это! Если учитель не успел бы вовремя, нас тоже задело бы. Твою же, что за чудовищная сила у пробивного удара. Вы хотите сказать, что это базовый навык бойца? Смотрите, вон, они... Они потеряли сознание. Ну что, хотите продолжить? Нет, постой! Они не могут сражаться, ты победил! Этот парень силен и вынослив. Нельзя допустить чью-то смерть. Но? Кто еще? Хочет со мной сразиться. Семнадцатая глава. Кто еще хочет со мной сразиться? Хотя пробивной удар оглушает и наносит урон, его эффективность зависит от атрибута пользователя. Потрясающе! Оглушил сразу двоих и надолго! Насколько же он силен! Боже, невообразимо! Да он монстр! Может, это он сильнейший, о ком упомянул декан? Кто он, черт возьми? Неудивительно, что он номер один. Ужасающе силен. Боюсь, никто не осмелится бросить вызов ему. Я сражусь с тобой. Шэн Тайран, чемпион провинции Дайчжоу и третье место. С легендарным скрытым классом рыцарь крови. Наконец-то, пришло время для зрелищных разборок. Я бросаю вызов. Ух ты, это же та таинственная девушка. Даже среди эльфов невероятно красиво. Это же эльфийская мечница. Николь первая в провинции Сенте, занимающая пятое место. И она не проста на эльф серебряной луны. Это одни из самых благородных эльфов среди остальных. Ей природные... Ей природой даны атрибуты выше наших. Я так же слышал, что ее талант оценили как С-ранга. Красивая и сильная. Одним словом, удивительная. Я первый. Нет, я первая. Ай, да можете напасть вместе. Решитесь и начинайте. Хорошо, я начну. Я одолею тебя в одиночку. Легендарный класс против обычных. Хороший бой намечается. Начали. Кровавый рывок. Боже, какой удар. Даже энергетический барьер над ареной треснул. Это и есть сила скрытого класса. Но что более удивительно. Юньчен даже не стянулся. Он с легкостью клонился от мощной атаки. Плечо с щитом опущено вниз. Рука, держащая копье. Стоит горизонтально, а вес распределен вниз. Даже расстояние между каждым шагом точное. Все для уменьшения диапазона моего движения. Его движения в точности, как и в учебниках. Все идеально без единого изъяна. Ты очень похож на машину. Все четко и по инструкции. Огненный шар баранга. Он и близко не пробьет мою защиту. Ты хочешь биться со мной лишь черепашьим панцирем? Лозы. Связал меня? Ну и что? Твоя магия мне не страшна. Расти. Черт. Это растение может проникать под броню. И высосывать жизненные силы. Нельзя останавливаться или из меня выжмут все соки. Кровавое пламя. Хочет сжечь лозы? Да ни за что. Основный навык мага. Водяной занавес. Б плюс. Это вы хотите называть водяным занавесом? Почему он такой большой? Это целый маленький водопад. Основный навык. Копейщика. Укол. Мало того, что пламя рассеялось, но из-за воды растения стали быстрее высасывать и держат крепче. Проклятие. Я не хотел использовать это, однако выхода нет. Движение крови. Ты заблокировал удар? Рыцарь крови славится своей силой и защитой. Атрибут этого парня ничуть не уступает моим. Невозможно. Нет. Не верю. Не верю, что ты устоишь после этого. Кровавый рывок. Сейчас моя очередь. Основной навык копейщика. Взмах. Чёрт возьми. Это лишь сопонение. Теперь ты не будешь. Это конец. Основной навык ассасина. Скрытность. Жаль. Но я сдаюсь. Победитель Юн Чен. Он получает 2000 кредитов. Вау. Он просчитал все. И вводил за наш Шэн Тайрана. Круто. Брат Юн Чен. Такой классный. Не зовите его Юн Ченом. Он бог Юнь. Говорят, что так его прозвали на родине. Должен сказать, что Шэн Тайран довольно неплох. Не каждый сможет отработать свои движения настолько. Тем не менее, жаль, что в учебниках нет способа борьбы против бесклассовых. Паузендер, спасибо за косарь. Спасибо, дружище. Блин, огромное спасибо тебе за поддержку. Прям неожиданно. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Ты действительно грозный противник. Но Шэн Тайрана можно было победить, задавив ловкостью. Перед мо... Передо мной твои преимущества бессмысленны. Узнать, кто и нас сильнее, а кто слабее. Можно лишь в бою. Восемнадцатая глава. Бесклассовый против Серебряной Луны. Человек с эльфом разница колоссальная. Но это брат Йони, который только что победил Рыцаря Крови. Трудно сказать, кто сильнее. Ты только что закончил бой. Уверен, что не нужен отдых. Я не хочу побеждать его так. Нет, не нужно. Ну, ты сам сказал. Потом, не пожалей об этом. Дюйму в дюйму. Она идет прямиком на меня. На такой дистанции у моего копья больше преимуществ. Лезвие меча. Серебряные луны. Аура меча увеличивает дальность атаки. Встречай такое впервые. Твоёшь, какая разрушительная сила. Как ожидалось от высшего эльфа. Она от Чи... Йончина остается только клоняться. К тому же, эльфы серебряной луны с годами становятся многократно сильнее. Сравнение с бесклассовым сразу видно победителя. Ну, он пока не атакует. Сможет ли она нашинковать его? Ты уклонился от всех атак. Невероятные рефлексы. Ну и что? На поле негде спрятаться. Атаки широкого диапазона идеальны. Ты не уклонишься от этого. Полная мощность. Серебряное сияние луны. Похоже, ты опасаешься моей скорости и пытаешься ограничить её. Ты сама раскрыла свою слабость, увеличив дальность атак. Разрез лунного света. Основной навык снайпера. Скользкий выпад. Смена оружия. Двойной орёл. Серебро. Юньчена купил их за деньги перед поступлением в академию. Двойные пистолеты? Но они низкоранговые. Он пытается отвлечь меня или атаковать. Он сблизился. Слишком поздно защищаться. Какой смысл в большом диапазоне атак? Основной навык ассасина. Перерезание горла. Как только враг сблизился, ты будешь лёгкой мишенью. Так и думала. Ты выберешь ближний бой. Импульс ярости. Серебряное сияние луны. Хотя это секретная техника, требующая много времени. И используемо лишь один раз. Но она толстыла. Теперь он в ушки. И не сможет защититься. Одна стрела. И... Он рассеялся? Тут что-то не так. Ну что? Весело с моим двойником. Но когда? В тот момент, когда ты сфокусировалась на выстрелах. Ведь с твоей защитой не стоило бы пропускать единой пули. Чтобы подойти к тебе спереди, подошли бы больше навыки Страйкера. Но я использовал ассасина. Он может спокойно сделать себе клона. У тебя маловато опыта, чтобы соревноваться со мной в тактике. Я... И я проиграла. Победа. Полторы тысячи кредитов Николь достаются Юньчану. Да! Брат Юнь так хорош. Все его движения просчитаны наперед. Теперь я твой фанат. Неудержимый брат Юнь. Первый в жизни проиграл кому-то своего возраста. Как обидно. Обидно. И обязательно отыграюсь. Хотя эта девушка не так хороша, как Юньчан. Но ее стремление сражаться поражает. Я возьмусь за нее. Наблюдает за одним и откусывает другого. Папа... Почему бы нам не убедить Юньчана сменить класс? Жаль, что у такого таланта нет будущего. Согласна. Он может выбрать любой скрытый класс Академии. Давайте не будем об этом. Все зависит от него. Он сам найдет свой уникальный путь. Мне надоели такие монотонные сражения. В пятером. Да хоть в десятером. Нападайтесь вместе. Будет хлопотно с каждым по одному. А? Какой высокомерный! Не верю, что сможешь хотя бы продержаться против двух чемпионов провинции. Я заберу твои кредиты. Покажем ему кыськи на мать. Вспышка. Глаза болят. Да какого? Ничего не видно. Падло. Больно. Я горю. Черт, ничего не вижу. Тут море огня. Пожалуйста, прекрати. Прости, прости, брат Яня. Сдаюсь. Сдаюсь. Пощадя. А теперь... Стало потише. Восемнадцатая глава. За всю историю Академии Цзэннань, да и не только Академии, за всю историю страны Сюнь Лун, не было студента, способного противостоять всем в одиночку. И сегодня произошло чудо. Высокие параметры, атрибутов, огромное количество мощных навыков. Спокойное суждение, идеальная совместимость с оружием и отработанной техники боя. Обычному человеку хватило бы одного из его качеств, чтобы оказаться на вершине этого мира. Однако Ян Чен овладел всем перечисленным. Когда присутствует разрыв между людьми, возникают такие эмоции, как зависть, ревность, неполноценность, обида и так далее. Но когда разрыв настолько огробен, все эти эмоции стираются. На смену им приходит чувство страха, восхищения и восторга. Кто бы, что бы не чувствовал, надо применять... Кто бы, что бы не чувствовал, надо принимать реальность такой, какова она есть. Он пришел первым, не только из-за удачи и случайности. Его сила, абсолютно он просто не мог не стать первым. Бог Юнь достоин первого места. Бог Юнь такой красивый и мог лицу быть лучшим. Хоть и результаты еще не объявили, но определенный Ян Чен будет первым. А как думаете, кто же будет вторым? Сейчас мы объявим рейтинг новопоступивших студентов. Задание достижения. Сохранить первое место в соревновании новичков. Статус задания. Завершено. Награда. Новый навык С-ранга. Зелье удачи. Новый навык непобедимый. С-плюс. Дает иммунитет ко всем видам атак, а также контроля в течение трех секунд. Зелье удачи. При использовании зелье наделяет самой высокой удачей в течение 24 часов. Будто система переживает за меня. Зелье тоже отличное. В нужный момент пригодится. Глядите. Си-хун-фан, занимавший второе место теперь на 26-м. Какая большая разница. Я видел все его бои. Сначала его сразил Шэн Тайран, который перед Ян Ченом был словно букашкой. Но в той битве его можно было сравнить с богом войны. Прознав, что он не оправдает своего места, все навалились на него. Ха-ха. Так вот, кто жальничал, не канбу прав. Вот и подошло к концу соревнований новичков. Довольно. Вы результатом или нет, не имеет значения. Надо принимать это как факт. Теперь перейдем к кафедрам. Моя военная кафедра научит вас убивать и выживать в пылу сражения. Останавливайте эти самые сражения. Если вы не хотите истекать кровью и попадать на поле боя в любой момент, то выберите другую кафедру. Несомненно, военная кафедра – одна из сильнейших в прямом нападении, но ее слишком часто отправляют в бои. Но все это в прошлом в выраженной кафедре сменил Сидикан. Все это неплохо подняло кафедру. Ледяная королева, сядь Циньцяна. Один только взгляд вызывает у меня дрожь. Слышу, в прошлом она забыла обуздать свою убийственную ауру, из-за чего многие студенты получили ошеломление. Она также сторожалась с королем демонов и прикончила его. Как настолько безжалостый человек может быть учителем? В архивах колледжа упоминалось, что она – самый молодой декан в истории. Хотя ей всего 27, но она сражалась на поле боя более 8 лет. Сейчас она занимает третий ранг. По слухам, она долила бога войны на четвертом ранге и убила короля демонов. Ян Чен, уступай в мою оружейную кафедру. Какого? Так быстро начали разбирать студентов? Как и полагается, человеку, побывавшему в бою, она идет о пролом. Однако она же никогда сама не вызывалась к студентам. Что же в этом году не так? Ха-ха-ха, Ян Чен, ты первый среди студентов. Вступи ты в военную кафедру, я сделаю тебя личным учеником. Я дам тебе в подарок три книги навыков ранга А. Стариная, три книги навыков ранга А как-то дешево. Ян Чен, присоединяйся лучше к моей кафедре элементарий. Я предоставлю тебе множество зелий и материалов для зачарования, а также обеспечу снаряжением алмазного качества. Боже мой, это действительно сказал мастер магии? Среди всех классов класс магии, мага один из самых дорогих в улучшениях. А тут сам декан маг четвертого ранга, закон божий, предложил ему уступить. Ужасающе дорогие ресурсы. Он использует деньги, чтобы приманить Юн Чена. Старик Ляна, ты. Он подготовился заранее, тем не менее, у него больше денег, чем у меня. Оба предложения привлекательны, и обе кафедры мне подходят. Трудно выбрать. Этот запах! Не может быть! Это сущность короля демонов. Следуй же за мной. Сущность короля демонов? Это легендарный артефакт ранга С++, полученный из разлома. Есть только один способ достать его. Это извлечь из тела короля демонов. Так значит, слухи о том, что декан Сиа убила короля демонов, правдивы? Сущность зела. Это не то, что можно купить за деньги. Единственная причина, почему Академия охотится за учениками, это их успеваемость. Чем она выше, тем больше шанс у студента добиться успехов. Это поможет Академии получить больше ресурсов. Поэтому каждый год проходит битву за студентов. Единственное исключение была Ся Цинчан. Она никогда не пыталась переманить себе студентов. Да и в целом причина, по которой она покинула поле сражений, став учителем, загадочна. Теперь же она выбрала меня и предложила такое, отчего я не в силах отказаться. Мой выбор – оружейная кафедра. Нет причин отказываться. Здание оружейной кафедры. Почему ты тут? Тебя тоже пригласила декан Сиа. Да. Что? Это все? Всего одно слово? У него слова золотые или что? Почему такой холодный? Как я вообще проиграла ему? Я ждала вас. Вы оба теперь личные ученики декана. Палатьте в будущем. Теперь давайте отправимся к пункту назначения. Магия телепортации. Это сокровищница декана Сиа. Боже, сколько же костей монстров и как много сокровищ. Да и какое... Каждый отличается друг от друга. Это больше на музей смахивает. Если это ее сокровищница, значит все это только ее трофеи. Уверен, она самый сильный человек, увиденное мной. Даже сильнее тех, кого показывают по телевизору. О, значит вы тут? Рады встретить вас. Кстати, вы с Николь оба эльфы. Поэтому учить ее будешь ты. Возьми ее. Возьми из сокровищницы секретное природное зелье. И помоги ей, чтобы почувствовать дыхание природы. Да, поняла. Ну да, положись на меня. Хорошо. Юнчен, а что касается тебя? Приготовься поглотить сущность короля демонов. Двадцатая глава. Так, друзья. Так что у меня упал донатик на U-Money. К сожалению, не написано кто это. Но большое спасибо за поддержку. Спасибо, ребят. Продолжаем. Двадцатая глава. Прежде чем поглощу, у меня есть один вопрос. Как вы получили сущность короля демонов? Вы и правда убили его? Да, все верно. Я получила его, одолев королеву ночи. Божественный алхимик очистил труп. И получил с него сущность короля демонов. Что ж, в книгах о демонах мало что написано, поэтому расскажу поподробнее. Позволь мне изложить истину этого мира и поведать, кто наш враг. Истина мира? Враг? Разве наши враги не монстры, что пришли вместе с игрой? Монстры? Они лишь одни из них. Семьдесят лет назад наш мир слился с игрой и принес множество новых рас, таких как эльфы, гномы, великаны, демоны и так далее. Тем не менее, они по-прежнему лишь игроки, выбравшие другую расу. Их суть... Их суть остается человеческой, ведь вырождены они были в этом мире. Но за пределами этого мира существует еще один мир, и прозвали его Темным миром. Темный мир кишет демонами, проникшими к нам через космические трещины. Они способны вызвать масштабные бедствия. И останавливает их лишь четырехранговые классы, как бог войны, бог магии, бог сражений и тому подобное. Самых могущественных из них зовут королями демонов. У нас на них практически никаких сведений. Известно лишь то, что их сила непомерно огромна. Она эквивалентна двум четырехранговым классам. Раз они настолько могущественны и таинственны, как человечество узнало о способе получения сущности короля демонов. Способ получения не был открыт людьми. Это дар небес. Игра божественное владение. Творение богов, как и мы, люди. В наше время мы можем обращаться к богам через жертвоприношения. Скорее торговаться с ними. Жертвуя самым ценным, как тело демонов из разлома. Небеса отвечают. Так и был получен способ получения сущности короля демонов. Кроме того, жертвуя предметами, можно получить божественное лекарство. Новые скрытые классы, божественные одеяния, навыки. И все схожее с этим. Сущность короля демонов – это дар небес. Связь с богами – жертвоприношение Тергея. Я никогда не слышал о подобном. Даже в интернете об этом ни слова. Оказывается, именно демоны – самый страшный враг человечества. Когда будешь готов, поглоти эту сущность. Получишь ли ты родословную короля ночи, зависит лишь от удачи. Вероятность мала, но все в твоих руках. Декан. Прежде я часок перед окном. Отдохни в моем кабинете. Тебе принесут чай и закуски. Увидимся через час. Деканат оружейной кафедры. Должно быть. Это контрактный зверь Деканасия. Оценка. Монстр – неизвестен. Уровень – неизвестен. Сложность – неизвестна. Я даже не могу узнать имени. Какая огромная разница в силе. Входите. Приветствуем вас. Как гость нашей хозяйки? Найти знать, если что-то понадобится. Хорошо. Слуга. Слуги. Да и демоны. Вижу впервые. Все Сюань-Лу равны, будь то человек или неледь. Никакие контракты душ или неравные отношения хозяина и слуги не допускаются. Конечно, если это не монстр или раса за пределами Сюань-Луня, а также какой-нибудь демон из разлома. Вы можете идти отдыхать. Я позову, если что-то будет нужно. Хорошо. Они же точно демонической расы. Сущность короля демонов очень ценна и неуправляема. Потерять родословную королеву ночи будет означать провал. Попробуем зелье удачи. Никаких изменений, словно выпил обычной воды. Он действует в течение 24 часов. Подожду немного, пока усвоится. Спустя час. Сущность короля демонов крайне сильна. Чтобы погладить, понадобится много сил. Это не самый приятный процесс, поэтому я прослежу со всем. Ясно. Как больно. Огромные габариты. Силы разрывают мое тело. Держись. В мире нет легких путей. Если хочешь залудеть этой силой, только то пересиль ее. Я могу снизить лишь небольшую часть боли. Иначе вся сила рассеется. Декан, у Николь отличные успехи. Она... Югами, спасибо за соточку. Спасибо за поддержку, ребят. Огромное спасибо. Продолжаем. Декан, у Николь отличные успехи. Она... Ой, простите. Извините за беспокойство. Я сейчас уйду. Нет, вы все не так поняли. Не беспокойся. Лучше сосредоточься. Сверх самоисцеление. С плюс. О-о-о. Сама исцеление самоактивировалось. Больше не болит. Что? И это все? Не думаю, что сущность короля демонов ушла впустую. Да, все закончено. Количество атрибутов значительно повысилось. Королева ночи имеет два врожденных таланта. Это глаза ночи и тьма. Ты получил хотя бы один из них? Да, кажется, я приобрел оба навыка. Глаза ночи. Б плюс. Техника зрачка. Позволяет увидеть скрытые от посторонних глаз. Тьма. С минус. Во тьме все атрибуты и навыки усиляются. Но они не высокого ранга. Опа. Никто раньше так идеально не поглощал сущности. Твои телы и талант превзошли все мои ожидания. Хе-хе-хе. Это просто удача. Похоже, зелье удачи действительно сработало. Нередко новые таланты имеют низкий ранг. В идеальном состоянии таланты королевы ночи с плюс ранга. Поэтому они будут расти вместе с тобой. Спасибо вам, декан. Хотя она кажется замкнутой и отстраненной, но она пытается заботиться обо мне. Я должен ей отплатить добром за это. С этого момента можешь звать меня учителем. Не радуйся слишком сильно. Раз в месяц я буду проверять тебя. Если не справишься, будешь наказан. Хе-хе-хе. Хорошо, учителся. Черт возьми! Да какого хрена! Как какой-то жалкий человек осмирился при своей силе королевы ночи! Твою мать! Всемогущий господин, будьте уверены. Я сутру его и принесу вам его сердце. Хорошо. Если сделаешь это, эта сущность бога войны вознаградит тебя. Двадцать первая глава. На следующий день. Общежитие. Остановись! Глаза ночи и правду остановили тарелку в воздухе. По словам учителя, глаза ночи С плюс ранга могут остановить все пространство и запечатать что угодно. Они намного сильнее остальных талантов С плюс ранга. Но опять же, даже такая могущественная королева ночи пола от рук учителя Ся. Насколько же она сильна? Эй, смотри! Похоже, он собирается на занятия. В будущем он может стать нашим хозяином. Эй, вчерашнее было лишь недоразумением. Мы не в таких отношениях с учителем Ся. Мы никому не расскажем. Да, мы понимаем, что должны молчать. Ага, зелье удачи все еще действует, а это недоразумение не развеивается. А может ли это значить, что оно к лучшему? Учитель Ся? Что за учитель Ся? О, нашел деньги! Все в порядке, это не зло. Поздравляем! Вы десятитысячный клиент, поэтому сегодня блюдо для вас бесплатно. А? Это зелье удачи немного пугает. Надо найти ему достойное применение. Но сначала закончу с ежедневным заданием. Каждый день первые две награды остаются неизменными, а третий меняется случайным образом. Сейчас на меня действует зелье удачи. Следовательно, третья награда будет для меня самой подходящей. Случайный материал для зачарования. Поздравляем с получением материала для зачарования. Пылающая кровь дракона. С- Пылающая кровь дракона. Пролитая кровь при убийстве высшего дракона, поглощенного гневом и ненавистью, при использовании может добавить дополнительный эффект к снаряжению устрашения, убийца драконов. О, один из лучших материалов для зачарования. Если хочу выжить ма... Если хочу выжить максимум зелье удачи, я должен его использовать. Урок окончен. Надеюсь, вы сохраните свои амбиции и стремление до конца учебы. Не останавливайтесь и становитесь сильнее. На этом все. Странно, куда это он так спешит? Хм, я не... Хм, я неосознанно пошла за ним. Неужели мое любопытство настолько велико? Я как сталкер. Хм, нет, я просто наблюдаю за соперником. Если хочу победить, я должна знать о нем больше. Не хочу проигрывать. Но тем не менее, он не... Что не так с ним? Он выглядит с каждым разом все лучше. Да и по счастливому случаю, он сидит в классе рядом со мной. Присмотревшись к нему, он оказался тем самым, его внешность и характер идеальны. Я настолько была уличина им, что не обращала на урок внимания. Зал зачарования. Слушай, ты хочешь что-то зачаровать? Да, все верно. Я даже не заметила, как завела разговор. Все же... Все же в порядке, верно? Зал зачарование – вещь захватывающая. Оно может обернуться раем или адом. Если удастся усилить снаряжение... Если удастся усилить, снаряжение прибавится звезда, а его атрибуты немыслимо возрастут. Но если усиление не удастся, то снаряжение потеряет звезду. Или даже может быть уничтожено. Все зависит от удачи. Я хочу купить материалов. Хорошо, у нас есть всевозможные материалы, но купить их можно только за кредиты. И это, это, и это. Возьму все это. Выбранные вами материалы идут по скидке 30%. С вас 3100 кредитов. Оплатить можно студенческим билетом. Он потратил более 3000 кредитов, им не моргнув. Хорошо. Не хотите арендовать чередея? С ними шанс успеха увеличивается. Но чем выше уровень чередея, тем и дороже аренда. Не надо, сделаю все сам. Ну, начнем с зачарования. Успешное усиление. Демонический разрушитель. Качество. Золото. Атрибуты. Сила. Плюс 10. Плюс 5. Мудрость. Плюс 10. Плюс 5. Новые атрибуты. Увеличение физического урона на 5%. Увеличение магического урона на 5%. Продолжить зачарование. Продолжить. Какого черта? Кто там зачаровывает? Почему такой яркий свет? Это фиолетовый свет. Боже. Кто-то усиливает до 7 звезд. И у него выходит. Успешное усиление. Демонический разрушитель. Качество. Золото. 7 звезд. Атрибуты. Сила. Плюс 10. Плюс 40. Мудрость. Плюс 10. Плюс 40. Новые атрибуты. Увеличение физического урона на 25%. Увеличение магического урона на 25%. Продолжить зачарование. От начала и до конца без каких-либо хитростей. А просто бросает материалы и позволяет автоматически зачаровать. И это успех? Черт. Это уже слишком. С 6 до 7 звезд шанс успеха 5%. Он избранный. Кто этот парень? Судя по его виду, это первокурсник. Вот же негодяй. Хватит ли у него смелости пойти на 8 звезд? Не делай этого. Ему не может так и дальше вести. С 7 на 8 звезд шанс всего 1%. А 7 звезд уже достаточно сильно. Лучше остановиться. Продолжить зачарование. Началось. Суть чьи успеха характеристики оружия будут удвоены. А также будет добавлен новый особый атрибут. Аж, однако, шанс успеха слишком низок. Его снаряжение взорвется. Если у него выйдет, то его оружие станет самым сильным золотым оружием в стенах Академии. Не верю, что ему повезет. Взорвись, взорвись. Давай же, сделай это. Успешное усиление. Демонический разрушитель. Качество золота. 8 звезд. Атрибуты. Сила плюс 10. В общей сложности плюс 80. Мудрость плюс 10. В общей сложности плюс 80. Новые атрибуты. Увеличение физического урона на 45%. Увеличение магического урона на 45%. Новые атрибуты. Устрашение. Убийца драконов. Устрашение. Рев крови дракона. Когда противник дракон или драконоподобное существо. Все его атрибуты уменьшаются на 15%. Убийца драконов. Против драконов или драконоподобных существ урон увеличивается на 35%. Это точно характеристики золотого оружия? Даже алмазное оружие и близко не стоит с ним. Что еще более удивительно. Он прошел весь этот путь, не используя никаких навыков, а лишь шел напролом. Ужасающая удача. Неплохие характеристики. Без единой потери материалов. Делать пока нечего, что ж. Вернусь обратно. Стой! Что за чертовская удача? Парень! Продай мне свое оружие! А если... Не откажись! 22 глава. Вот же, наверное, этот парень новичок, раз осмелился стоять на пути лень Лея. У брата Лея вспыльчивый характер. Да и сам он состоит в дочеченском совете. Промолчу уже о драконии крови. Хотя, правила Академии запрещают боевные арены, но он столкнулся ни с чем человеком. Переходить дорогу брату Лею не лучшая затея. Вот же. Боже, лучше помолиться за нашего брата. Это дурачи, вероятно, не видела поединков первокурсников, поэтому ничего не знает о Янчене. Даже если нападетесь всем скопом, вам не победить его. Парень, у меня есть дополнение к тому предложению. Просто отдай мне его, и мы станем друзьями. Это самое могущественное золотое оружие стенах Академии. Только я заслуживаю его. Чего? Дополнительный эффект оружия. Острашение. Что за оружие? Почему в моем сердце появится страх? Невозможно. Я же гибрид дракона. Мы бесстрашны. Так значит, я не заслуживаю этого оружия. И раз не продаю, значит мы враги? Ты! Чем он ближе, тем сильнее кричит моя драконья кровь. Что, черт возьми, происходит? Нет! Не подходи ко мне! Ученикам запрещено драться друг с другом! Населие это зло! Мы должны отвечать... Отвечаться от таких старых принципов! Братлей? Можешь делать, что хочешь. Я тороплюсь. До конца зелья удачи осталось еще немного времени. Стоит поторопиться. Эй, подожди меня! Настолько сильно напугает Лен Лея, что он воспользовался правилами. Кто этот парень такой? Слушай, расскажи мне, как у тебя удалось зачаровать до восьми звезд с первой попытки? А может, сегодня у тебя счастливый день? Давай поговорим позже. Я спеша. Библиотека. Не верю. Ты торопился прочитать книгу? В качестве условий поступления мне было разрешено использовать любые книги навыков из библиотеки. Но даже так было трудно найти подходящую книгу в этом море знаний. Сейчас же изъелим удачи. А чтобы я не наткнулся, будет хорошей книгой. Хотя я и изучал базовые навыки друидов, но мои знания не полны. Колледж был ограничен в информации. Такие навыки, как выслеживание, доступны лишь в академиях. Полученный навык выслеживание B+. Сможете быстро выследить цель, увидев ее следы. В большинстве случаев навыки шипа теневого потока эффективнее навыков ассасина. Его можно рассматривать как улучшенную версию ассасина своими специфичными базовыми навыками. Полученный навык «Побег в тень» B+. Ваше тело уходит в тень. Сохраняя способность передвигаться, ваша скорость будет увеличена на 35%. Время действия – полторы секунды. Полученный навык «Кража тени» B+. У цели может быть украден случайный или выбранный предмет, баф, снаряжение, атрибут и навык. Шанс успеха кражи определяется разницей атрибутов. «Побег в тени» очень схвашь с движением крови «Шейн Тайрана». Очень полезный навык. «Кража тени» тоже неплоха. Можно обезоружить противника или снять щит мага. Почти полностью изучил навыки. Надо ускориться и переходить к следующему пункту. «Вы здесь, чтобы выбрать питомца? Летающие, плавающие и ходящие по земле. У нас есть любые звери. Но купить их можно только за кредиты». «Я возьму этого». Он смотрел на меня с самого входа в этот зоопарк. Это первое, что приглянулось мне. С моей удачей, это лучший выбор. «Ты выбрал самого худого. Он выглядит совсем слабым». «Согласен его. Уже три месяца никто не покупает. Мы собирались избавиться от него. Если хотите, можете заплатить лишь за корм. Обойдется 100 кредитов». «Да, хочу его». «Тысяча восемьсот кредитов за покупку супер добавок». «Так это был мутированный грифон? Откуда ты узнал? Просто повезло». «Черт, как я проглядел, такая же потеря!» «Отныне ты будешь моим ездовым животным. Выглядишь наивным, поэтому назову тебя Сяуханем». «Какое ужасное имя для редких мотированных грифонов». «Сяухань, поехали!» «Зелье удачи продержится еще немного. Надо быть еще быстрее». «Академия Цэннань. Тренировочная база призываемых животных. Склад растений». «Растения какого ранга желаете? От черного железа до алмазного у нас есть любые. Позвольте мне самому посмотреть. Уже поздно, поэтому открыт лишь склад растений. К счастью, я и в навыках друидов разбираюсь, поэтому призываемые животные растительного типа отлично подойдут. Мой талант значительно увеличивает силу основных навыков классов. Но есть одно исключение. Это навыки призыва. Плотоядный цветок – серебро. Теневое дерево – золото. Огненный кактус – алмаз. Сила призывателей огромна, однако она зависит от призываемого существа. У меня же контракт лишь с простыми водными элементалями. Предел водного элементаля слишком низок. На данном этапе он не подойдет даже под мясной щит. Тем не менее, ранг призываемого существа не должен быть слишком высок. Так, все же, я не чистый призыватель. Фея шипов? Несмотря на большой размер, выглядит живенько. Фея шипов – золото. Все остальные фея шипов алмазного ранга. Так почему она золотого? Ее врожденные способности не так хороши, слабые и прожорливые. Феи шипов очень нежные, поэтому, чтобы вырастить их, нужно хорошо кормить. Тем самым, цена, качество низкие и спрос маленький. Лучше всего выращивание? Лучше вместо выращивания купить что-то более практичное и сильное. Нет, я беру. Я не полноценный призыватель, поэтому у меня нет навыка продвинутого контракта. Даже с новоком базовый контракт, B-, ранг. Мой предел – это золотой ранг. Эта малышка идеальна. Я смогу заключить с ней контракт и развить ее. Я беру ее. Добавьте сверху горшок и еды для нее на три месяца. Сейчас посчитаю. С вас 3800 кредитов. Ну, Янчен, мы можем поговорить? А вот мне интересно, насколько ты долго собираешься преследовать меня? Я не преследую. Тогда валяй, в чем дело? А ты можешь одолжить полторы тысячи кредитов? Все же, все мои кредиты собрал ты. Хорошо, я дам тебе свой студенческий. А-а-а. Это слишком. Целый день ушел. Осталось более 8000 кредитов. Сколько же людей он ограбил? Ладно, уже поздно. Я в общежитии. Дальше разбирайся сама. Спасибо. В течение полумесяца я обязательно все верну. Хотя он и холоден. Он довольно добр. 23 глава. Три месяца спустя. Офис декана военной кафедры. Учитель, прошло уже три месяца. Как обстоят дела у первокурсников? Как и в прошлом. Каждый сам по себе. Все они лучшие ученики своих провинций. Поэтому никто не подчиняется никому. Хорошо, тогда есть достойные конкуренты. А как Чинь Юня? А как Юнь Чан? Юнь Чан много занимается. Тренируясь с навыками разных классов. Начиная с кинжала, заканчивая снайперской винтовкой. Но всем параметрам, по всем параметрам у него высокие оценки. Тем не менее, он самый одинакий из всех. За исключением случайных встреч с Николь, он не контактирует ни с одним студентом. Совершенно один. Увы, но как и в остальных академиях, лучшие студенты всегда одни. Однако каждый студент обязан побывать хоть раз на поле сражений. А без навыков коммуникации они не справятся. Согласна. Поэтому наша страна каждый год проводит национальные соревнования по обмену первокурсников. Ее основная цель – укрепление связей. Как и показал прошлый год, надо будет собрать группы первокурсников. Состать список двадцатки лучших студентов. Тренировочная площадка. Стрельбы из лука. Испытание лука и стрел. Начинается! Слишком быстрая контратака. Я… Я сдаюсь. Как ожидалось от брата Юня. Он победил Николе, используя лишь базовые навыки лучника. Эль серебряной луны, что орудует мастерскими мечами и луками, проиграл. Слышу. Он и в остальных классах занимает первое место. Настоящий универсал. Даже со сложнейшей снайперской винтовкой обходит всех. Когда мы только начинали испытание лука и стрел, я могла задирать себе, но с победой. Но прошло всего три месяца, а уже шансов на победу нет. Тогда мы долго… Тогда мы договорили, что проигравший угощает. Я кормил тебя почти каждый день. Пришла твоя очередь покормить меня. Многие парни приглашают меня победать с ними, а ты не рад такому шансу, что я дала тебе. Юньчен, Николь, пройдите в тренировочный зал. Дикан Я хочет видеть вас. А, хорошо. Помимо того, что я анфу дикан военной кафедры, он по совместительству заместитель ректора. Что же он хочет? Тренировочный зал Академии Цзиннэнь. Прошло достаточно времени с соревнований новичков, и вновь первая двадцатка студентов собралась вместе. Как думаешь, зачем нас сюда вызвал дикан Я? Думаю, всё из-за национального обмена студентами. Он ведь каждый год проходит. Командам соревнований, оказывается, нужно так много участников. Обмен студентами? А ты вообще ничего не слышал об этом? Какой же ты одиночка? Старайся завести больше связи. Так хотя бы будешь осведомлён. Мисс Кэти сказала мне, что обмен студентами – это соревнование национальных масштабов. В нём примут участие все Академии страны. В предыдущем году соревнование было разделено на два этапа – индивидуальные и командные поединки. По результатам будут выбраны топ-7 Академий. Наша Академия три года подряд выиграла это соревнование. Но говорят, в этом году появятся поединки на выживание. Я точно не знаю, как это будет реализовано. А, ясно. Обнаружено национальное соревнование обмена первокурсников. Вам будет выдано новое задание. Достижение. Задание. Описание задания. Участвуйте в соревновании по обмену первокурсников и выиграйте его. Награда за выполнение. Плюс пять функционального уровня. 50 очков атрибутов. 50 очков навыков. Прошло время для задания. Стоит поучаствовать в этом соревновании. Ох, декан я тот. Эй, замолчите. Кажется, уже все догадываются. От цели моего визита. Соревнование по обмену первокурсников в этом году проведет Академия Дзянань. Поэтому я лично возьмусь за его организацию, как заместитель ректора. А почему тут 20 человек? Ведь для командного соревнования необходимо 7 человек. На этот раз будет добавлен этап выживания. Для него необходимо 20 человек. На большой территории все всю двадцатку раскидают по разным местам. Зарабатывайте очки, находя редкие ресурсы, убивая монстров и так далее. Очки суммируются. По ним и будет определен победитель. Следует сказать, раз это этап на выживание, условия внутри будут суровыми. Вам предстоит остерегаться не только монстров, но и людей из других Академий. А? Почему внезапно добавили новый этап? Это кардинально изменит соревнования. Предыдущие три соревнования наша Академия держала вверх. Если мы провалимся, нас ждет ад. Представлю, как нас высмеются старшекурсники и младшекурсники. К счастью, с нами брат Йони. Он точно возьмет первое место в индивидуальных сражениях. Что касается капитана команды, в этот раз им будет Йон Чен. У нас заведено, что первое место становится лидером группы. Да, хорошо. Есть у кого возражения? Брат Йони, капитан, он смелится не согласиться? Да, верно. Он точно выбьет все дерьмо из наших противников. На индивидуальных поединках могут участвовать лишь трое. Давайте отдадим эти места Йон Чену, Шей Тайрану и Николь. Что касается семи человек в командном соревновании, вот тут уже выбирать непросто. Во-первых, Йон Чен как капитан, не лучший кандидат. Он сражается в основном в одиночку, поэтому команде будет тяжело совместно сражаться. Бесклассовый по-прежнему вызывает некоторые сомнения. Мне все так же непонятно, лучше ли он в ближнем бою или дальнем, в контроле или в уроне. Как подобрать идеальных товарищей по команде? С точки зрения эффективности, Йон Чен церен в коротком, сложном противостоянии. Но Николь, Шей Тайран и Рин Сюй, что идут после Йон Чена, тоже бойцы ближнего боя. Я не могу отправить группу ближнего боя, иначе они станут пушечным мясом. Декан, у меня есть предложение насчет командного поединка. Могу ли я сам выбрать соратников? Раз ты центр этой группы, тебе лучше знать, кто подходит. Декан Е, Йон Чен выбрал членов команды. Вот список. Йон Чен, бесклассовый. Первое место среди первокурсников. Шей Тайран, Рыцарь Крови, второе место. Николь, Эльфийский мечник, третье место. Е, Цин Лин, даос, четвертое место. Рин Йосюй, магический мечник, пятое место. Сун Кан, призыватель, седьмое место. Что за странная команда? Не считая Йон Чена, три ближнего боя, один призыватель, один даос, один ассасин? Команда только из урона. Какую тактику можно придумать с таким составом? На протяжении трех лет наша Академия побеждала в командных сражениях, лишь благодаря команде, в которую входили двое танков ближнего боя, двое магов с массивным уроном. Один царит или два бойца ближнего боя. 2212. Это единальная команда для последовательного контроля и урона. Примечание, кто не понял, 2212, это их строй. Смотрите на картинку выше, так понятнее. А, вот оно как. Тот же, весь урон на ур... Тот же, весь уклон на урон. Ладно, двоих пустят как мясо, но их быстро снесут. И даже так, чем атаковать магов, это... Магов-то нет. Чем он думал, оставляя такую команду? Мы все же не знаем всех особенностей без класса. Может, это его уникальный план? Или все же наложить запрет на команду? Нет необходимости. Можем испытать их. Учитель, организуйте все побыстрее. Тренировочный зал. Эта команда слишком странная. Кажется, они не протянут долго. Может, им стоило использовать проверенный строй 2212? Я, правда, не понимаю, о чем думает брат Йоня. 2212 – самый лучший выбор. В нашей академии предпочитает его. Да и на практике он показывает достойные результаты. Это мое личное решение. Что происходит, а? Что происходит? Где же этот Йон Чен? Могу ли я поговорить с ним? Какую же убогую команду он собрал? Как можно идти без магов? Меня зовут Вэййой. И теперь я ваш инструктор. В прошлом обмене студентами именно я помог занять первое место в командном этапе. И с уверенностью могу сказать, что нынешняя команда никудышная. В ней крайне не хватает магической мощи. В составе должен быть хотя бы один маг. Или всю команду ждет провал. Поставьте Сио Хунфана в команду. Он сильнейший маг среди первокурсников. Лучшее дополнение к команде. Боже, разве это не тот ублюдок, что жульничал на соревновании новичков? Его же опустили со второго места на двадцать шестое. И только из-за магии. Ты хочешь присоединить его к нам? Лень Юсюэй. Магический мечник. Пятое место. Слышу, семья Сио Хунфана очень богата. Сколько он тебе дал, чтобы ты такое предложил? Ес, а если? Я не хочу его принимать. Двадцать четвертая глава. Не хочешь? Повторюсь. Я инструктор. У меня есть полное право командовать вами. А да, я говорю, что он присоединится к команде. Значит, он присоединится. Эй, ублюдок. Мы так усердно тренировались, чтобы попасть в рейтинг. И вот мы тут. С чего позволять какому-то неудачнику участвовать с нами. Брат Юнь намного лучше его в магии. Зачем он нам? Нам не нужен такой маг. Я опустился вниз по рейтингу лишь из-за плохой формы. Если ты сомневаешься в моей силе, давай устроим соревнования. Проверим, насколько легко попасть в десятку лучше. Этот посох как минимум алмазного ранга. Я как-то слышал, что семья Сио одна из восьми семей Цинаня. Если это правда, то у них достаточно денег. Ведь какой студент может позволить себе посох алмазного ранга? Немедленно. Вы швырнете домой с команды и освободите место для Сио Хунфана. Он обладатель двух талантов ранга, а также искусственный маг разрешения. Он явно достоин этого места. Он слишком злопамятный и надменный. Если тебе это не нравится, собирай свою команду и пробуй одолеть нас. Проиграем решение за тобой, а выиграем вы уходите отсюда. Ты правда хочешь командного поединка с чемпионом прошлого года? Да. Какой наглый парень. Ладно. Через три часа жду на арене. Слышу, брат Юнь собирается устроить командный поединок с второкурсником. Ага. Это еще не простой второкурсник, а чемпион прошлого года. Пошли. Пошли на арену. Посмотрим. Брат Юнь, давай. Проучи этих высокомерных второкурсников. Они постоянно задирают нас. Ой-ой-ой, оставь младшим хоть шанс. Посмотрим, как они опозорятся. Зачем вообще анпали сдраться? Что происходит? Почему в команде... Юя? Второкурсник. Я помню его. Он же участвовал в соревновании прошлого года. Цэнджи конка. Попросил помощи. Как ему не стыдно. Слушай, я ожидал такого результата. В правилах ничего не сказано о второкурсниках. Зато если быстро справимся, нам от тебя много денег. Так... Брат Сио Хунфана призвал победить любой ценой, чтобы не терять лицо перед семьей Сио. Брат Сио Хунфана приказал победить любой ценой, чтобы не терять лицо перед семьей Сио. Если наложу контакты с семьей Сио, светлое будущее обеспечено. Брат Йень, ты уверен, что нам не нужна тактика? Мы выступаем против двух предыдущих чемпионов. Мне немного страшно. Е Цэн Рин, Даос, четвертое место. Сунь Кан, призыватель, седьмое место. Они выбрали второй двадцать два двенадцать. Тяжело будет пробивать первый ряд. Го Фэй Чэн, шип теневого потока, девятое место. Я могу принять на себя любую атаку, а также сбежать в нужный момент, если что, приказывай, Йень Чэн. Шэй Тэ Рин, Рыцарь Крови, второе место. Нет необходимости что-то планировать или командовать. Все, что необходимо делать, то, на что вы способны. Йень Чэн, бесклассовый, первое место. И чего бояться-то? В нашей команде четыре чемпиона в провинции, сокрушим их мощью. Ха-ха-ха, раз мы команда, я буду верить в Рада Юня. Выиграй. Будем праздновать вместе, проиграем, будем терпеть вместе. Николь, эльфийская мечница, третье место. Лин Йесей, магический мечник, пятое место. Готовимся. Готовимся. Я не думала, что все разрастется до такого, но это отличная возможность посмотреть на Йень Чэна в команде. Если не выиграет, то Дикан Йе примет эту команду. Начали. Строй, ава-танка, спереди, блокируйте атаки, целитель, исцели их по необходимости. Да, вот так и рванули вперед. Кучка безрассудных детишек, совершенно забывших о заднем фланге. Хотите так просто прорваться сквозь двух танков под исцелением? Ха, это просто невозможно. Ребят, бегите помедленнее, мне не хватает скорости. Дайте хотя бы забафить вас, у моего таллицмана не хватает радиуса действия. Ха-ха-ха, я беспокоился об этом Даосе, ведь он полная замена священника. К тому же может контролировать выходную мощность. Универсальный класс. Но эти четыре придурка совершенно бесполезны. Сею Кунфан, приготовься вложить силы в разрывную магию. А ты атакой небольшими атаками, чтобы сбить ритм противника. Сан-Джи и Конг, готовься призвать монстров, как только они будут в десяти метрах от нас. Окружи их. Раз эти четверо безумцев бросились на нас, пусть попробуют вкус отчаяния. Блин, откуда столько гуниных шаров? Кто настолько быстро их кастует? Танки, скорее ближе к нам. Расширение зоны защиты. Означает ослабление прямой защиты. Больше вы меня не остановите. Ты не приблизишься к нам. Божественный цветной барьер. Лозы друида? Когда он успел, неужели те огненные шары специально уменьшили наш обзор? Основной навык копейщика. Укол. Черт! Его сила слишком велика! Чтобы защититься от него, надо использовать всю силу! Удар щитом! Основной навык даоса. Танцующий шест. Ты не защитишься в воздухе! Взрыв палящего... Взрыв палящего солнца! Семь ледяных глыб! Трансформация. Форма посоха. Основной навык мага. Огненный шар. Эффект таланта. Быстрое заклинание. Эффект таланта. Двойное заклинание. Какого черта? Какого черта? Мой взрыв палящего солнца не может остановить огненный шар? Как это возможно? Трансформация. Длинный меч. Основной навык мечника. Серебряный падающий клинок. Боже! Это есть сила бесклассового! В одиночку безвредит двух танков, двух магов. Не прошло и трех секунд. И все это без единой царапины. Неужели новое поколение настолько сильно? Кажется, наша помощь не нужна. Не совсем. Хотя танки и маги ранены, у них еще хватает сил противостоять. Пойдем и зачистим остальных. Кому-то почему-то мне кажется, что мы бесполезны. Как бы то ни было, мы входим в первую десятку первокурсников. Немного обидно, что мы ничего не делаем. Основной навык мечника. Скорость. Дзянь Джей Конг! Быстрее призови монстров! Надо защищать священника! Не дай ей выбыть! Можешь не говорить! Я уже призываю! У меня тоже это хорошо выходит. Двадцать пятая глава. Монстр. Двухголовая пернатая змея. Хвать качества. Платина. Уровень двадцать два. Монстр. Раскаленный лев. Качество. Платина. Уровень двадцать четыре. Все выше двадцатого уровня. Да и качество платиновое. Призыватель с такой силой будет считаться первоклассным даже среди второкурсников. Он достойен быть членом прошлого команды чемпионов. Использовать таких зверей против них это издевательство. Ахаха. Парень. Я был не готов. Поэтому позволю взять тебе вверх. Но что ты скажешь сейчас? Любой из зверей может в одиночку разнести вашу команду. Не говоря уже о трех. Ты проиграешь. Ха-ха-ха. Молчи. Этот эти вот еще не понял. Мои звери не осмеливаются атаковать его. Их силы совсем в другом весовом классе. Так и будете стоять. Тогда начну первым. Основной навык копейщика. Взмах. Не напрасно ты такой большой. Тебе немало грубой силы. Но жаль, что слабей меня. Прекратите драться. Хватит уже сражаться. Большой пожар. Старший серенький. Младший серенький. Нет. Нечестно. Я требую реванша. Целью командного этапа является выработка тактики. Укрепление сотрудничества. Что он делает, сражаясь в одиночку? Я не приму этого. Кто сказал, что у меня нет плана? Ребят, покажите, что умеете. Я долгое время прятался в тени брата Юня. Теперь, когда брат Юня сказал... Я закончу все быстро. И даже не пробуй напасть на целителя. Кровавый шип. Черт возьми, я сражусь с тобой. Звери, перейти в режим Берсерка. Больно. Откуда так? Почему я не могу использовать навыки? Как Альф, мне достаточно просто стрелять из лука и стрел. Впервые связ... Впервые связываю запретное проклятие с чужим оружием. Эффект довольно хорош. Как бы мне убить этих призванных тварей. Может, зарвать чем-нибудь? Даст немного опыта. Я сдаюсь. Сдаюсь, пожалуйста, остановитесь. Они боятся боли. Они ведь мои самые близкие партнёры. Я компенсирую всё. Принесу извинения. Только не надо. Забей. Так или иначе, ты уже остался. Мне нет разницы, убиты они или нет. Битва окончена? Не будь таким высокомерным, маленький засранец. Ты хоть знаешь, кто я такая? Ты хочешь бросить вызов нашему капитану? Уверена, что достанен. В этом поединке они задавили чистой силой, никакой тактики. Тем не менее, он победил. Однако, соревнования чувствует немало ведущих академий страны. Без тактики на чистой силе далеко не уедешь. Разве ты не спрашивала Янчена о его планах? Спросила. И он ответил. Наша академия побеждала строем 2022-2012 уже третий год. Враги обязательно найдут слабости или воспользуются этим же строем. Кроме того, первокурсники этого года не так хороши в строениях, построениях. Это сильно ослабит их. В таком случае не будет ли проще скрыть сильные стороны лучших студентов? Мне трудно согласиться с приведенным им фактами. Однако, отрицать я так же не могу. Но раз так, пусть будет так, как больше тот, кто ведет всех к победе. Вот, видишь, братик. Я обязательно получу хорошую оценку наступительных. А может быть, я поступлю в одну из лучших средних школ провинции. И еще кое-что. Недавно я услышал от одноклассников, что Даньгюнь это Анклав. Лучше всего, если она сдаст ступительные хорошо. Так я смогу заботиться о ней тут. Примечание. Анклав. Это часть какой-то страны, которая окружена другой страной. Кто-то пришел. Я отклоняю звонок. Хорошо. Да, выйдите. Здравствуйте, господин Юнь. Мы прибыли по приказу хозяйки, чтобы сообщить вам, что у вас будет специальное занятие. Все остальные предметы были отменены. Понял. И да. Как-то слишком неожиданно для учителя вся. Позвольте нам вас сопровождать. Кстати, хозяйка нам уже выбрала настоящие имена. Меня зовут Сио Ю. А я, я сестра. Сио Лин. Хорошо. Пойдемте. Слышу. Для демонов настоящее имя представляет источник силы, а также главную слабость. Судя по всему, учитель Сиа полностью завладела ими. Телепорт. Без заклинаний или каких-то движений, даже без посоха, как они мгновенно телепортируются. Учитель Кэти сделала в прошлый раз то же самое. В чем же секрет? Ты, должно быть, уже понял, что это не самое комфортное место. Сегодня будет практически урок. Цель лишь одна. Выжить. До двенадцати часов дня. Я чувствую в той тьме много злобы, следящие за мной. Это монстры, зараженные тьмой. Остатки демонической энергии в твоем теле – это отличный тоник для них. Они желают поглотить тебя и эволюционировать. Твоя цель – приспособиться к этой тьме и выжить в ней. Как только учитель Сиа покинет нас, вы не сдержитесь. Раз так-то давайте, попытайтесь сожрать меня. Ох, быстро! Божественная молния! Какой уровень у этих монстров? Они слишком проварны. Неужели их атрибуты на Сталико превосходят мои? Оценка. Эти животные. Монстр – демонический броненосец земли. Уровень 22. Сложность золота. Навыки. Теневая нора. Теневое восприятие. Разрывающий коготь. Примечание. Разъеденный темной аурой. Просачивающийся из трещин. Броненосец обрел силу ночи и обратился в демонического броненосца земли. Монстр – волк темного пламени. Уровень 21. Сложность золота. Три звезды. Навыки. Теневой рывок. Темное пламя, разрывающий коготь. Примечание. Разъеденный темной аурой. Просачивающийся из трещин. Дикий волк обрел силу ночи и обратился в волк от темного пламени. Обратился в отьму из-за трещин? Но даже так. Что-то тут не складывается. Их уровень чуть выше двадцатки. Они никак не могут обойти меня в атрибутах. Однако. Как их скорость может быть настолько высокой? Пришлось воспользоваться божественной молнией. Ха-ха-ха. Монстр. Демонический энд. Уровень 21. Сложность золота. Три звезды. Навыки. Теневое искушение. Теневой удар. Теневые шипы. Примечание. Разъеденный темной аурой. Просачивающийся через трещины. Древо обрело силу ночи. И обратилось в демонического энта. Я так долго. Пробовал в лесу. И подумать не мог. Что все эти деревья энты. Похоже. Дело не в скорости монстров. Само мое восприятие стало слабее. Хотите задавить количеством? Грубая ошибка. Трансформация. Форма посоха. Маги просто обожают групповые сражения. Основной навык мага. Глаз бури. Хотите прервать каст? Мечтайте. Огненный шар. Комбинация. Огненный столб. Раз это место зараженное тьмой. Значит. Основной навык копейщика. Змах. Хотите атаковать спину? Теперь это будет не так-то просто. Эффект таланта. Тьма. Мой талант тьма. Полученный от королевы ночи. Делает это поле идеальным для меня. Ха. Неплохое количество опыта. Дошел уже до семнадцати. Но все еще не все так хорошо. Снаряжение зеленого леса заражено тьмой, поэтому получило огромное повреждение. Через какое-то время она и вовсе сломается. Тем не менее, телефон тут не работает. Это меня удивляет даже больше. Ни магия, ни технологии не могут противостоять разъеданию. Тьма это ужасающая вещь. К счастью, хотя бы не манический разрушитель не получает урона. Наверное, все из-за звездного уровня усиления. Пока у меня есть оружие, я могу продолжать сражаться. Двенадцать часов дня. Теперь, когда ты прошел через это, ты тоже должен понимать. Все эти монстры рождены из-за заражения тьмой. Она просачивается сквозь трещины. Не только на монстров. Она также воздействует на магию и технологии. Не ожидал, что бойцы на передовой сражаются в такой сложной обстановке. Нет. Им приходится еще сложнее. У тебя есть талант королевы ночи, поэтому адаптироваться тебе будет проще. Простым солдатам не так повезло. Под разъедающей тьмой. Мало того, что у них постепенно ломается снаряжение и ослаблено восприятие. Так еще надо следить за... Отратами выносливости и маны. Но тут это тот самый мир тьмы, с которым они сталкиваются. Поэтому это является одной из ключевых причин нашей пассивной защиты от них. Получается, по ту сторону, трещина еще больше темной энергии. Если прорваться необдуманно, можно ослабнуть еще сильнее. Люди не могут контратаковать, приходится лишь защищаться. Тем не... Тем не менее, им так же тяжело сюда проникнуть. Поэтому мы уже много лет удерживаем друг друга. Но этот баланс хрупок. Ты должен как можно быстрее стать сильнее. Иначе будет сложно защитить себя. Познать всю тяжесть нашей ситуации. Это и есть истинная цель урока. А как же трещина и лес? Что с ними будет? Заражение слишком сильно. Позже прибудет бог закона и уничтожит полностью все в округе заклинания. В лесу еще много животных. И лишь из-за одной трещины будет уничтожено все живое. Ущерб трещин экологии очень велик. Теперь самое интересное. Может ты что-то хочешь в качестве награды? Учителься, я видел как мисс Кэти и ваши демоны. Слуги используют магию без посоха. Как у них это выходит? А все из-за универсального пассивного навыка магов. Даю ее тебе. Если хочешь научиться этому, считай это наградой. Использование заклинаний без посоха. А с минусом. Вы получаете непревзойденные сверхмагические способности, позволяющие вам творить магию без посоха. Двадцать седьмая глава. Да, вот он, чечерский навык. Творить магию без каких-либо вещей-атрибутов. Ладненько, двадцать седьмая глава, друзья. Это у нас крайняя главушка на сегодня. Так, ладненько, продолжаем. Пятнадцать дней спустя. Экстренные новости! Экстренные новости! Объявили участников соревнования студентов по обмену. Смотрите об этом на главном сайте. На этот раз лидер Академии Дзянань стал бесклассовый. Что? Когда у нас в Академии появился бесклассовый? Да и возглавляет группу, он точно справится. Эй, мы постоянно тренируемся, а младших нет времени обращать внимание. Он, говорят, но говорят он хорош. Если у него класс или нет, надеюсь, он получит хорошее место. Кажется, они отбывают сегодня. Пошлите посмотрим. Как старшие, мы должны поддержать их. Академия Дзянань Межнациональный портал Академия Дзянань Межзональный портал Вау! Новая форма выглядит хорошо! Точно! Слышал, что соревнования будут транслировать по всей стране. А мы, как представители Академии Дзянань, должны выглядеть хорошо. А почему Юнчина еще нет? Нет, уже пора идти. Николь, ты же хорошо его знаешь, где он? Похоже, в последние дни он готовился к соревнованию. Поэтому, как сумасшедший, тренировался. Из-за этого мы редко виделись. Стоит волноваться за его форму. Надеюсь, он не забудет ее надеть. Я думал, в команде 20 человек. Похоже, кого-то не хватает. Боже, почему брата Юня нету? Он не мог опоздать. Он же не мог сбежать. Си же лидер команды. Извините за ожидание. О, брат Юнь! Я же говорю, как брат Юнь мог вообще сбежать? Брат Юнь, взгляни сюда, я сделаю фото. С братом Юнем первое место в боях один на один нам обеспечено. Почему так поздно? Что ты там делал? Ах, ходи в библиотеку. В конце концов, это системное задание нельзя относиться к нему небрежно. Нам могут повстречаться сильные противники. Там я изучил новый навык. Рука мага. Он позволяет свободно перемещать предметы на расстоянии. Он хорошо сочетается с использованием заклинания без посоха. Очень удобен в бою. До его быденности. Эту поездку вас будет сопровождать учитель Ли. Я поеду отдельно. Кроме того, если вы займете первое место, то хорошо будете вознаграждены кредитами. Раз все прибыли, отправимся к месту назначения. Академия Циньонь. С нетерпением будем ждать вашего триумфа. Покажите там. Брат Юнь, сокруши их. Не оставь и одного. Выиграйте во всех соревнованиях. Наша Академия Циньонь должна получить все места. Провинция Циньонь. Расположена в центре Сюаньлон. И является важнейшим экономическим центром страны. Имея обширные территории, изобилие ресурсов и прекрасные зеленые облака, она получила название Циньонь. Академия Циньонь входит в семерку лучших Академий страны, славясь хорошей репутацией, а также является местом проведения соревнования. Академия Циньонь. Мы прибыли в их Академию. Почему нас никто не встретил? Как странно. И невежливо. Смотри, в небе появился дракон. Я как-то слышал, что это контракт... Что этого контрактного зверя зовут Циньон. Похоже, слухи о нем не врали. Впервые вижу божественного зверя. В кабинете учителя Ася есть зверь, похожий на Феникса. Может, он тоже божественный? В конце концов, в том мире слишком много чудищ. И если они восстанут, то это заденет все человечество. А вот почему великие державы заключили контракт с божественными зверьми. Они подавляют остальных. Ходит слух, что сил такого зверя хватит сломать барьер четвертого ранга. Гляньте, там стоит указатель. Что там такое? Специальный путь для команды бесклассового. Так, значит, и Циньонь известно о репутации брата Юня. Они аж приготовили специальную дорожку. Наверное, так и есть. Все же это брат Юнь. Думаю, все не так оптимистично. Какая еще репутация? Команде Академии Циньонь представила специальный путь, по которому мы выгуливаем собак. Слушай, тот в форме капитана есть тот самый бесклассовый? Ха-ха, это тот самый номер один среди провинций, которого наша Академия не дослужилась завербовать? Насколько же шутко положение Циньона, ни разу не решили принять в свои ряды человека без будущего. Не могу поверить, ты же лучший среди всех, да тебя все должны хотеть, а их комиссия даже не посетила тебя. Верно. В то время декан колледжа подготовил все места для семи лучших академий. Однако пришло лишь шесть человек, а их место осталось свободным. Охренели, брат Юнь номер один среди наших первокурсников. Опустив такого невероятного человека, Циньонь пожалеет об этом. Ха-ха, бесклассовый, которого наша Академия не захотела принимать, занимает у вас пятое первое место? Циньонь, с каждым годом все хуже. Похоже, в этом году первое место нам обеспечено. Вот же ублюдки, вы зашли слишком далеко. Как ты посмел оскорбить брата Юня? Я сейчас же вырву тебе язык! Драться тут запрещено, вас дисквалифицируют. Кроме того, это лишь обычные студенты, они вас не стоят. Нет смысла с ними болтать, пойдемте. Не беспокойтесь об этом, истинную силу мы увидим на поле битвы, не стоит огорчаться из-за сплетен. Кстати, послезавтра начнется соревнование, а за день до него у вас будет брать интервью. Покажите себя хорошо и не испорьте образ. Из СМИ там же будут одни местные, они в любом случае что-то-то замышляют. Они явно оскалятся в сторону брата Юня. Да без разницы, что бы они говорили, решит вся сила. Но я не понимаю, в чем польза солить мне. Это вопрос их репутации. Работая в комиссии, у меня есть определенное понятие этой системы. На самом деле, прием студентов не зависит от одного голоса. В этом участвуют все учителя. Цинь Юнь не исключение. Решение о неприятии Юнь Чина также было единогласным решением. Но теперь он преуспевает в знание, что как пощечено для их академии. Ах, ясно. Значит, чтобы доказать их слепоту, мы должны растоптать их на этом соревновании. Они должны быть намерены забрать первое место раз, разводят столько шума. С нетерпением жду скорого соревнования. Раз они начали эту войну, мы и закончим. На следующий день. Это первый раз, когда я буду давать интервью. Надо показать себя с лучшей стороны. Этот эфир будет показывать по всей стране. Мой брат тоже будет смотреть его. А помню, ты говорил, что у тебя есть сестра, верно? Сейчас она, наверное, болеет за тебя. Не знаю, поддержит ли она меня, но она точно смотрит. Вчера я получил от нее гору сообщений. Я хочу взять интервью у капитана Юнчена. Комиссия Академии Цинюнь, правда, отказалась от вас? Также ходят слухи, что вы из маленького городка. Поэтому вы воспользовались лазейкой бесклассового и лишили себя будущего ради первого места. Согласны ли вы с этим? А? Так это правда? Выступивший репортер местный и он только, и он пользуется большим доверием. Хотя, если подумать, какая Академия не откажется от чемпиона провинции? Все как-то странно. Раз Цинюнь так поступило, вероятно, сведения о жуничестве Юнчена верны. Вот же, как Цинюнь осмелилась выступить, выставить такого студента, да еще и лидер. Академия Цинюнь постепенно ослабевает. Ответьте же на наши вопросы, студенты Цинюнь. Что за бред? Цинюнь сама упустила свой шанс, поэтому не смейте оскорблять нашего человека. Мы отказываемся отвечать на ваши вопросы. Это уже слишком. Нас смотрят члены семьи студентов. Как они посмели задавать такие вопросы? Мы спрашивали это у студентов. Почему вы вмешиваетесь? Вас никто не брал интервью. Но у нас... Но у нас и для вас есть вопрос. Как он поступил за Нань? Он правда воспользовался лазейкой? Ответьте! Ублюдки! А ну проваливайте! Учитель Ли, не стоит длиться. У меня только один ответ на ваши вопросы. Любой, кто будет против меня... Не устоит на ногах. Национальное соревнование по обмену студентов официально открыто. В общей сложности участие приняли 128 учебных заведений. Среди них присутствуют команды лидирующих академий. Первым заявится хозяин арены. Команда Академия Циньоня. Команду возглавляет первый нашей провинции. Сильнейший студент-призыватель страны Сюань Лун. Нин Джуньи. Вау! Это брат Нин! Брат Нин здесь! Первокурсник Нин легко занял первое место провинции! Пробить, побить рекорд Синь Лун. Он занял второе место среди Академии! К тому же он ценземенин, самый влиятельный Циньонь! Он идеален, богатый, высокий и красивый! Стой! Раз он побил рекорд, почему лишь второй? Потому что есть один мошенник, воспользовавшийся пробелом в правилах! И это... Следующим выходят предыдущие чемпионы соревнования. Команда Академии Цинь Нань. Команда возглавляет непредсказуемый лидер этого года. Юнь Чена. Фу! Фу! Как такой человек может возглавлять команду? Посмотрим, как брат Нин поставит тебя на место! Черт! Думаете, какая-то Нин достоин нашего капитана? Знаете, единственное, что останется победителем этого соревнования, это брат Ионя! Ладно, ладно. Задавим их силой, а не словами. Хе-хе! Скоро придет моя очередь выйти на сцену! Приветственная церемония окончена! Просим Академии подготовиться к поединкам один на один! Сортировка участников в этом турнире не позволяет встретиться ученикам одной Академии, а также первых своих провинций. Учитывая эти два правила, в остальном участников распределили в случайном порядке. Объявляем начало первого раунда боев один на один! Студенты, пожалуйста, станьте на световой луч! Он отправит вас на вашу арену! Интересный способ выхода на поле! В этом турнире разрешено использовать лишь базовые расходные предметы! Либо мое снаряжение ниже алмазного ранга, в остальном ограничений нет! Попрошу студентов приготовиться! Мне так повезло стать третьим в провинции! А тут сразу же столкнулся с номером один! Но, говорят, он жульничал! Я же смог его удалять! Начали! Ползучие роботы! Это третий тип печи! Опасное устройство! Не повезло! Это не стыдит, Синьёнь! Ладно, покончи быстро! Основной навык бойца – пробивной удар! Синьё потерял сознание! И в течение десятих секунд не смог встать! Он признан проигравшим! Йон Чен победил! Блин! Хотите сказать, это базовый навык бойца? Даже боевые навыки золотого баса не имеют такой разрушительной силы! Что? Он проиграл? Все настолько плохо? Может, это подстроенный матч? Синьё покинул арену! Входит второй участник! Вот же! Сегодня ты увидишь пропасть между обычной академией и престижной! Отлично! Ну, посмотри же! Шестой! Спасибо, дружище, за соточку! Спасибо за поддержку! Продолжаем! Какого чёрта? Как может быть рука мага настолько большая и быстрая? И почему он использует её без посоха из кляний? Сдашься? Сам? Или помочить? Больно, больно! Я признаю поражение! Отпусти меня! Йон Чен! Победил! Выходит, третий участник! Отлично! Хоть я и могу победить их, но не так просто, как брат Йоня! Поединки брата Йоня всегда потрясающие! Неожиданно! Наверное, из библиотеки выучил руку мага! Навык выглядит довольно хорошо! Может перемещать невидимой рукой объекты, словно телекинез! Но это вовсе не так! Поскольку это... Поскольку это низкоуровневый навык, им можно перемещать лишь мелкие вещи по типу фруктов или ещё чего-то! Однако талант Йон Чена компенсирует недостатки этого навыка в сочетании с использованием заклинаний и без посоха! От него трудно защититься! Дикан Я! Плохие новости! Арена 48! Рыцарь Кривешен Тайрано парно сражался в течение трёх минут, но в итоге проиграл на втором поединке! О-о-о-о! О-о-о! Эхе-хе-хе! Ценань, значит! Как-то проста! Ха-бессон! Класс! Драконоид! Талант! Родословная черного дракона! Ну, знай! Я Бахи Цен! Не нацелен на ценаня! Этим я хочу сказать, что все семь лучших Академий просто мосор! Я растопчу вас без исключения! Так будет намного веселее! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! О-о-о! Какой энергичный! Он первое место какой-то Академии! Академия Шин Ли, занимающая девятое место по общей численности преподавателей! К тому же, он не первый, а третий! А? Чего? Как третье место может быть настолько высокомерным? Шин Тайран второй по стиле в нашей Академии! Как он проиграл третьему месту? Хо-хо-хо! Наверняка в этом году Шин Ли заполучила монстра! Они намеренно дали ему третье место, чтобы он мог подорвать дух остальных, унизив первые и вторые места! Тем не менее, это довольно рискованный шаг! Таким образом, они могут и до восьми лучших не дойти! Да даже до шестнадцати лучших! Возмутительно! Его вероятность наткнуться на врага Юня высока! Но он ему преподаст рук! В четвертом раунде из семь в мой арены побеждает Юнь Чэн! Выход пятого участника на арену! Хо-хо-хо! Эх-хо-хо-хо! Первое место, Кадемица Найи! Мы лишу её! Я тебе срублю! Что за дурачок? Хе, действительно! А у нас двадцать девятая глава! Продолжаем! Юнь Чэн победил! Пятый оппонент! Выйдите на арену! Не может быть! Это бесклассовый одержал четыре мгновенных победы! Он точно жаличен на ступеновых экзаменах! Почему он так силён? Ха-ха! Ему встречаются обычные мусоры из средненьких академий! Что тут удивительного? Встречается он с кем-нибудь из семи лучших! Кто точно проиграет? Погодите! Посмотрите на пятого соперника Юнь Чэна! Этот человек одет в форму нашей Академии Цэнёня! Это же второе место Академии Цэнёня! Нет, Цэна! Берсерк! Средкая и родословная белого медведя! Его разрушающая сила ужасает! Давай, Цэнёнь! Покажи ему! Этот парень угрожал нашим! Какое совпадение! Покажи, на что способна наша Академия! Наконец-то, хоть кто-то из Цэнёнь! Я приготовил для вас интересное шоу! Ха-ха! Не ставь меня в ряд с этими идиотами! Я отлично понимаю, что ты не просто так получил первое место! Тем не менее, и что с того? А без классовых нет будущего! Один раунд поединков один на один! Пятый бой! Начали! Сегодня я докажу всем, что ты не достоин даже порога нашей Академии! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Талант родословной! Анимализация! Навык! Берсерка! Берсерк! Навык Берсерка! Сплеск жажды убийства! Состояние Берсерка! Состояние Берсерка! Иххххххххх! Есть множество способов победить тебя! Но я... Растопчу твою гордость! Сражайся! Изо всех села! Блин, разве можно так складывать бафы? Это же слишком! Боюсь, даже босса можно уложить мизинцем такими бафами! С таким количеством бафов, насколько сильно выросли его атрибуты! К счастью, у бафов есть ограничения по продолжительности! Ницян должен продолжать! Ницян должен продержаться! Поблюдок! Этого будет недостаточно! Я должен остановить его, а если так продолжится, он меня победит! Ударь и эреси! Основной навык копейщика, штурм! Невозможно! Я в режиме берсерка сродов, словно белого медведя! Не смог выдержать и одной его атаки! Ещё не время отдыхать! Основной навык Даоса – хаотичный шест! Чёрт! Я… Ны-ы-ы-а-а-а-а! Что ты творишь? Лозы! Хочешь сдаться? Благодаря журналисту Цинюня! Прошлым вечером моя младшая сестра видела репортаж! Уже пришлось её успокаивать всю ночь! Пришло время! Сводить счёты. Ты как раз можешь покрыть малую часть. Стисть ни в зубах свою гордость. Основной навык призывателя. Призыв по контракту. Монстр. Цветок демонических шипов. Сяо Цзин. Уровень первый ранг золота. Навык порка. Эй, а зачем он призвал монстра первого уровня? У меня плохое предчувствие. Может он... Сяо Цзин. Преподай ему урок. У-у-у. Он использует не от Саня. Чтобы повысить уровень своего зверька. Что он чёрт возьми творит? Почему? Вы тебе просто не убить его. Как и в остальных матчах. Он же просто его унижает. Такая неприемлема. Я убью тебя. Цветок демонических шипов первого уровня. Даже не может пробить его защиту. Сколько же пройдёт времени, прежде чем Ниццян проиграет? Он духовно страдает намного сильнее, чем физически. Это ужасно. Я не могу на это смотреть. Жалься хотя бы немного. Два часа спустя. Ты заслуживаешь своего имени. Отличный пакет опыта 20 уровня. За такое короткое время Сяо Цзин подняла 12 уровней. Это очень хорошо. Время битвы ограничено. Если в течение 10 минут победитель не определится, то будет досчитана ничья. Этот парень безжалостен. Ладно. Пришло время избавиться от него. Юн Чен, студент номер один Академии Цзэнань, победил все 5 боёв. В связи с чем, он уходит в число 64 лучших и проходит на следующий раунд. Поздравляю! Студенты, пожалуйста, отдохните от боёв и подготовьтесь к следующему раунду. Молодец, брат Йоня! Пусть теперь попробует на нами поиздеваться! Да, уже в течение двух часов в горячих новостях крутят о жестоком обращении над вторым местом Цзэння, призванным зверем первого уровня. Теперь они потеряли все свои уважения. Они этого заслужили. Первый раунд соревнования завершён. Юн Чен и Николь одержали 5 побед подряд. Ушен, Тайрана, 4 победы, 1 поражение. Не время расслабляться. Первый раунд был лишь для отбора 64 лучших. Однако, с началом второго раунда вероятность встретить сильного противника будет выше. Пока отдыхаем. Готовимся к следующему раунду. Теперь начало второго раунда на выбывание. Студенты из всех академий выходят на арену. Арена, 12 Юн Чен. Академия Цзэнань против Ли Хуань Йоа. Академия Цзэння. Ха, ещё один из Цзэння. Боже мой, почему именно я? Встретил её, какая же невезуха. Даже не цена. Был побеждён им и не унижен. Как я, номер 3, могу сражаться с ним. Так, сейчас что-нибудь подберём. Начали! Нет, нет, стойте. Я сд... Пожалуйста, дай мне сдаться. Я заплачу за это. Сдаться? Ха, нет. Это недопустимо. Сио Цзэна, выходи. Пришло время повышать уровень. Да! Тридцатая глава. Да, бей туда. Атакуя уязвимые части, ты не доносёшь больше урона. Он переходит черту. Как можно унижать? И третье место в нашей Академии. Кто-нибудь вправьте мозги этому психу. Мудак! Братнин, так просто тебя не отпустит. А что там случилось? А кто так кричит? Звуки идут от восемнадцатой рены. Это, скорее всего... Ха-ха! Умри же! Умри, умри! Я... Чёрт! Я сейчас и правда помру. Я не хочу умирать. О-о-о! Стоп! Он не в состоянии драться. Ты победил! А-а-а! Отпусти меня! Ах можно без смертей! Эти земли лучше как Академии просто тряпки! Вью-вьюик! Хе-хе-хе-хе! В этот ублюдок Бахиесон снова сходит с ума! Сколько раз это видел, но всё ещё не привыкну. Откратительно! Точно! Почему декан потакает ему? Потому что жестокость Бахиесона исходит не только из характера. Это относится и к его родословной. У обоих родителей Хабисона течёт кровь чёрного дракона. Сам он ещё талантливее. Обладает тремя талантами Аранга. Хорошо совместимых с родословной чёрного дракона. Тем не менее, характер чёрных драконов тираничный, необузданный и жадный. Ему остаётся лишь угождать природе своей родословной. Декан понимает это. Прощать ему такие выходки. Сейчас Хабисон победил трёх студентов из семи лучших Академий. Среди них было даже первое место. Это показывает верность суждения декана. Ха, Бахисон входит топ тридцати двух лучших. Следующий раунд будет шестнадцатый. Ваш следующий противник? Бесклассовый из Академии Ценаня. Первое место. Юн Чан. Эй, мне стоит раздавить твою голову. Слышал, некоторые люди идут на крайности, чтобы максимально совместиться со своей родословной. Так можно потерять себя и окончательно превратиться в монстра. Печально, но ты уже отдал своё сердце. Ты жалок. Вау, лётки из семи лучших Академий всегда такие высокомерные. Слушай, твои родственники случаем не смотрят твои поединки. Было бы хорошо, если бы кто-то смотрел, как я размажу твою голову под издеволье. Ха-ха-ха, злишься, злишься, блять. Бросился вперёд, но я силу драконоидов. Ты не пробьёшь мои защиты жалким базовыми навыками. Эффект оружия. Рёв крови дракона. Когда противник дракон или дракон... Когда противник драконы или драконоподобное существо, все его атрибуты уменьшаются на 15%. Эффект оружия. Против драконов или драконоподобных существ урон увеличивается на 35%. Что происходит? Моё тело дороже это! Ты... Блёнок! Мальчик, это не лучшее время отдыхать. Битва остаётся битвой. Не стыдь бессмысленно говорить. Я убью! Даже не думай об этом. Основной навык бойца. Удар. Как ожидалось, от крови черного дракона ты довольно стойкий. Неплохо для боксерской гроши. Но это не всё. Основной навык бойца. Пробивной удар. О, боже. Он безжалостен. Хотя они по безжалости примерно равны с этим драконоидным гондоном. Может, это из-за тех слов, ну, там про родственников. Хотя, выглядел он спокойным. Тем не менее, похоже он в ярости. Мне чем-то понравился этот парень. Ты, кажется, хотел размазать мою голову. Выходит, теперь мне стоит это сделать. Раздавлю. Раздавлю. Проткнуть. Напасть. Так, волнительно. Думай о том, как я буду тебя пытать. Ха-ха. Да. А? Да он же монстр. Я где-то видел такого же босса в подземелье. А? У него всего лишь 1 уровень, а его родословность настолько развита, что уж у вас создало крылья. Похоже, все из-за подражания черным драконам. Это значительно увеличивает совместимость. Пользы от родословной шестого... Пользы от родословной эсранга намного больше, чем от обычных талантов такого же ранга. Ааа. Я убью тебя. Умри. 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 Эй. Куда ты смотришь? Куда ты успел? Мозги. Это замечательная вещь. Жаль, у тебя их нет. С моей ловкостью увернуться от таких прямых атак очень тяжело. Что скажешь напоследок? Убить меня? Кого ты пугаешь этим? Если посмеешь, попробуй в следующий раз. Ты просто пронзил мои мышцы тебе далеко до сердца. А теперь у тебя есть последние слова? Пожалуйста, прости меня за все. Я... Я починю тебя! Я починю тебя! Хочешь убивать, но боишься быть убитым? Это все, чего ты стоишь. Победителя Юн Чена! Глава 31. Напугал до смерти. Думал, он убьет его. За умышленное убийство сразу дисквалифицирует. Хорошо, что он вовремя остановился. Он подчинил себе противника, тщательно контролируя свою силу. Не дал эмоции взять вверх, сохраняя холодный разум. Это полезная способность. Диканье, у Юн Чена есть сестра. Она учится в третьем классе средней школы. Мне кажется, что стоит привезти ее сюда и позаботиться о ней. Тогда у Юн Чена будет меньше забот. А? У него есть сестра? Да. Отец Юн Чена погиб во время вторжения королевского двора орков, а мать из-за болезни. В итоге у него осталась лишь одна младшая сестра. Город Даньон отсталый. Оборона там слабая. Лучше обезопаситься и забрать сестру. Для страны Сиан Лун лучшие студенты имеют стратегическое значение. Особенно из семи лучших академий. Если они не погибнут до этого, каждый из них достигнет четвертого ранга. Это высшая боевая мощь. Против мира тьмы. Подоровайся с этой школой и пусть подготовятся к нашему приезду. Подождем, пока Юн Чен вернется и спросим его. Такой важный ученик должен расти спокойной душой. Старик, я точно не участвуешь? Вставки на поединках один на один давняя традиция. Этап подходит к концу. Ну, давай же. Хе-хе, старичье. Ладно, я в деле. Оставлю остальное на тебя. Позаботься о студентах. Хорошо. Веби-фаворит Абахи Сона бесклассовый попал в топ 16. Но то, с чем он столкнется дальше, это поварит победителей соревнования. Одно из первых мест семи лучших академий. Приемница святого меча Бу-чан первое место академии Дунфо Бу-чан класс мечник. Я быстро закончу. Лао Джант твое дунфунское первое место на арене. Намечается непростая битва. А? Кто сколько ставит? Ставили книгу навыка оранга на Юн-чана. Ну что, сыграем? Ха, старик Е. Пошел по-крупному сразу после прихода. Ты правда думаешь, что после победы над черным драконом твой студентик стал всесильным? Директор академии Цинюнь. Этот маленький черный дракон свиреп, но отрослев по природе. Просто скажи, участвуешь или нет? Конечно ставлю сокровища оранга. Эй, Бутян из нашей академии, как я могу не поставить? Ценность этого контракта души намного выше ваших орангов. Победитель Ючан. Да ладно. Хе-хе-хе, забирай свое. Она слишком быстро проиграла. Я преемница Святого Меча, но его фехтование на уровне с моим, не говоря уже о постоянных классах, которые он мог использовать дополнительно. Откуда в мире появилось такое чудовище? Бойцы уходят на перерыв. После него начнется четверть финала. Смена арена. Как и ожидалось, Юн Чен попал в четверть финала. Однако жаль, что Шен Тайру попалась первое место в Пекинской Академии. Николь тоже прошла. Ей очень повезло, она не столкнулась с трудностями. Тем не менее, с каждым последующим поединком будет тяжелее. раз сортировка прошла так быстро, кто же будет следующим противником Юн Чена? Почему они страдились сейчас? Первыми будут восемь и четыре. Ну наконец-то он тот! Брат Нин, обязательно покарайте этого ушлепка! Слово Академии Цинь зависит от тебя, брат Нин! Первое место Академии Циньонь. Нин Джиньи класс призыватель. Очень сложный противник, но проблема не в классе, все дело в несравненном таланте. Талант Юн Чена всемогущий, а плюс улучшает навыки на три ступени. В сочетании с его чрезвычайно высокими атрибутами сила его навыков не уступает другим классам. Вкупе с отличными боевыми инстинктами этого достаточно одолеть любого. Но сражение с Юн Ченом талант Нин Джиньи высший контракт С+, превосходит его. Все призывы будут улучшены на четыре ступени. Даже монстр ранга черного железа может стать по силе равному боссу. К тому же семья Нин по-прежнему остается лучшей цинюнь. Силу финансовыми возможностями у него явно монстры не самого низкого ранга. Это будет непростая битва. Я одержу эту победу и докажу что ты недостоин цинюня. Мое и достоинство моей семьи Нин не позволит мне проиграть. Не важно кто ты главное сам не поденец. А? Высокомерное невежество. А? Призыв по контракту. Кошмар. Цветок земного демона. У него быстрые заклятия. У него быстрые заклятия. Я не могу позволить ему призвать кучу монстров. Основной навык копейщика укол. А? Хочешь ближнего боя? Ха-ха. Тайная магия синхронизация. Ну же. А? Навык кошмара духовное тело. Вот она секретная техника семей Нин синхронизация позволяющая времена объединиться с призванным зверем. Ничего себе. Призыватель получает все навыки монстра. Жаль только, что он получает характер монстра. Это немного уменьшает его привлекательность. Твои навыки владения копья ничтожны. Ха-ха-ха. Полагаешься лишь на навыки кошмара. Этого тебе и правда хватало. Использование заклятий без посоха. Вспышка. Что ж, меня таким нельзя взять. Черт, вспышка не наносит никакого смертельного урона, но это уязвимость кошмара. Меня тоже это коснулось. Навык кошмара пустота. Основный навык делоса чувство ауры основной навык паладина скопление света а бежишь основной навык паладина святое копье цветок земного демона удивительно брат нинд самого начала планировал рассеять семена цветка земного демона это был лишь отвлекающий маневр теперь когда цветок распространился по всей арене все поля подвластно ему чем больше затягивается битва тем больше будет цветок земного демона победа в руках брата не на это всего лишь растения трансформация форма посоха хватит и огонька тридцать вторая глава это всего лишь растения эффект таланта быстрое заклинание эффект таланта двойное заклинание хватит и огонька призванный зверь морской конек невозможно прервать мои навыки ты уже проиграл призыв по контракту огненно розовая бабочка призыв по контракту темный змей призыв по контракту горящий глаз призыв по контракту трехголовый золотой дракон наводнения призыв по контракту элементарь воды среднего уровня призыв по контракту каменный зверь напоследок я приготовил сокровище для тебя высокомерный мальчишка он отлично подойдет для твоих похорона призыв по контракту красный дракон призыв по контракту красный дракон призывал целую кучу монстров проблемный противник в таком случае я нашункую всех вас всех ты хоть понимаешь что происходит разве ты уже не понял мой цветок земного демона опустил корни и проросл на тебе ха 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 призванные звери братанина необычная обычный цветок земного демона растет только в земле но цветок земного демона братанина отличается пока есть его семена даже тело становится удобрением сдавайся быстрее или будешь высосан досуха ты должен быть горд тем что смог сразиться с братом нином ха ха семена и все этот топор бури я получил с вождя троллей у него высокая сила атаки что присуща боевым топорам перед лицом абсолютной силы можно разрушить что угодно основной навык берсерка берсерк основной навык монаха кровавая ярость оооо же хочешь избавиться от семена я тебе помогу с этим основной навык борца накопление силы основной навык борца укрепление кулаков и ног основной навык даоса мобилизации силы ооо не стал уворачиваться мне ведь не мерещится он выстрел против всего этот парень не глупый верно так почему просто постой разве среди основных навыков нет навыка увеличивающего значение атрибутов от тяжести повреждений он применил столько бафов и сменил оружие на боевой топор у которого значение силы атаки наверняка высоко учитывая тот навык его сила уже стоящей велика основной навык берсерка пробуждение ярости на каждый потерянный один процесс здоровья сила увеличивается на 3 процента а 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 он уничтожил большинство призывных зверей одним ударом если бы не мое духовное тело не восприимчиво их физическим повреждениям боюсь я бы не выстоял не а а а не ожидал пока корни цветка земного демона тут он практически бессмертен Давай же, Красный Дракон, сожги его до тла! Защити меня! Призыв по контракту. Элементаль воды. Говоришь, что корни ещё в порядке? Тогда я их одолжу. Заткнись, ящерица! Нет, этот парень намного сообразительнее ожидаемого. Убитый призванный зверь не может быть призван в течение какого-то времени. К счастью, его баф имеет ограничение по времени. Надо призвать какой-то мусор и тянуть время. Тогда победа моя. Ха, будешь ещё брыкаться? Основный навык ассасина. Метание кинжалами. Ха-ха-ха, идиот! Я всё ещё в духовном теле! Хочешь ранить меня обычным кинжалом? А, кинжал был обманкой. Подождите! Это талисман? А-а-а! Основной навык Деоса. Талисман-экзорциста. А-а-а! Эй! Теперь ты снова человека не дох. Тридцать третья глава. Что-то медленно прогружается в главушке. О-хе-хе-хе! Молодец! Придумал свой способ расправиться с кошмаром. Талисман-экзорциста. Приветствую вас, мастер. Смотрю, вы как всегда просвещаете своих учеников. Прошу прощения, что оторвала вас от столь важного дела. Но мой старший брак просил передать вам благодарность за ваш труд. А-а-а! Спасибо, лепота, засоточку. Спасибо, ребят, за поддержку. Да, культивируем тут потихонечку. Повышаем уровень. Так что... Рад, что... Вы... Смотрите наши стримы. Да. Приобщайтесь, культивируйте, повышайте навык. Спасибо, ребят. Талисман-экзорциста – это усиливающий навык, который обычно используют на союзниках. Может снимать негативные эффекты и уменьшает значение сильных дебафов. Однако, он использовал его не на товарищах, а на противнике, чтобы изгнать кошмара. Блестящие способности оценки ситуации. Это гениально. Хе-хе-хе, старик Джоуа, ты поставил целую кучу ресурсов на свое первое место. Я и инфо. Был не боясь потерять свою репутацию, открывая шампанское в честь победы студентов Академии Ценань в поединках один на один. О-о-о! Ты изгнал кошмар? Он был изгнан обычным начальным навыком? Без тела души ты ничто. Не смотри на меня свысока! Красный дракон, сюда! Принудительный отзыв. Синхронизация! Красный дракон! Хе-хе-хе! А-а-а! 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 Я отбросил свою человечность и словно держимый стал подражать черным драконам, лишь бы получить их силу. А этот парень, полагаясь на секретные методы и ресурсы семьи, с легкостью превратился в красного дракона более высокого уровня. Он слишком спешит, даже превратившись в дракона. Тот бесклассовый и отличный боец ближнего боя, способный одолеть его на мгновение святого меча. Как он мог не понять, что его же оружие против дракона? В противном случае, он не смог бы так просто одолеть Ха-хенц-бахензона! После синхронизации, собственные атрибуты брата Нина будут складываться с атрибутами красного дракона. Так он достигнет невероятного уровня. Вперед, брат Нин! Уничтожь этого ублюдка! А-а-а! Вот это сила дракона! Небывалый поток энергии! Теперь ты как муравей для меня! Сдохни! Вот же идиот! Скользкий выпад. О-о-о! Невозможно, не-невозможно! Это же сила дракона! Извини, но я как раз убийца дракона! Победитель Юнчен! Брат Нин проиграл? Невозможно! Может, меня подводят глаза? Это же только четверть финала! Как непобедимый Нин Джуни может становиться тот? Не верю в это! Да! Идите вы к черту! Наше первое место проиграл в четверть финале! Серьезно? Как он мог позволить себя одолеть скользким выпадом? Зачем вообще смотрел это? Все это было фарсом! Пойдем! Не стыдно дальше смотреть! Это начало полуфинала! Первое место Академии Циньнань Байо класс! Шип теневого потока! Вы сильны! Я знаю, что я не так хорош! Поэтому я не стремлюсь к победе! Прошу, дайте мне один урок! Хорошо! Тогда я буду использовать лишь навыки Ассасина! Начали! Теневый шип! Основной навык Ассасина! Дымовая шашка! О! Хотите заразить меня лишив зрения? Тогда вы грубо ошибаетесь! Мое отслеживание намерения убийства с точностью определяет местонахождение врага! Это не тот уровень, которым меня можно было бы победить! Эй! Если это все, то вы проиграете! Лучше используйте и другие классовые навыки! Клон? Но когда? В тот момент, когда я заблокировал обзор, я разделился! И уже тогда прятался в тени клона! Основной навык шипа теневого потока! Побег в тень! Я признаю поражение! Пропасть между нами слишком велика! Все не так просто, как вы говорите! Этот клон сражался со мной на одном уровне! Его не так просто отличить от оригинала! Победитель Юн Чэн! Приступим к финалу поединков один на один! Кто бы мог подумать, но финальная битва пройдет между студентами Академии Цзэн Нани! Бесклассовый Юн Чэн против эльфа Серебряной Луны, Николь! А-а-а-а... Вау! Эта красотка чертовски удачлива! Поспеши признать поражение, не тяни время! Эй! Что вы несете, если хватит мужества? Спускайтесь! И скажите прямо! Посмотрим, кто первым свалится! Юн Чэн, Нин Джуни и Бах Хисон разнесли всех силачей! Ты единственная, кто сражалась со вторым-третьими местами! Это просто невероятная удача! Давай сиживее! Вы меня бесите! Сразимся? Шутишь? Хоть слова их и... Не милы, но победить тебя я не смогу! Я признаю поражение! Поздравляю! Теперь ты чемпион! Поединки один на один подошли к концу! Кто бы мог подумать, что последним стоящим тут окажется человек, которого все меньше всего же дар видит тот! Поздравляем первое место Академии Дэнань Юн Чэна с получением первого места! Что за... Это и называют недостатком домашней арены! Но все же это лучше апл... Это лучше аплодисментов! На чужой арене стоит такая же тишина, как в библиотеке! Глава 34 Смотри, нинджане! Это все из-за тебя! Первое место осталось! Четверть финале! Ты нанес нестираемый позор ценей! Для твоей семьи, Нин, это падение лицом в грязь! Если хотим восстановить репутацию и уменьшить влияние на наш рейтинг, нам необходимо победить в самом соревновании! Мне все равно, что ты используешь, но ты обязан победить в завтрашнем командном этапе! Братнин, что нам делать? Командные сражения были всегда слабой нашей страной! Конечно, обычным путем мы ничего не добьемся! Придется пойти на кое-какие жертвы! Братнин, что ты хочешь сделать? Лучше остановись! Стой! Красавчик, брат Йоня! Вот это наш номер один! Проведем пир вечером! С такими темпами победа в основном! В остальном нам обеспечено! Впереди командный этап! Не время расслабляться! Йончана! Вот небольшой подарок! Выигранный мной от старых друзей! Контракт души и два сокровища Оранга Контракт души? Верно! Это редкий предмет, способный объединить души целей! Подписывая его, а между вами появляются непреодолимые узы хозяина и слуги! Ты должна бы те же видя у двух слуг, слуг кубов декана Ся! Они также под влиянием контракта души! Разумеется, законодательно использовать такого рода вещи запрещено! Ведь в нашей стране особое внимание уделяют правам человека! Поэтому лучше всего подписать контракт с магическим зверем! Или же с каким-нибудь иностранцем! Теперь можно будет заполучить слуг! Конечно же! Если мы займем первое место, Академия тоже предоставит щедрые награды! Дополнительным десяти тысячам кредитов будет выделено двадцать миллионов наличными, а также предоставит редкий предмет снаряжения! Что? Редкое снаряжение? И десять тысяч кредитов? Двадцать миллионов не так важны! Ведь торговой системе Академии они не стоят и десяти тысяч кредитов! Интересно, что за редкое снаряжение может алмазного ранка? Но разве для декана алмазный ранка это редкость? Придется подождать нашего возвращения, только тогда вы поймете, что значит редкое! Извините, что прервала вас, однако у меня плохие новости! Член команды Академии Циньонь Мак Эли Хуанью получил серьезную травму, в связи с чем не может продолжать соревнования! На место него поставили нового рыцаря-охранителя в экстренном порядке! Что? Да это уже слишком! Всем же очевидно, что у нас уклон на урон! Нам будет невыгодно сражаться против бочкообразного строя! Они специально сменили мага на танка, чтобы поставить нас в невыгодное положение! Ясно же, организаторы делают это все из-под тишка! В прошлые годы не было никаких замен участников! Бочкообразный? Давайте покажем им, что такое тактика! Четвертый раунд командного этапа до попадания четверть финала! Академия Байе против Академии Цанань! Начали! Дорогие мои друзья, в командном этапе прошла уже большая часть поединков! Почему же никто не делает ставки? Может стоит мне начать? Как насчет ставки на победу Цанань? Нет, это уже слишком! Кто же знал, что у вас есть такой монстр? К тому же, это явно не командный поединок от сражения одного против всех! Играй сам собой! Не хочу отдавать даром ресурсы! Проживая эту жизнь, я видел много гениев! Среди них некоторые могли выстоять один на два или же один на три! Но Йон-Чен, только полагаясь на свои силы, может прорвать линию обороны команды! Впервые вижу человека, который настолько доминирует в битве! Разнообразные навыки без классового делают его непредсказуемым! В сочетании с боевым читьем ему по силам все! Несмотря на то, что нас называют богом закона и богом войны, думаю, в его возрасте мы не смогли бы его одолеть! Ха! Признаю, этот парень зелен! Однако это командный этап, тут важна сплоченность! Его команда изорона сильно ограничена! Тактик! Не так много, далеко не уедешь! Хо-хо! Тактика, говоришь! Ох! Почему он такой быстрый? И навыки настолько мощные, их невозможно блокировать! Быстрее! Священник хил танка! Если он прорвется, это все, то все кончено! Он уже пробился! Команда Академии Цзэннань побеждает! Участники, подготовьтесь к следующему раунду! Это были легчайшие четыре раунда! Одни закончили до того, как я успел разогреться! Ну вообще ничего не надо делать! Мне приходится гоняться за остальными, чтобы наложить бафы! Мне кажется, нас выбрали, чтобы мы стояли позади и поддерживали их! Не говори глупостей! Вы также важная резервная группа! Просто противники в первых раундах слишком слабые! Не расслабляйся! Перерыв окончен! Начнем первый раунд четверть финала! Снова Цзэнань! И не говори! Промолчу над их победой против Цзэннень, но даже одного человека никому не под силу одолеть! Сем человек и все семеро проигрывают одному! Смешно как-то! Не может быть! Хотите сказать, что первое место снова достанется Цзэнань? Я этого не приму! Если бы ваша академия, как в прошлом году, использовала строй 22-12, это было бы печально! Тем не менее, теперь это команда одних ДД шаров! Моя команда из академии Кен-Джо как раз специализируется на таких безумцах! На арену вышла академия Кен-Джо одна из семих лучших! Академия Кен-Джо славится своими магами! Все его факультеты магические, поэтому и все участники магии! Хотя в поединках один на один результаты у них были не лучше, но сочетая разнообразные атрибуты магии, их команда становится вполне конкурентоспособной! Какой бы академии не была команда! Какой бы академии не была команда! Если она сможет победить за Нань, значит она хорошая команда академии! Думаете наш авангард не сможет выдержать этого? Решили использовать по полной свою силу! Раз авангарда у вас нет, для ассасина вы легкая добыча! Побег в тени! Брат Юнь! Не торопись! С этой легкой добычей не так просто справиться! 35 глава Цэн против Кёнджу Брат Юнь! Ты слишком осторожен! Это у нас ассасин! Брат Юнь! Ты слишком осторожен! Какими сильными они не были! Они всего лишь хрупкие маги! Думаешь мне как ассасину есть чего бояться? С моими с моим движением крови столкнуться с ними будет просто! Зачем магам безтонко сражаться так открыто! Каждый из нас сам по себе силен! И мы тоже хотим помочь! А не стоять! Зачищай фланг! Хорошо! Тогда дам вам шанс показать себя! Николь! Шэн Тайран! Лин Йойсёй! Вы создадите возможность! Го Фэй Чен! Отвечайте за атаку! А я прикрою вас! Все-таки командная работа стоит учесть мнение товарищей! Команда! с максимальным уроном под началом бесклассового против команды магов! Ближний бой против дальнего! Отрёж ближнего боя явно быстрее на магии умелы в уклонениях! Обе команды просто безбашенные! Начали! Талисманы! Дай мне хотя бы навесить на вас по одному! Бесполезно! Пока брат Юнь не прикажет нам остается лишь наблюдать со спины! Мне нужно собрать побольше информации пока меня не обнаружили! Легко проиграть недооценив противника! Оценка! Пока что ясно что каждый маг владеет лишь одним атрибутом! Вероятно они будут сочетать их друг с другом! их атрибуты огонь земля дерево лед свет и тьма! Среди них огонь и свет должны быть основной наступательной силой! Тьма и лед будут отвечать за поддержку огненной мощи! Накладывая дебафы земля в качестве щита а дерево контроля! Но лишь по атрибутам сложно судить о магах! Он стоит позади сеть кучи определенно приоритет сеть защиты на нем! Погодите я не чувствую в нем никаких атрибутов магии! Может ли быть он серьезно решили ринуться на нас? Давайте устроим им для начала бомбардировочку! Столб льда Стрелы тьмы Взрывная вспышка Громовая пушка Кастовать без посоха удобно однако это уменьшает силу навыка Эффект таланта быстрое заклинание Эффект таланта двойное заклинание Надо перехватить как можно больше атак противника Огненный шар Многие атаки не получилось заблокировать Все-таки сложно останавливать все лишь моей магией Слишком близко чтобы уклоняться Юн Чен сдержал большинство навыков Остальное я возьму на себя Шентейран Молодец Вперед Темный разрез Лезвие Меча Серебряной Луны Каменная Стена У нас достаточно много разных магов Нас хватит на любую ситуацию Со своей командной работой вы легкая мишень для нас Удар кровавой птением Движение крови Природный ритм Черт У этих магов есть все что нужно И атака и защита их контроль С ними и правда трудно приходится Но и мы сражаемся не в одиночку Побег в тень Вы первые поймали нас поэтому теперь твоя очередь капитан О Это это массив телепортации Ну как тебе ассасин чувствуешь себя обманутым Как я сказал Мишень тут только вы Прочь Все кончено Брат Юнь Брат Тянь Ваши выражения лиц такие, будто я помер. Я не настолько глуп, чтобы искать смерти. Это был лишь клон. Жар теперь клона нельзя использовать в течение двух часов. Однако и так сойдет. Братьёнь! Неожиданно у противника в рукаве оказалась магия телепортации. Это уже проблема. Среди магов мало кто специализируется на магии телепортации. Дело не в сложности освоения, а в ограниченности боевой мощи. Если только он не сменил свой класс на скрытый мага космоса. Но вероятность этого мала. Пока мы сражались с ними, он наверняка установил уже множество массилов телепортации. Он стоит позади остальных. Что будем делать? Ничего, не ржите противников на расстоянии. И не позволяйте им мешать мне. Об остальном я сам позабочусь. Вперед! Разрез серебряной луны. Команда из зяня не может даже поцарапать их одежду. Разве эта битва просто от настроения и избиения псов? Я уже не надеюсь, что наша команда выиграет соревнования. Не важно, кто это будет. Если они смогут победить бесклассового, мы станем с ними братьями. Черт, ни одна атака не прошла. Нас разыграли как идиотов. Брат Юня сделал свой ход. Ха, я наблюдал за участником, занявшим первое место в поединках 1-1. Твои магические способности не представляют угрозы для таких магов, как мы. Я могу с легкостью предсказать дальность твоей атаки. Я телепортирую любого. За зону твоей досягаемости ты не причинишь нам вреда. Это лучше. Что подойдет для борьбы против хрупких магов. Какого черта? Ты умеешь использовать и оружие? Как грязно. Притворяться, что воспользуюсь копьем, а сам использовал ствол. Если говоришь о подлянках, то и вы хороши. Пришло время прихлопнуть, мох. Основной навык снайпера – быстрая перезарядка. Основной навык снайпера – безумная стрельба. Поль и так-то много. На них тяжело сосредоточиться, как и увернуться. Что же делать? Парень, я наконец-то ты позволил поймать себя. Было довольно просто приблизиться. Похоже, вы не на шутку перепугались из-за брата Юня. Черт! Быстрее разворачивайте магические щиты! Урон от пуль не такой большой! Щит сможет выдержать! Обычный магический щит. Не выдержит мои атаки. Разрез серебряной луны. Хотите продолжить? Мы... Мы... Сдаемся! Поздравляем Ценнань с выходом в фолуфинал. Участники, пожалуйста, подойдите в комнату ожидания. Увы, но Ценнань снова победил. Неужели никто не сможет остановить это чудовище? Я так расстроен. Чем больше смотрю, тем сильнее злюсь. Однако сделать ничего не могу. А я ведь так кричал во время раунда. Как же стыдно. Видели мою красивую скрытую атаку одной рукой? Ассасины должны прятаться во тьме и решать все одним ходом. Если бы не Йон-Чен, тебя разорвало бы на куски. Победа есть победа, но мне не по себе. Я думала, что я тоже довольно сильна и хотела быть полезной. Тем не менее, брат Йон слишком хорош. Без особой тяжести способен победить. Не кажется, что мы выиграем с соревнованием, ничего не делая. Кто сказал, что вы будете ничего не делать? В следующем раунде вы двое ключевые фигуры. Правда? Мы ключевые фигуры? Это начало полуфинала. В этот раз Академия Цзянань столкнется С известной, как самая страшная, странная и жестокая команда в истории соревнования обмена студентами. Команда различных рас, в чьих жилах чечет кровь монстров. И это Академия Шэн Ли. Их капитан – обладатель крови черного дракона, блиставший в поединках один на один. Ба Хэ Сона. Внешний вид команды действительно поражает. Они все монстры с различной кровью. Это не их вина. Все из-за родословной. 70 лет назад, до начала слияния. Некоторые люди хотели быть уникальнее, поэтому выбрали различные расы. Такие как монстроподобные гоблины, каменные люди и даже зомби. В итоге, после слияния мира с игрой, они превратились в настоящих монстров. Правда, есть семьи, состоящие из монстров? Я бы сказал, что это редкость, но были и те, кто был женат еще до этого. Большинство из них создают семьи с NPC из их племени. Конечно, они уродливы, но это лучше, чем закончить жизнь в одиночку. Капитан, его оружие может сдерживать драконов, поэтому вам будет с ним тяжело. Ага. К тому же, я чуть не был им убит. Дрожь все еще пробирает меня. Но, что с того? Не забывайте, что с нами происходило все эти годы. Из-за этих родливых лиц и чужой крови, мы пережили дискриминацию и унижение с самого детства. Очевидно, это не наша ошибка. Всему виной старшее поколение, что выбрали грязную расу. Как мы можем быть людьми? При этом, боясь людей же. Чтобы отомстить всем, я приму природу черного дракона и стану монстром. Сегодня перед ними будущая элита семь лучших академий. Почему бы нам не раздавить и разорвать их на части? Разорвай! Разорвай! Какая отвратительная и жалкая кучка соперников. Но даже так... Это не делает ваши действия правильными. Тридцать седьмая глава. Начало полуфинола. Неважно. Пусть мы и проиграем. Мы должны сразить как можно больше. Уничтожим их всех! Уничтожим! Уничтожим! Форм... Формироваем... Формируем оборонительный строй. Обязательно остановите атаки. Защитим наш фланг. Барьер темной крови. Основный навык паладина. Цветой щит. И даже не пытайся прорваться. Проваливай! Вперед! Как хорошо! Я наконец-то почувствовал себя защищенной позади. Теперь мы ключевые фигуры. Это не то же самое, что смотреть шало, стоя позади. Что за пустая болтовня? Работайте! Брат Юня сделал вас остальными бойцами из-за того, что Даос может легко удерживать монстров, а призывать и разделять урон, помогая авангарду. А не для того, чтобы вы болтали, наслаждаясь позади. Хе-хе-хе! Малыши, выходите и сделайте все возможное! Призыв по контракту. Продвинутый элементаль земли. Мертвое дерево. Голем. Зеленый медведь. Отдаю дань уважения всем богам. Озарите же нас громом, что спугнет всех призраков и демонов. Небесный гром! О-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о! Даос это класс, который может контролить, атаковать и бафить. Навыки достаточно сильны и отлично подходят для сдерживания монстров. Недостаток лишь небольшой дальности атаки и в долгом времени каста. как капитан Йон-Чен понимал это. Выбор защитного строя компенсирует все ее недостатки, давая возможность использовать все силы. Отличная тактика. Это лишь одна из причин. С точки зрения боевой мощи Йон-Чен ничем он не уступает и оценлина. Он решил поступить так, чтобы снизить ущерб по команде. К тому же он хочет, чтобы каждый из них показал себя с виду холодный но добродушный парень. Взрывной талисман. Талисман молний. Талисман разрушения земли. Малыши, хорошенько постарайтесь. Черт! Опять проиграл! Я не смирюсь с этим ни за что! Я никогда не испытывал твоей боли. Может мои слова не дойдут до тебя, но я пытался понять. Ты хочешь дать отпор? Все из-за тех, кто презирал вас. Они виновны. Однако разве это выбор того, кто является человеком? Значит с самого начала ты обращался со мной как с человеком. я проиграл. Победа за Академией Ценани. Хотя у Бесклассов такое безразличное лицо, но я не думал, что он покажет такую свою сторону. Мы смотрели на них как на монстра с самого их появления. Похоже, сравнение с Бесклассовым мы далеко позади. После такого даже победив брата Нина, он не кажется таким уж плохим. После такой ожесточенной битве командный раунд стал подходить к концу. Следующая битва будет финальной. В нем участвует Академия Ценань и хозяева данной арены. Академия Ценюни Два тяжелых воина, двое призывателей, рыцарь-хранитель, маг и священник. В их команде явно не достает огневой мощи, к тому же она слишком медленная. Слышал, что изначально был еще один маг для дополнительной огневой мощи, но из-за серьезной травмы его заменили. Не странно ли заменить на крыка в такое время? Тебе, кстати, не кажется, что эта команда создана как раз под Ценань? Ну, не то, чтобы все не замечали, просто не подаем вида. Эта команда сильно жертвует ловкости и огневой силой, фокусируясь на защите. Если бы они встретили противников с дальними атаками, то это был бы проигрыш. Такие команды, как Кенжо, что состоят лишь из магов, легко бы их разгромили. Тем не менее, нашей команде такие противники не попадались, словно сама судьба спасает их. Ну, мы хозяева арены, поэтому такие несложные махинации проделать достаточно просто. Слишком много информации, буду верить, что наша академия не настолько полая. Да начнется же последний бай. Начали? Все, защитный страй. Исцеляющая аура. Призыв по контракту. Призыв по контракту Красный Дракон. Призыв по контракту Древний Магический Голем. Призыв по контракту Мистический Горный Монстр. Призыв по контракту Подземный Пещерный Человек. Призыв по контракту Каменный Зверь. Призыв по контракту Железный Пожиратель. Охренеть! Два тяжелобронированных воина. Рыцарь-хранитель связки со священником. Увеличивающие характеристики. Этого и так достаточно для защиты. Но двое призывателей нас спамили кучу монстров в качестве мясных щитов. Это буквально выводит их в абсолютную защиту. Они явно готовились к битве против Ценаня. Тем не менее, бесклассовый с легкостью прорывал любой строй. Многие команды были стерты им. Если он не станет обращать внимание на товарищей и сконцентрируется... Нет! Посмотри на их последний ряд! Они тоже перешли в оборонительный строй, также призвав кучу монстров-танков. Что они пытаются сделать? Основной навык Монако Кровавая ярость. Основной навык Лучника Боевой дух. Основной навык Берсерка Берсерк. Основной навык Ши... Основной навык Шипа Теневого Потока Способ убийства. Основной навык Магического Мечника Магический поток. Основной навык Паладина Святая Слава. Пробуждение Бафф Талисмана. Молнии, станьте одним целым. Талисман Молнии. Это... Приказ! Раз противники выставили против нас сильнейший щит... Конечно, в ответ. Мы выставим сильнейшим копьем. Тридцать восьмая глава. Старик Е. Твое чудовище стало в тылу с оружием ближнего боя и набирает баффы как сумасшедший. Что именно он хочет сделать? Ха-ха-ха. За этим кроется тайна, которую я даже вам не расскажу. Ох, ты спрашиваешь об этом меня. Я ведь тоже вижу такое впервые. Постойте. Вроде бы был один базовый навык, позволяющий сражаться бойцу ближнего боя на дальней дистанции, скорее всего. Раз противник выставил против нас сильнейший щит... Конечно, в ответ. Мы выступим сильнейшим копьям. Основный навык борца. Накопление силы. Основный навык Далоса. Мобилизация силы. Чёрт! Не могу поверить, что он использует этот навык. Всем призванным зверям стать передовым в передний ряд. Остальные используйте лучшие защитные навыки. Навык мага. Гигантская каменная стена. Навык рыцаря. Хранителя. Щит стража. Навык жреца. Окутанные светом. Так, сейчас музычку поменяем. Вперед! Основный навык Метания. Держитесь! Мы должны... Что за херня? Ещё бы чуть-чуть. Я бы сломался. Енчан, я даже подумать не мог, что ты бросишь все силы в один удар. Теперь у тебя даже оружия нет. А наш строй ещё цел. Как сражаться будешь? Использование заклинаний без посоха. Рука мага. Кто сказал, что мне есть не с чем сражаться? Думал, я не смогу бросить второй раз? Я пойду. Как можно снова проиграть? Метания это базовый навык всех классов. Недостаток лишь потеря оружия. Поэтому его редко кто использует. В конце концов, кто выбросит своё оружие посреди боя? Ну, молодец, он бросил ещё и подобрал обратно. Так и знал. Метания. Однако, метания лишь базовый навык второго уровня. Он не даёт никаких усилений, кроме самого оружия. Даже сложив кучу бафов, такой силы не достичь. Это необычное метание. Его талант может улучшить любой навык на три ступени. Поэтому он использовал метание Б-ранга. Метание Б- обладает усилением силы, большей дальностью броска и мощностью. Ему нельзя давать возможность на второй бросок! Танки не успеют! Мак, быстрее отмени каст его навыка! Да, понял. град камней! Пока мы тут, даже не смейте прикасаться к волоску нашего капитана. Быстрее бежим! Плевать на строй! Не бегите! Быстрее меня! мы разбили их черепаший панцирь! Вперед! Получите! Пожалуйста, только не по лицу! Брат Нина, признай поражение, мы больше не выдержим! Черт возьми! Если бы не этот монстр, то они не дошли бы до призванных зверей! Мы никак не проиграли бы не будь его! Выбора нет! Бледок, жди меня в следующем раунде! Я сотру тебя! Выживание! На этом стоит закончить командный раунд! Мы при... Что ты делаешь? Пытаешься сдаться? Жаль, но судья этого не услышит! Эй, хей, хей! Ты единственный, кто остался из команды! А ты храбрец, раз раньше не признал поражение! Я восхищаюсь твоей стойкостью! Мы будем немного грубы, но используем всю силу! Что вы хотите сделать? Хей! Лежим калал! Ты же так распространял бред нашей академии! Взрослый тебя проучит за это? Да и как ты смел использовать против нас СМИ? Ты заслуживаешь этого! Я долго тепел твои выходки! Получи за все! Ну, ё-моё! Капитаны нашей команды заставляют жрать землю! Какой позор! Позор нашей академии! Твою мать! Верни мне мои деньги! Стоп! Остановитесь! одна из сторон не в состоянии продолжать бои! Нин Джинью лицо Циньюня! Если продолжат достойство академии упадет ниже никуда! А раз у судьи хватило наглости остановить нас то лице зрите жилица проигравшего! А что ж надеюсь теперь все поняли кто тут сильнейший! Командные бои подошли к концу! Академия Цинани забирает тебе победу! Наконец начнется 39 глава что будем делать брат Нин не прорнил и слово после конца может из-за того избиения он физически не может говорить тише следи за тем что говоришь брат Нин за такое наказывает не строй такое хмурое лицо в целом я понимал что вы проиграете поэтому подстроил сражение цинань финале по крайней мере теперь у нас второе место в списке семи лучших мы сохраним позиции я сохранил рейтинг но не свое достоинство я отомчу ему чего об это не стоило размажу его голову по земле я сполна спустил пар а я даже использовал свои навыки когда пинал а я даже использовал свои навыки когда пинал этого придурка новости об изменении нинджин меня в толпах на всех новостных сайтах академия цена не упала в грязь в грязь лицом они заслуживают этого теперь мы первые и в командном соревновании этого достаточно чтобы закрепить за собой чемпионство не беспокойтесь о победе на завтрашнем раунде спокойно собирайте ресурсы для себя раунд на вживание будет проходить в забытом городе провинции Цинюнь когда-то это был богатый город но из-за внезапного появлявшегося разлома 60 лет назад город поглотила тьма практически все жители меньше пятого уровня были истреблены те кто выжили покинули город и он остался заброшенным время шло а растительность в городе бесконтрольно росла все больше и больше монстров стали прибывать в те края и это породило природные сокровища что идеально подходило для раунда на выживание конечно же жрецы очистили тьму академия Цинюнь уничтожила могущественных монстров остались только такие которые подходили бы студентам к тому же все собранные ресурсы в этом раунде не надо сдавать их вы оставляете у себя ух ты отлично слышал что некоторые говорили о ресурсах ранга и даже аплюст ранга мы точно должны отправиться на их поиски аплюст ранг встречается ли там трава очищения души трава очищения души важный материал для зелья просветления аюньтан как раз достигла возраста пробуждения таланта зельем просветления она обязательно получит хороший талант я заранее отправил нескольких людей для разведки хотя какой-то подробной информации получить не удалось нет сомнения в том что там присутствует как минимум 15 ресурсов аранга и 3а плюс ранга трава очищения души одна из них ради будущего аюньтан я должен заполучить ее платформа телепортации академии цинь нюнь в отличие от прошлых раундов раунд на выживание не зависит от количества побежденных в нем учитывается общая сумма собранных ресурсов командой поэтому вам на пути встретятся не только монстры но и ученики других академий после прибытия туда не только концентрируйте внимание на сборе не прекращайте следить за остальными иначе станете курьерами других команд правилами запрещено использовать устройство для связи исключение сигнальной ракеты но вы уже должны были придумать свой шифр вам всем раздали по деревянной дощечке его называют боевым знаком в него встроен небольшой телепортационный массив в случае опасности сломайте его тогда вы покинете поле следовательно будете считаться выбавшим сделайте всевозможное но ваше выживание в приоритете не волнуйтесь учителя мы все в отличном состоянии благодаря двойному выступлению благодаря двойному выступлению брата юня мы без труда выиграли первые два раунда наша главная цель в этой поездке найти траву очищения души для младшей сестры брата юня мы используем три сигнали ракеты в случае нахождения травы очищения души откуда вы знаете это я сказала ты ведь мне рассказал о своей младшей сестре за ужином услышав это каждый захотел помочь тебе проще будет искать вместе ребята ладно тогда попрошу всех быть внимательнее раунд вот-вот начнется удачи вам заброшенный город трудно представить что эти руины когда-то были городом тьма творит ужасные вещи с человеком в раунде на выживании всех разбросало по разным сторонам первоначальная цель это перегруппу первоначальная цель это перегруппироваться с товарищами по команде займу контрольную точку первым тогда получу преимущество в обзоре но стоит не забывать о теневых монстрах основной навык друида природная близость огненный шар даже красному дракону не справиться со мной как смеет какая-то птица нападать на меня основной навык воина боевой клич боевой клич усиливает ваш боевой дух и подвергает врагов страху чьи показатели атрибутов намного не шиваших не стоит тратить время на них не знаю как обстоят дела у остальных но надеюсь все в порядке основной навык охотника орлиные глаза в конце концов это небезопасное место тут может случиться что угодно они могут попасть в ситуации где не смогут воспользоваться боевым знаком что они там делают почему они так быстро собрались форма команд разная словно это сборище нескольких академий это сигнальные ракеты дзенаня согласно нашему шифру одна ракета наше местоположение два необходима помощь а три это трава очищения души найдена неужели уже нашли не лучшая ситуация запуская сигнальные ракеты мы раскрываем позиции враги уже сгруппировались они должны были знать об этом неужели что-то произошло основной навык бойца поступь ветра нужно поспешить я должен нагнать их монстр трехглавая магическая боевая змея уровень сложность и навыки неизвестны лечебная трава трава очищения души эффект очищает душу и придает мудрость примечания ядовитые при прямом употреблении черт я не могу увидеть даже подробностей о сражении и речи нет если бы она не защищала свои яйца я тут не осмеливалась бы остаться тем не менее эта трава очень важна для брата Юня я не могу упустить ее поэтому рискнула запустить сигнальные ракеты кто-то идет надеюсь это брат Юнь или кто-то из команды не важно враг ли это в конце концов я отличница академии Цзэннань студенты из обычных академий не навредят мне почему тут так много людей сороковая глава боже откуда столько народу это уже за рамками одной команды с какой академией они связаны эй женщина не прячься я чувствую твой запах осмелилась так нагло послать сигнал похоже только академия Цзэнань не интересует результаты зная что я из академии Цзэнань ты осмелился сказать это брат Юнь уже спешит сюда не хотите остаться побитыми уходите она слепа может не видит сколько нас думаешь мы испугались Юньчена он действительно хорош в командных боях но может может сразить семерых разом но сможет ли он победить 70 или даже 700 человек проще говоря мы люди из обычных академий и правда уступаем всеми лучшим тем не что с того нас теперь больше перед началом раунда 55 академий согласились выступить единым альянсом академий где в общей сложности нас более 1100 учеников разве не здорово мы сможем разобраться с семью лучшими академиями и поделим прибыль еще одна сотня студентов как раз на подходе когда все они прибудут я промолчу о юнчении даже вся команда академии за нань будет раздавлена нами говоришь будем раздавлены против дано бесклассовый правда явился в жизни он выглядит по другому его аура пугает сила этого огненного шара удивляет одним навыком смел несколько человек что нам делать он целиком опасен чего вы трусите нас больше даже одного плевка хватит утопить его к тому же он ничтожный бесклассовый больше раз так нападайте хотя хотелось бы а аноним ого спасибо за 5 евриков спасибо дружище от души да да спасибо больше раз так нападайте хотелось бы увидеть кто первым поляжет основной навык воина боевой клич нет не могу не бойтесь нас больше черт одним боевым кличем повалил многих насколько же пугающие высокие атрибуты этого бесклассового не будь слишком самоверенным думаешь базовым на воин навыком думаешь базовым навыком воина сможешь покорить всех нас что-нибудь что ты там сказал не убивай меня броситься прости я был неправ отпусти меня прошу мы были неправы больше не побеспокоим не вини нас мы просто хотели получить немного ресурсов просто считай нас просто воздухом даже с таким количеством народа в чем смысл если не хватает смелости напасть обычная толпа людей спасибо что пыталась уберечь траву очищения души теперь ты в безопасности все для брата юня думал начнется страшная бойня но юньчен справился совсем без кровопролития это к лучшему ведь самое главное в этом раунде это экономить силы остальным не так повезло с командой из сотни человек и правда тяжело справиться уже десяток студентов из семи лучших академий выбыли из турнира следующем году стоит подкорректировать правила так нельзя оставлять в конце концов мы впервые проводим раунд на выживание правила еще не совершенны к тому же все ли хорошо в плане защиты мне показалось несколько студентов исчезли хотя не знаю из каких они академий может их поглотили монстры или задавило в каких то руинах однако это небольшая проблема я уверен в абсолютной защите нашей академии за пределами города мы покрыли всю округу защитным барьером ни один монстр не пройдет сквозь него сверху на дирижабле патрилируют ветераны наблюдая за всем и в самом городе в тени прячутся воины второго ранга как последняя защитная оборона студентов но даже так в раунде на выживание не избежать потерь ничего себе брат Йонь а ты так же хорош как и был даже это трехглавая змея перед тобой словно грязь ты не по зубам все-таки это соревнования для студентов монстры тут не могут быть за рамками наших сил противном случае это вызвало слишком много жертв пошли еще один сигнал нам надо собрать команду собравшись надо будет исследовать остальные места с ресурсами есть брат Нин по нашему первоначальному плану мы должны были дойти первыми до контрольной точки и устроить засаду но похоже команда без класса добралась туда раньше что будем делать будем окружать их или будем сражаться с без классом в открытую не стоит осталось еще множество точек с ресурсами будем поджидать там странно мне кажется или нас меньше где Лизюнь он же вроде шел позади куда делся этот парень может отлить пошел не беспокойтесь жить захочет прибежит пойдемте нинжиньи и бесклассовый неважно кто станет академия за нань а также и циньоня все перед ним не больше плинки пока у господина есть возможность прийти все они будут стерты всемогущий господин я прибыл опустите же ваш взор на меня отдать я вам готов все и даже жизнь свою черная магия врата жертвоприношений сорок первая глава что происходит почему сигнал пропал что там на остальных экранах с ними тоже проблемы черта технология и магия отключились одновременно что-то похожее я где-то видел так такое уже было все вместо экранов посмотрите в окна там что-то странное это правда произошло дыхание мира тьмы боюсь заброшенном городе открылась трещина и похоже не одна тьма снижает боевую мощь человека при этом разъедая его снаряжение тому же монстры становятся сильнее и свирепее ученики в опасности причины пока неизвестны но безопасность студентов превыше всего быстро откройте отверстие в барьере для дирижабля и прикажите судьям защищать студентов мы не должны запустить массовых жертв для короля демонов сущность короля демонов это святотатство покажется защитный барьер мне не позволит телепортироваться в город юнчин надеюсь ты будешь в порядке все-таки медленные почему так долго в конце концов точки телепортации случайные их могло телепортировать достаточно далеко от этого места что это за странный запах в воздухе неужели от меня но я ведь вчера омылась подождите это чувство это тьма невозможно жрецы очистили эту территорию может остатки темной энергии однако это знакомое чувство это явно тьма откуда она исходит юнчин а вот и мы что это такое не останавливайтесь немедленно бегите сюда это тьма не касайтесь ее что тьма боже я слышал не только от старших вижу впервые черт откуда эта штука на арене огненный огненный шар умри валите дадим дадим отпор вместе серебряные лунные моя одежда разъедает тьма основной навык дрейда лозы дадим 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 спасибо тебе выжившие члены команды наконец прибыли дальше нас ждет проблема посерьезнее основной навык жреца очищение экстренное оповещение экстренное оповещение всем студентам немедленно покинуть арену раунд прерывается мое очищение долго не продержится поэтому все немедленно последуйте сказанному и используйте боевой знак для эвакуации да хорошо мой боевой знак почему он не работает 42 глава экстренное оповещение экстренное оповещение всем студентам немедленно покинуть арену раунд прерывается что не так я ведь сжимаю его со всех сил почему не работает возможно все из-за тьмы она разъела телепортационный массив возьми мой но как же ты я смогу тут выжить но иди же это приказ капитана я буду лишь обузой со своей то силой хорошо обязательно выживи и будь осторожен какой ответственный капитан заботится о членах команды я помню тебя ты один из судей в сражениях один на один как ты попал сюда конечно же я тут для твоей защиты ты же один из лучших а сейчас чрезвычайное положение в запрошенном городе открылись трещины и судьи стали действовать идем я отведу тебя в безопасную зону космическая магия космический перенос о похоже малыши уже шли использовал боевой знак однако что за странные колебания космической магии в воздухе космический перенос может игнорировать расстояние трудно следить его следы если перенос слишком далекий это еще сильнее осложнит процесс я не заброшенном городе не чувствую никакой живности явно место разъедаемое тьмой не первый год тут слишком опасно твое 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 чувство должны быть притуплены здешней тьмой как ты почувствовал мою атаку извини но тьма мне как родная эффект таланта тьма хоть я и не знаю твоих мотивов но раз пытаешься убить то будь готов умереть не удивительно что ты такой высокомерный значит он полученный из сущности достопочтенного короля демона таков и что с того перед магом космоса 38 уровня да ничто пространственный клинок использование заклинания без посоха я смутно вижу искажения в пространстве тяжело определить где они летят словно невидимые атаки надо удерживать расстояние божественная молния что это за навык он похож на мой космический перенос поэтому уровень должен быть не меньше божественного верно тем не менее на твоем уровне такие навыки слишком затратные интересно насколько тебя еще хватит огненный шар это есть сила магии пространства она прорывает само пространство и ничего не сможет его остановить ты точно помрешь тот черт нельзя слишком часто использовать божественную молнию я едва могу предугадать их траектории но его движением и глазам надо уклоняться слишком сложно всего одно попадание а ты хорош достаточно силен чтобы быть гением кролевства Сюань Лун однако ты должен кое-что понять маг космоса один из самых редких классов в мире любой из нас является стратегической единицей страны ты ничтожество на моем фоне что навык игнорирует расстояние и искажает пространство опасно я не смирюсь с этим вот моя награда иди сюда мое прелесть основной навык страйкера огненный кулак так ты прикидывался ладно было неплохо в ответ я искалечу твое тело я ставлю только голову сверх самоисцеления сверх самоисцеления талант истинной тьмы 43-я глава убьё 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 разорву в кулач у него слишком высокий уровень одного огненного кулака недостаточно кроме того если бы я не перекинулся мертвым он бы не стал действовать столь неосторожно да и время отката сверх самоисцеления слишком большое второй раз использовать не выйдет его космическая магия может игнорировать дистанции и защиту насколько попаданий могут привести несколько попаданий могут привести к летальному исходу любой из его навыков опасен для меня следовательно нельзя затягивать бой не говоря уже о контакте с его магией надо атаковать первым такой атакой которая снесет его за раз основной навык мага огненный шар основной навык мага камнепад космический обстрел лозы космический разрез основной навык ассасина пронзание сердца космическое искажение думаешь я не разгадал твою лавку я почувствовал магию твоего тела что случилось моя атака точно приходила по его слепой зоне он не должен был заметить черт осталось лишь это непобедимый дает иммунитет ко всем видам атак а также контроля в течение трех секунд твою мать что это за навык ты троп основной навык рыцаря воздушное рассечение космический перенос было близко меня чуть не убили к счастью я заранее подготовил путь отхода тем не менее сколько же навыков у этого парня и каждое извращение предыдущего черт снова догнал меня космический перенос снова сбежал да в чем дело у него глаза на затылке невозможно предсказать такое заранее божественная молния в любом случае надо покончить с ним одним ударом а и использовал столько раз божественный навык наконец-то выдохся и время действия прошло навыка и время действия прошлого навыка судя по всему и стекла слушай тебе неинтересно как я предсказываю твое местоположение я могу ответить на это все равно умрешь тут можешь и не говорить я и сам догадался дело в магической метке оставленной заранее с самого начала я был удивлен заброшенный город такой большой и действовал я с осторожностью за мной точно не было следа однако как ты меня нашел и появился сразу после телепортации Николь но учитывая то что ты был одним из судей все складывается ты касался меня когда я выиграл первый раунд сражения один на один должно быть именно тогда ты остыл метку на моем запястье если бы не эта метка ты бы уже был мертв конечно это не влияет на исход ведь ты проиграешь сумасшедший и что с того ну знаешь и что ты больше не сможешь использовать большинственный навык в твоем нынешнем состоянии ты мне не противник от этого навыка от тебя не останется даже костей уже атакуешь разве не видишь что у тебя под ногами пока мы играли в догонялки я тоже кое-что подготовил основной навык механика взрывоопасное устройство о бляд скаловашка подонок я убью тебя точно убью будь ты обычным магом такого бы для тебя хватило жаль такой уровень жаль твой уровень высок но этого следовало ожидать это поза не может быть надо бежать иначе умру космический перенос не пытайся сбежать не могу пошевелиться не может быть он унаследовал сразу два таланта края в ночи глаза ночи могут остановить тебя лишь на секунду тем не менее и секунды будет достаточно основной навык метание нет остановись я наконец закончил похоже я много чего получил было бы здорово будь там основные навыки мага космоса сорок четвертая глава в этот раз попался опасный враг использовал всевозможное один не первый один неверный шаг и оказался бы на его месте теперь узнать бы куда я попал да и цель его нападения метку он поставил на меня заранее значит у него уже был план по аниму я попал в эту пустыню неважно разберусь позже а сейчас посмотрим что я получил при гибели человека пространство у его инвентаря разрывается и все предметы вываливаются наружу это явление также известно как взрыв снаряжения это книга навыков мага космоса хотя они бесполезны для меня большинство из них продвинутого уровня опа есть надпись основной навык мага космоса разрыв пространства это хороший навык оно но создаваемый разрыв очень мал даже не знаю каким будет навык с моим талантом разрыв пространства разрывает пространство разрыв уничтожает все окружающее продолжительность разрыва пространства одна секунда положу в инвентарь позже стоит изучить позже посмотрим что есть еще качество снаряжения хорошее но и ограничения по уровню присутствуют я не смогу их использовать пока что вы не достигли определенного уровня снаряжение не может быть использовано может воспользуюсь им когда-то или продам здесь к тому же полноценных материалов заберу неизвестно 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 качество эффект неизвестны не могу поверить приход но раз это у тебя то все складывается приход если вкратце то это люди предавшие человечество и присоединившиеся к миру тьмы они ненавидят этот мир жаждут и поклоняются тьме в надежде что она прибудет к нам весь этот беспорядок был вызван ими некоторые из студентов были частью прихода пожертвовал собой они открыли множество трещин тем самым дыхание тьмы проникло в наш мир и нарушило этот этап теперь все ясно вот почему он был не восприимчив к тьме и говорю что-то о сущности короля демонов боюсь именно из-за нее я стал мишенью для мира тьмы судя по всему напрямую они не могут прийти ко мне поэтому и отправляют своих псов в этот раз во всем причастны не только студенты но и сами люди из организации ну а теперь отправимся обратно пока юн чин сражался со своим врагом барьер выкуп города был открыт и все академии стали оказывать помощь в ситуации быстро изменилась монстры охотившиеся на студентов были повержены за считанные часы весь заброшенный город был очищен несмотря на множество проблем необходимо было объявить результаты организаторы не стали учитывать очки за этап выживания как и в прошлых годах для определения рейтинга объединили очки за сражение один на один и командные бои без сомнений академия цзэнань победила по общим очкам однако в связи с несчастным случаем на этапе выживания все были расстроены произошедшим поэтому на церемонии награждения не было радостных возгласов стояла полная тишина участвующие студенты понесли потери все осознавали что мир подходит к концу зал заседания академии цзэнэнь на этапе выживания погибло 328 студентов а 796 тяжело ранены министерство обороны чу тяньхо как вам известно это лучшие студенты своих академий поэтому потери очень тяжелые черта даже представить не мог что среди студентов могли зачесаться прошедшие хорошо что трещины созданные самопожертвованием малые выше второй стадии мы не встретили тем не менее мы уничтожили этих безумцев 30 лет назад откуда они взялись возможно остались вышившие среди них вероятно они накопили немалую силу прошло все же 30 лет но более важный вопрос каковы их цели они не могли сделать все это лишь ради юнчена во время сражения есть третий воин третьего ранга загнанным в угол он использовал продвинутые навыки мага что воин использует навыки мага неужели он бесклассовый невозможно ни один бесклассовый не способен на такое это же продвинутые навыки так слухи о двойном классе более не ложью изначально это было военной тайной но в таких обстоятельствах скрывать бесполезно существование двойного класса подтверждено достигается это чем-то наподобие сущности короля демона к примеру если вы хотите владеть навыками бога войны вам необходима сущность бога войны основным материалом для сущности бога войны является сердце бога войны четвертого ранга из одного такого сердца можно получить пять сущностей поглотив его вы не только получите огромное количество очков атрибутов и навыков но и имеется возможность приобретения таланта бога войны а совершенстве поглотив его можно достичь изначальной силы бога войны и получить двойной класс разве она не лучше сущности короля демонов так это само собой разумеется неприятно признать но мир тьмы в целом на уровне выше нашего думаешь стоит поднимать шум из-за этого верно не будем усугублять проблему стоит упомянуть что раз есть сущность бога войны логично также существование сущности бога закона сущности бога оружия и так далее означает это что можно иметь не только два класса но и три четыре или даже пять у нас уже имеется подозрение на это ведь не зря они в качестве пушечного мяса опустили двух классового третьего ранга их цель вероятно показать всему миру о двойном классе двойной класс намного выгоднее чем один уровень смогут ли богатые семьи узнав о таком сдержаться если люди станут убивать друг друга то как мы остановим мир тьмы честно говоря даже меня искушают такие условия поэтому настолько ценный маг космоса решил предать нас именно по этой причине этот факт поддержался строгой секретности в любом случае нам надо уничтожить всех пришедших они теперь не будут скрываться в тени приготовьтесь получше академия цинань занять первое место не так просто так почему же во всех хмурые не думайте слишком много даже если рухнет небо мы пока что тут а теперь пришло время обещанных наград поздравляю с первым местом даже если этап на выживание был отменен все вы получите три тысячи кредитов книгу навыков а- ранга и пять миллионов наличными ура юнчин я ведь обещал тебе подарить редкое снаряжение так ведь этим оружием я дорожу годами и имя ему сверкающий кинжал оно действительно редкого качества оружие сверкающий кинжал качество редкое атрибуты сила плюс 30 телосложение плюс 10 эффект сверкающий кинжал в радиусе 100 метров может сверкать бесконечно расходуя звездный свет хранящийся в кинжале примечание кинжал сделан из звездного метеорита пролетевшего из трещины сплав автоматически может поглощать звездное сияние 45 глава финальная на сегодня и правда редкая что это вообще за качество я не слышал о таком это обозначение чего-то уникального сделанного из особого материала обычно такие предметы имеют специальный атрибут или навык в общем редкое качество основной материал для сверкающего кинжала происходит из редкого минерала полученного из трещины поэтому его твердость чрезвычайно высока и не поддается разрушению острота сравнима с кинжалом алмазного качества вся уникальность заключается в сверкании тьма не сможет ему навребить надеюсь этот кинжал тебе поможет в трещинах и не подведет в бою диканья хранил этот кинжал более 30 лет и доставал его изредка лишь похвастаться а теперь он отдал в руки юнчена это не только подарок но и вес ожиданий к тому же в качестве капитана команды ты занял первое место в поединках один на один за это академия тебя дополнительно наградит десятью тысячами кредитов десятью миллионами наличными и сокровищем а плюс качества кредиты и деньги предоставят сразу а сокровища ты сможешь забрать на складе могу ли я ей передать тысячи кредитов и сокровища если бы не она боюсь я бы не получил траво очищения души я сама желала следовать за братом юнем нет нужны вознаграждать из-за таких пустяков прими ты это заслужила юнчен да подойди сюда мы переговорили с деканом я насчет твоей сестры он пообещал предоставить ей обучение старшей школе при академии Цзанань если она готова мы можем перевести ее в любое время спасибо учители академия Цзанань расположена в провинции Цзанань городе Цзанань где сконцентрированы все силы провинции тут не только качество обучения на высшем уровне но и уровень безопасности раз послезавтра выходные съезжие и заберу юнчен сюда на этом хорошие новости не заканчиваются твое оружие демонический разрушитель было выковано мастером из нашей академии увидев твой поединок он был так восхищенным что взялся за работу над новым полиморфным оружием не хочешь с ним завтра увидеться хочу завтра буду на месте еще одно полиморфное оружие это значит она усилит меня наконец-то дома в собственном доме все же всегда уютно теперь я стал мишенью прихода в будущем мне предстоит встретиться с сильными противниками надо стать еще сильнее сверкающий кинжал я изучил практически полностью но чьи он автоматически восстанавливает энергию очень удобно а теперь взглянем на самую важную награду я смог вернуться живым благодаря навыку с ранга подаренному системой не знаю какой навык будет на этот раз но ничего себе это уже перебор навык попасть в цель ранг с плюс категория правило эффект ваша атака будет игнорировать любое уклонение эффекты и окружение обязательно попав по цели нанеся 300 процентов урона тем более навык основан на правилах с ним я бы снял того космического мага за пару секунд ходите в такой час кто это господин юнь ваше выступление на соревновании было впечатляющим наша хозяйка довольна поэтому специально послала меня сюда чтобы передать поощряющий подарок это огненное семя призрачного пламени оно растет в мире тьмы и было получено хозяйкой после победы над королем демонов поглотив оно сознательно улучшит поглотив оно значительно улучшает близость к огню и увеличивает атаку навыков огненного типа при идеальном поглощении позволяет получить иммунитет к огненным атакам множество богатых семей просили хозяйку продать его но она всем отказала теперь же она решила отдать его вам используйте с пользой кроме того хозяйка просила передать не поглощай его насильно иначе он может навредить телу обязательно используйте некоторые травы лид обязательно используйте некоторые травы ледяного атрибута хотя эффект будет хуже но это намного безопаснее как и ожидалось от учителя ся отличный подарок пожалуйста поблагодарите ее за меня хорошо кстати у ся у ю есть некоторые рекомендации по лечебным травам ледяного атрибута если хотите тьхиа ну почему вы не слушаете зачем мы поглотили его если так продолжится ваше дело будет сожжено магическим пламенем быстрее выплеваете слишком поздно магическое пламя проникло в тело что делать что же делать сверх самоисцеления ощущение сжения в теле ужасно все нормально да поглощение прошло успешно вот смотри призрачное пламя не является обычным навыком как огненный шар оно идет больше как природный навык огненный шар усвоившись оно само заменяет огонь моих навыков на призрачное пламя призрачное пламя магическое пламя из мира тьмы тяжело тушимое способное прожигать душу примечание у тех кто контролирует это магическое пламя хороший контроль и сродство ас и сродство с огнем а также высокий показатель сопротивления к огненным атакам это отличная замена моему изначальному пламени что способствует увеличению боевой мощи к тому же у него есть своя собственная способность позволяющая принять любую форму боже он действительно поглотил призрачное пламя без каких-то последствий да и выглядит вроде хорошо поздравляю вас господин юнь уже поздно поэтому сяо ю отклониться спокойной ночи как ожидалось от любимого ученика хозяйки кузнечный цех номер два академия цин а вот это создатель полимортного оружия кузнец му дешу по совместительству владелец кузницы как много оружия наконец ты тут юньчен я видел все твои поединки последних дней я горд тем что ты побеждал оружием выкован моими руками многими годами я ковал пальмортное оружие но мои коллеги постоянно усмеивали все же кто сможет использовать одновременно меч и посох но теперь появился тот кто использует их по максимуму не будет преувеличением не будет преувеличением сказать что ты мастер в этой сфере ага однако в то же время я заметил что тебе мало трех типового оружия тут находится вся моя жизнь и годы тяжелой работы можешь выбрать что угодно в качестве дополнительного оружия это все полиморфное оружие и многое из этого выглядит неплохо демон разбитых облаков может переключаться между формой летающего серпа и кольца демон режущий тени имеет три формы приключения катана ружье и посох демон разбитой мечты может переключаться в форму длинного копья и ружья но учитывая мои нынешние недостатки лучшим выбором будет оружие демонический ужас качество золото три звезды атрибуты сила плюс двадцать эффект может менять форму между снайперской винтовкой и тонфами в форме снайперской винтовки дальний урон и бронебойность увеличены на 35% в форме тонф сила плюс двадцать телосложение плюс сорок ограничения по расе человек ограничения по уровню уровень девятнадцать ограничения по классу снайпер боец мастер боевых искусств может ты и винтовкой снайперской орудовать умеешь среди снайперов крайне мало мастеров своего дела верно можете достать его хочу взглянуть у демонического разрушителя первые две формы ориентированы на ближний бой а магия хоть и работает на дистанции но у нее скорее большая ориентация на средней дистанции чего мне больше всего не хватает так это выхода на дальнюю дистанцию все же не вариант каждый раз покупать новое оружие это демонический ужас одна из моих любимых работ с ними можно не только охватить сверх дальнюю дистанцию но и отбиваться от врагов в ближнем бою как тебе известно самая большая слабость снайперов это ближний бой но в тонфоме для бойцов или мастеров боевых искусства можно компенсировать эту слабость было бы неплохо иметь более двух форм раз снайперская винтовка может превратиться в тонфе можно ли их превратить во что-то другое это отличная идея да и исполнение не слишком сложное тогда мне бы хотелось короткий и длинный ствол длинный дробовик для ближнего боя и прорыва защиты в таком случае короткая пусть будет скорострельным с переключением из автоматического режима в одиночный это обеспечит интенсивный огонь на небольшой дистанции как неожиданно а им довольно весело черт мне нужно мне нужно для начала составить чертеж предположительно это займет не больше недели а пока что можешь использовать демонический ужас прими его хорошо а что насчет цены цену обсудим после завершения работы пока есть время нам некуда спешить к тому же я сделаю тебе скидка в размере 30 процентов а спасибо когда я привезу юнтан сюда она сможет воспользоваться сэкономленными кредитами давно же я ее не видел надеюсь у нее все хорошо юнчан у меня плохие новости а сейчас в нескольких местах страны обнаружены трещины монстры зараженные тьмой начали нашествие предполагается что это все дело рук прихода что еще хуже то что городонападения что еще хуже то что городонападения находится на окраинах провинций и защитить тебя они не могут твой родной город как раз один из них что юнтан зал телепортации все учителя будут поддерживать города согласно плану поторопитесь не дайте монстрам наводнить город вы двое юнчань лишь студент учителя со всем разберутся что ты делаешь вернись в класс извините диканье я не могу выполнить вашу просьбу если я не смогу защитить свою семью чем смысл становиться сильнее ну шестой спасибо тебе за соточку спасибо дружище на родной город юнчина также напали его сестра до сих пор находится там пожалуйста оставьтесь все на меня я лично обеспечу безопасное прибытие обратно ну ладно у меня к тебе только одна просьба береги себя да спасибо гарнизонная линия обороны города Донг Юнь Фан Чжи Мин как остановка волна третьего ранга очень сильно поможете нам выражаю благодарность содействие ладно Юнь Чен следуй за мной куда он делся человек позади вас внезапно вспыхнул и исчез этот нетерпеливый гаденыш 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 черт возьми все из-за того что мы не готовы лучше бы меня раньше отправили на фронт с нашей силой мы не сможем им противостоять все действительно так закончится основной навык мага глаз бури основной навык мага огненный шар комбо огненный столб что это прибыло подкрепление какой-то сильный маг нет один маг бы не смог использовать такой глаз буря значит прибыло несколько магов похоже эту волну зверей остановила гарифон это к тому же необычный гарифон он слишком мощный и большой для обычного студент первого курса академии циннань юнчен прибыл на помощь оставшееся подкрепление еще в пути к счастью после контракта со зверем его можно призвать в любом месте в любое время это сильно сократило время прибытия юнчен мне кажется или я где-то слышал это имя разве это не чемпион нашей провинции боже один раз увидеть намного круче чем сто раз услышать по сравнению с тобой мы просто слабаки ладно хватит трястить как обстановка трещины наверняка открыли люди из прохода вы их уже обнаружили нет нам встретилось лишь рабо монстров хотя мы защищали изо всех сил но несколько из них смогло проникнуть в город тем не менее в городе тоже размещены боевые единицы они должны справиться не встретили ни одного из них разве они не должны помогать монстрам нападение неужели заметно незаметно проникли в город в таком случае какова их цель захват города но это невозможно подкрепление все равно отобьет его юнтан почему ты не поднимал трубку юнтан почему ты не поднимала трубку ранее в городе была тревога проникновение монстров учитель отвел нас в школьное убежище мы только вошли внутрь рад что ты в прятке напугала же брата до смерти но сейчас наруши стоят какие-то странные детые люди не похожие на учителей мы не знаем кто они такие нет не открывайте им дверь я скоро прибуду 47 глава средняя школа номер три города донг юн разве это похоже на убежище больше смахивает на большую коробку это всего лишь убежище для школ ее цель не защита от нас от землетрясений меньше болтаем не забываем нашу цель юн чен спрятался в академии дзеннань их будет сложно атаковать но с его сестрой все по другому ее довольно просто поймать в таком отдаленном городе пока у нас его сестра мы сможем использовать его а в награду получим сущность бога войны кто же кто же его просил жрать сущность короля демона сам навлек на себя к ним хозяев ладно глядите я сейчас снесу это к роду хлама я хочу домой эй эй эмиссия оказалась простой чувствую сущность бога войны будет у меня в руках где же дай к подумать а вот дышал и даже не смейте поднимать руку на моих учеников пронзание сердца пламя жалкий ассасин 23 уровня хочет обить воина второго ранга ну ничего большего не стояло ожидать от отчителя в таком захолустье хватит играться вперед надо поймать юнтан и телепортироваться отсюда тогда успех в наших руках маленькая девочка слышала все если не хочешь пострадать то просто слышай дядя дядя будет нежен с тобой не не хочу нет братик помоги мне основной навык метание а а а а что да ладно тут юнтан разведка докладывала метание этого это его самый сильный навык дальнего боя он способен вернуть оружие себе не но если предпринять меры заранее этого можно избежать теперь у него нет оружия он не сунется сюда вот же возьми звездное оружие все же это сокровище теперь оно мое как я могу позволить тебе своими грязными руками касаться моего оружия засранец не недооценивай нас ой основной навык удар б основной навык бойца удар играешь со смертью простой кинжал его легко парировать но тан ты не ранен на ее порядке братик обернись тот плохой парень он убегает боже убил трех человек за пару секунд он не человек а настоящий монстр предполагал что мага космоса чень пую убью ее анфо однако из увиденного могу сказать что он сам с ним справился надо обязательно сообщить об этом и поднять его уровень опасности брат что будешь делать он же сейчас убежит не волнуйся никуда он не сбежит трансформация снайперская винтовка а теперь все чисто сорок восьмая глава аноним спасибо за двадцаточку жаль что я не с самого начала а так я просто хотел поприветствовать всех и пожелать удачного стрима спасибо аноним спасибо тебе за поддержку и за пожелание удачного стрима мы тебя тоже приветствуем вау какой красавчик юнтан твой брат потрясающий я хочу выйти за него замуж ни за что мой брат холост и единственная девушка которая дозволена с ним остаться это я юнтан я же говорил тебе не ходить без разрешения ты уже расправился со всеми они все профессионалы второго ранга этот парень безжалостен да просто повезло все они из прихода должно быть их целью был я поэтому они втянули в этой юнтан действительно из-за сущности короля демонов ты им как бельмо на глазу можешь взять юнтан с собой об остальном я позабочусь офис проректора академии дзян на этот раз ситуация схожа с тем что было на соревновании члены прихода пожертвовали собой чтобы открыть трещины их точная цель неизвестно однако она точно связана с юнченем у меня есть некоторые сомнения над правильностью передачи сущностей короля демонов ся циньзю юнченю сущность короля демона всего лишь искра мы уже долгое время находимся с миром тьмы не в лучших отношения такой ситуации убийство гений одной стороны лучший способ не говоря уже о том что юнчен победитель соревнований его можно считать без привлечения сильнейшим талантом нового поколения сюань лун даже без сущности короля демонов он бы стал мишенью прихода просто сущность немного ускорила этот момент конечно же и мы не будем постоянно обороняться в настоящее время многие академии формируют команды охотников на демонов это позволит ученикам набраться опыта и контратаковать так проходит прогресс в нашей академии отобранная первая группа в основном в ее состав вошли первокурсники и второкурсники сейчас их направляют разные уголки мира под предводительством учителей неплохо что касается Янчена я уже позвонил что касается Янчена я уже позвонил его сестру зачислят в ближайшее время среднюю школу дзенаня теперь когда у него не осталось забот он не должен приносить столько хлопат ух ты это в ее общежитие какая роскошь у тебя еще такой миленький зверек как я советую осторожнее она все еще остается цветком демонических шипов с переводом Юньтан мне поможет учитель Ли тем не менее было бы лучше если бы сама Юньтан была бы достойна академии дзенань Юньтан пришло время и тебе пробудить талант ага мы как раз проходили двухдневный курс для этого но нашествие монстров остановило его раз так лови зелье просветление используй его сейчас так внезапно я слышала об этом зелье но оно же очень дорогое даже дети из богатых семей не могут позволить его себе продав его мы бы получили столько денег твой брат потратил столько сил чтобы получить его а ты хочешь продать выпьи его тогда твой потенциал станет выше а талант обязательно будет хороший хорошо выпила все на вкус неплохой слегка сладкий что-нибудь чувствуешь говорят первое пробуждение таланта вызывает некоторые побочные эффекты будь то хорошо приготовленное зелье оно должно вызывать небольшой зод как-то странно не могу описать но я точно выпила все можешь проверить не осталось ни капли так быстро уйень там талант к ускорению нет даже если это десятикратное ускорение с пятым уровнем такого не выйдет это непространственный навык не чувствую никакой магии она за раз преодолела расстояние в 2-3 метра если эта скорость непространственный навык тогда юнтан ты не почувствовал ничего странного пока шла ко мне нет все было в порядке но против брат вел себя странно он так долго смотрел на то место где и стояло верно потому что я не видел как ты передвигалась только то как ты появилась этот момент просто был ускорен потому что твой талант связан с временем время это более редкий талант чем космическая магия если космический маг это класс стратегического уровня то маг времени ядерного сначала надо сообщить все учителю ли комната пробуждения академии дзиннань декан я она просто ученик средней школы не стоило вам приходить да что ты знаешь маг времени это редкость из всех редкостей за всю историю дзиннань у нас ни разу не было магов времени талант течение времени талант течение времени качество S+, эффект ускоряет или замедляет время для выбранной цели она правда маг времени ни один учитель средней школы не имеет права учить ее она перешагнет среднюю школу ее учителем станет один из декана не смей никому говорить об этом это совершенно секретно есть Юньчин ты проделал большую работу класс времени это же класс времени пойду свяжусь с министерством вороны что это значит не говори о случившемся никому если эта информация просочится наружу то приход обязательно отправит людей избавиться от нее хотя сейчас она в каком-то какой-то мере в безопасности не в моем стиле просто сидеть на месте вместо того чтобы ждать пока они придут я нагрян к ним первым зал подземелья академии дзинной первокурсник Йон Чен пришел получить разрешение диапазон уровня подземелья 2130 сложность кошмар количество подземельей все доступные 49 глава приход разъедает нас изнутри открывая трещины повсюду из-за тех частых стычек погибает множество людей студентов 4 курса военной кафедры сразу отправляют зоны военных действий битвы настолько ожесточенные что жертв слишком много аж приходится отправлять младших курсников ныне для второкурсников удача дожить до выпуска лучше пройти побольше подземелья и становиться сильнее это увеличит наши шансы выжить хочу получить разрешение на прохождение подземелья второго ранга от 5 до 28 раз сложность сложно разрешение на прохождение всех подземелья с 21 по 30 уровень занято одним студентом даже сейчас он как сумасшедший побивает все рекорды прохождений чего кто же настолько жадный уведомление уведомление подземелья обновленные записи рекордов прохождения подземелья гномов новый рекорд бесклассовый юнчен какого черта сколько рекордов он остановил за день как ожидалось от брата юня дун машина подожди смотри он не собирается останавливаться перейти следующее подземелье он точно безумец без какой-либо передышки он единственный кто осмелился вон это подземелье могила старя уровень 25 27 сложность кошмар количество участников один примечания с тех пор как древнее колбища вышло из-под контроля весь город окутало тьмой убийство в конце концов возвращается так много монстров и в основном нежить тут будет болезннее всего навыки с атрибутами света и огня само время испытать мое призрачное пламя по сравнению с обычным пламенем она и только мощнее но и обладает способностью сжигать душу и придавать себе форму переход к следующему подземелью уведомление уведомление подземелья обновленные записи рекорда прохождения подземелья могила старья подземелья обновленные записи сколько рекордов его нужно может он хочет стереть все подземелья академии он пытается измотать себя досверти как-то слишком отчаянно что его заставляет идти на такие крайности подземелья юнчен ты хочешь с момента поселения юнтан юнчен день и ночь проходит подземелья многие студенты стали подмечать это он изматывает себя до предела что аж ходит с трудом в конце концов для студентов норма это одно подземелье в день в лучшем случае группа сосво в лучшем случае группа способна зачистить только два однако он зачищает в одиночку определенно хорошо что он работает над собой но у меня какое-то плохое предчувствие юнчен у тебя что-то не так что же на вид выглядит спокойным что же декан я что отряд охотников на демонов с ума сошел хоть участие и могут принять первокурсники но в твоем случае все иначе по-хорошему тебе бы и во втором курсе не участвовать даже получив мое разрешение декан вся явно откажет учителься одобрила мое решение старик что касается моего ученика я разрешаю ему все и позабочись о нем пусть вступит в команду кэти из учета бонуса снаряжения сила 280 силосложения 269 ловкость 300 выносливость 280 навыки и таланты всемогущий а плюс сверхсамоисцеление с плюс непобедимый с плюс попасть в цель с плюс призрачное пламя с быстрое заклинание а с минусом двойное заклинание а минус глаза ночи п плюс тьма с плюс с минус особые навыки божественная молния с минус использование заклинания без посоха а минус обычные навыки скрытые особые реквизиты проклятый сломенный человек крест возрождения только учитывая таланты его можно считать особенным среди остальных значение атрибутов подавляющее скрытые классы концентрирующиеся на одном атрибуте и рядом не стоят раз ты так уверен можешь и те спасибо диканье диканье я считаю ваше решение неуместным как вы знаете приход стал активно следить с янченем верно янчен понимает это поэтому и берет инициативу на себя и ся цинчен захотела чтобы он присоединился к команде кэти должно быть она предприняла что-то город сунань это уже слишком кого еще к нам десантируют он же еще студент академии к тому же бесклассовый однако он кажется действительно сильным выиграл соревнования по стране ну и что он просто цыплянок не понимающий что делать плевать на это наши команде дают дополнительные кредиты за убийство членов прихода или демона к тому кому какое дело до парня из богатой семьи что пришел сюда через связи это это уже челюстер чертов богач командный дух вот-вот канет в лету что хотелось сделать до конца этим решением сил юньчена действительно не хватит тем не менее кредит у нас уже достаточно поэтому не будем рисковать да и слухи ходили из города Данген надеюсь он будет держать себя в руках мисс Кэти я прибыл 50 глава прибыл последний член седьмого отряда юньчен с этого момента он часть команды вот и мешок с кредитами не болтай лишнего дети богатеньких на такое обидеться могут если не хочешь проблем молчи системное уведомление новое задание задание обнаружено что пользователь стал членом седьмой команды охотников на демонов исходя из ситуации получено новое задание содержание задания занять первое место по количеству вклада в команде наград за достижение камень разрушения границ крест возрождения наказание за провал отсутствует возможно из-за простоты задания нет наград по типу навыка с ранга у меня уже есть крест возрождения второй могу отдать юньтан камень разрушения границ тоже отличный предмет он может разрушить предел качества снаряжения тем самым улучшив его мы на месте можем начать нашу первую совместную операцию предположительно приход уже знает о подрядах охотников на демонов наша специальная команда должна ликвидировать их за последние несколько дней сотрудничестве с демонами они устроили хаос в отдаленных небольших городах используя крайне жестокие методы они не жалеют никого даже детей по предоставленной информации от местного гарнизона группа странных людей засела складе угол речного причала по версии следствия эти люди пришли издалека и скорее всего из прихода они и есть наша цель природное восприятие внутри находится 28 человек от каждого из них исходит тьма большинство из них второго ранга один довольно силен может быть третьего второй ранг и что второй ранг и что с того мы студент академии цанания мы лучшие своих групп что третий что второй всех загребем это же просто кучка кредитов раз так уверен то вперед это тест для студентов посмотрим как они справятся с заданием умрите вот облом нам так надо идти девятерым против кучи народа а с нами еще лишний гроз которого тоже аттестуют мы получим из этого опыт он так останется лжецом все в порядке разрыв мечом солнечный удар дыхание света кулак силы ебископ снаружи внезапно ворвались люди вообще количество врагов неизвестно может там отступить ясно я ясно чувствую их нападающих всего девять и большинство из них второго ранга убейте их всех я то думал это целая армия а то оказалось лишь горстка сопляков но вы заставили нас расплох поэтому мы заставим вас немного пострадать да как ты позмел жизнь не ценишь раскалывающий земле удар вспышка филетового жара используют элементы он элементальный маг черт зачем будучи таким сильным предавать родину все опрасно что сделает обычный человек перед высшим существом готовьтесь к смерти надо отступать мои руки застряли в него ледяной стихии что делаем основной навык снайпера топливный выстрел это первокурсник одним выстрелом повалив элементального мага его выстрелы игнорирует элементальное тело как это работает а навыки с обязательным попаданием работает эффективно основной навык снайпера быстрая перезарядка игнорирует любую физическую защиту а целей гораздо больше можно еще потренироваться основной навык снайпера проникающие пули основной навык снайпера морозная пуля основной навык снайпера топливный выстрел чёрт откуда стреляет я же в слепой зоне почему меня попали блин боже ни одного промаха в нашей команде божественный снайпер подождите это разве не бесклассовый первокурсник разберитесь сначала со снайпером ближнем бою легко победить снайпера вот этот подлый ублюдок со своими чёртовыми выстрелами убьем его они хотят разобраться с синченом поможем ему первокурснику они справятся с членами прихода хотите ближнего боя тогда давайте поиграем воздушное рассечение шаг вперед боже мне мерещится он в одиночку победил гору членов прихода я думал он дохлях пришедший на готовое но сейчас мне кажется что это мы пришли на готовое 51 глава это же призрачное пламя мира тьмы как его мог получить ребенок не дошедший до 30 уровня это твой внешний вид где-то я тебя видел вспомнил ты же юнчан тот что поглотил сущность короля демонов бесклассовый за убийство которого положено вознаграждение оставим пока задание заберу для начала твою голову вознаграждение больше чем за любое другое задание эй ты третий ранг твоим противником мноя силен слишком силен от его рук погибло минимум 70% от всех членов прихода находящихся тут и все они были второго ранга может только третьему рангу дано его остановить что думаете хотя с третьим рангом должна разбираться учитель кэти может мы попробуем пойдемте надо переходить к следующему пункту назначения мы почти готовы все начальные и средние школы отмечены на карте приступаем завтра вечером пусть познают ужасы мира тьмы позади тебя кто-то стоит о чем ты у тебя тоже за спиной кто-то стоит черта братьюня мы пришли помочь ты мчишься слишком быстро мы не успеваем за тобой я забафаю тебя я разобрался разобрался идемте следующая цель не ждет брат йон невероятен во всех смыслах брат йон будешь пить самое главное не получить обезвоживание брат йон может устал можем отдохнуть тут изначально целью этих заданий было обучение студентов но сейчас йон чем взвалил все на себя такими темпами вместо отряда охотников на демонов у нас скоро будет тур по разным городам алло в чем дело хорошо я поняла я попрошу поддержку у других команд учитель кати что случилось в нашей же команде брат йон зачем нам поддержка какие-то проблемы верно и не просто проблема наша следующая цель это два человека треть ранга один из них занимает довольно высокое положение от имени местного гарнизона я благодарю вас за помощь командир корпуса Тайга даже отсюда чувствуется энергия тьмы как-то странно местный гарнизон только обнаружил эту аномалию на самом деле об этом стало известно давно однако это задание принадлежало одному богатому человеку никто не осмеливался проходить проводить расследование если бы не недавняя активность прихода и приказ свыше мы бы не осмелились что-то предпринять гарнизон это последняя линия обороны народа как она могла допустить усиление врага прямо перед носом даже учитывая вышесказанное вы просто тросы первый отряд пришел для поддержки неожиданно нам на помощь прибыл первый отряд относительно боевой мощи они самый сильный отряд среди всех ведь среди них самая сильная студентка Дэннальдская академия президент студ совета Лом Мяулин эта девушка очень сильна даже будучи вторым рангом 46 уровнем я чувствую от нее некоторое давление она ничем не уступает мисс Кэти 3 ранга почему у него только 26 уровень а он еще и класс не сменил может это тот самый бесклассовый на первом курсе юн чин лучший среди нового поколения академии цин нань как его допустили на такой опасной миссии дикан я а вы слишком добры дэн с этого пришла больше всего именно вам не включите на меня перед сбором я накопала некоторую информацию ее вышло достаточно много и используя навыки восприятия я также разузнала о количестве людей внутри за исключением сотрудников службы безопасности развернувшихся вокруг все члены прихода засели внутри объединившись небольшие группы позади есть круг телепортации его охраняют по крайней мере 15 человек включая одного человека третьего ранга как только начнется бойня его место станет главной проблемой надеюсь наши учителя поведут одну команду к прорыву фронта для отвлечения сил основных воинов ранга для отвлечения основных сил воинов у врага и я пойду их со спины и направлюсь к точке поддержки после успешного захвата нападем с двух сторон и зажмем их в тисках атака в одиночку даже для председателя это слишком ей стоит взять несколько человек она успела собрать столько данных за такой краткий срок хотя что и ожидать о дочери генерала ло раз никто не против я оставляю остальное на вас пойду к месту атаки кстати она такая горячая командир корпуса выбрал удачное место эта точка имеет большой обзор и расположена высоко что делает ее отличной для атаки отсюда мы сможем начать атаку дальними магическими атаками при этом ничем не рискуя что-то не так такой пробел оставили незачищенным и вокруг чувствуется темная энергия это тьма что происходит это концентрация определенно не та который испускает мелкие трещины я тщательно выбирал место ваших похорон выглядит хорошо не так ли жалкие людишки на колени какое сильное давление на решение ломается тело не может двигаться такая концентрация тьмы не может быть он демон из мира тьмы 52 глава продолжаем надо звать подкрепление не могу тьма разъела всю технику связи нет проклятие неужели мы так умрем что-то не так он точно третьего ранга но он явно сильнее нас он использует какую-то хитрость облюдок не удивительно что тут засели члены прихода раз уж сам командир корпуса предал нас как ты смел предать человечество человечество как я мог я уже принял дар господина сбросил свое бренное тело и смыв эту грязную человеческую плоть превратившись в демона теперь вы только и можете состоять на коленях передо мной как ты можешь двигаться я не просто могу двигаться а еще могу и атаковать тебя основной навык снайпера проникающей пули попасть в цель талант королевы ночи неожиданно наткнуться именно на тебя какая удача я покажу тебе как глупо связываться с демонами третьего ранга огненный шар демонический рев основного крицаря воздушное рассечение клана гекс имеет желкую копию идти против меня таким трюком даже с моим рангом понять кто оригинал довольно тяжело основный навык ассасина перерезание горла клон двадцатого уровня какое ничтожество это и есть сила третьего ранга брат юнь даже защиту пробить не может в конце концов разница значения атрибутов и уровня навыков сильно влияет на исход таким таким бы мощным не были базовой навыки с продвинутыми они не сравнятся мальчишка а ты разве не хороший боец так погоди же так подходи же победить тебя непросто но раз уж так похвалишься почему бы самому не подойти не стой столбом что ты несяшь ты уже проиграл не попал ни разу и смеешь разбрасываться столь громкими словами полагаешься на этот кинжал о о о зачем уклоняться тебе ведь от этого ничего не будет основной навык копейщика ускорение попробуй только уклониться от этого если сделаешь это то я проверю что крепче твои глаза или мой кинжал черта ловушка основной навык охотника медвежий капкан его целью было не атаковать меня а заманить в ловушку основной навык друида опутывающие лозы основной навык друида рост я пойман каким бы сильным ты ни был ты лишь демон третьего ранга а не король демона не будь этой тьмы вокруг останавливающие учителей ты бы не выдержал нашего натиска обычно тьма распространяется через тречины только похоже что ты высвободил ее из под земли каким-то навыком предполагаю что под землей лежит какой-то артефакт заселивающий тьму именно поэтому ты решил замаскировавшись привести нас сюда имея такую важную вещицу ты должен изо всех сил защищать ее поэтому ты и стоишь на месте после каждой атаки лучше надо скрывать такое придурок вместо атрибутов прокачал бы свои мозги основной навык копейщика метеоритный удар ну вот джигаденыш я тебя прикончу природный кнут громовые цепи задолбали если не хотите подохнуть отпустите меня почувствуешь же то что чувствовали мы теперь подеремся на равных оставляю его на вас мне надо разобраться с фанатиками внутри поместья уверенно ты справишься но все же будь осторожен вражеская атака вражеская атака что за что за придурок решил сжечь поместья меня только что побил один из вас поэтому я слегка расстроена утешьте же меня 53 глава он слишком сильный сопротивление бесполезно черт что он творит что с поддержкой где поддержка с тыла такими темпами даже с поддержкой ничего не изменится у нас нет выбора верующие лучше вместо того чтобы нас кто-то убил пожертвуем жизни нашему господину господин отомстите за нас господин отомстите за нас решили пожертвовать собой вот же сумасшедшие надо их быстрее остановить я не успею они слишком быстро умирает с таким количеством жертв явится точно не самый последний демон однако жертвоприношение это лишь навык пока она становится навыком его можно прервать основной навык монаха кровавая ярость основной навык рыцаря упорство основной навык лучника боевой дух основной навык берсерка берсерк основной навык паладина святая слава основной навык шипа теневого потока способ убийства основной навык магического мечника магический поток. Черная магия. Врата. Жертвоприношений. И даже не думай об этом. Основной навык копейщика. Укол. Сработало. Он уходит обратно. Верно. Даже демонам из мира тьмы через трещины не так просто попасть в наш мир. Еще раз. Смена оружия. Штормовой топор. Последний удар. Убирайся к чертовой матери. К счастью, я остановил его. Тьма от его тела была густой. Боюсь, он мог быть выше третьего ранга. У меня бы появились проблемы, выйдя он оттуда. Поэтому ситуация действительно не в твою пользу. Я прав, человеческое дитя. Я был слишком невнимателен. С таким количеством жертв они могли открыть ни одну трещину. Глупо сражаться с демоном третьего ранга в одиночку. В этом мире уровень не только определяет большее количество очков, атрибутов и навыков, но и дает возможность сменить класс. С каждой сменой класса увеличивается количество очков, атрибутов и навыков. К тому же появляется возможность изучить более мощные навыки. Обычно человек на десятом уровне может впервые сменить класс. Вторая смена. Это так называемый первый ранг. Третья смена. Второй ранг – тридцатый уровень, третий – шестидесятый уровень и четвертый – девяностый уровень. Четвертая смена. Чем больше смен, тем больше прибавка к силе. В нашем мире люди третьего ранга имеют высокий социальный статус, а об их силе не стоит говорить. Сейчас мне попался демон третьего ранга, что сильнее людей на его же ранге. Сбежать у меня не выйдет. В таком состоянии я пробуду еще тринадцать секунд. Надо что-то предпринять. Ты все еще смеешь держать оружие? Может, этот талант королевы ночи придал тебе столько уверенности? Скорее всего, ты не знаешь, что твоя головушка очень ценна. Мне достаточно передать ее одному из королей демонов. Божественная молния! Основный навык рыцаря – воздушное рассечение. Какие слабые люди! Такие слабые люди, как ты! Не способны даже волоска моего повредить. Тот ублюдок давит своими атрибутами без какой-либо защиты. Быстрый. Слишком поздно для божественной молнии. Смена оружия. Демонический ужас. Форма – тон. Непобедимый – С+. Выдержал. Навык коммунитету атак. Теперь стороны нападения и защиты поменялись местами. Пытаешься глаз выколоть? Презренный человек. Сдохни, 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 сдохни! Время непобедимого приходит к концу. Наймы и приготовления окончены. О, что за черта? Как я и говорил, теперь мы поменялись местами. Похоже, навредил я не только волосам. Сможешь ли ты меня остановить? 54-я глава Что? Что происходит? Чем ты меня атаковал? Теперь мы сможем поговорить на равных. Раз приход – это ваши ручные собачки, значит, хозяин должен знать, где их конура. По боевой мощи на самом деле приход сильно уступает, Сен-Лон. Самое неприятное, что они скрываются во тьме. Найди моих логово, человечество стерло бы их с лица земли. Хочешь выбить из меня информацию? Да ни за что! Будь они псами, они все же псы, которые пашут ради нас! Мда? Умри! Пытаешься сопротивляться? Кажется, ты не понимаешь своего положения. Мальчишка, можешь убить меня. Но короли демонов тебя никогда не отпустят. Либо присоединись к нам, либо умри. Это единственный выход. Раз уж нам не поговорить, то ладно. Чем смысл убивать меня? Человечество в любом случае падет. Единственное ваше спасение – ступить в приход и стать едиными с нами. И даже умерев, я не отпущу тебя. Ты не сбежишь! Не сбежишь! Надо быть осторожнее. В таком состоянии он смог что-то сделать. Удивительно. Шея не болит. Похоже, что не атакующий навык. Вернуть. Вернусь и спрошу у учителя, что это такое. Разрыв между мной и третьим рангом все еще велик. Если бы не проклятый соломенный человек, используя все силы, не смог бы нанести столько урона. Самым лучшим оружием я смог отрезать лишь клочок его волос. Причина этой проблемы – не только разница в количестве очков атрибутов, но и уровне навыков. Классовые продвинутые навыки, будь то активные или пассивные, несравнимые с базовыми навыками классов. К примеру, мой навык тратить одну единицу маны взамен на одну единицу урона. А продвинутый классовый навык при таких же условиях нанесет 100 единиц урона. То же относится и к зачищенным навыкам разница во множителях видна на глаз. По этой причине у бесклассового и нет будущего. Даже если мой талант улучшит ранг навыка, в лучшем случае он станет равен навыку воина второго ранга. А если я хочу противостоять третьим рангам, количества атрибутов будет недостаточно. Нужно получить более мощные навыки. Божественная молния! Чего? Юнчена! Мне пришлось пройти через многое страданий из-за тебя. Пришло время свести счеты! Что тут происходит? Где учителя? Они еще живы, однако... Они не в лучшем состоянии сравнения со мной. И черт, мы упустили этого ублюдка. Столько лет... Столько лет преподавания... Сказались на мастерстве. Наш уровень боевой мощи значительно упал. Тем не менее, даже учитывая это, лишь благодаря вам мы не погибли. А вот положение... Юнчена не позавидуешь. Демон точно пошел за ним. Подождите, у нас всех хватает. С нами была еще одна девушка. Правда, не вижу ее нигде. Может, это... Ситуация плачевная. Я еще не оклемался после прошлой битвы. Продолжительность бафов кончилась. Теперь на мне дебафы. Даже стоять трудно. Но, в любом случае, у меня есть кресло возрождения. Смерть не страшна. Хотя бы оторву от него кусок, пока могу стоять. Мальчишка! Все еще смеешь держать оружие? Думаешь, у тебя есть шансы победить меня? Встань на колени и подчинись мне. Тогда я пощажу твою жизнь. Если он перейдет к нам, господин наградит меня. Конечно. Прямо сейчас сдамся. Тогда умри. Кто ты? Господин Йонь. Вы же единственный ученик хозяйки. Она заранее решила пред... Она заранее решила предостеречь вас. Хозяйка не хочет. Подвергать вас опасности. Пятьдесят пятая глава. Ха. Теперь понятно, почему учитель Ся рекомендовал присоединиться к команде Мисс Кэти. Хех. Ясно. Все из-за тебя. Все в ее. На самом деле, изначально моей целью было изучение кое-чего по просьбе хозяйки. Но моя природа суккуба немного мешает этому, поэтому я пошла в команде. И так уж получилось, что господин Йонь решил присоединиться к команде охотников на демонов. Лучшим выбором стала моя команда. Здравствуйте. Извините, что редко бываю. Работа начинается прямо перед эфиром. О, Арназа Бута. Спасибо тебе, дружище, за столь щедрую поддержку и за корону. Блин, круто. Спасибо, спасибо, дружище. Прям от души. Зачем благородному суккубу? Зачем отдавать им свое имя и стоять на одной стороне? Потому что мое тело и разум, все, что есть у меня, уже принадлежит хозяйке. Но ты враг хозяйки и причиняешь вред ее любимчику. Отдай свою жизнь, чтобы расплатиться за грех. Ох, черта. Даже не пытайся. Инструмент короля демонов, а к его пустоты. Ох, король демонов. Почему король демонов подчиняется людям? Что за глупые вопросы? Конечно же, меня тоже победили. Иначе, как бы король стал слугой. Подожди. Ох, и ее победила учителься. Сначала, все действительно было так, но по мере того, как я сближалась с хозяйкой, я случайно полюбил ее. Лучше дальше не спрашивать. Хотя, я не знаю, какой прием использовал господин Юнь, но победить демона третьего ранга в вашем состоянии впечатляет. Я почти одержима вами. Любишь одного, но одержима другим. Такова природа суккубов. Их трупы очень ценны, поэтому я сохранил их. Так уж получилось, что в этой усадьбе есть одна из этих штук. Удобненько. Используем их для господина Юня. А эти трупы как-то можно использовать? Что за способ? Пожертвовать, конечно же. То есть, алтарь, на котором приносят пожертвования богам. Вижу его впервые. Это есть алтарь? Слышал, многие предметы божественного уровня, такие как магические лекарства, снаряжения, получают именно принося в жертву алтаре. Если вы хотите получить предмет божественного уровня, то нужна жертву в виде короля демонов. Хотя, эти два демона третьего ранга не так хороши, но все же их можно обменять на что-то хорошее. Поэтому я сохранила их тела. Но разве этим алтарем не пользовались темные оккультисты, следуя этому? Это должно быть алтар лишь для принесения в жертву людей. Или люди также могут его использовать? Все зависит от типа жертвы. Нет никакой разницы в алтарях. Это просто средство общения с богами. Если жертва человек, то контакт устанавливается с богом мира тьмы. Если жертва демон, то контакт устанавливается с богом человеческого мира. Господин Юнио, просто необходимо встать перед алтарем и помолиться богам. Бог точно ответит. Мне нужны мощные навыки, подходящие для бесклоссового для сражения с демонами третьего ранга. Раз вы боги, то для вас это не должно составить труда. Приношу жертву. Слияние навыков. А. Ваши базовые навыки могут свободно объединяться во время использования, что приведет их к различным изменениям. Примечание. Слившиеся навыки тратят больше маны. Примечание. Навыки после слияния могут быть слабее изначальных. Если атрибуты и форма навыков не совпадают, слияние навыков будет считаться неуспешным и эффект данного навыка будет уменьшен. Отлично. Слияние навыков. Хотя ранг лишь А, но для меня она подходит намного лучше С-ранговых навыков. Поздравляю, господин Юня, с успешным жертвоприношением. У Сио Ю есть миссия, поэтому она пойдет вперед. Хорошо. Тогда я отправлюсь в другую сторону. Проведаю президента Луа Маулин. Возможно, ей нужна помощь. Точка поддержки. Телепорт. Пришел, чтобы помочь мне? Жаль, но все уже закончилось. Все кредиты мои. Действительно сильна. В одиночку убила всех этих верующих. Большинство из них второго ранга, но тут есть и третий ранг. Да и по виду она в нормальном состоянии. Ужасающая девушка. Декан оружейной кафедры. Хозяйка. Поездка с Сио Ю того стоила. Она успешно защитила господина Юня. После жертвоприношения господина Юня, его сила должна значительно увеличиться. Кроме того, есть и плохие новости. В приходе появились люди, превратившиеся в демонов. И Сио Ю также получила некоторую информацию о поместье. Так вот, какая у них следующая цель? Как они смеют? Кузница Академии Ценнань. Извини, Юн Чен. Из-за накалившейся ситуации, меня отправили в самое пекло для поддержания и усиления тылого отряда. Меня задержали немного. Я только вот вернулся. Линия фронта – непростое место, понятное дело. Ну, как насчет чертежа? Уже готов. Все соответствуют твоим требованиям. Тогда возьмите демонический ужас. Надеюсь, он станет лучше. Еще кое-что. У меня есть новый запрос. Хотелось бы, чтобы он был алмазного качества. А что алмазного качества? Ты должен понимать, что такое оружие даже и дети богатых семей себе не могут позволить. Цена слишком высока. У тебя точно хватит кредитов? Должно быть достаточно. После участия в охоте на демонов у меня около 100 тысяч кредитов. 100-100-100-100 тысяч! Ты же не в одиночку напал на логово прихода. Да нет. Все из-за убийства демона третьего ранга. Он же точно говорит о демоне третьего ранга. Из его слов будто курицу зарезал. Оставь это мне! Через 10 дней, гарантирую, ты будешь в шоке! 56 глава Брат, ты уже слышал? Всемирное соревнование скоро начнется. А, тут соберется лучший талант из всего мира. Ха! А нам-то что? Слышал ведь, что Академия Цзэннань выиграла последние соревнования студентов. Поэтому они получили право представлять королевство Сиэнну на грядущем мероприятии. А, вот как! Но для такого важного события, скорее всего, выберут кого-то из числа старшекурсников. Думаешь, первокурсников куда вообще возьмут? Думаешь, первокурсников туда вообще возьмут? Камень разрушения границ достойно называться наградой системы. Качество демонического разрушителя повысилось до платины. А все атрибуты значительно повысились. Да и еще один крест. Я дал Юньтан. Это ей поможет. Ааа, му-му. К тому же, уровень Сиао Цзэна безумно вырос за все мои вылазки. Теперь ее уровень практически догоняет мой. Со слиянием навыков это неплохой буст к боевой мощи. Уходите. Господин Юнь, хозяйка просит вас прийти. Орожайная кафедра, кабинет декана. Отлично. С охотой на демонов твой уровень дошел до 30-го. Будь ты другой студент, он бы задумался о втором ранге. Но, в конце концов, за демонов 3-го ранга я получил достаточно хорошую награду. И, к сожалению, у меня нет возможности перейти на второй ранг. Кстати, учителься. У меня появилось кое-что, о чем я хотел бы попросить. Перед смертью демон 3-го ранга впечатал эту штуку мне на шею. Я не знаю, что это. Это координационный навык, действующий на фиксированной цели. Преследующая ее беспрерывно. Сиолин, быстро вынеси из сокровищницы желе морского бога. Есть тип. Беспрерывно. Есть ли способ снять ее? Преследующая душа печать относится к типу правил. Ее использование надо принести в жертву души демона бога тьмы. Снять ее не сможет даже священник 4-го ранга. Есть еще один способ. Это попросить одного из 72 апостолов демонов ночного разрушителя снять ее. Ночной разрушитель тоже из ее клана. Естественно, она может это сделать. Где мне найти ночного разрушителя? В мире тьмы. К тому же, все 72 столпа — это короли демонов. С твоей нынешней силой ты не справишься с ними. Надеюсь, это не значит, что другого выхода нет. Хозяйка, вот желе морского бога. Дай сюда. К счастью, несколько лет назад я спела поохотиться на морского бога. Из его трупа было получено много материалов. Желе морского бога может скрыть преследующие души печать. Но есть ограничения по времени, поэтому это только временная мера. Возьми, не забывай ее применять раз в день. Пока желе не кончится, ты должен найти способ устранить эту печать. В противном случае, твое местонахождение будет выставлено на показ врагам. Бесконечное преследование. Приходом и миром тьмы. Ситуация... Плачевная. Вопрос о печати времени... Вопрос о печати временно решен. Ты тот, кто сразился с демоном впервые. Какие у тебя впечатления после этого сражения? За исключением странной внешности ощущаются, как люди. Верно. Они похожи на людей. Некоторые даже по внешности не отличаются от людей. Пример. Если не искать тьму и прикрыть рога с хвостом, любой поверит, что это человек. Кроме того, пройди ты через трещину и попади в мир тьмы. Глаза, пейзаж перед тобой... Пейзаж перед тобой предстанет такой же, как и на земле. Учителься, ваше описание немного противоречит тем, что я думал. Мне казалось, что местонахождение... Бои... Мне казалось, что это место похоже больше на ад, чем на землю. И такие места есть. Как и в нашем мире, у них присущи суровые точки. Однако, самая отличительная черта мира тьмы и нашего заключается в концентрации маны в воздухе. У нас она намного ниже. Поэтому, когда открываются трещины, соединяются два мира. И из-за разницы в концентрации, среда другого мира продолжает проникать в наш. Появляется коррозия, разъедающая округу. Растения погибают, не выдерживая этого. Монстры низкого уровня также впадают в ярость из-за боли. Если находиться в мире тьмы, воздух там нормальный. Просто мы, выросшие в этом мире, не можем вынести этого. Поэтому, как бы красивы их пейзажи не были, для нас это сущий ад. Тогда не удивительно, что есть люди, готовые стать прислужниками демонов. Улучшить свою кровь и тело. Возможно, даже улучшение души. Принятие новой ступени эволюции. Оказывается, мир тьмы это и правда. Мир на уровень выше нашего. Судя из этого, демоны тоже страдают из-за этого на нашей стороне. Да. Но с годами они не спеша адаптируются к среде. Это видно по усиливавшимся темпам войны. Ну, тебе еще далеко говорить об этом. Есть более важные вещи, требующие твоего разбирательства прямо сейчас. Тебе должно быть известно, что Сяо Ю отправилась не только защищать тебя. У нее были и другие задачи. Ты знаешь что-нибудь о всемирном соревновании? Да, об этом часто ходят слухи, особенно сейчас. Но это разве не для старшекурсников? Все из-за того, что, как правило, старшекурсники сильнее младшекурсников. Согласно полученной информации от Сио Ю, следующая цель прихода – всемирное соревнование. Если я пойду туда лично, то точно спугну их. Поэтому я хочу, чтобы ты принял участие в этом соревновании. Останови действия прихода. Что? Задание. Похоже, не получится не участвовать. Пять дней спустя на арене. Конкурс на место во всемирном соревновании официально начинается. Кроме Лу Мяу Лин, президента студенческого совета, еще одно место будет выбрано среди студентов. Участники, выйдите на арену. Кто уже... Кто уже начал сражаться? Эй, что происходит? Кто это вломился? Невозможно! Прошу прощения, старшие. Но я тоже приму участие. Лучше уж быть негативным и иногда радоваться случайностям, чем быть позитивным и постоянно расстраиваться, что нет проды. Есть логика в своих словах. Спасибо за красивую цифру, Ко. Пять единичек. Спасибо, мистер Негатив. Окей, понял. Отстал. Ладно, поехали. Эй, что тут происходит? Почему там стоит первокурсник? Это же Юнчан. Он, правда, очень сильный, но это уже слишком. Соревнования ведь предназначены для старшекурсника. Он думает, что сможет победить своих старших. Что же побывали на полях битвы? А ну, тишина. С каких это пор только старшекурсники могут участвовать в соревновании? Я что-то не помню такого правила. Пока у вас достаточно сил, любой студент имеет право представлять королевство Сёдум. Чёрт возьми, председатель встал на его сторону. Он же смотрит с высока на всех. Это уже слишком. Мест и так-то мало. И у нас мало кредитов. Зачем пускать туда первокурсника? Он просто пришёл поучаствовать. А у вас даже нет уверенности в победе над первокурсником? Чёрт. Болтовнёй мы ничего не добьёмся. Юнчан, да? Не думаю, что раз победил в соревновании первокурснику, всё будет для тебя просто. Сейчас ты познаешь силу старших. Этим ребятам всё ещё неизвестно. Участи Юнчана в охоте на демонов. Он безжалостно расправился со всеми и получил 100 тысяч кредитов, закрепив титул сильнейшего в нашем отряде. Кто-то сейчас хорошо отхватит. Я буду первым. Нет, я буду первым. Сегодня я проучу его. Эй, да атакуйте все вместе. Избавимся от лишних хлопот. Он переходит черта. Ну раз так, задавим его. Быстро решим все проблемы. Анасулия. Ледяной дождь. Тёмное расширение. Цель молнии. Цепь молнии. Форма пламени. Дракан. Дракан. Как основной навык этого парня может сравниться с классовыми навыками второго ранга. О? Это его талант? Более того, значение его атрибутов чересчур огромна. Возможно из-за влияния сущности короля демонов. Обычные старшеквестники ему не равны. Но к счастью... Суд-совет. Уже в пути. Жаль задирать младшего. Однако ты сам спровоцировал всех. Получай, мальчишка. Наземная тюрьма. Основной навык рыцаря. Воздушное рассечение. Это и есть навыки даоса второго ранга, мастера неба. Хе-хе. Неплохо. Будь я прошлый. Мне бы тяжело пришлось с этим барьером. Все же... Нань это клетка для тигров и драконов. Но, к сожалению, я тоже не стою на месте. Он в ловушке. Наземная тюрьма мастера неба. Навык, из которого даже космический маг не сможет выбраться. Избавимся. Избавимся от него. О! Слияние навыков. Основной навык призывателя. Призыв по контракту и основной навык друида. Рост. Призыв по контракту. Цветок демонических шипов. Монстр. Цветок демонических шипов. Маленький цветок. Уровень 30. Качество платина. Навык хлыст. Посев. Терновый захват. Терновая тюрьма. Терновый штурм. Что за чертовщина? Основной навык призывателя не может призывать монстра платинового ранга. Нет. Посмотри. Похоже, она получила временное повышение. Никогда не слышал о таком навыке. Ух ты. Стать больше? Я еще не научилась толком говорить. Сильно не радуйся. Для начала останови врагов. И освободи меня. Посев. Что случилось? Совсем не больно? Нет. Многие растения, подобные монстры, способны обвивать жертву. Невозможно. Основной навык мага. Водяной занавес. И основной навык ведьмака. И ветер. Жаль, пока семена вырастут слишком долго. Ждать, пока семена вырастут слишком долго. Поэтому я вам помогу. Слияние навыков. Дождь. Дождь. Отвали. Черт тебя дерь. Не закрывай глаза. Я ничего не вижу. Эй, отпусти. Терновый штурм. Раз земля является тюрьмой, да достаточно повредить само основание. И тюрьма просто рассеется естественным путем. Очень интересный мальчишка. Я сделаю все возможное, чтобы расправиться с тобой. Как вам не стыдно? Ладно уж, обычные старшекурсники навалились на первокурсника. Но еще сверхустуд совет. Надо провести нормальные бои. Один на один. Но что за цирк? Вице-президент студенческого совета. Ау Чанг. Уровень 42. Класс. Охотник за трупами второго ранга. Черное непостоянство. Вице-президент сделал свой ход. Но он же не хотел участвовать. Несмотря на то, что у него второй ранг, он уже побывал в боях с демонами третьего ранга. Если он вмешается в поединок, нам тут нечего делать. Бежим отсюда. Председатель, похоже, вы очень хорошего мнения об этом бесклассовом парне. Как насчет пари? Если я выиграю, то получу право встречаться с вами. Хорошо. При условии того, что ты победишь. Слышал, да? Бесклассовый. Я очень мотивирован и полон энергии. Будь осторожен. Все, сын. Этот парень довольно силен. Тебе не стоит тут оставаться. Возвращайся. Ладно. Мудрый выбор. С ней твоя магическая сила будет идти впустую. Раз так, начнем настоящую битву. Отлично. У меня как раз есть то, что я хотел попробовать. Этот бой определяет места во всемирном соревновании. Ваша сторона не имеет претензий на этот счет. Конечно, нет. Если до него даже я не подхожу. Промолчу об остальные. Хорошо. Тогда начнем. Ради свидания с президентом. Я не проявлю милосердия. Ненавижу все. Ненавижу. Кто платит мою кипер? Меня предали. Я заслуживаю жизни. Это навык дебафа. Значение моих атрибутов резко уменьшилось. Так, ребят. Спасибо большое. Ко мне известному. Который закинул донатик на юмане. Спасибо, дружище, за поддержку. Спасибо. К счастью, это черная магия. С ней же так сложно справиться. Основной навык жреца – очищение. Использовал призраков как завесу. А сам пошел на неожиданную атаку. Но я уже был готов к этому. Что происходит? Он исчерпал свои силы? Оружие напоминает кусок дерева. Не острое и не тяжелое. Даже попади он по мне, такая атака не несет существенного урона. Зачем ему идти в ближний бой? Сражайся. Тут нет места для раздомий. Больно. Еще раз. Не могу использовать правую руку. Словно ее нет. Признаков повреждений нет. Что это такое? Ха-ха. Все дело в моем особенном оружии. На столике особенном, что именно оно определяет мой класс. Это ступень к открытию единственного класса. Терного непостоянства. После интеграции игры в реальность прошло множество изменений. Конфликты с реальностью и игрой. Конфликты с принесением жертвы богам. По множеству таких причин на свет явился уникальный класс. Уникальный класс. Это буквально класс, который получает лишь один человек. Этот класс может быть не самым сильным, но он определенно самый особенный. Чтобы заполучить его, нужно соблюдать не только строгие условия, но и иметь большую удачу. Этот траурный посох. Я обнаружил его на кладбище в детстве. Тогда до меня дошло, что все благодаря моей удаче. И ради этого я так и желал изменить класс, чтобы во всей красе раскрыть потенциал охотника за тропами. Таким образом, мне удалось заполучить черное непостоянство. Пока я держу его, не только могу видеть души других людей, но и могу использовать его, чтобы напрямую ранить душу. Твоя правая рука пострадала от атаки души. Один удар не нанесет сильно большого урона. Все должно восстановиться через час, однако... В тебе есть одна вещь, которая меня беспокоит. Похоже, что в тебе две души. Такое обычно происходит из-за раздвоения личности. У тебя нет таких проблем? Раздвоение личности? Таким я точно не страдаю. Но раз так, откуда взялась... Взял откуда взялась эта душа. Раз так. Единственный способ что-то увидеть, это заполучить твое оружие. Заполучить мое оружие? Сволочь! Теперь ты троп! Разве ты не понял, что оружие для меня все? Да, даже родители его не касались, а ты хочешь это брать? Убью тебя! Просто хотел подержать его и глянуть. Он думает, я его не отдам? Либо этот парень сам по себе такой агрессивный, либо он настолько жадный. Поймайте его! Оно прача! Основной навык экзорциста – изгнание злых духов. Как раздражает. Еще один дебаф. Даже уклонись вовремя, значение ловкости резко падает. Если значение атрибутов ухватит еще сильнее, сражаться будет сложнее. Надо заканчивать быстрее. Основной навык рыцаря – воздушное рассечение. Бесполезно! Не совсем. Основной навык ассасина – клонирование. Вперед! Да, преследуй его! Черт, я потерял преимущество в ближнем бою. Сражаясь с одной рукой, и пониженными атрибутами тяжело. Грешные души! Убейте! Озеро мертвых душ! О-о-о! Ха-ха-ха-ха! Теперь! Смотрите! Сейчас я обнулю его атрибуты! Один удар за другим! Твоя жизнь станет хуже смерти! Что? Действительно, вижу, твои навыки дебафов сильны! Однако все же, мои дебафы сильнее! Слияние! Тех основных навыков на улучшение состояния! Десятки тысяч сил! Десятки тысяч сил! А! Увеличение значения всех атрибутов на 500% Увеличение сопротивления на 150% Изменение форм атак, а также дополнительные 80% урона от атак Длительность 45 секунд после окончания навыка эффекты бафа спадают Переводя В ослабленное состояние с понижением значения всех атрибутов на 99% А! Что это за навык? Не то, что я видел, я даже не слышал о таком! Такой привлеченный босс вполне сравнится с продвинутыми навыками! Разве бесклассовый не использует только базовые навыки? Сила льется ручьем Таким продвинутым навыком могут обладать лишь силачи третьего ранга Однако расход также поражает Большая часть моих очков маны исчезла за мгновение Бесполезно! Каким бы сильным ни был босс я все заберу! Это пустая трата времени! Не совсем Самой текущей ловкостью не составит труда уклониться от твоих атак Основной навык мечника обнажение меча Одержимая демоническая броня Бессмысленно! Независимо от значения тревотов ты лишь слабак использующий базовые навыки Но раз так то придется использовать кое-что другое Слияние навыков Рыцарь Воздушное рассечение и мечник Пронзание Слияние навыков Даос Крушащий удар и Боец Удар Боже Какая мощь Навыки с такой силой точно не базового уровня Я никогда не слышал о большинстве навыков использованных крема А черт возьми творит этот парень А вот Как это ощущается Мое оружие Мое оружие Как теперь тебя починить Признаешь поражение или продолжим Сдаюсь Сдаюсь Пожалуйста не забирай мое оружие Оно только мое Только мое Я не собирался забирать его Да и в этом уже нет необходимости Хм На арене наступив на этот маленький кусочек той палки Я действительно увидел души людей Как сказал Ао Чанг У каждого есть только одна душа но у меня У меня их две Одна из них моя собственная душа связанная с телом как и у всех а другая душа она отличается Это всего лишь один конец С одной стороны он связан со мной с другой с небом Если я прав Вероятно эта душа исходит из системы Система тоже живая или же Да нет Все слишком запутано Дикон Е Состав участников соревнования готов Довольно быстро Думал бои затянутся минимум еще на два дня Кто победил Лу Мяулин и Юнчан Что не так Разве это соревнование не для старших кустиков как он туда в лес Должно быть это приход Дикон Не думаю что у него было желание участвовать в этом Если это ее желание значит это соревнование не так просто как кажется Боюсь она собирается проверить что-то масштабное хозяйка господин Юн не подвел вас и успешно получил место как ожидалось от него но это только первый шаг дальше будет сложнее Что насчет военных сколько они готовы сил предоставить поскольку меня фронта поскольку линия фронта тесна они могут гарантировать лишь минимальную поддержку каждая область предоставит около десяти вторых рангов и два три третьих рангов будет немного напряжно в последующие дни Юн Чен как обычно посещал все классовые курсы выполняя при этом ежедневные задания и повышая значение атрибутов а также мастерство владения тем или иным классом в то же время более пятиста стран мира выбрало своих участников и жестокой внутренней конкуренции жестокой внутренней конкуренции один за другим отправляя на место проведения соревнования святая империя и конечно не все из приехавших желали победы вставайте пришло время заставить почувствовать мир страх тьмы месец спустя как же я устала наконец-то к концу первого семестра пришла жара и у меня начались каникулы а еще я хотела повеселиться с братиком но тебе пришлось участвовать в дурацких состязаниях ничего не поделаешь ситуация была особая такая уж миссия выпала бери поменьше вещей это ведь состязания мирового уровня так что вещи для обихода предоставят это говорит братик что заставил классовый рюкзак для состязаний когда я беру всего один чемодан и это говорит братик что забил классовый рюкзак для состязаний когда я беру всего один чемоданчик надо бы расширить пространство в рюкзаке мой от слишком мал большая его часть забита оружием слышала некоторые крупные шишки Могут целый дворец свой рюкзак запихнуть Это связано с количеством классов? Вовсе нет Это вроде как связано С материалом под названием Пространственная дышащая земля Хотите? А как насчет прогуляться вместе? Я возвращаюсь в лес Серебряной Луны Для участия в испытании Становления Луны Охотницей А, ясно Я сказал, что возвращаюсь А ты как-то так спокоен Да и сказал всего одно слово Мы больше не увидимся На время каникул А что плохого Возвращение домой на каникулы? Мне тебя подвезти или что? Как же я устала от этого разговора Боже, как я могла влюбиться в подобного парня Короче, прими благодарность за заботу И гостеприимство в этом семестре Ты? Тебе одолжены кредиты и помощи В награду я дам тебе подарок В этом абсолютно нет никакого скрытого смысла О, спасибо Но почему ожерелье? Странное какое-то Предмет Покровительство природы Категория Особое Эффект Символ дружелюбия эльфов Очки атрибутов плюс один Значительно повышается благосклонность эльфов к обладателю Примечание Переподнести подобный подарок Могут лишь те, в ком течет кровь королевы эльфов Ничего себе Вдумывай Это самое обычное ожерелье Это вовсе не какое-то символ проявления чувства или типа того Можешь воспринимать его как объявление войны Точно, это объявление войны Принимая ожерелье, ты принимаешь мой вызов Я тебе еще покажу Когда вернусь, мы еще посмотрим, кто из нас победит Сильный же у нее дух соперничества Эу, ученик Нам пора отправляться Меня зовут Сони Фэй И для меня большая честь Ведь быть руководителем этой поездки Если что-то понадобится, просто скажите Если смогу это достать, то приложу все силы Ну все Можешь пока заняться своими делами Ого, понял Этот руководитель По ощущениям он больше похож на мальчика на побегушках Все так Ведь это его обязанность Выполнять нашу черную работу Большинство руководителей Находятся на третьем ранге И мы достаточно сильны, чтобы конкурировать С практиками третьего ранга И иметь куда более перспективное будущее, чем они А поэтому Его отношение к нам отличается от отношения Обычных студентов Для его Ему подобных Нормальное дело Пытаться понравится Одному из нас Так вот какова реальность Сила определяет все Твой статус В обмен на твою силу Так что просто примета Но с другой стороны Не кажется ли вам, что уступительные экзамены Состязание первокурсников Международный турнир по обмену И всемирный боевой турнир Как-то слишком много событий Очевидно, на поле боя становится напряженно Не пустая для трата ресурсов Спускаться на подобные состязания Нет Как раз наоборот Именно из-за плохой обстановки на поле боя Устремливать состязания Нужно еще чаще О, шестой Спасибо тебе За соточка Спасибо, что поддерживаешь меня на каждом стриме Спасибо, дружище Мы Ведем войну с темным миром На протяжении множества лет Нынешняя боевая мощь важна Но также важно И усиливать боевую мощь Новому поколению И состязание Самый простой и эффективный способ Распределения ресурсов Фактически Ты вступил в эту битву за ресурсы Ища с начала уступительных экзаменов Хорошая академия Дает хорошие ресурсы Состязался ты со студентами Того же возраста То же самое Верно и для соревнований Первокурсников Тот, кто сильнее Получает больше ресурсов Международный турнир по обмену Просто состязание Между академиями Академия с высоким рейтингом Получаются Большие ресурсов от страны Опять же Это же относится И к всемирному турниру В мире много спорных территорий И нейтральных зон В них имеется Большое количество Подтимерий И просто необходимых материалов Независимо от растера Вынужденная конкуренция Может легко перерести в войны Вызывая Внутренние конфликты у людей Цель всемирного турнира Состоит в том Чтобы определить Кому будут принадлежать Эти регионы А страны Добившиеся Наибольших результатов Будут расстаниваться Как перспективные Им Будет предоставлено Право Распоряжаться Некоторыми Из нейтральных зон И спорных территорий Подобный опыт Выработало человечество За многие годы борьбы С миром тьмы А вот значит как По сравнению с войной Это очень даже хороший способ Разрешения конфликтов Позволяющий Экономить время Усилия И энергию Кстати У нас назначено Свидание После прибытия На точку назначения Ага Чего? А что ты думал? Это свидание Вице-президент Сделал ставку Ведет свидание Со мной Во время твоей битвы И раз ты победил Разве я не должна Предоставить награду? Звучит разумно Но мне все равно Как-то Не по себе Кроме того Не думаю Что свидание С вами И есть награда Свидание Со мной Разве не награда? Да нет Конечно Прогулка С вами По магазинам И трата денег Просто Не рассматривается Интересно Ты крайне Интересный Ученик Впервые Встречаю Парня Вроде тебя Ученик Я на полном Серьезе Приглашаю тебя Составь мне компанию По магазинам После прибытия Священную империю Как на это смотришь? Да Пойдем Раз уж вышло Что я тоже хочу Прогуляться По чужой стране И собрать информацию А кстати А деньги дадут? Я очень Не рассержусь Если снова Упомянешь деньги Священная империя Столица Тир Что это за огни На городских вратах? А Да не парься Это особые артефакты Они Снимают действия Скрытых эффектов Таких Как маскировка И закрытие Все Ж Из-за Все же Из-за резкого потока людей В связи с турниром Предпринимать меры безопасности Это нормальное явление Так сюда не попадут люди С недобрыми намерениями Наконец-то Я священный империи Как же я вымотался Идем Начнем Наше свидание Вау Как ожидалось От священной империи Эти иностранцы На каждом шуку Отчего в этом такого? Очевидно ведь Что за границей Будет много иностранцев Конечно я об этом знаю Просто хочу Немного разрядить остановку Кто же знал Что ты Будешь таким холодным Всю дорогу Как ты до этого На свидание ходил? Эта женщина Понемногу Раскрывает свою натуру Я-то думал Что она Из высокомерных И тихих Ого Как аппетитно Все выглядит Какая странная одежда Кто вообще Такое носит О Я-то вспомнил Что мне надо Кое чем спросить Руководителя Суня Так что Пойду к нему С ней Как-то слишком Много хлопот Лучше действовать В одиночку Он сейчас Занят регистрацией И не сможет Тебе помочь Даже не думай Убежать Лучше Отведай Мороженого Ладно Давайте Прогуляемся Перед Возвращением Да Помимо Лу Мяолин У меня Есть и другие Дела С которыми Надо разобраться Как только Добьешься успеха В этой поездке Я обещаю Что Сюнь Луна Больше не появится Темных Верующих Будь то Ради себя И ради Безопасности Юнь Тань Я должен Преуспеть Следующей целью Организации Является Всемирный Турнир Наилучшим Раскладом Будет Отыскать их Заранее До начала Турнира Прикончи Их сразу И избавляйся От множества Проблем О О О О О О О Зрев Бегите Неужто Теракта Ощущается Аура Темных Верующих А раз Ты тоже Заметил Это явно Нехороший Знак Проклятие И не думай Сбежать Сегодня Ты умрешь Спасите О О Бледок А ну Сдохни Внезапная Атака Внезапная Атака Неприлично С вашей стороны Сильные Похоже На иностранцев Они Какие-то Молодые Участники Всемирного Турнира Лиси Проследок Проследок За нами В отделение Быстро Женни Подоспели Черт возьми Надо же Было им Так Испортить Первое Свидание В моей Жизни Жаль Что нам Пришлось Передать Тех Зверующих Но Ничего Не Поделаешь Меня Зовут Ячен А я Лу Мяу Линь Мы Синь Луна Даров Кто ты И почему Они тебя Преследовали Я Давайте Найдем место Где сможем Перекусить Эй Как долго Ты не ел Похоже У нас Маленькая Деленая Страны А у Некоторых Небольших Стран Плохо С экономикой Так что У граждан Хватает денег Только на то Чтобы Питаться Землей Это Это все Мои Смережения Не знаю Достаточно Этого А нет Лучше Место денег Предоставь нам Информацию Пожалуйста Расскажи Все Что ты Знаешь Да Спасибо Господин Йоня Меня Зовут Элджи Я Родом Из Королевства Сарати Сарати Атана Я отправился Священную Империю Как представитель страны Чтобы поучаствовать Во всемирном турнире В результате Эти парни Меня схватили Почти сразу По приезду Они хотели Убить меня И под моей Личиной Принять участие В турнире К счастью Я захватил с собой Кое-какой особый предмет Вырвавшись Из заключения Я опустился В бега После Встретил вас А И все Да Еще я слышу Как они говорили Что некоторым Из их товарищей Удалось проникнуть В ряды Участников Стимирного турнира Приход Это всего лишь Крыса Крадущиеся Крадущие кур И собак Откуда Только такая смелость Хотела бы я Посмотреть Что они Предпримут У меня Ощущение Будто Все сегодняшние События Прошли Весьма Кстати Гладкая Задержка Прихода А также Получение Сведений И учитывая Силу Элджи Он Пребу Участвовать В турнире Нет ли У него Иных Целей Я Верю ему Ведь Королевство Царатитан Расположено В отдаленном Бедном районе Несмотря на то Что по своей мощи Эта страна Сравнима С обычным городом Сегодня в луне Они Не способны Справиться С игроками Третьего ранга Скорее всего Он прибыл Участвовать В турнире В надежде Заполучить Какой-нибудь Какие-нибудь Ресурсы Для своей страны А Ясно Турнир Начнется Завтра Так что Убить их Заранее Не выйдет Все Зависит От того Что Они Предпримут Кстати Я уже Давно Обратила Внимание Не думала Что ты Следишь Самодой Делать Тату На шее Не в моем Стиле Желе Морского Бога Исчезло Рассеялось При входе Через Городские Врата Так Вот Оно Что Похоже Я смогу Хорошенько Развлечься На турнире Священная Империя Зал Для Терапортации Здесь Так Много Сильных Личностей Большинство Из них Со Скрытыми Классами Редких Жекуто Меньше Обычных И вовсе Нет Хм Как Ожидалось От Имперского Всемирного Турнира Оченник Разделять На сильных И слабых По одному Лишь Классу И новая Затея Ты Ведь И сам Бис Классовый Но При этом Не слабее Любого Из присутствующих Это правда Что Обладатели Скрытых Классов Стоят Выше Людей С Обычными С точки Зрения Атрибутов И сил Навыков Но Ведь Это Еще Не Показатель Раса Родословная Талант И так Далее Все Это Также Важно Для Выбора Наиболее Подходящего Класса Обычный Воин Что Идеально Сочетается Со Своим Классом А может Быть Не слабее Воина Со Скрытым Классом Я Тоже Об этом Думал Данные На бумаге Не Оторожают Всего Подобные Вещи Надо Понимать Смотрите Это Участники Иси Луна Слышал Что Та девушка Дочь Главнокомандующего Ло Божественного Защитника Страны Она Одна Из Фавориток На Чемпионство Шикарная Вот Красотка Не смотри На внешность На деле Она Очень Опасный Противник Так что Избегай Конфликтов С ней Кстати Говоря А кто Тут Пацан Я Сгляну На него Оценкой Почему У него Нет Класса Да Его По идее Добавили Для Добора Страна Сен Лунь Входит В пятерку Крупных Стран Низковат Ле Будет Его Уровень Слушайте Сюда Читайте Себя Достойными Участниками Участия В турнире Хотя Сами Те Ищут Слобаки Из Мелких Стран Так Померьте Так Померите Не торопиться Да Хотите Верьте Хотите Нет Но Я Вас С самого Начала Прикончу О Это Третий Принц Империи Бимен О Кота Желух Которого Течет Кровь Золотого Бегемота Черт возьми Какого хрена Этот ублюдок Тут делает Он сказал Что не для того Чтобы Напугать У него Уже Есть Судимость За сложное Обвинение В убийстве Простите Уважаемый Третий Принц Пожалуйста Простите Нас Нам Не Следовало Пятнать Ваш Узор Своей Присутствием Молю Просто Забей На нас Игнорируй Как Комарафа Это Как-то Слишком Не Каждая Страна Стань Могущественна И Миролюбива Как Сюньлон Империя Бимена Всегда Была Известна Своей Воинственностью Кроме Того Самим По себе Отдаленные Маленькие Страны Слишком Слабы Будет Не будет Привлечением Сказать Что если Они Действительно Разозлятся О Кота То Не Было Бы Удивительно Если бы Он Собрал Войска И Отпел Сыну Уничтожения Их Стран Угождать И Демонстрировать Слабость Основу Уживания Маленькой Страны Достоинство Жить Для них Раскошь Не Пугайтесь Так Я Добрый Бименец Очевидно Что Вы Пришли Постязаться Ради Своих Стран Поэтому Я Решаю Помочь Вам И Предоставить Отличный Выбор Становитесь Моими Рабами На Время Турнира И Работайте На Меня Тогда Я Вознагражу Вас Достаточным Количеством Ресурсов В конце Концов Даже Если Повезет Второй Тип Пройти Во второй Раунд С вашими Серенками Много Ресурсов Не Заработайте Вы Весь Сможете Заработать Больше Найми Вас Моих Недельных Расходов Вам Слиху И Хватит На Год Мы К вашим Слугам А Кота Ведь Может Не Сдержать Свои Обещания После Того Как Их Используют Да Но У них Нет Выбора Господин Акита А вы Ведь Для Того Чтобы Предоставлять Себя И Свою Страну На Себе Корнили И Это Очень Некрасивый Шаг С вашей Стороны Публично Заявлять Так Сергей Эйс Спасибо За Двадцатку Подровняем Цифры Чуточка А Спасибо Дружище Да Великий Уравнитель Спасибо Это Очень Некрасивый Шаг С вашей Стороны Публично Заставлять Кандидатов Из Других Стран Становиться Вашими Рабами Она Участница Со стороны Священной Империи А Также Принцесса Лизини Такая Красивая Она Не Только Привлекательна Но И Представляет Священную Империю Одной Из Пяти Великих Стран В ее Серии Также Не Стоит Сомневаться Паворита На Победу Турнире Паворитка Теперь Будет На Что Посмотреть Что 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 Принцесса Разве Кого Принуждаю Они Это Добровольно Не Правда Вы Действительно Идете на Это По собственной Воле Если С вами Поступили Не Справедливо Просто Скажите Священная Империя Не Потерпит Никаких Форм Угнетение. Я... Я делаю это по своей воле. Лицемерная женщина. Кто же ей скажет, что беспокоится о возмездии? Лицемерная женщина. Кто же ей скажет, что беспокоится о возмездии своей родине? А хочет осветить, что ее страна? Не против союза на национальном уровне? Какой толк в красивых речах? Мяулин, от Истя так же выражаешься. Не называй меня так. Не помню, чтобы мы были настолько близки. Правда? Ну, не важно. Я ведь не ради тебя. Что? Если бы огородная принцесса Алисини искала встречение с Лу Мяулин, то с кем? С кем же она хотела поговорить? Неужели тот бесплатный? Невозможно. Вы, господин Юнь, из Ценсиненской академии? Для меня большая честь познакомиться с вами. Наш учитель. Родители госпожи Ся Ценсин. Очень помогли нам. Родители учителя Ся помогали королевской семье из Священной Империи? Ее семья столь веятельна. Не помню, чтобы учитель Ся хоть раз об этом упоминала. Разве вы не знали? Родители госпожи Ся, божественные защитники, сегодня луна. Хотя, они погибли в войне. С семьей Рамчимы, их навыки не имели себя равных. Если бы ее родители были еще живы, титул защитника страны не достался бы кое-чьему отцу. А ты все та же стерва. О, хотя и не слышно, о чем они говорят. Принцесса Люсини и Лумяолин явно не в хорошем расположении духа. То, как они стоят, и их положение глаз, неужели... Черт возьми, как какой-то бесклассовый мог заставить этих красоток ссориться? О, дамы и господа! Благодарю всех вас за то, что приехали сюда издалека, чтобы принять участие во всемирном турнире. Позвольте мне объяснить вам правила. Мировой турнир состоит из двух раундов. Первый раунд, раунд на вылет. Участники будут случайным образом телепортированы группами по два человека в нейтральную зону, территорию экстремального холода. В ледяных владениях обитает большое количество опасных монстров, и ваша задача продержаться семь дней и убить как можно больше монстров для получения боевых заслуг. 100 лучших участников по общему показателям с боевых заслуг пройдут во второй раунд турнира. Как и в прошлый раз, турнир будет транслироваться в прямом эфире по всему миру. Покрасуйтесь перед всем миром, чтобы заполучить как можно больше ресурсов для своей страны. Гении! Что, до второго раунда пройдет только 100 лучших участники прибыли более чем из 500 стран. По двое из каждой страны. Получается первый раунд отсеет 90% участвующих. Как же это все нердано. О? Теперь каждому из вас раздадут особый реквизит для отборочного раунда. Записывающий прибор. Он будет записывать и сохранять полученные вами боевые достижения. Кстати, их еще можно и отбирать. А вот оно что. Так поощряется грабить? господин Окета, место телепортации является случайным и я не смогу вам послужить, если не успею отыскать тому времени. Как хреново придумать что-нибудь. Оставим магические следы друг на друге. Если не придете ко мне, придется подумать о последствиях. Также существует ограничение на расходные материалы для отборочного раунда. Максимум вы можете взять с собой шесть целебных зелий и пять зелий восстановления магической силы. Брать это с собой не допускается. Как только будут запущены нарушения, регистратор это зафиксирует и вы будете исключены из турнира. Теперь же я объявляю о начале раунда на выбывание. Все участники будут направлены на территорию с экстремальным холодом. Территория экстремального холода. Получается нам надо будет выживать сильнее в этой дыре. И еще решить будем вдвоем. Разве это не продолжит свидание. Нужно много чего есть во время семидневного выживания. Воду можно заменить снегом. А что до еды, то тут куда сложнее. Первым делом лучше изучить ближайшую местность. Слияние навыков маг, течение маны и механик. Эхолокатор. Прислушивание эха. Ого, у тебя даже навыки для отслышивания восприятия имеются. И никчемный может оказаться всесильным. Одно, два, три. Повезло, поблизости три логово монстров. Первым делом заполучим боевые достижения и до. Хе. Монстр Снежная горная человекообразная обезьяна уровень 43 сложность золота 4 звезды. Монстр Снежный дикобраз уровень 41 сложность золота 3 звезды. Монстр Морозный гоблин уровень 44 сложность золота 4 звезды. Я просто разжег немного огня. Чего вы так злитесь? Удар гигантским кулаком. Ха-ха-ха. То, что ты большой, еще не значит, что твои кулаки наделены большой силой. Слияние навыков. Страйкер огненный кулак и боец удар в полную силу. Кулак взрывной волны. Гоблина. Ты просто невероятен, младший. Не каждый на 36 уровне способен биться с монстром 43. Но ты сразил монстра такого огромного размера со своим человеческим телом. ледяной дождь. Это навык ледяного гоблина? Он накладывает дебаф замедляющего типа. Но я же не могу оставить все на тебя. Кажется, вы тоже понимаете. А кто несет для вас небольшую угрозу? Элементар огня. огня. А у вас вспылай. Магия элементов? Она маг стихий? Нет. Существует отличие в форме навыков. Монстр. Древняя обезьяна снежной горы. Уровень 51. Сложность. Золото. Пять мм. 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 мира запрещает войду между странами некоторая доля ненависти должна быть выплеснута наружу для того и был создан раунд на выбывание они могут бессмысленно убивать гениев друг друга или запугивать гениев маленьких стран чтобы выплеснуть свою ненависть и разумеется подобные вещь нельзя показывать в открытую потому и нет мониторинга тогда не удивительно почему не существует видеозаписей прошедших семейных турниров во время раунда на выбывание но разве подобное не противоречит первоначальному плану по отбору гениев и распределению ресурсов выделение ресурсов для стран которые не смогли пережить даже раунд отбора пустая трата кстати как показывают все участники и фавориты из пяти больших стран большинство из них находятся в первых рядах но возникали и несчастные случаи например лу мяу линь и юньчен и сень луна настоящее время они занимают 93 и 94 место и в любой момент могут быть вытеснены из сотни лучших будет крайне забавно и соучастники из пяти великих стран не смогут пройти даже во второй раунд младший я чувствую я чувствую что наша команда просто непобедима мы зачистили все логово монстров в радиусе сотни миль это также означает что если мы продолжим и дальше столняться без дела нас могут вытеснить сейчас у нас всего по 532 очка боевых заслуг если бы зачистили подземелье это бы дало куда больше очков но проблема в том что нам негде получить очки заслуг со временем количество участников со временем количество очков участников будет только увеличиться время как количество монстров будет сокращаться что существенно затруднит их поиск это означает что позднее будет проще обчищать людей чем ловить монстров не многие до этого додумаются но не те многие уже этим промышляют хотя я не знаю на какой мы позиции в рейтинге но я бы не хотел вылететь из топ 100 потому пора скрывать охоту на участников поэтому пора открывать охоту на участников только вот проблемка я не знаю как найти людей найти гораздо труднее чем монстров если только нет подходящей приматки на которые они могли бы клюнуть и самое а слабое место нашей страны и синон никчемный бесклассовый найдется ли способ получше этого я провел день гуляя по окрестностям и намеренно оставляя магические следы не думал что столько ребешек клянет на приманка я чую запашок людей что присматриваются к этому пареньку начнем действовать погнали он ведь группе с могущественной лумяулин так что него должен быть и должно быть много очков заслуг и теперь пока и нет поблизости а лучше времени чтобы проглотить столь жирный кусок не представится разберемся по-быстрому и заберем а его записывающие стройства и не пытаетесь отнять его я собираюсь забрать все его боевые заслуги похоже вы все воспринимаете меня за слабака слияние навыков боец пробивной удар и мастер боевых искусств сотрясающая поступь это силища он ведь только от третьего ранга а может использовать продвинутые навыки да кто он такой этот бесклассовый явно непрост он достаточно силен чтобы биться с бойцами третьего ранга он монстр от того же уровня что и лумяулин люсини и остальные черт нас обманули валим он притворялся слабаком чтобы звонить нас проклятие сейчас то что откуда на снежное равнине взялся демон шипов терновый захват а вы скрывались в тенях считая себя осторожными охотниками но как видно сами стали добычей что это за призрачный огонь а он не гаснет жарко сейчас помру допущите мы больше не посмеем просто забери наши боевые заслуги и кажется мне даже не придется вылезать проклятие чего такой силач притворялся слабаком чертов ублюдок а ведь я так усердно копил свои очки сами виноваты что посчитали меня слабаком я слишком часто использовал призрачное пламя устал просто жать как ожидалось от гениев различных стран снимать было тяжело хорошо выражай очки заслуг увеличились на 3280 даже если делю поровну с президентом это все равно большая сумма навык призрачного охотника маскировка какой же он сильный господин и он потрясающие он определенно является скрытым фаворитом турнира что с того он ведь явно утомился после битвы сейчас даже мы сможем его победить если отдадим такое количество регистраторов господина окита явно будем чедро вознаграждены погнали в бой отзвук магии эти крысята не смогли усидеть на месте я запросто от них избавлюсь остановитесь не нападайте на него этот мальчишка л дж хоть понимаю что ты сейчас делаешь чир ты возьми и почему такой бесхребетный нож товарищ если не заполучим за сегодня достаточно очков заслуг покида обозлиться да и я знаю но господин юня спас мне жизни да и вечера еще есть время я найду нам новую цель так что пожалуйста отпустите его не стоит за меня переживать я могу и сам разобраться а проклятие у него оказывается еще оставались сила если бы это же нас не остановил он бы уже с нами разделался валима простите господин юня не ожидал что они решат покуситься на вас прошу прощения мне пора а подождите не оставляйте меня это же вероятно еще не осознал что спасен был не ты а его спутники а скорее всего его сурово накажут по возвращению позаботишься в смысле позабочусь в отборочном раунде все являются врагами а с ним мы и вовсе виделись лишь единожды но ради очков окита я не против и вмешаться выглядишь хладнокровным и добросердечным не можешь быть чуть откровенным а честно говоря я не ожидал от вас с большой пользы поэтому я предоставил таким слабакам помощника на случай если вам не повезет и столкнетесь с сильным противником а однако все провалилось из-за непонятно менее объяснимой причины что до этой самой причины не смысл держать псина что не выполняют приказы мне очень жаль но господин я не спас мне жизнь я не мог остановить все как есть я умоляю вас дать мне еще один шанс а чего же так пугаешься я добрый бегемот так что вполне могу предоставить выбор размозжить твою башку или сравнять с землей твою страну решай сам как же это как же это выбор эй господин окита предложил выбрать одну из двух элджи придется расплачиваться за свой образ мышления а отважный почтенный хорошо оставьте мою страну в покое а так вот каков твой выбор а экспериментированное оружие демонический ужас форма дробовика а господин ион эм только мех обгорел пацан ты все же сделал это яростный древний зверь слияние навыков мастера боеприпасов шоковый рассеиватель и снайпер смертельный выстрел взрывная волна да кто этот пацана он явно так же силен как и лу мяулиня следует отнестись к нему серьезней синтезированный навык смог его только поцарапать насколько же высока его защита оценка да кто он вообще такой окита уровень 53 раса золотой бегемот класс древний воин зверь черта возьми она слишком большая черта возьми она слишком большая разрыв в уровнях да и полученная информация ограничена топот землетрясения со спины смена оружия тонфы как хочешь с 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 Или, мальчишка, рассчитываешь победить меня? Даю тебе два выбора. Быть затоптанным насмерть. Освобождение крови, золотый бегемот. Или быть раздавленным. Как же страшно. Он монстр среди монстров. Это истинная сила господина Окито. Но и тот парень хорош. Он может использовать любое оружие. Не говоря уже о куче разнообразных навыков. Раз не желаешь делать выбор, я сделаю его за тебя. Какая же крепкая плоть, а если использовать этот прием? Влияние навыков, рыцарь, воздушное рассечение и мечник. Превосходный выбор. Рассечение пространства. Бесполезно. Подобной атакой ты не навредишь мне. В мире рассчитывается более 500 стран. В мире насчитывается более 500 стран. И только клан Бемон смог возвести великую империю благодаря мощи бегемота. Причина тому заключается в их невероятной крепкой плоти и могучей селе. Господин Окито и вовсе золотой бегемот. А значит физически он еще сильнее. Золотой бегемот относится к легендарному бегемоту. Классической литературе это описано так. Тело его могущественное и нерушимо. Пока не вмешается божественная сила. А те, кто с трудом достиг силы божественного уровня, как минимум должны иметь четвертый ранг. Кроме того, скрытый класс древнего воина-зверя значительно укрепил его тело. Так что Окито, который является лишь мастером второго ранга, никогда не проиграет мастерам третьего ранга. Я не представляю, как одержать победу в этой схватке. Слияние навыков. Копейщик. Внезапный удар. Копейщик. 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 Да ладно! Слияние навыков. Маг. Огненный шар. Эдаос. Длони ветра. Обжигающая. Взрывная ладонь. Больно! Чтоб тебя! Похоже, твои внутренности не такие прочные, как твоя кожа. Обжигающая. Взрывная ладонь. Не волнуйся, в твоем теле еще есть несколько отверстий. Сколько минут ты сможешь прожечь, если прожечь дыхательные пути в твоих ноздрях? Не надо, братан! Я был неправ. Я отдаюсь, прошу. Не прожигай. Обещаю, что ничего не сделаю. ЛДЖ или его стране. Отпусти меня. Я ведь правда могу умереть из-за взрыва. Младший, давай на этом остановимся. Он такой же выдающийся гений и сможет проявить большую силу на поле боя через несколько лет. Вполне нормально прожигать свою жизнь. Давай сюда все регистраторы очков боевых заслуг. А ведь правда, довольно неразумно будет ослаблять будущую боевую мощь человечества. Держи. Пошли. Заветую нам, братца, сил для борьбы с миром тьмы. Запугивание маленьких стран. Криновое проявление способностей. А ты изрядно сегодня поработал? Отдыхай. Ночной королу? Отдых на меня. Да, хороша. Дерьмо. Дерьмо. Случилось нечто важное. Чего ты разлегся, младший? Дерьмо. Дерьмо. Случилось нечто важное. Чего ты разорался? Младший еще спит. Рассказывай уже. Эй, что произошло? Окита. Господин Окита. Его убили. Что? Что? А чем это ты? Окита мертв. А как это произошло? Хоть он и был серьезно ранен, но не смертельно. Я дрался с ним, так что имею представление о его силе. Только с точки зрения защиты он достиг третьего уровня и даже превосходит в ней некоторых демонов с тем же уровнем. Независимо от тяжести травмы, с ним не могли разобраться так быстро. Я не в курсе, как именно это произошло. На тот момент я спал. Я просто внезапно услышал какой-то шорох и обернулся. И только после увидел стоящих членов прихода. А рядом с ними тело Окита. Они даже пробрались на отборочный раунд, чтобы убить нас. Если бы я бежал так быстро, как мог, они бы и меня убили. Мне страшно. Меня даже несколько сотен человек из прихода не могли остановить. Так как они убили Окита. Раз располагаешь такой информацией, почему не рассказал об этом Зейду и тогда? Видимо, забыл. Правда? Но, судя по сказанному, выходит юный командир крупная рыбка. Избавимся от него и нанесем огромный удар по организации. Проблема состоит лишь в его поиске. Мой класс? Призрачный охотник. Я хорошо умею выслеживать и скрываться. У лагеря Окита еще должна была остаться и Хаура. Как только вернемся, я смогу выследить их. Если хотите, я покажу дорогу. Благодарю вас за твое мужество. Идем. Дерьмо. Третий принц Империи Бимон не подает признаков жизни. Подобное происходит впервые в отборочном раунде, когда умирает столь высокопоставленное лицо. В своем могуществе Империя Бимон уступает лишь пяти великим странам. Внезапно боевые заслуги у Мяолин и Юньчена стремительно возросли. И вскоре после этого умер Окита. Даже ребенок догадается, что произошло. Империя Бимон известна своей воинственностью. Как только новость просочится наружу, очень вероятно, что они разорвут дипломатические отношения с Юань Луном и могут даже объявить войну. Человечество не может себе позволить развязать гражданскую войну. Что же делать? Тишина. Это просто непредвиденный результат. Что тут такого? Эта территория известна своей опасностью и вполне логично. Ожидает несчастных происшествий. Возможно, Окита только начало. Поторопимся. Будем медвить и ауросейца. После чего их будет трудно отыскать. Да, хорошо. Кто здесь? Пришедший очень силен. Прошу прощения. Кажется, вы очень торопитесь. Как насчет немного задержаться? Ребят, мне нужны ваши боевые заслуги. Принцесса Люсья? К сожалению, у нас мало времени и мы не можем его тут терять. Нужно разобраться с членами прихода, пробравшихся на отборочный раунд. У меня нет времени драться с тобой. Уйди с дороги. Правда? А вот же жалость. На меня больше интересуешь ты, нежели прячащиеся крыты. Как же быть? Идите. Не тратьте время. А я разберусь с этой лицемеркой. Да, хорошо. О, господин Юнь просто оставил тебя и ушел. Похоже, ты не так уж ему и нравишься. Не нравлюсь, говоришь? Я очень даже нравлюсь младшенькому. Он просто верит в мою силу. Так ли это? Видимо, он будет разочарован. На нем сохранилось множество ран, следов от использования магической силы разных атрибутов. Существует более шести видов оружия, которые могут нанести подобную рану. Его убила группа людей. Да, господин Окито не мог так просто умереть. Эти темные пастушники жестокие и могущественные. Господин Юнь, вам следует быть осторожным. Мог и не напоминать. Я всегда держу бдительность. Что? Эл-Джи. Тем, кто убил Окито, был ты. Хотя я не понимаю, но кайт ты меня сюда привел. Но раз намеревался убить меня, будь готов умереть в ответ. Слияние навыков. Боец. Пробивной удар до ос. Сотрясающая нога. Юный командир, вы в порядке? Меня просто достали врасплох, из-за чего я чуть не умер. Повезло, что Талик оттравмировался. Я могу восстановиться. Рана зажила? Он принял зелье? Нет, зелье не настолько эффективно. Но у призрачного охотника нет навыков восстановления. Так что же это было? Даже вынадили меня использовать слияние навыков. Так он еще и на ноги встал. Подобной силой не могут обладать участники из отдаленных и маленьких стран. Похоже, мне следует отнестись к вам серьезней. Еще как серьезней. Янчан! Когда ты начал сомневаться во мне? Я с самого начала тебе не поверил. Первый день прибытия в священную империю попал в руки прихода. А после сбежал и смог добыть важную информацию. Слишком много удачных совпадений. Я все понял в тот момент, когда проявились следующие душу метки. Преследующие душу метка. Дело в том, что мне по счастливой случайности удалось встретить тебя. Скорее всего, ты давно меня заприметил и все ждал возможности сделать шаг. А что, если это правда совпадение? Территория экстремального льда обширна и не имеет границ. Нужно изрядно постараться, чтобы найти монстров, не говоря уже о человеке. Но ты смог так быстро выследить мое местоположение. Даже считаешь это совпадением. Скорее всего, я использую особенность своего класса, чтобы запомнить мой запах до начала раунда. Во время прибытия сюда, я закреплял свое местоположение. Ты же просто выбрал подходящее время для своего появления. Эй, это уже слишком. Я ведь даже защитил тебя разок. Перед Окетто, после того, как ты вступился за меня. Если не из-за доверия ко мне, то зачем же тебе это? Мне просто были нужны его боевые заслуги. А заодно и посмотреть за твоим представлением. Что до моей защиты, так она мне была не нужна. Если бы ты не заметил скрывающуюся Лу-Мяу-Линь, то объединился со своими напарниками, чтобы напасть на меня. Кажется, все так и есть. Хе-хе, какой же ты трудный. Неудивительно, что организация назначила за тебя такое высокое вознаграждение. Но что? Но это не имеет значения. Маскировка. В следующий раз от тебя и костей не останется. Маскировка всего лишь сбивает с толку. Сами они никуда не делись. Реакции от моего резонанса магической силы вполне хватит. Резонанс магической силы. Элджи, похоже, ничего не знает. Иначе бы они не стали так открыто нападать. Что? Уканился? Основной навык бойца. Пробивной удар. Основной удар бойца. Удар. Проклятие! С первого разберусь с вами. Темные щупальца темного понтифика. Темные щупальца темного понтифика? Выбора нет. Придется принять бой. Темный понтифик. Сложный класс. Навыки которого сосредоточены на контроле. То вызывает проблемы. Эта женщина в приоритете. Слияние навыков. Мечник. Скорость. И боец. Поступь ветра. Слишком быстрый. Умри. Какого черта? Разве темный понтифик смог поднять такой большой щит со своей силой? Так на ней еще и доспехи паладина. Ты не единственный, кто может использовать науки других классов. Темное щупальце. Друид. Пикирующий стерветник. Мастер. Взрывные клуки. Я отправлю тебя в ад. Божественная молния. Да кто они? У каждого из них по два класса? К тому же у них высокие атрибуты. Они явно поглотили что-то вроде сущности повелителя демонов. Мне все было интересно. Как им удалось убить серьезно раненого Окида? Но теперь кажется, что их силы вполне на это хватит. Тот парень использовал высокоразвитые навыки друида для достижения инерции. Что значительно усилило навыки мастера, сформированные... Что значительно усилило навыки мастера. Сформированная сила определенно имеет продвинутый уровень мастерства. Как и та женщина, которая использовала атрибуты паладина, чтобы компенсировать собственные недостатки. Да уж, трудноватый противник. Слушай, зачем ты там наблюдаешь? Взрывная пламенная волна! Использовал навыки мага, чтобы усилить навыки магического мечника. Неплохое комбо. Ассасин, вскрыти в тени. Ха-ха-ха! Наконец-то я выцепил возможность убить тебя! Берсерк, яростный удар. Ты умрешь от одного удара из-за скорости убийцы и вспышки Берсерка! А-а-а! Божественная молния! А как насчет навыков и атрибутов еще одного класса? Я уже встал от ваших трюков. Со своим уровнем вам не одолеть меня. Говоришь, нам не победить? Что за дядь из дома? Берсерк, безумие. Ты просто бесклассовый идиот, полагающийся на комбинирование начальных навыков! С чего решил? Что сможешь справиться с нами, обладающими двумя классами? Слияние навыков, боец, замашистый уклон, эдоос, разрозненные шаги. Призрачный шаг. Темный понтифик, темные шупальца. Паладин, удар святости. Призрачный шаг. Чума, сдохни! Эти ребята на полной используют навыки нескольких классов по сравнению со мной, которые могут использовать базовые навыки, а не просто на вершине. В прошлом, мне бы приходилось столько убегать от них. Взрывная половинная волна! Но сейчас, когда у меня есть слияние навыков, я могу полагаться не только на них. Ведь благодаря слиянию навыков, у меня их стало куда больше. Идя! С достаточным количеством начальных навыков, слияние навыков, я способен создать столько навыков. Чтобы справиться с любой ситуацией. Ассасин, клонирование. И шип теневого потока, теневые убийства. Теневая марионетка. Это еще что за штука? Вполне нормально, что ты еще подобного не видел. В конце концов, это уникальная сущность, которую могут создать только я. Теневая марионетка владеет всеми навыками ассасина. Применяет 75% атрибутов. Вперед! Развлекись с ним! В этой хренье! Высокий атрибут и ничуть не уступающий ему скорости! Подобное вообще не в рамках начальных навыков! Не создавайте из-за какого-то клана! Что это еще за странная смесь из навыков? Любишь фокусы? Не позволю обижать хозяина! Терновый захват. Ничтожный демон Шипапа! Смеет приставать ко мне? Нападаю! Снова используешь навыки паладина? Они ведь просто в качестве поддержки! Она... Прочно связала тебя! Блин, так куда собрался? Куда смотрите? Не хотите себе под ноги глянуть? Слияние навыков! Механик! Взрывоопасное устройство! И маг! Глаз бури! Проклятие! Западня! Бодлый ублюдок! Теремовая ситуация! Надо валить! Не сбежишь! А теперь пришел твой черед! Нет! Не приближайся! Элджи не показывался до самого конца боя! Даже его присутствие не ощущается! Может быть так? Может ли быть так, что, завидев праздницу в силе, он бросил вас и сбежал? Ты... Ты придаешь себе слишком большое значение! Считаешь себя достойной битвы с юным командиром? От начала и до конца нашей цели был не ты! От тебя просто решили избавиться заодно! Что? Я лишь второстепенная цель? Получается? Их истинная цель! Сяо Цзин! Они не стоят внимания! Обхвати их покрепче! А затем возвращайся! Хорошо! Слияние навыков! Мечник, скорость и боец! Поступь ветра! Быстрее! Еще быстрее! Ускоренный поступь ветра! Я должен успеть! Мяулинь, ты хороша, как и говорили в слухах! Поступить тоже непросто! Мне даже пришлось использовать 7 элементов! Достойно первой среди сверстников! Но на этом все! Мы уже обе выбились из сил! Так что определим победителя последним приемом! Постарайся его держать и не умереть! Тут больше не ей! А тебя заедут побеспокоить со своей жизнью! Особый предмет, накладывающий проклятие! Вот оно что! Похоже, это давно спланированная ловушка, нацеленная на меня! С точки зрения статуса и силы никому с тобой не сравнится! Даже ее нчанию или лысению! Мы можем быть спокойны, только избавившись от тебя! Хочешь сказать, что оно сильнее меня? Что за отвратные слова? Так вы и... Так вы и... Так вы и вырвал твой язык! Эй, принцесса! Лысине драться со мной во... В вашем нынешнем положении не лучший выбор! Или вы хотите рискнуть жизнью в битве с поспо... С посторонним человеком? Отлично! Убегайте сейчас же! Вы нам в случае, когда разберусь с лумяолинь, настанет ваш черед! А? Взрыв! Пока угрожала Лысине, она успела сломать костяное копье! Но у нее еще остались столько силы! Не, не стоило терять бдительность! Наш тестово! Не сбежишь! А? Мяолинь! Я отомщу за тебя в заключительном этапе! Ты можешь отдохнуть! Охотничья копья! Проклятье! Я была неосторожна! Я думала, что даже при... Если приход решит что-то предпринять... То их цель остается враждой и счастливой младшей! Не ожидала оказаться для них наиболее привлекательной целью! Даже не надейся! Казнь дракона! Призрачный охотник и его индракон! Не ожидала увидеть тебя обладателя двух классов, причем оба еще и скрытые! Мирные мир тьмы способны на удивительные вещи! Благодарю за комплимент! Такими будут твои последние слова! На самом деле! Я догадывалась, что темные верующие решат вмешаться под конец турнира! Поэтому каждый день думала о том, как бы защитить младшенького! Не думала, что кажусь той, кому будет необходима защита! К сожалению, тебя некому защитить! Никто этого не сделает! Ты ведь слышал, что он сказал? Младшенький! Йон-чан! Извините, президент запоздал! Просто вычитал тебя кредиты! Черт возьми! Эти отбросы провалились! Битва с Йон-чанем один на день не представляет из себя ничего сложного! Проблема! В последних силах Лу... Лу-Мяу-Линь! Если она будет отчаянно контратаковать, мне тяжко придется! Хоть убить и не удалось, цели свои я достиг! Вновь рисковать своей жизнью будет глупым решением! Он сбегает! Не отправишься в погоню! На него нет времени! Сейчас будет немного больновато! Потерпи, президент! Слияние навыков Священник, исцеление и друид, рост Рана зажила! Но что это за черная штука? Проклятие! Костяное копье, которым Элджи пронзил меня Особый проклятый предмет Который уменьшает атрибуты на 80% в течение 7 дней Вероятно, он ушел как раз потому, что дело было сделано Я владею навыками очищения Это очень сильное проклятие Даже верховному жильцу понадобилось бы 3-4 захода, чтобы снять его Рана зажила Но атрибуты сильно понизились И я в ослабленном состоянии Дальше действуй в одиночку Не откладывай сбор боевых заслуг Я найду тебя через пару дней отдыха Ты слаба и не можешь идти Я не оставлю тебя О, спасибо На самом деле, ты можешь справиться и без меня Не важно, насколько я слаба Я вполне способна защитить тебя при встрече с обычными участниками Отказаться от битвы И убежать разные вещи Вот говоришь про обычных участников А если столкнешься с темными верующими У них не только скрытый класс, а у них еще два Они предпочтут выгоде в битве забрать твою жизнь Проклятие На ком я им вообще сдалась Ясно ведь, что они питают злобу к тебе Не скромничайте От ваших рук умерло Не меньше членов прихода, чем от моих Но, возвращаясь к казанному Вы не кажетесь удивленными тем, что они обладают двумя классами Я уже давно знаю о подобных явлениях Все же, кто мой старик? Просто не ожидала, что их классы окажутся скрытыми Единственный способ заполучить двойной класс И использовать что-то похожее на сущность Повелителя Демонов Например, сущность Бога Войны Сущность Бога Закона Сущность Бога Войнов и так далее Для удобства мы все называем их сущностью Бога Войны Принцип производства сущностей Бога Войны Аналогичен производству сущностей Повелителей Демонов Для этого необходимо сердце человека четвертого ранга С этим эффективность становится выше Чем от использования сущности Повелителя Демонов С переходом на новый уровень Увеличивается количество атрибутов и навыков А также шанс человека заполучить наиболее сильный класс А второй класс LG Также является скрытым Это означает, что сущность от Бога Демонов Которую он заполучил Был от человека четвертого ранга Со скрытым классом Я думал Что двойной класс Нечто нереальное Так двойной скрытый класс И вовсе что-то за гранью Сколькими еще тайнами Обладает скрытый мир И в чем причина их участия В состязании на вылет Ах, мы пришли И подумать не могла Что мы прибудем к месту телепортации на четвертый день Согласно правилам Она откроется только на седьмой день Ах, у нас еще полно времени Сходи Поищи место, где можно Достать очки заслуг И меня С меня уже хватит Так еще И так еле ноги волочу Так что Подожду здесь окончание раунда Может Ты и балласт Но Без меня даже яиц монстров Собрать не сможешь Не говоря уже об остальном Кроме того Наших боевых заслуг Достаточно для попадания В топ-100 Так что Больше не зачем носиться Сломя голову Поэтому Давай пока Спокойненько Докнем Заключительный день Раунда на выбывание Ваша ж мать Вот же утомительная неделька Не говоря О ежедневных драках с людьми Нужно и с монстрами драта И еще и беспокоиться Кража сумки Вообще не спал Черт Жизнь моя жестенка Что это за запах? Вкусно пахнет Пахнет Традиционной едой Синелуна Может Ну и толпа Набежала Поесть вместе Не хотите? Только Несите свои миски И палочки Для еды Я не так уж и много Наготовил Офигеть Это уже слишком Мы тут херачим Каждый день До кровавых мозолей Они тут Кого-то жрут Мы точно На состязании Находимся Это вообще нормально? Особенно Лумяулин У нее все лицо В масле Увы На состязании В переводке Это не отпуск А? Свидание Какая разница? Черт Как ожила Далось От гения Синелуна Они могут Жить в комфорте Даже в таких условиях Вот так пропасть Между нами Пришло время Возвращаться Участники Прошедший Отборочный раунд Пожалуйста Пройдите Проход Позади меня Там находится Зона отдыха Вечером К вам придет Сотрудник За Регистраторами В завтрашнем раунде Примут участие Сотни лучших Участников По показателю Боевых заслуг Система телепортации С территории Экстремального льда Ведет только сюда Все так Это единственное место Через которое Проходит Каждый участник Для протокола Вот отлично Я собираюсь Передать важную информацию На отборочной Состязании Пробрались Темные послушники Их лидер Элджи Из королевства Саратиатан И каждый Их послушник Обладает двойным Классом Темные послушники Двойной Класс Вот так Шуткануло Будто люди Могут обладать Двумя Классами Кроме того Священная империя Приняла меры Предосторожности На каждый Из уровней И при входе Используются Мощные Рассеющие Артефакты Рассокрывающие Маскировку Всех Кто входит В город Как могли туда Пробраться Темные послушники Вот же Нелепая шутка По вашему Я похож на Шутника Достаточно Схватить Чтобы определить Их личность Хо Если Там и правда Темные послушники Нужно их Хотя бы убить Нельзя их выпускать Но Как ты хочешь Чтобы я Поверил тебе Мне Арестовать Лея Ириш Из-за твоих слов Не переживайте Я сделал Некоторые Приготовления Скоро Вы сами Все увидите Тишина Всем участникам Выстроиться В очередь Для отметки После Сможете Пройти дальше Проклятье Это еще Что за хрень Черт подери С дороги А? Кто это Там Нарушает Порядок Своими Криками Проблем Хотите? Не Хотите Быть Допущенными К состязанию? Из Моего Тела Незапно Выскочил Демон Шипов Что за дела? Это Навык Монстр Растительного Типа? Эй Отпусти Как вы Смеете Призывать Монстров Столицы? Эй Эти трое Участников Нарушители Порядка Схватить Всех И отправить Комнату Для Допроса Есть Главнокомандующий После Допроса И Оценивания Можно Подтвердить Что это Троица Из Прихода У Каждого Из Двойной Класс Чего? Ужасная Новость К счастью Нам удалось Ознаться Заранее До Тех Пор Пока Их Лидер Элджи Не Сквачен Независимо От Плана Их Организации Он Был Прерван Верно Говоришь Я Найду Того Кто Сможет С Этим Разобраться Ты Заслужил Хорошая Служба Вовремя Захватив Темных Послушников Возможно Нам Стоит Выпить И Отпраздновать Данное Событие Младшенький Ну и ты Плохиш Приказал Демону Шипов Оставить На них Свои Семена Слышал Трех Темных Послушников Арестовали Это Теперь Можно Сдохнуть Спокойно Это Просто Подстраховка Во всяком Случа Элж Не сможет Принять Участие В завтрашнем Финале Кстати Президент Как ваши Дела Удалось Развеять Проклятие Неа Я обошла Всю столицу Но все Специалисты Третьего ранга И выше Связанные С нужным Классом Заняты Спасением Людей Почти Все Спасаемые Являются Участниками Состязания Отличие Заключается В том Что большинство Участников Приехали Из крупных Стран И многие Из них Пользуются Популярностью Пяти Великих Странах Большинство Умерло Или Находится В коме Участники Топа Подверглись Проклятию И не могут Участвовать В следующем Раунде И боюсь Многие Тяжело Ранены Или Убиты Учитывая Все это Священная Империя Лишь Доявила Что Конкуренция Была Ожесточенной А потери Это нормально Подобная ситуация И представить Нельзя было В прошлых Турнирах Должно быть Это дело Рук Прихода Но Какова Их цель Убить Гениев Разных Стран Дурное У меня Предчувствие Но Как бы то ни было Их Клону Пришел Конец Младшенький Мое Участие В состязаниях Подошло К концу Принудительное Участие Только Опозорит Сеню Забирай Мои очки Боевых заслуг И постарайся Там О Я Приложу Все силы Дамы и господа Добро Пожаловать На арену После Первого Раунда И жестокой конкуренции В отборочном Состязании Мы Отобрали Сотку Сильнейших Гениев И Сегодня Эти Сто человек Сойдутся В жестоких Боях На арене В соответствии С практикой Во время Боев Будут проводиться Прямая Трансляция Просим Участников Пройти На арену Полюбуйтесь Этими Гениями Донпунский Колледж Я Никогда И мечтать Не смею Что однажды Наш участник Примет участие Во всемирном турнире Для меня Большая честь Быть его Учителем Хм Чертов Ченюаня Какому-то новичку Удалось Так возвыситься Лишь из-за удачи Быть замеченным Директором Ах Даже Замдиректор Относится к нему Как к равному Проклятие И почему В моем классе Нет таких учеников Академия Цзэннань Вау Состязания Вот-вот Начнутся Студент Нашей академии Выступает На мировой арене Скорее Идите сюда Вместе Смотреть Куда интереснее Продаю Попкорн И комплексные обеды Одна порция Один кредит Смотрите Это мой братик Мой брат Тоже участвует Братик Самый крутой Довольно удивительно Что моя дочурка Стала Интересоваться Каким-то Состязанием То-то мальчик Получил ожерелье От тебя А у тебя Глаз наметан Нам не говори Мам Не говори ерунды Лучше следи За турниром Я просто хочу Понаблюдать И научиться Сражаться Как эти силачи Все не из-за Этого парня Все участники Вышли на арену Как обычно И бывает Сейчас Мы объявим Рейтинг Боевых заслуг На отборочном Состязании Давайте глянем На рейтинг Наших участников Что Принцесса Сильный Синий Только на втором месте Чего за шутки На первом месте Как на нем Оказался человек Из маленькой страны О которой никто И не слышал Где О-о-лу-мяу-лини А-о-о-кита Где лучшие игроки Пяти великих стран И что делает Придурок Из Синий Луна На третьем месте За этим явно Стоят какие-то Махинации Он же все еще В рейтинге Куда смотрит Организатор И его Не признали Как темного послушника Невозможно Стоит Не поднимать шум Из-за такого Пустяка Самое захватывающее Только начинается Он мог Тут оказаться Лишь по одной причине Надеюсь Что моя догадка Кажется ложной В этом состязании Участники Будут сражаться В случайных парах Чем выше рейтинг Тем больше ресурсов Получит страна А сейчас Я объявляю Об официальном начале Второго раунда Всемирного турнира Постарайтесь Добыть ресурсы До своей страны Органи Довольно интересный способ Выхода на арену Но что еще интереснее Так это то Что я столкнулся С бесклассовым придурком В первом же бою Королевство Мохан Альбарон Уровень 49 Класс Некромант Эта битва Закончится Одно мгновение Призыв нежити Скелет солдат Призыв нежити Скелет рыцарь Призыв нежити Скелет лучник И правда Пора битве Закончится Скелет рыцарь Что самое то Закончает темную ауру Откуда у него второй класс И от него исконет темная аура Он что Из прихода Невозможно Темные послушники Вонючие Канализационные крысы Они не стали бы Так открыто Появляться Так вот Какого Использовать Все силу Свежает Ублюдок Хоть я и не знаю Как тебе удалось Прибраться На турнир Ну раз уж И решил Показаться Передо мной Прими Смерть Вау Это Тамплиер Клест Тия Кристин Он Ничью Сразился В бою С тремя Руководителями Его Заслуженно Гением Прозвали Вперед Прикончи Этого Зазнавшегося Темного Посланца Где Она Откуда Столь Слабого Насекамого Это Смелости Что Тебе Ее Придает Истинный Гений Королевства Тия Умер После Одного Удара Убил Без Колебаний Темный Послушник Зла Чувствую Скоро Произойдет Что-то Грандиозное Ха Видели Это Слабые Человечешки Как Бываши Военные Не пытались Скрыть Новости От Этого Факта Им Не Избавиться Мультикласс Существует Если Желаете Прести Подобную Силу Еще Не Поздно Начать Служить Всевышнему Господину После Я Перебью Ваших Так Называем Гениев Одного За Другим Встретись Со Страхом Темного Мира Ублюдок Приход Успели На Старик Заснаться Думал Чего Это Гений Этого Турнира Бездействует Поторопитесь И убейте Его Черт Бо Его Попрал Не Важно Он Жиген Нашей Страны Пускай Побудется Высокомерным Двойной Класс Правда Существует Да И Выглядит Довольно Сильным Если Удастся Его Заполучить Не Вижу Ничего Плохого В том Чтобы Присоединиться К ним Проклятие Как У меня Могла Восникнуть Мысль О Предательстве Человечества Но Случится Мочево Черт Побери Как Все Могло Дойти До Подобного Чем Вы Там Занимаетесь Отрубайте Трансляцию Спокойно Лжи Объявил Войну Гением Всего Человечества Отключение Трансляции Только Вызовет Лишнее Подозрение Сяко Лучше Чем Пустить Все На Самотек Если Он Сможет Занять Первое Место Люди Потеряют Уверенность В своем Будущем Их Воральный Дох Станет Ниже Некуда Думается Именно В этом Заключается Цель Их Организации Они Пытаются Использовать Мировой Турнир Чтобы Проинформировать Весь Мир О Существовании Двойного Класса Вызвав Панику Среди Людей Они Смогут Привлечь К себе Людей Жаждающих Силы Как же Нам-то Добыть А Почему Бы Не позволить Ему Продолжить Участвовать В турнире С нами Мо С нами С нами Могущество Принцессы Лиссини Она Разберется Слабо Слабо Слишком Слабо И это Так называемые Гении Они Рассе Слабаки Проиграли Все Кто Участвовал Окма Из Королевства Белого Орла Иловский Из Империи Серного Индведиа Они Все Топовые Гения Но Умерли От руки Элджа У Того Парня Не Толик Навыки Скрытых Классов Но И Значение Всех Его Атрибутов Смехотворно Высоко Неужели Никто Не сможет Его победить Если бы Этот Ублюдок Не воспользовался Отборочным Раундом Чтобы заранее Разобраться С угрожающими Ему Противниками Сейчас Бы Все было Иначе Будь на Пике Своих Сил Я бы Прямо Сейчас Раздавила Его Проклятие Кто Следующий Кто Желает Умереть Следующим Убийства Этих Людишек Для меня Недостаточно Давно От сильнейшего Смехотворения Он обязательно Спасет своих Последователей Как делала Это раньше И Перевернет Ситуацию Только такая Благородная Элегантная И могущественная Женщина А может Идалять Такого Зводея Как Элджи Кстати О битве С Элджи Я тут Нашел Крайне Сильного Парня И Направили Своё внимание На Элджи Совершенно Забыв Про него Он Похож На Элджи И до сих Пор Не Проиграл Ни одного Боя И Скорость Которой Он побеждал Противников Сравнима С Элджи Или даже Ещё выше Чем у него Он Участник Из Начинается Сильнейший Гений Священной Империи Девушка Которой Заводится Бог Весны Против Тёмного Послушника Предвременное Начало Финала Прошу Всех Насладиться Её Позой Принцесса Лисини Несёт Себе Наши Надежды И обязательно Покорать Тёмного Послушника Убейте Его Приконьте Пусть Познает Насколько Глупо Было Предавать Человечество Даже Если Пса Прихода Убить Не можем Что Уж Говорить О победе Над Простыми Демонами Как же Забавно Таких Людишек У меня Ещё Захреначить Прежде чем Они Закроют Свои Хлебальники В моих ушах Они звучат Как чудесные Звуки Природы Во время Отборочного Раунда Ты использовал Гнусные Уловки Чтобы Побить Почти Всех Лучших Гениев И Будь Они Все Здесь Решился Вот И Так Раскрыть Себя Довольно Жалкие Убийства Неудачников Не Переоценивай Себя Какой Пугающий Наваг Даже Мастер Третьего Ранга Не смог Бы Его Выдержать Как Ожидалось От Принцессы Она Супер Крутая Ты Ублюдка Пойди Уже Разорвала На Куски Да Исчез Нет Должно Быть Использовал Маскировку Он Может Где Угодно Моя Благородная Принцесса Когда же Ты Это Смотришь Его Атрибуты Слишком Высоки И Как Мне С Нем С С Нужно Разорвать Дистанцию Синий Калец Ты Что-то Не Поняла Ты Серьезно Посчитала Что Я Отпустил Поскольку Боюсь Тебя Ты Серьезно Посчитала Что Я Отступил Поскольку Боюсь Тебя Мне 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 Нравится Сводить Риски К Минимуму Дыхание Глаза Бури Шамана Бури Как Как Тебя Ты Так У Тебя Три Скрытых Класса Поздравляю Угадала Столь Умная Девушка Заслуживает Дополнительные Награды Отправлю Тебя Прямиком В мир Тьмы На Милость Уладыки Нет Нет Чего это Вы Зачихли Не вы Или Недавно Радостные Вопили Продолжайте Как Такое Могло Произойти Принцесса Принцесса Лютина Она Прыграла Ее Даже Отправили В мир Тьмы Я Подобного Даже Представить Не мог Какие Мучения Ее Там Ожидают Не могу Поверить Столик Ведь Гениев Участвует Один Единственный Темный Послушник Сих И победил Даже Битвы На Измор Его Не взяли Ты Мой Следующий Противник Нет Я Воздержу Меня Автоматически Телепортировал Я Не хочу Драться Не хочу Умирать Выпустите Меня Я Не буду Драться Он Ведь от Меня Отбивной Отбивной Сделает У него Ведь Целых Три Скрытых Класса Может Даже И Четвертый Есть Сражаться С таким Монстром Значит Умереть Помогите Даже Принцесса Люстини С ним Не справилась Как Мы Сможем Я Не хочу Драться Не хочу Умирать Телепортируйте Меня Отсюда Я Хочу Выбить Из Турнира Исключите Меня Гений Это Так Называем Человеческие Гени Другие Участники До смерти Перепуганы Из-за Проигрыша Принцессы Какой Смысл Говорить О победе Над Демонами Если Даже Не Можем Подчиниться Если Даже Не Можем Подчиненной Шавкой Справиться Все Кончено Нашему Миру Конец Стойте Похоже Еще Остался Человек Не Боящийся Его Он Даже Добровольно Пришел На Площадку У нас Еще Есть Нездавшийся Гений Он Не Боится И Не Собирается Сдаваться Он Хочет Биться Пришла Пора Заканчивать С этим По Фарсам Где-то На Болотах Нежити Не Не Удивительно Что Ваш Стаб Было Так Сложно Найти Вы Разместили На территории Монстров Ваша Опорная Тачка Вся Луни Была Прикрыта Военными А Местное Логово Уничтожено Мной Хочешь Еще Что-то Сказать Сядь Сынчана Разве Ты Не Ушла В отставку Живя В качестве Учителя Зачем Нацелилась На Нас Организация Приход Президент Эльвик Хочешь Сказать Что Мне И на Крысят Походиться Уже Нельзя Тем Более Если Это Большие Крыцы И Похоже Тебе Совершенно Все равно Но То Что Ваша Организация Была Уничтожена Уничтожена Если Кто И не Понимает Сей Ситуации Так Это Ты Ся Чен Чен Прямо Сейчас Мой Сын Показывает Сему Миру Всю Мощь Мульти Класса Доминируя В турнире Наслаждаясь Убийствами Увидевшие Это Люди Будут Охвачены Отчаянием Ради Выживания Или Большей Силы Они Предпочтут Стать Темными Послушниками И Отправиться До Даже Если Уничтожила Наш Штаб Что С Того В течении Трех Лет Организация Возродится Еще Большими Силами Чем Сейчас Второе Человечество Будет Уничтожено Сказанное Тобой Действительно Могло Бы Поразойти Но Основой Всего Является Ваш Юный Командующий Который Должен Добиться Окончательной Победы Но Прямо Сейчас Он Столкнется С Непределимой Вершиной Юнчана Я Давал Тебе Шанс Выжить Но Ты Предпочтешь Умереть Подходи Я Помогу С Этим Серьезно Как-то Не Припомню Чтобы Ты Щадил Кого-то Это Когда Он Успел Обойти Меня Эти Участники Не Так Сильны Как Ты Но Они Никогда Не сдавались И боролись С тобой Будучи Людьми До Последнего Момента Они Отличаются От Тебя Готов Стать Послушной Собачкой Демонов Роди Тилы Даже Если Они Сейчас Погибнут Основной Навык Шамана Небольшой Вихрь Они Заслужат Себе Слава Будучи Проигравшими Тот Парень Ведь Юньчен Хоть И не так Известен Во всем Мире Он Чем-то Отличается От других Парней Если Это Он Возможно Ему Удастся Страдить Эту Мразь Кажется Ты Собираешься Вернуть Людям Проблес Надежды Но Я Просто Обожаю Их Сокрушать Убийца Драконов Радушный Рывок Снова Он Демонический Пламенный Ураган Безумный Штарм Да Как Это Я Ведь Благословлен Высоким Атрибутом Скрытых Классов И Все Равно Потерплю Поражение Иллюзия Клоны Это Мультимираж Призрачного Охотника Будь Осторожен Именно Потому Что Принцесса Летине Не успела Разобраться С ситуацией Все Таки Приходили По клонам Шокерон Да В этом И заключается Сила Призрачного Охотника Ты даже Не успеешь Понять Как умрешь Слияние Навыков Боец Дюймовый Удар Даос Сокрушающий Кулак Как минимум Я знаю Как умрешь Ты Вот Это Он его Прокинул Юнчин Такой Сверепый Темный Послушник Стомная Игрушка Для него Его Противник Умер Нет Он Еще Жив Так Его Раны Еще Быстро Заживают А Я получил Благословение Одного Из 72 Победителей Демонов Мое тело Бессмертно Тебе Не убить Меня Даос Дробящий Шок Боец Пробивной Удар Тогда Сделай Из тебя Мясную Отбивную Тогда Сделай Из тебя Мясную Подливу Безумная Затаптывание Блядок Все Не угомонишься Янчен Ты Похоже Еще Не осознал Ситуацию Ощущение Он Уже Не Человек Я Поглотил Две Сущности Бога Войны И Заполучил Три Скрытых Класса Уничтожи Бесклассовый Вроде Тебя Просто Моя Подделка Призрачный Охотник Режим Охоты Убийца Драконов Сила Убийцы Драконов Шаман Бури Контроль Бури Я Поставлю Тебя На Место Прозающая Копья Какая Неизыблемая Мощь У навыка Его Мощь Выше Чем У Предыдущего Его Атрибуты Нереально Высокие Так Он Использует Навыки Трех Скрытых Классов Сразу Даже Трудно Представить Насколько Он Силен Все Кончено Подобно Могущественную Силу Можно Представить Только В мире Тьмы Ты Испытаешь Это На Собственной Шкуре Как Он Мог Остановить Мою Так Что Происходит Нравится Складывать Атрибуты Как Пожелаешь Слияние Навыков Магический Магический Мечник Обезглавающий Пылающий Меч Берсерк Яростный Удар Вот Это Да Эту Арену Специально Подготовили Для Турнира Даже Мастерам Третьего Ранга Будет Сложно Ее Разрушить Но Она Все Равно Все Уничтожена Один Страшнее Другого Проклятье У меня Три Сущности Бога Войны Так Какого Чарта Не Могу Одолеть Тебя Потому Что Очень Важно Заниматься Отжиманиями Отжиманиями Ты Ведь Говорил Что Я Не Смогу Убить Тебя Я Принял Благословение Высшего Поверителя Демонов Даже Если Уничтожишь Внутренние Органы Кости Или Мышцы Я Не Умру Тебе Ведь Придется За Изрядно Заплатить За Нахождение В Такой Форме Ведь Так Ты Будешь Чить Единственную Кто Умрет Правда Слияние Навыков Маг Огненный Шар Магический Мечник Бушующее Пламя Этот Прием Атаками Не Убей Бессмертного Так Сожги Заживо Ни За Что Не Поверешь Что Он Останется Жив После Такого Победа Он Победил Сожги Его Сожги Его Сожги Его Десятки Тысяч Сил Накладывает Сильные Дебафы Из-за Которых Атрибуты Буквально Сводят Сводятся К нулю Сейчас Мне будто Трудно Справиться Даже С Человеческом Обычного С Человеком Обычного Класса Как Кстати Все это Закончилось Победил Он Смог Победить Три Скрытых Класса Бессмертные Тела Тебе Не Победить Нас Людей О Мира Еще Есть Будущее Герой Йон Чен Настоящий Герой Погодите Не Верю Своим Глазам Рука Того Парня Только Что Пошевелилась Что Он Двигается Боже Так Он Не Смог Убить Его Все Кончено Йон Чен Находится В ослабленном Состоянии И Больше Не Может Биться Все Что Ты Придумал Просто Сжечь Меня Заживо Ты Слишком Наивен Просто Сжечь Ты Слишком Недоцениваешь Мое Магическое Пламя Оно С Ранга И Обладает Эффектом Сжигания Души Даже Если Твое Тело Бессмертно Что С Того После Долгого Пребывания В Пламени Твоя Душа Уже Начала Разрушаться Черт Возьми Сознание Рассеивается Так Это И Есть Ощущение Смерти Может Я Умру Но И Он Лишится Жизни И На Случа Рано Или Поздно Он Обратится Катастрофой Для Мира Тьмы Это Это Плохо Повелители Демонов Прошу Прими Мою Последнюю Жертву Обратные Врата Закреп Божественная Молния Решу Контератаковать Перед Смертью Подобные В пределах Моих Ожиданий Оставшиеся Магические Силы Будет Достаточно На Совершение Последнего Прыжка Закрепил На Печать Последование Души Пока Она Активирована Он Не Умрет Черт Скачок Не Работает Младший Опасно Чуть Не Затащила Президент Вам Не Следовало Идти Сюда Печать Преследования Души Активировалась Этого Навыка Не Не Избежать Что? Что Что Стало Что Ты Зелен Все Победа Казалась За Мной Нужно Ли Мне Говорить О том Что Приходится Нужно Ли Мне Говорить О том Что Происходит С Человеком Попавшим В мир Тьмы Их Убивают Демоны Черт Возьми Он Ведь Почти Победил Чертов Темный Послушник Раз Не Спок Победить Решио Принести Жертву Проклятие Как же Так Бред Какого Черт Отворят Организаторы Почему Мастера Четвертого Ранга Ничего Не Предприняли На протяжении Всего Турнира Чем Они Занимаются Смерти Желает Не Следовало Отправлять Их Участвовать В турнире Деканья Случилось Ужасное Скорость Течения Времени На площади Академии Резко Изменилась Окружающие Здания И деревья Начали Разрушаться И подвергаться Атмосферному Давлению Так еще И многих Учеников Затянуло Юньтан Утратила Контроль Над Навыком Бежим Скорее Ни в коем Случа Не приближайтесь К ней Я Только Что Находился Рядом С ней И за Это Время Половина Моего Тела Постарела Да Кто Эта Студентка Братец Братец Окончательная Победа За нашей Организацией Единственный Гений Способный Победить Элджи Паула Человечество Сложи напасть В отчаянии Ха-ха-ха Ты еще Смеешь Смеяться Попробуй Еще раз Посмеяться Смейся Продолжай Смеяться Госпожа Мистер Юньчен Его Просто Перенесло В мир Тьмы Он Не умер Я и сама Хотела Отправить Его Туда Но Он Оказался Там Несколько Раньше Я верю Своей Интуиции Подобная Тяжелая Ситуация Не станет Для него Помехой Так это Мир Тьмы Как и Говорила Учитель Ся Отличается От Представлений Черт Чуть Не забыла Что местный Воздух Пропитан Дыханием Тьмы На меня Он может И не влияет На президента Другое Дело Держись Основной Новый Жреца Отчищения Я Все еще В ослабленном Состоянии Даже Если Выпью Зелье Маны Придется Использовать Очищение Еще Несколько Раз Вот же Это Демона Люди Черт Под Ледишки Пришли Они Хотят Уничтожить Даже Деревню Страшники Помогите Не дай ему Убежать Не двигайся У меня И так Сил Толком Не осталось В этом Мире Темная Аура Безгранична Очищение Лишь Отсращивает Неизбежное Тебе Нужно Адаптироваться К окружающей Среде Иначе Рано или Поздно Обратишься Монстра Я Знаю Уже Работаю Над этим Ничтожная Темная Аура Даже Не думай Разлагать Меня Сработало Два Моих Последних Элемента И Ян И среди Них Элемент И Чем-то С ней Схож Это Меня Сильно Выручило Но Судя по всему Еще не Время Расслабляться Призленные Люди Должны Сдохнуть Принесем Их Трупы В жертву Богу В атаку Объемы Они Не так Уже Сильны Их сил На уровне Первого И второго Ранга Но Мне Нужно Еще Полчаса Чтобы Сошло Ослабленное Состояние Да и Президент Не в лучшем Состояние Вступать В бой Будет Плохой Идеей Чего? Разумеется Что сооружаться Сейчас Не вариант Младшенький Поторопись Так решительно Так решительно Сбегают Погоня Не дайте Им Сбежать Дальняя Атака Они Явно Меня Испытывают Будь Внимателен Не Упади Идеальное Уклонение Как тебе Моя база Неужели Ухода Бежать Кровавая Младшенького Пожалеем Слабыми Демонами Что за метод Он Использует Но У него Неограниченный Потенциал И с каждым Днем Становится Только Сильнее До тех пор КПК Продолжает Расти Он Принесет Человечеству Бесчисленные Возможности И я Готова Отдать Свою Жизнь За него Она Того Стоит Бриято Никто Из вас Не Выживет Младший Я На Пределе С твоим С твоими Мозгами Ты должен Найти способ Немного Потянуть Время Пока Ослабление Не спадет Окончательно Наше Свидание Подходит К концу Сдохни Нет Оно Продолжится Младшенький Как Твое Ослабление Спало Не Совсем Еще Три Секунды Но Этих Трех Секунд Будет Достаточно Непобедимый С плюс Дает Иммунитет Ко всем Видам Атак А также Контроля В течении Трех Секунд Как Житака Этот Парень Тоже Проблема Вперед Убейте Его В Убре Черт Человек Сдох Не Слияние Навыков Три Маг Огненный Шар Боец Удар Два Один Рассеивающий Блокомагический Удар Наконец-то Все закончилось Не факт Мы столкнулись С этими демонами Случайно Но Если не будем Справляться С подобным Ситуация Когда на нас Устроят погоню Станет неизбежной Кроме того В этом направлении Находится Что-то Что заставляет Меня волноваться Здесь появилась Аура Метки Преследования Душа Ты уверен Что это люди Вы ведь Поверитель Демонов Великого Клана Демонов Разбитой Ночи Чего бы мне Обманывать вас Это абсолютная Правда Судя По всему Опис Судя По твоему Описанию Этим человеком Вляется Юньчена Но мне Неизвестно Каким образом Ему удается Скрывать Ауру Метки Преследования Души Придется Его Выслеживать Вы Позволите Тому Проклятому Человечешке Сбежать Сбежать Они Не смогут Потому что В конце Их ждет Лишь Путь Смерти Там Находится Бескрайний Запретный Горный Хребет Легендарная Земля На которую Божество Запретило Заходить Никто Не смеет На нее Ступать Не говоря Даже О Королях Демонов Семидесяти Двух Столпов Они Будут Заперты Там И Не останется И Мне Останется Лишь Догнать И Поприветствовать Двух Людей Ожидающих Своей Смерти Младшеньки Что мастер Мастер Занял Первое Место Во всемирном Турнире И За выполнение Задания Будет Выдана Награда Самого Высокого Уровня Завершено Чемпион Всемирного Раунда Награда Пространственная Среда С плюс Награда Камень Преодоление Предела С Зелье Удачи Чистый Черчеж Доспехи Самое Время Получить Награды За выполнение Задания Пространственную Среду Можно Использовать Для создания Пространственных Сокровищ Расширение Пространства В рюкзаке И оно Крайне Податливо Многие Влиятельные Шишки Используют Ее Для создания Портативных Дворцов Таких Как Сокровищ Ницучитель Ося Эффект Камня Пределения Предела Куда Проще Он Может Позволить Предмету Экипировки Или Обычному Предмету Пределить Предел своего Класса И достичь Более Высокого Уровня Об Эффекте Зелья Удачи И Говорить Нечего И еще И пустой Черчеж Про который Я ничего Не слышал Судя по всему Это особая Награда Которую Может Выдать Только Система Эффект На Набора Зависит От Материалов Если У меня Будут Хорошие Материалы Получится Изготовить Качественную Броню Ты Чего Ты Там Делаешь Иди Завтракать Повезло Что В моем Рюзаке Осталось Много Мяса Монстров С территории Экстремального Холода Иначе Нам пришлось Не сладко Но С другой Стороны На этой Бесплотной Земле Нашлась Деревня Хотя И Разрушенная Похоже Она уже Десять Эрития Как Заброшена Но Это Всяко Лучше Чем Спать Под Открытым Небом Президент Вам Не показался Турнир Каким-то Странным Для Столь важного События Мирового Уровня Священная Империя Должна Нанять Мастеров Четвертого Ранга Но Они Ничего Не предприняли От Начала И до Конца Согласно Правилам Отборочного Роланда Допускаются Только Базовые Зелья Даже Еду Убрать Запрещено Но Элджи Принес С собой Особый Предмет Для Проклятия Даже После Того Как Я Сообщил Об Инциденте С Темным Послушниками Он Все равно Продолжил Участие В Турнире Если Моя Догадка Верна Скорее Всего Не Говори Я Знаю О чем Ты Думаешь Но У нас Нет Доказательств Это Лишь Догадки Самое Главное Для Нас Сейчас Преодолеть Стоящие Перед Нами Трудности Похоже Вы Уже Определились Выбором Но Боитесь Глянуть Правде В Глаза Ешь Скорее Нам Пора В Путь Младший Это Есть Наш Пункт Назначения Не Нравится Оно Мне Как Не Не Нравится Она Мне Как Не Посмотри Но Это Единственное Место Куда Мы Можем Пойти Внезапно Появившиеся Люди Убивают Кучу Демонов Это Должно Было Стать Важным Событием Если Повернем Назад Столкнемся С Тупиком Я Я Использую Свои Навыки Для Исследования Окрестностей И Не Наружу Никаких Приснаков Жизни В радиусе Тысячи ли С Нашими Запасами Продовольствия Далеко Мы не Уйдем Остается Только Двигаться Вперед И Меня Заставляет Волноваться Еще Одна Вещь Я Ищущаю Необъяснимую Знакомую Ауру Что же Находится На горе Текстура Очень Твердая И Не похоже Что мы Сможем Пробить За счет Физической Силы Боюсь Мы тут Застряли Дай мне Попробовать Младшенький Что ты Только Что Сделал Да Ничего Я Не Делал Оно Само Открылось Кто Ж Знал Что Там Пещера Это Останки А что Что В них Скрывается Труп Не Дрогай Может И Похоже На Какое Это сокрытое Сокровище Лучше Не Трогай Что Еще Интереснее Так Это То Что Эти Гробы Вызывают Во мне Очень Знакомые Ощущения Что Трогай Трогай Что Это Как Это Понимать Нет Ведь Никакого Способа Проникнуть На запретную Землю Но Она Открыта Невозможно Абсолютно Невозможно Должно Быть У меня С Глазами С Проблема Но Она Вне Всяких Сомнений Открыта Согласно Легенде Десятки Лет Назад Бескрайние Горы Внезапно Просто Упали С неба Сопровождаемые Божественным Светом Они Вызывали Видения Небес И земли И Последствия Их Появления Привели К тому Что Все Живое В радиусе Тысячи Лет Было Уничтожено Даже После Прошествия Десятилетий В Даже После Прошествия Десятилетий В них Так и Не зародилась Новая Жизнь Только Бог Способен На Такое И Его Поступок С уничтожением Всего Живого Скорее Всего Является Предостережением Посторонним Кот Воспрещён Поскольку Это нечто Неиспосланное Богом Стоящими На вершине Повелителями Демонов Семистым Столпами Завладело Искушение После Десятка Лет Искушений Обнаружив Что Бог Не проявляет Никаких Признаков Ответить Все Решили После Десятка Лет Искушений Обнаружив Что Бог Не проявляет Никаких Признаков Ответить Все Решили Объединиться В результате Какие бы Действия Они не Предпринимали Войти Они не смогли Из-за чего В конечном счёте Им пришлось Сдаться Вместо Которые Не могут Проникнуть Высшие Повелители Демонов Сейчас Открыто С подобным Мне точно Не по силам Будет справиться Одному Я должен Отчитаться Об этом Госпоже Донья Вау Проклятие Наконец-то Исчезло Младшенький Нам следует Сейчас Вдуматься О том Как бы Вернуться Обратно Домой Младшенький А Что это С тобой Ты Все Какой-то Задумчивый После того Как увидел Те гробы Они Тебя Беспокоят Тоскуешь По дому Есть Немного Но Больше Я переживаю За секту Меня Конечно Беспокоят Те гробы Но Не могу Понять Почему Нет Смысла Над этим Задумываться Что До Способа Вернуться Домой Не сказать Что Его нет Все же У меня При себе Крест Перерождение Если Мру То Воскрес Моего Возвращения Прямо Сейчас Она Сможет За себя Постоять Что В одиночку Хочешь Поднести Себя Демоном На Блюдечки Не пойду Не пойду Туда В человеческой Форме Как-то Так Теперь Я похож На Демона Вау Вот это Красавец Похож На члена Клона Темной Ночи Но Чем-то Отличается Думаю Он Полукровка Различие Во внешности Имеется Но Образ Жизни Демонов Не особо Отличается От Образа Жизни Людей Не вижу Научно-технических Примочек Возможно Они просто Не Развивались В этом Направлении А может Дело в том Что они Привыкли К нынешним Условиям Если Все Так Это Самое Подходящее Место Для Получения Информации О Посетитель Из города Темной Ночи Чем Могу Помочь Подайте Ваше Фирменное Блюдо Похоже Демоны Тоже Делятся На Расы Поскольку Из пользы Новок Королевы Ночи Моя Внешность Схожа С представителями Расы Темной Ночи Начну Собирать Информацию Основной Навык Охотника Усиление Восприятия Эй С чем Чертому Лордом Покончено Моему Сыну Только 16 Исполнилось А его Уже Отправили В бой Как Пушечное Мясо Вышел Корос С улицы Лата Слюб Стал Средним Демоном Здорово Когда Уже Цены На Жилье Снизятся Слишком Много Бесполезной Информации Нужно Отфильтровать Уважаемый Ваше Фирменное Блюдо Три Щупальца Дьявольского Осьминога И Болотная Газировка Угощайтесь Ваш Счет Три Монеты За Демонического Три Монеты Из Демонического Кристалла Хорошо Что Письменность И язык Схожи С человеческим Миром Это Избавило От многих Проблем Вот Держи У Обитых Мною Демонов Было Много Всякого Барахла Даже Деньги Что Касаемо Блюда Надеюсь Мой Желудок Сможет Это Выдержать Вкус Все же Неплохой Но Когда Начинает Думать Что В моем Желудке То Щипальца Начинает Подтошнивать К счастью Оно Того Стоило Всего За день Я получил Довольно Много Информации В отличие От Мира Людей В мире Дьмы Не Была Внедрена Игра Но Все Живое Здесь Наполнено Магической Силой Из-за Большой Разновидности Магических Сил Мир Тьмы Не Стал Родеваться В научно Техническом Направлении Кроме Того Иерархия Демонов Отличается От Представляемой В мире Людей Существует Четыре Типа Демонов Низший Демон Средний Демон Высший Демон И Король Демонов Они Соответствуют Рангам Классов Мир Людей Первый Второй Третий И Четвертый Высшие силы Высших Демонов Называются Королями Демонов И У большинства Из них Есть Своя Собственная Территория Демоны Семидесяти Двух Столпов Это Титул Высшей Касты Среди Демонов Королей Демонов Являющихся Правителями Своих Рас Это Единственное Что Мне Пока Довелось Узнать Желе Морского Бога Рано Или Поздно Закончится Так Что Надо Бы Поскорее Разобраться С меткой Преследования Души Бежим Сражники Лорда Здесь Они Снова Отбирают Демонов В качестве Пушечного Мяса Не Ловите Меня Я Не хочу Умирать Я На Передовое Чего Это Вы Разбегаетесь Для Вас Должна Бы Честью Погибнуть На Поле Боя Это Большая Честь Отдать Свои Тело Во Благо Нашего Короля Демонов Вперед Хватайте Всех В возрасте От Пятнадцати До Шестидесяти Лет Мужчины Или Женщины Неважно Есть Черт Бо Вас Попрал Что Сами Вы В бой Не Идете Я Не Хочу Умирать Отпусти Меня Чего Тот Парень Не Двигается Он Так Спокоен Нахрена Нихрена Он Неспокоен Явно Напуган Хватайте Его Уже Можете Не Ловить Я Пойду Сам Вот И Шанс Замок Тирока Тирока За великого лорда и за этот мир. И еще и не поздно покляться верности. Да кому сдалась эта верность? Вы же насильно притащили нас сюда. Я не пушечное мясо. Пусть идут солдаты. Такая безжалостность. Как же так? Он ведь ничего не сделал, лишь возразил ему. Знаете, почему я тренирую вас, а не наоборот? Потому что я сильнее вас. А в этом мире, говорит сила. На колени. Эй, сопляк, ты чего не на коленях? Потому что... Ты не достоин. Хо-хо-хо, я не достоин? Я сильнейший из присутствующих и не достоин. Откуда этот мальчишка? И как его зовут? Докладываю. Его зарегистрированное имя Уси призван сегодня. Выглядит молодо. Возможно, он из другого города. Ясно. Ясно. Управляющий Бахар. Хоть мы и используем нехватку солдат в качестве дисциплины, можно ведь убить парочку солдат. Лорд ведь не захватит. Лорд ведь не затаит на меня обиду. Очевидно, такова не... Очевидно, такова необходимость. Хе-хе, тогда я не дам ему шанса просить пощады. После чего его труп повешу на городских воротах. Что это сейчас было? Я пропустил удар. Меня отделал новобранец. Похоже, ты не такой уж и сильный. Он убил капитана? Умер, не успев оказать сопротивление. Дело капитана видно уровне высшего течения средних демонов. Судя по ситуации, этот парень Уси – высший демона. Он явно пробрался сюда с каким-то умыслом. Нужно срочно доложить лорду. Приветики. Ты? Ты? Как? По словам того парня, пока ты силен, можешь заполучить все, что угодно. Если я убью тебя, заполучу ли твой статус? Хм... Благородный высший демон. Я всего лишь выполняю мелкие поручения. Какой у меня может быть статус? Пожалуйста, не убивайте меня, не убивайте меня! Отвечаешь за поручение, значит? В этом есть польза. Я сохраню тебе жизнь, а ты выслушаешь меня. Не волнуйтесь, господин. Я сделаю все, что бы вы не пожелали. Значит, мы... Вы еще здесь? Валейте отсюда. Чем меньше демонов отправляется биться с людьми, тем лучше. Спасибо, господин высший демон! Ура! Наконец-то мы вернемся домой! Господин, зачем вы попросили меня принести все эти книги? Многое из того, что в них написано, обыденные вещи. Незачем их все просматривать. Слишком много вопросов. Простите, я повел себя грубо. Как ожидалось от Хранилища Короля Демонов, здесь довольно много полезной информации. Расы. Или История Темного Мира. Здесь все подобно описано. Хотя... В Темном Мире сотни различных рас демонов. Есть и расы со смешанной кровью. Но по-прежнему доминируют 72 основные расы. Подобно истории человечества, между демонами Мира Тьмы также проходили территориальные войны и битвы за ресурсы. В истории сплошняком одни войны. Так было, пока не появился демон Небытия. Никто не знает, откуда он пришел. Известно лишь, что он явился внезапно, сложно, прямиком из воздуха. Обладая абсолютной сокрушительной силой, он провел всем миром Тьмы всего три года. Став высшим созданием. После этого, он разделил мир Тьмы на 72 королевства, основываясь на силе демонов. Он отдул их сильнейшим из представителей всех класс. Из представителей всех рас. Так называемые 72... Так называемым... 72 столпам, спормировав таким образом нынешнюю структуру. Благодаря взаимной сдержанности, 72 столпа демонов, купе с абсолютной властью демона Небытия, Мир Тьмы, наконец, положил конец бесконечной войне. Пока 70 лет назад не появилось создание, именуемое Человеком. Но они прорвались сквозь пространство, бесцельно вторгнувшись в мир Тьмы, уничтожая демонов. В итоге, мир в мире Тьмы был нарушен, а демоны начали давать отпор и вступили в войну с миром людей. Однако, насколько помню, у людей в то время не было таких сил, чтобы вторгнуться в мир Тьмы. Защищать территорию на передовой крайне сложно. Информация в книге, скорее всего, сфабрикована. Но какой в этом смысл? И этот момент времени крайне таинственен. Именно в это время началась интеграция игры в мир у людей. Неужели? Просто совпадение. Так же таинственно. Бахар, что ты думаешь о людях? Мерзкие существа. Они разрушили наш мир. А мой важный партнер был замучен ими до смерти. Прямо у меня на глазах. У тебя на глазах? Хочешь сказать, в мире Тьмы есть люди? Ты их вообще видел? Конечно. Люди, совершая гнусные поступки, рано или поздно я их уничтожу. Не удивительно, что только попав в мир Тьмы, гражданские демоны были так перепуганы. Похоже, реальная ситуация отличается от той, что я представлял. Мне нужна больше информации. Задание. Постоянное задание. Обнаружено, что хозяин соответствует условиям. Ведется... Постоянное задание. Ха, какое интересное задание. Как раз вовремя мне понадобится высокий статус, чтобы получить больше информации. Бахар, какие условия для становления королем демонов? Раз задал такой вопрос, неужели? Но! Прежде всего, у вас должна течь кровь расы темных демонов. Все же... Все же, Хироко принадлежит одной из 72 рас демонов. Расе ночных демонов. Только те, ком течет кровь ночных демонов, могут стать королями демонов. Хм... Взгляни на меня. Соответствую условию. Соответствуйте. Даже очень. Если не считать роста, вы довольно худощавы. Подобно чисто кромным демонам расы ночных демонов. Королева ночи правительница расы ночных демонов. Учитывая полученный от нее талант и навык, в переуплощении проблем возникнуть не должно. Какие еще условия? Нужно убить нынешнего короля демона и забрать его оружие короля демона. Хм... Отлично. Тебе пора бы начать менять свои вкусы после долгого служения другому королю демонов. Король демонов Сати. О, что происходит? У охранника какие-то кислые лица. Может, в замке что-то случилось? Умилитель! Наш капитан был убит демоном из другого города! Что? Где он? Я сейчас же уничтожу его! Он внутри! Вот же ублюдок! Довольно удобное кресло. Не уже ничего, если посижу на нем еще несколько дней. Умереть желало! Взрывной молот! Хорошее кресло! Жалю взрывать! Убирайте! Она моя! Ты не имеешь права прикасаться к нему! Битва между высшими демонами! Такая силища! Даже не вмешаться! силища! королевская королевская снаряжение демона! Разоритель! Изысканный же из тебя деликатес! Пила! Из тебя изливается непрерывный поток силы! Демона! 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 Пойди в ужас от моих способностей! Огненный шар! Чё? Мне это сейчас показалось! Разве он не высший демон, который наравне сражается с королем демонов? Почему его навык такой слабый? Даже я могу сделать такой маленький огненный шар! Ты можешь красть навыки своей цели? Это превосходит все мои ожидания! Но к сожалению ты не сможешь использовать мои навыки! Слияние навыков! Маг огненный шаг магический мечник притягиваемое бушующее пламя! Поглоти облаком магического пламени! Ублюдок! Ты не переоценивай себя! Хочешь еще украсть три боты? Призрачный шаг! Твое королевское снаряжение бесполезно! Если не можешь попасть по мне! Слияние навыков! Рыцарь! Рассекающий разрыв пространства! Мечник! Провокация! Рассечение пространственного разрыва! И это король демонов! За исключением сложности с королевским снаряжением демонов сам он слабее, чем я думал! Он не ровнее такой же королеве, как Сияо! Такой же королеве, как Силуио! Проиграл! Король Сати был полностью повержен! Неужели нам придется приветствую короля Утия! Приветствуем короля Утия! Приветствуем короля Утия! Так вот, как себя чувствует король довольно неплохо, что до королевского снаряжения демонов, а стоит его тщательно изучить. Снаряжение короля демонов Разоритель Расовое ограничение Демоны Темной Ночи Качество Легендарное Атрибуты Сила Плюс 800 Ловкость Плюс 800 Эффект Кража Вероятность успеха кражи навыков и предметов повышена на 40% Эффект При атаке существует 20% вероятность случайной кражи атрибутов или навыков противника Вероятность успешной кражи снижается если уровень противника ниже уровня владельца Окраденные атрибуты исчезают через 24 часа после чего возможна повторная кража Примечание Снаряжение передается королями клана демонов Темной ночи из поколения в поколение на протяжении тысячи лет символ великого повелителя высших демонов Легендарное снаряжение В мире людей оно бы стало самым ценным сокровищем даже среди знатных семей Я редко использовал навык кражи тени поскольку вероятность успеха была довольно ниткой А имея сейчас на руках разорителя я смогу совершать кражу прямо посреди боя эффект будет просто убойный Нет король Сати не был особо сильным даже имея при себе снаряжение короля демонов Неужели все короли демонов на таком низком уровне Уважаемый король вы кажется что-то неправильно поняли Сап не только король Сати но и сама сторона клана демонов темной ночи Три года назад ужасающая женщина человек появилась из трещины в пространстве и возглавила армию чтобы уничтожить наш мир и самое пугающее что ее точкой назначения была наша страна В то время я был лишь скромным охранником так что мне не оставалось ничего кроме как украдкой наблюдать за этим издалека пусть я видел ее только издали эта сцена запомнилась мне на всю мою жизнь у нее были холодные глаза и каменные выражения лица будто передо мной стоял настоящий айсберг казалось каждый демон в ее глазах подобен насекомому которому она может в любой момент прихлопнуть и она вскоре начала ими размахивать в то время она принесла трагическую резню в нашу страну всего за три дня в той битве погибло пятнадцать высших демонов и трое королей демонов погибшим и раненым солдатам и вовсе не было числа даже наше верховное главнокомандующие одна из семьдесят двух столпов королей демонов пала от ее рук что еще более невероятно так это то что под ее натиском сдалось двое сильнейших королей демонов да уж я даже догадываюсь кем была та женщина да уж я даже догадываюсь кем была та женщина не ожидал что учитель учитель была настолько безжалостна чтобы устраивать резню в мире тимы к счастью за ней стоял могущественный король демонов который смог дать ее отпора иначе наша страна демонов темной ночи была бы уничтожена выходит поскольку почти все могущественные демоны были убиты у сети не было другого выбора кроме как устраивать призывы да ведь такую большую территорию никто бы не оставил как есть с точки зрения силы король сети был куда слабее короля и демонов первоначально наш клан демонов темной ночи занимал 60 место среди 72 кланов демонов но сейчас он находится в самом конце хотя мне неведомо почему вы так недовольны призывом воинов но без подобного никак пожалуйста отзовите приказ ни за что я хочу чтобы ты сделал новое объявление отныне на моей территории не будет никаких призывов в армию аналогии будут снижены вдвое на мой взгляд все демоны должны прожить хорошую жизнь хоть даже никто не думает отправляться на войну что главной задачей для всех демонов является обеспечение военными ресурсами для уничтожения человечества подобное вопиющее нарушение приведет к серьезным проблемам собираешься ослушаться приказа сейчас же отправлюсь выполнять я не планирую надолго оставаться в мире тьмы так что если даже возникнут какие-то проблемы никакое дело как победим все закончится как бы то ни было сперва надо получить награду за выполнение задания о уровень повысился ага 43 44 45 46 достойные система награды раздает я получил просто огромное количество опыта поднялся на 6 уровней неплохое ощущение первый этап задания завершен так что должен быть разблокирован второй этап ага постоянное задание этап первый стать кролем демонов награда задания большое количество опыта выполнено открывается этап 2 как ожидалось от этапа 2 система ну и проблему же ты для меня создала король демонов да здравствует король демонов посмотрите сюда посмотрите на меня я всегда буду следовать за вами странно как-то что это за человек рядом с королем демонов впервые видишь видимо она его рабыня все же для великих демонов вполне нормально заводить людей в качестве рабов ого а ты стал королем всего за несколько дней и кажется все тут тебя любят налоги были снижены вдвое а набор в армию отменен как тут обойтись без популярности с возвращением король ах мне следует называть подобранную вами рабыню рабыню называй колокольчиком и она не рабыня а свита король столь великодушен что позволил человеку войти в свое окружение приближается день дания пожалуйста отправьтесь на склад для пересчета военных ресурсов склад надо бы взглянуть о нифига себе а такое обилие запасов еще и такого высокого качества подобного будет достаточно чтобы покрыть расходы казанной стороны среднего размера в мире людей бахар побудь снаружи я не хочу чтобы меня беспокоили во время инвентаризации есть а что будешь делать со всеми этими вещами раз это военные ресурсы скрыть его они будут использованы против мира людей что может быть проще опустошить его подобных складов со со всего склада только эта вещь вызывает у меня беспокойство надо бы тщательно ее смотреть пушка уничтожение магического накопления уникальное оружие демонов клана темной ночи можно устанавливать в здание или использовать как самостоятельное оружие при использовании оружия атрибут силы повышается до тысячи единиц перед высвобождением рекомендуется накопить большое количество магии время накопления энергии 15 секунд крутая вещица хоть и требуется какое-то время для ее зарядки подобная штука вполне может пригодиться кстати младшенький чем планируешь заняться дальше да собираешься зависать тут качество и кроля демонов конечно же нет моим следующим шагом является стать одним из кролей демона 72 столпов задание постоянное задание этап 2 разблокирован награда за задание пустой черчеж передвижного дворца украшение цель задания стать демоном 72 столпов а что король демонов 72 столпов ты хочешь стать демоном 72 столпов абсолютно невозможно даже быть гением тебе бы повзрослеть на несколько лет обычным способом было бы невозможно но так уж вышло что сейчас в клане демонов темной ночи ситуация особенная я ведь уже рассказал тебе по дороге что местного короля демонов убила учителься а люди уровня короля демонов были убиты сейчас контроль над общей ситуацией держит всего три короля демонов ветеранов конечно они отличаются от того же сата ведь являются настоящими королями демонов настоящее время они недовольны нынешним положением дел и между особицы все продолжается каждый из них желает сокрушить друг друга и стать великим королем демонов клана темной ночи конце концов достаточно быть демоном чтобы стать королем демонов 72 столпов как они могли упустить такую возможность пока они могут держать клан под контролем в их кармане всегда будет обилие ресурсов для становления королем демонов выслушав бахара я понял что каждый из них понимает что междуусобицы лишь ослабят силу страны поэтому они решили устроить через год решище битва в которой и выяснится победитель что будет править всем и ты собираешься участвовать не думаешь что это правильно а важным для нас является сейчас найти путь домой у меня есть одна загадка насчет способа возвращения в мир людей но президент в мире тьмы ред как ему дает покинуть уверена что хотите вернуться не особо по крайней мере прямо сейчас можем помочь снять стресс тех кто сражается на передовой если сможем устроить распри между демонами тем лучше но это окажет большое давление на тебя все же тебе придется лицом к лицу встретиться с тремя могущественными королями демонов прямо сейчас тебе с ними не справиться твоя правда но этот способ поможет значительно повысить силы в кратчайший срок у меня идея давай сделаем так бахар инвентаризация закончена да закрой склад будет сделано король пусто лорд как это я забрал кое-что из вашей я забрал кое-что из вещей на свой склад какие-то проблемы склад настолько пуст что в нем даже лосики не осталось что значит забрал явно ведь украли вы короля значит можете брать столько сколько пожелаете но военные ресурсы должны быть переданы трем королям демонов в этом то и проблема если возникнут проблемы пусть придут ко мне чего паришься конец нам конец как я только встретился с таким королем разгнев трех королей замок торик будет уничтожен неожиданно запрет горного хребта и правда открыт королева демонов 72 столпов прерванная ночь ме шадзи конкретная причина неизвестна но это скорее всего связано с двумя людьми попавшими в наш мир возможно они выполняли какое-то скрытое условие люди предположительно сюда были телепортированы юнчен и лумяулин по другому по другую сторону горного хребта находится территория клана демонов темной ночи скорее всего они бежали туда организовать погоню в обычное время следовало бы но сейчас есть более важное дело идем взглянем на земли на которые снизошел бог что же они скрывают это все гробы интересно я бы хотела посмотреть на тела что в них находится все же с этого горного хребта снизошел бог из чего они изготовлены на нем образовались трещины даже после удара госпожи прерванной ночи няши зэ сломись печать на этом трупе как у гитары из клана демонов пожирателей он ведь был великим гением 60 лет назад но разве он не погиб на войне что прошло давным-давно а как его дело оказалось здесь это не так важно независимо от того насколько был высок его статус при жизни когда смертность стигла его он стал обычным трупом никакой ценности материал для гроба кажется необычным он не похож на что-то из нашего мира еще более вероятно что он низшего людского мира это ведь ценная вещь для исследования открой все и добери собой стоит ли забирать все все же это божественные предметы в случае если скорбим бога думаешь обозлиться мы приносим богу жертвы так зачем ему вмешиваться если он и правда покажется я бы хотела встретиться бог как же выглядит этот бог Благодарю знатных особ и королей из всех своих общества за высокую оценку и участие в нашем грандиозном аукционе в городе Атария. Уверяю вас, что на нашем сегодняшнем аукционе будут выставлены крайне ценные экземпляры. Для быстрого способа увеличения силы нет ничего лучше снаряжения. Пустой чертеж, что выдала система, крайне удобен. Для изготовления доспехов и оружия достаточно просто предоставить материалы. Я всегда стою в приоритете снаряжения и оружия. Доспехи – это основа, и их отсутствие – мое слабое место. Существует пять видов необходимого снаряжения. Верхняя одежда, брюки, пояс, наплечники. И обувь. Собрав полный комплект редкого снаряжения, можно получить эффект от комплекта. Прямо сейчас в моем расстранственном рюкзаке лежит два экземпляра материалов S-ранга, которые я нашел на складе. Мне крайне любопытно, какое же выйдет снаряжение, если поместить пять экземпляров материалов S-ранга в пустой чертеж. Объявляю о начале аукциона. Переходим к нашему первому лоту. Девушка из клана темных эльфов. Первый лад. Девушка из клана темных эльфов. Начальная ставка. Три и восемь миллиона. Монет из магических кристаллов. Вау. В нашей стране демонов темные ночи редко выставляют темных эльфов на аукцион. Ага. А вот в стране демонов прерванной ночи такое обычное дело. Качество вроде неплохое. Стоит прокопить, чтобы разлиться. Темная эльфийка. Они считаются уникальной расой в мире тьмы. Впервые встречали представители клана темных эльфов. Слышала от младшенького, что между демонами разбираются войны и споры. Так что ничего удивительного, что представители других кланов используют в качестве рабов. Вот только младшенький обычно ведет себя холодно. И его, словно, женщину вообще не интересует. Так что явно не заинтересуется таким лотом. Три и восемь миллиона. Ага. Довольно неожиданно быстро сделали ставку. Три и восемь миллиона монет из магических кристаллов. Кто-нибудь желает повысить цену? На аукционах такого масштаба, что сидят в ложе, как правило, являются благотворительными... Как правило, являются благородными лордами-демонами. С какой? Интересно он территории. Обычно на их пусто, но в этот раз пришел один лорд. Будет неэстетично конкурировать с лордом, с какой-то рабынё. Три и восемь миллиона раз. Три и восемь миллиона два. Три и восемь миллиона три продано. Переходим ко второму лоту. Ходите. Уважаемый король, я привел вашу рабыню. Пожалуйста, примите. Хорошо. Вот деньги. Свободен. Да, слушаюсь. Пространственный магический камень. Инструмент для хранения мира тьмы. Оказывается, и ты можешь интересоваться красивыми девушками. Будет неплохо иметь в служанках темную эфейку. Так. Как и учителься. Президент, кажется, вы что-то не так поняли. У меня есть контракт души, ранга А, который я получу от директора Е. Он. Но использовать его я буду не на ней. Поздравляю. Ты свободна. Спасибо, господин. Пожалуйста, назовите свое имя. Я обязательно отточу за вашу доброту в будущем. Меня зовут... Меня зовут Уси. А я король замка Торика. Незачем за это отплачивать. Возвращайся поскорее и постарайся больше не попадаться. Спасибо. Послушай, темные эльфы отличаются от эльфов из нашего мира. Их даже можно назвать демонами. А ты купил ее, чтобы просто отпустить? Быть слишком хорошим тоже плохо. Не переживай так. У меня есть план. Следующая вещь, которую я хочу вам представить. Восьмой лот аукциона. Крайне редкий и ценный материал, добытый из глубин каменного леса мертвых. Его можно использовать для копки доспехов или оружия. А также для извлечения силы смерти, чтобы значительно укрепить тело. Его название – Камень Энергии Смерти. Начальная ставка – 7,6 миллионов монет из магических камней. 8 миллионов монет из магических камней? 8,3! 8,8! 9 миллионов! 9,7! Информация Бахара была достоверной. На аукционе и правда появился материал эс-ранга. Заполучив его, останется еще два материала эс-ранга для создания комплекта брони. 12 миллионов монет из магических камней. Снова он! Ну и еще бы! Лорд не стал бы успускать подобные вещи из-под носа! Ну что-то вот для меня Тоже важно заполучить Камень Энергии Смерти! 12,8 миллиона! 13 миллиона! 20 миллионов монет из магических камней. Хм, померимся деньгами? В моих ругах богатство крепости, накопленное за много лет. Вам так просто меня не разорить. 20 миллионов! Как ожидалось, от величия лорда у него нет пределов. Кто-нибудь желает повысить стопку? Проклятия! Лорд взялся за это всерьез. Насколько мы богатым и мы не были, нам не сравниться с богатствами крепости. Нам никак не заполучить его. Остается только сдаться. 20 миллионов раз, два, три. Продано! Поздравляю, лорда! Отныне Камень Энергии Смерти переходит к вам. Что происходит? На место проведения аукциона напали? Проклятия! Проклятые львишки решили показаться? Большинство из присутствующих демонов-дворяне. Уничтожим каждого из них. Черт! Эти люди! Умоляю, не убивайте меня! Я дам столько монет из магических камней, сколько захотите! Скорее! Уведомьте стражу! Дерьмо! Да, пока они придут, тут же всех перебьют, бежим! Они... люди? Как люди? Оказались смирить мы? Без понятия. Да и они не слабаки. Большинство из них второго ранга сорок пятого уровня. Среди них есть двое третьего ранга. С такими противниками аукционному дому не справиться. И материал, что мне нужен, был украден. Славный урожай. На аукционе было много полезных вещичек. Они мне даже в рюкзак все в ней не влезли. Да и перебить столько чужаков. Истинное счастье! Но наша миссия еще не выполнена. Новому жрецу нужно много драгоценных материалов для третьего ранга. И раз камень энергии смерти в наших руках, нам нужно следовать по карте сокровищ до следующего пункта назначения. Думали убежать, обокрадь меня. Довольно интересно. Нам следует о многом переговорить. Вот же! Не думал, что нас будет преследовать. Не боишься умереть? Быстро! Прикончим его! Думаю, вы в чем-то заблуждаетесь. Возможно, мы сможем наладить контакт. Он человек, замаскированный под демона? Или демон, замаскированный под человека? Будучи людьми, вы не подвержены влиянию ауры тьмы. Не боговеете перед демонами и даже убиваете их. Вы не похожи на темных послушников. Кому вы служите? Как пришли в мир тьмы и какова ваша цель? Похоже, они не заинтересованы в общении. А священная благодать! Сила! Меня приполняет безграничная сила! Похоже, епископа уже не терпится разгромить их! А мы, мам, не лгали. Мы действительно люди. Они замаскированные демоны. Довольно глупо убивать друг друга в мире тьмы. Кто вы такие? Как смеете называть нас сородичами? Сдохни! Нападаете с целью убить? Испытываете радость от редкой встречи с земляками? Будьте вы люди или демоны! Всяких, кто не служит Господу! Чужак! Искупите свои грехи своей жизнью! Он определенно превратился в пепел от удара мастера третьего ранга в полную силу! И его душа и тело очистились! Пусть упокоятся с миром! Я уничтожу всех демонов третьего ранга. А ты? Паладин третьего ранга. Думаешь убить меня? И раз тебе не удалось очистить меня, я очищу твою башку. Это... Вот только физически! Слияние навыков, мастер боевых искус, сокрушительный кулак, боец, удар со всей силы. Разрыв силы ведь очевиден. А ведь могли просто поболтать. Нет больше чести в этой жизни, чем умеет этот господина! Уничтожим его! Какие сумасшедшие! Они чопнутые! Да и всех их от всей их атаки были смертельными! У меня не было свободного времени, так что я убила их! Все мертвы? Как ожидалось от вас, никогда не проявляйте мягкости в критические моменты! Большинство из них классов... Большинство из их классов – паладины и мечники. А это женщины – верховная жрица третьего ранга. Они святые! И правда, эти классы очень распространены. От священной империи. Но это мир тьмы. Если я прав, вы из тех, кто часто нападает на демонов и сеет хаос в мире тьмы. Верно? Расскажите мне о своих целях и силе, стоящей за вами. Возможно, я присоединюсь. Присоединишься? Ха-ха! К нашей организации приход могут притяниться только те, кто пожертвовал всем нашему господу! Черт! Это крыло с оповедей! Скорее! Уклоняемся! Вдохните, чужаки! Слияние навыков. Маг. Магический щит. Друид. Лозоохранитель. Хм... Отличная возможность. Крыло с оповедей. Уникальный предмет священной империи. Как только пользователь думает, что он нарушил заповедь, случается взрыв. Подобно самодетонирующемуся устройству. Гравировка подобного на своем теле – настоящее безумство. Но это само по себе нам помогло. После взрыва дропнулись камни энергии смерти и другие вещи, такие как карты сокровищ. Помимо всего этого, еще и... Класс эффект неизвестен. Это белое перо так же, как и черное перо, которое я получил с темного послушника. Его невозможно идентифицировать. Возможно, это какой-то опознавательный знак. Кроме того, перед смертью эта женщина заявила, что она из Организации Приход. Связана ли она с приходом нашего мира? Могут существовать и другие организации с таким же названием. А в конце концов, Организация Приход поклоняется демонам и надеется на их пришествие. А здешние ребята действуют наоборот, убивают демонов и не проявляют лояльности к людскому миру. Да, мне тоже интересно, чего добивается здешняя Организация Приход. Кстати, президент, нужно разобраться с еще кое-чем. Один из тех, кого вы убили, влюзнул. Президент, вы ведь намеренно оставили этого парня в живых? Ничего от тебя не утаишь. Но все же, из таких безумств, как они, трудно вытянуть информацию. Оставил свидетеля, он проложит нам путь. И если выйдет, появится шанс попасть в их организацию. Они бессмысленно убивали демонов, жителей и дем... Они бессмысленно убивали мирных жителей и демонов. Казалось бы, они на стороне людей. Но их действия не приносят существенного вреда миру тьмы. Напротив, они усугубляют ненависть демонов к людям, что приведет только к еще более жгучей мести. В долгосрочной перспективе они служат катализатором войны. Будучи человеком, заниматься подобным мерзко. Как знаете, я не могу пойти с вами. Не говоря уже о том, насколько опасно для человека действовать в мире тьмы. Но это так трогательно, что младший беспокоится обо мне. Но я... Собираюсь примкнуть человеческой организации. Ведь даже если они могут замаскироваться под демона, мне нечего терять. Мне не хочется постоянно таскаться хвостиком за тобой. Редко найдешь то, что сделает тебя счастливым. Ха-ха-ха. Настречи. Будущий король демонов 72 столпов. Будьте осторожны. Да, ты тоже. С камнем энергии смерти у меня прямо сейчас три материала С-ранга. Насчет оставшихся двух ничего не известно. Надо будет спросить у Бахара по возвращении. А-а-а. Господин, высший демон под командованием лорда Карлоса здесь. Мы не могли выстоять. Карлос один из трех королей демонов, которые сейчас находятся у власти стороны демонов ночи. Он сначала действовал... Он начал действовать раньше, чем я ожидал. Отведи выживших солдат на лечение. Останавливаю на себя. А какая-то ничтожная мелкая крепость смеет отказываться представлять военные ресурсы. Откуда смелости-то набрались? Таков был приказ лорда. Я просто следовал приказу. Более того, годы призыва на военную службу привели к бегству большого числа жителей этой территории. Все согласились с его решением. По сравнению с приказами трех королей, его жизнь ничемна. Мне непонятно. Причина твоей преданности. Его слабая стратегия. Причина проста. На этой территории живут мои родственники. Хотя лорд и поспешил с приказом. И это помогло значительно улучшить их жизнь. И что более важно, мне нравится его стиль поведения. С тех пор, как королевство демонов в темной ночи было захвачено той ужасающей женщиной, крепость Этирика сменила не одного лорда. Поскольку все знают, что короли, правящие силой, недостаточно сильны, всегда находятся высшие демоны, недовольные их поведением и желающие их заменить. Однако, независимо от того, кто является королем, они не исключение. Три короля только умеют, что подлизываться. Но король усит другой. Он не опустил головы, с кем бы не столкнулся. Служить такого парня куда приятнее, чем этим отбросам. Приятнее, значит. Тебе все еще приятно, а? Повтори свое приятно. Подари мне больше приятностей. Когда король вернется, он к тебе это срок не спустит. Правда? Ты, видать, не догоняешь. Король этой крепости скоро отменится. Король приказ... Мне у... Король, приказ мне убить уси и занять его место. Прежде, чем занять лидирующую позицию, было неплохо сперва навести тут порядок. Ага. Не тебе... Не тебе наводить порядки на моей территории. А? А? Что-то не так. Я совсем не почувствовал его присутствия. Силу этого парня превосходят все мои ожидания. Я не противник для кого-то со снаряжением короля демонов. Убирайся и передай Карлосу. Я сам приду за ним через год и прикончу. А пока пусть мылит с шеей и ждет. Ты тоже хочешь посягнуть на демона 72 столпов? Прекрасно! Ты заплатишь за свое высокомерие! Я не закончил. Ты можешь уйти. А? Чего ты хочешь? Меша! Слияние навыков. Щит теневого потока. Кража тени. Мастер боевых искусств. Комбо легкой руки. Кража. А? Что это сейчас было? Очевидно, что король просто извиняет избивает его. Тем не менее, даже так понятно, что того парня. Раздел догола! Ублюдок! Я уничтожу тебя! Почему не сработало? Может его защита слишком сильна? Нет, больше похоже на то, будто моя атака отслабла до минимума. Еще и мое снаряжение! Атрибуты снаряжения навыки деньги. Я все забрал своим прикосновением. Теперь ты слаб до такой степени. Что свалишься с пол тычка? Моя сила полностью исчезла! Как же так? Почему? Он победил лучшего демона за столько короткое время. Даже украл все, чем он владел? Наш лорд обладает столь ужасающей силой! Мои охранники, вроде как в прошлый раз он как следует позаботился о вас. А вы ведь не собираетесь просто смотреть, когда он так ослаб. А это... но он ведь подчиненный короля Карлоса. Как мы можем? Если нападем на него, нам могут и отомстить в будущем. К тому же он почтенный высший демон. Какое право мы имеем? Бахар, ты думаешь так же, как они? Только из-за того, что он подчиненный Карлоса, только потому, что он является одним из трех великих королей, ты словно хлоп под его ногами. И у тебя нет никаких возражений? Господин управляющий, что это было? Собираетесь напасть? Не может быть. Даже учитывая травму противника, он до сих пор был сдержанным, а тут такое. Ага, с делами он может и хорошо управляется, но драться это что за шутка? Ха-ха, ничтожество! Живущий на отдаленной территории считает себя достойным касаться меня? Твой лорд вступил на скользкую дорожку! Король Карлос рано или поздно прикончит его! Ты ведь не настолько глоб, чтобы умереть вместе с ним, правда? Черт! Он ведь подчиненный короля Карлоса! Управляющий посмел ударить его! С ним явно что-то не так! Сумасшедший господин Бахар сошел с ума! Вы разве не сошли? Вот как там относиться трем королям демонов? Они не управляют не проявляют пощадок членам совместного клана! Вы так и хотите остаться на смиренном уме? Вы так и хотите остаться их смиренными муравьями? Перед нами возникла возможность! Наш король Уси намеревается стать одним из королей демонов в 72 столпов! Даже высший демон посмевший прикоснуться к нему утратил всю свою силу! Какими качествами обладают те трусы, чтобы вести за собой народ и какими обладает он? Работайте на меня и мы свергнем трех королей демонов! Или вы предпочтете продолжить присмыгаться в качестве насекомых под их ногами? Я даю вам право выбора! Трое королей демонов, да? Я давно мечтал от них избавиться! Количество солдат, выделенных для передовой, должно быть поровну распределено между каждой территорией, но они насильно распределяют свою долю между ними, между нами, заставляя мирных граждан ненавидеть и бояться нас. Сейчас дядя является подчиненным будущего короля демонов 72 столпов, и его личность изменилась. Она только... одна мысль об изби... избиении благородного высшего демона заставляет меня дрожать от волнения. Вы... что вы задумали? Вам не избежать последствий. Если такие грязные и недостойные твари посмеют прикоснуться ко мне... Да пошел ты со своими королями демонов! Посмотрим как тебе понравится побои! По сравнению с будущим королем демонов 72 столпов какой-то высший демон ничтожества! Наша с ним встреча позволит нам вознестись в будущее! Ублюдок! Вроде тебя заслуживает только стать ступени на нашем пути! Держим его изо всех сил! Вот же твари! Твари! Я обо всем доложу! Слово лорда обладали магической силой взявшей надо мною контроля! Боже! Что я наделал? Все кончено! Нам отомстят и убьют! Что же делать? Я явно обезумел раз сотворю подобное! Скоро крепость торика будет уничтожена! В молодости нормально быть легкомысленным ничего бояться! Было нелегко заставить их набраться смелости! слияние навыков лайн боевой клич копейщик вдохновение воз возбуждение если бы не подчинил их своим навыками они бы возможно никогда на такое бы не решились конечно все заработало потому что в их сердцах теплилась обида иначе иначе я не смог добиться такого эффекта даже с навыками хоть это немного и нечестно с моей стороны к счастью цель была достигнута теперь у них нет другого выхода кроме как работать на меня я также выполню свой долг чтобы повысить их статус в обществе бахар у меня для тебя новое задание потрать все деньги и ресурсы чтобы максимально повысить качество охраны внутри находится большая часть того что лорд забрал в прошлый раз со склада хотя всякий знает что правду гласит сила но лорд все равно собирается потратить все сбережения удалось узнать что нибудь новое о материалах и саранга которых говорил ранее ничего подобные вещи крайне трудно найти и то что мне удалось узнать о том что подобное будет на аукционе просто удача похоже подсказкой сейчас служит только это карта сокровищ сгляни бахар надежна ли она маршрут не сложный до цели можно добраться через бесконечную пустыню болота затерянных и город небытия пока не дойдете до чистилища огненных демонов где вы раздобыли эту карту сокровищ это явно какая-то идиотская затея серьезно хочешь сказать карта поддельная и никаких сокровищ на самом деле нет нет не если следовать карте не говоря уже о материалах из ранга вы можете нет если следовать карте не говоря уже о материалах из ранга вы также отыщите и ценные безграничные сокровища но проблема в том что пункт назначения чистилище огненного демона территория клана демонов взрывного пламени клан демонов взрывного пламени раса демонов которая существовала до того как демон бытия разделил демонов на 72 расы они обладают великой силой а сила их главы не уступает силе любого короля демонов 72 столпов но однажды весь клан был внезапно уничтожен существует много теории о том что послужило конкретной причиной некоторые говорят что они прогнивали бога добычи и им уничтожены также ходят слухи что их гибель связана с тем что они разгнивали демона небытия но независимо от того с чего это было связано и стилище огненных демонов полно разнообразных сокровищ так что рядом с тем местом полно магнищественных демонов и королей демонов не говоря о сокровищах уже вернувшихся туда живым большая удача простите мою грубость лорд но лучше сделайте лучше сдайтесь даже если не говорить о чистилище огненных демонов ближайшее бескрайней пусты даже если не говорить о чистилище огненных демонов бескрайней пустыне обитает бесчисленное множество монстров на болоте затерянных еще опаснее из города небытия ни один демон не выбрался живым я уже думаю что попробовать стоит по крайней мере так деньги закончатся по ощущениям это место по ощущениям это место похоже на педемелье тайного царства да и убийство монстров мне неплохо дается с таким количеством магических навыков на руках по крайней мере я смогу спасти свою жизнь господин король всегда так решительно надеюсь вы подумаете и о благополучии крепости тоже данное путешествие будет долгим и я не представляю сколько времени вам понадобится чтобы вернуться после отправки на случай если три короля снова что-то отправят и на случай если три короля снова отправят кого-нибудь увидеть вас никого не будет с продемонстрированной мной силой из-за они не явятся лично независимо от количества отправленных демонов их всех ждет смерть однако через год состоится решающая битва за трон демонов 72 столпов они определенно желают нарастить как можно больше силы чтобы стать сильнее лично чем начинается затевать друг с другом сказанное вами имеет смысл но давайте на всякий случай кое-что подготовим по крайней мере возьмите индиционный кристалл и свиток возвращения в город в случае если в крепости что-то случится вы можете вернуться в любое время если только не будете находиться в особом помещении да хорошо подготовь все необходимое в дорогу отправились завтра где-то в мире тьмы проникнуть сюда было так просто какие же тут все наивные я просто я просто накинула их шмотки и выкрикнула их пароль и они запросто признали меня товарищем возможно все прошло так легко именно потому что я человек хотя я понятия имею что там за господь у них но они все так его называют к нам прибыла новая святы к нам прибыла новая священница давайте вознесем сегодняшнюю молитву высшему всевышнему господу что это значит новая священница же люстини во всевышний да дарует твердая воля на ваше нам село ваше снисхождение заставляет нас расти для нас большая честь слушать вам мы отдадим вам все ради вас кто бы мог подумать что я встречу знакомые в мире тимы да и дела у нее идут куда лучше чем у меня на сам не самая подходящая ситуация для того чтобы быть узнанной но у меня нет навыков для смены внешности не говоря уже о предмете способном изменить лицо придется отступить только вот больше возможностей проникнуть сюда может и не представится что же делать а идея я ведь могу использовать это благодарю каждого кто остались со мной завершить молитву а теперь я бы хотела вам кое-что сообщить к сожалению верующие третьего ранга что помогали мне собирать материалы убиты что как это убиты разве команда не возглавляла двое мастеров третьего ранга чертовы демона колика не убивай поменьше не становится не печальтесь они они отдали жить не только за меня но и за всевышнего господа им ни о чем жалеть после смерти но для того чтобы сблизиться с господом еще больше совсем немного материалов чтобы я смогу достичь третьего ранга жрица является представителем господа я даже и даже может напрямую общаться с ним он важнее любого из нас но материалы которые запрашивают жрица лисине слишком трудно достать приходится идти на большой риск хоть мы и можем без колебаний отдать свои жизни во имя господа мы можем сделать для него куда больше живя идиоты маящиеся смерти неужели вся эта вера в господа которую вы можете проявить благородная госпожа жрица просто нуждается в материалах ради нее мы воруем грабим и умираем разве это все не само собой разумеющееся чему вы противитесь ах боже мой какая искренняя чистая вера скорее подойди ко мне и назови свое имя меня зовут Севу Севу Лидзи черт забыла придумать имя пришлось использовать одно из многих что не придумал младшенький Севу Лидзи какое интересное имя почему начишь повязку на лице ранено верно его обезобразил один из демонов но я верю что всевышний господ рано или поздно преобразит мое лицо младшенький вера обвиняет. Единственный недостаток в твоём голосе. Он очень похож на голос одной знакомой свиноматки. Сама ты свиноматка. И вся твоя семья. Спокойно. Спокойствие. Но она не заслуживает того, чтобы её сравнивали с тобой. Я доложу Господу о твоей искренности. Всевышний непременно поможет тебе преобразоваться. О боже! Это чудо Господне! Её искренность трону Господа! Мисс София, пожалуйста! Простите нас за булую грубость! Даже если придётся воровать, красть или умереть, мы обязательно поможем вам собрать материалы! Просим, передайте нашу искренность Господу! Это ведь просто визуальный проект, созданный каким-то выпендрёжным навыками и предметами. У них явно проблемы с башкой раз так легко повелись на ложь. Верующая Сяоли Цзы, надеюсь, ты восклавишь новую команду по поиску материалов. Справишься? А? Разумеется! Я не подведу межреца! Забавляешься? Поцелуями? Мерзость! Дождись, рано или поздно, я заставлю тебя лизать мне ноги! Бескрайняя пустыня! Бескрайняя пустыня! Там! Она не принадлежит ни одной расе демонов! Опасная зона! Она получила своё название из-за бесконечно появляющихся демонических тварей! В таком случае разом вновь давненько я не встречался с монстрами! Слияние навыков Мечник Ускорение Рыцарь Воздушное рассечение Монстры разбросаны по широкой открытой местности убийство каждого требует времени и усилий Кэти я взял с собой много припасов но я не знаю сколько мне потребуется времени на то чтобы не выбраться на то чтобы выбраться из бескрайней пустыни поэтому важно контролировать их потребление Сперва перехвачу на себя их агр Божественная молния Соберу всех в одном месте Большую кучу Друид Спутывающий лозы Маг Распространение магической силы Слияние Взрывное магическое пламя Насекомое монстр Вот раздражающие уродцы Экипировка Демонический ужас Форма Парные пистолеты Дробовик Короткое копье В отличие от подземелья здесь за убийство монстров не дропается снаряжение Если хочу получить хоть какие-то материалы придется копаться в их телах Хорошо хоть очки опыта зачисляются убивай хоть и не зря Кроме того здешние монстры и демоны дропают то чего не получилось с монстров подземелья Металлические магические камни Он богат темной магической силой которые могут поглощать демоны чтобы стать сильнее монет и демонических кристаллов являются они являются универсальной валютой мира тьмы как раз потому что их изготавливают из кристаллических магических камней которые сами по себе имеют определенную ценность да и захваченные грибами телами да и захваченные грабителем атрибутами вечно не пользуешься но вот навыки можно изучить использование навыков для демонов требует потребления силы темной магии в теории пока я обладаю силой темной магии я могу изучить навыки демонов я смогу игнорировать ограничения начальных навыков и использовать их непрерывно подобное можно смело назвать багом получится ли этому научиться или нет остается только пробовать три месяца спустя монстров после трехмесячной зачистки монстров я смог прокачаться на семь уровней так еще и кучу кристаллических магических камней собрал этого количества должно хватить на попытку ведь даже если ничего не выйдет хотя бы продам даром не пропадет я заранее подготовил большую пещеру безопасности ничего угрожать не должно подготовка завершена пора начинать больно к тому же мое тело распадается с чего бы нет сила темной магии заключается в том чтобы сперва разрушить тело а после пересоздать его прямо сейчас все мое тело от костей до мури скроменосных сосудов и кожи обращается в демоническое в моем теле продолжает изливаться могущественная сила магическая сила темных послушников учителься 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 вы говорите существенное отличие мира тьмы от нашего заключается в смогут ли люди адаптироваться к жизни в мире тьмы и стать такими же сильными как демоны смогут но проблема заключается как раз в адаптации простой адаптации будет недостаточно для жизни для жизни речь ведь идет об уникальной адаптации демонов и даже использование темной магии уникальной для мира тьмы поскольку так называемое количество количественное изменение приводит к изменению качества крайне высокая конкуренция магической силы заключает заставляет магическую силу мира тьмы постепенно изменяться формируя темную магическую силу превосходящую обычную когда-то были демоны тайны изучившие людские навыки и в конечном итоге используя навыки они научились высвобождать темную магию эффект значительно повысился что если люди будут способны использовать навыки демонов невыгин навыки демонов черпаются из силы темной магии необычной противник может использовать наши навыки но мы не можем использовать пользоваться их навыками несправедливо верно но такова реальность ничего не поделаешь нахождение внизу означает что тебе суждено оставаться ниже других таков порядок но я могу использовать талант королевы демонов и демоническое пламя преисподней это ведь все навыки демонов только вот источником демонического пламени преисподней служит предмет он станет твоим навыком только после поглощения а сущность повелителя демонов создается только по формуле данной богом возможностью игнорировать правила извинять или даже создавать их может только бог если хочешь и ты хочешь обрести силу демонов придется влить в тебя темную магическую силу как темных послушников покладив достаточное количество ты сможешь полностью стать демоном но после этого ты больше никогда не сможешь стать человеком ты хочешь этого нет не хочу в конце концов это всего лишь попытка я не остановлюсь ни перед чем ради силы и раз я не могу обладать темной магией будучи человеком я отказываюсь ее поглощать не 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 останавливайся уже начавшись это не обратить сверх самоисцеления даже сверх самоисцеления не сработало а значит это необычная травма это больше похоже на то будто я нарушил определенные правила и теперь это правило собирается меня стереть думается крец преисподний в этом случае не сработает такое знакомое чувство я снова умираю братик ни за что не закрывай глаза ты должен держаться глаза открытыми хорошо прошу тебя не покидай меня не покидай меня прости юаньта я тоже хочу жить но я чувствую что мое сознание понемногу угасает я не могу задержаться даже на секунду я ничего не могу сделать перед лицом смерти сознание рассеивается и мне это не остановить снова это чувство бессилия такой же как и тогда все закончится если ничего не предприму нет на этот раз все по-другому я уже умер однажды смерть мне неведома должен быть способ выжить и невооруженным глазом видно что строение человека мало чем отличается от строения тела демонов существенная разница заключается в том что тело демонов может спокойно использовать темную магию темная магия всего лишь разновидной силы ему просто нужен подходящий сосуд например тело демона в этом случае если я использую это ложное тело демона созданное непосредственным навыком чтобы обмануть ее возможно его посчитают сосудом приди приди я больше не буду сопротивляться если хочешь войти в ходе растворились в моей тени смешая с моим навыками я приму все без остатка эволюции темной ночи первозданный мрак тело демона кажется мне удалось тело демона изначальная тьма возникшая в результате слияния темной магии в основании тела демона эффекты различных атрибутов и навыков усиливаются и тело полностью обращается в демоническое а темная магия и обычная магия могут использоваться одновременно это не только подлинный навык демонов но и навык обладающий эффектором трансформации связанной с телом способной эволюционировать моя маскировка остатус от темной ночи связан с моим собственным телом что присвоило силу темной магии так что она преобразила мой внешний вид таким образом преобразился не я сам а форма моего навыка как только навык будет отменен я вернусь к человеческому облику и больше не смогу использовать силу темной магии анонимус спасибо за десяточку я просто искал у тебя тайтлы которые бы мне понравились если есть еще что посоветовать наподобие непревзойденного окей давай оставим это ближе к концу стрима окей там что-нибудь я думаю посоветую еще это может быть возможно благодаря королеве демонов темной ночи из 72 столпов что крайне сильный навык к тому развиты не до конца только овладев гибкостью он сможет полностью эволюционировать тело демона если бы было нарушено какое-то из условий меня бы уничтожило силой правила сейчас мои действия идут в разрез правилами но тот кто ввел это правило почему-то этого не заметил похоже их привлекло мое поглощение темной магии как раз вовремя я попробую на вас свою новую силу глаза ночи претерпели классальные изменения похоже что ключом к эволюции таланта и навыков является темная магия глаза ночи с плюс после применения навыка все в поле зрения застывает до тех пор пока сила темной магии не будет исчерпана или пользователь не прекратит его действия примечание чем больше целей будет выбрано для застывания и чем дальше вы от них находитесь тем больше потребления темной магии примечание когда атрибуты цели выше чем у пользователя скорость потребления темной магии удваивается используя темной магии чтобы проверить и другие навыки основной навык друида сдерживающие лозы неплохо на лозах отросли шипы сохраняя изначальные свойства оно увеличило свой урон зона покрытия как и мощная изрыва огненных шаров также увеличилась их мощь стала еще выше кроме того меня больше всего удивил навык клонирования я могу создавать еще одного клона если многократно использую слияние навыков слияние навыков магический мечник преследующий бушующее пламя и ассасин клон пламяне ма пламяная марионетка но наследует 65% атрибутов пользователя владеет всеми навыками класса ассасин и атакует нанося урон атрибута огня слияние навыков доос призыв молнии и ассасин клон молниеносное маринетка унаследует 65% атрибутов пользователя владеет всеми навыками класса ассасин и атакует урон уничтож Ха-ха, уничтожь. Четыре месяца спустя. Это место заслуживает называться Бескрайней пустыней. Мне потребовалось семь месяцев, чтобы полностью пересечь её. Разумеется, и ещё и потому, что я уничтожу всех демонических зверей на своём пути. Хотя, это заняло не так много времени, так что особо ничего и не потерял. К тому же, свезло, что урожай выдался довольно богатый. Я буквально забил всё место в пространственном разоке трупами демонических зверей. Уровень тоже значительно так поднялся. Если смотреть только на значение атрибутов, я уже ничуть не уступаю пробуждённым со скрытыми классами третьего ранга. В конце концов, сущность Короля Демонов и ежедневные задания от системы помогли мне значительно их преумножить. Имя Йон Чен Раса Человек Уровень 62 Базовые атрибуты Без бонуса от снаряжения Сила 913 Телосложение 913 Ловкость 911 Интеллект 911 Выносливость 911 Основное оружие Демонический разрушитель Золото Дополнительное оружие Демонический ужас Золото Особое оружие Разоритель Легендарное Врожденные навыки Всемогущий А+, Слияние навыков А, Тело демона С+, Глазоночи С+, Сверхсамоисцеление С+, Непобедимый С+, Попасть цель С+, Прозрачное пламя С, Быстрое заклинание А с минусом Двойное заклинание А с минусом Особые навыки Божественная молния С- Использование заклинаний Без посоха А с минусом Несмотря на это Все еще существует Громадный разрыв С пробужденными Четвертого ранга Божественного уровня Все же Чем выше уровень Тем больше очков Опыта Необходимо для прокачки И Тем больше награда За Обычного класса Для обычного класса К тому же Пробужденные Четвертого ранга Имеют при себе Большое количество Предметов Для увеличения Атрибутов Не говоря уже О королях демонов Стать демоном Семидесяти двух Столпов Только первый шаг И на моем пути Будет еще больше Скрытых опасностей Которые необходимо Устранить Я Должен стать Еще сильнее Вот И прибыл Во вторую зону Болото Утерянных О Запустилась Новая миссия Миссия Крестовый поход Было обнаружено Что пользователь Обладает необходимыми Условиями Для запуска миссии Содержание задания Крестовый поход Против сокрушенной мечты Наказание За провал Обсутствует Награда Пустой чертеж Оружие Сокрушенные мечты Это еще что Я не вижу здесь Ничего похожего На монстров К тому же Здесь всюду Витает газ Не имеющий запаха Это странно После падения В болото Яда Не почувствовал Хотя Коррадионными Свойствами Обладает Даже если захочет Ему придется Разъедать Мою кожу Где-то полгода Но Какой бы ни была Полезная вещица Стоит попробовать Его Рассеять Среди навыков Жрец Очищение Идаос Талисман Экзорциста Талисман Развеивания Нечистот Никакого Эффекта Либо Окружающая Среда Здесь Безвредна Либо Место на Старика Злокачественное Что я не могу Его рассеять Да и у меня Еще Отсутствует Два материала С ранга Так что Будет жаль Возвращаться Вроде В этом месте Не было Никакой Живности Но Они Похоже Не намерены Биться Со мной Вот Ну что Так Меня Обманывали С того Самого Момента Как я Пришел В это Место Теплый Солнечный Свет Ты слабое Тело Я Братик Сегодня Ведь Такой Прекрасный День Тебя Выписывают Из больницы Так почему Ты стал Говорить Подобную Чепуху А Юньтан Меня Выписывают Моему Организму Стало Лучше Ну конечно Наконец-то Я смогу Спокойно Вернуться В университет Но ты Не переживай Братишка Свободное Время Я буду Подрабатывать Как можно Больше Чтобы Заработать Заботиться О тебе Не беспокойся О деньгах Друзья В магазине Меня Даже называют Рабочей Феечкой Какая еще Рабочая Феечка Как бы то ни было Я не могу Просто Взвалить Все На твои Плечи Пора бы Мне вернуться К былым делам Создание Персонажа Подтвердить Выбор Класса Бесклассовый Хорошо Погнали Некогда Гениальный Геймер Йон Чен Выписался Из больницы И снова Взялся За дело Человек Некогда Стоящий На вершине Мира Вновь Вернулся Он Создал Совершенно Нового Персонажа Продолжится Ли Его Легенда Поздравляю Йон Чен Чокнутый Убийца Тебе удалось Стать чемпионом По защитке Подземелья За рекордно Короткое Время Чокнутый Убийца Чокнутый Убийца Вернувшись Талантливый Игрок Йон Чен Прошел Весь Путь До конца И успешно Победил В национальном Онлайн Чемпионате ПКшников Поздравляем Игрока Йон Чена Представителя Китайского Дивизиона С победой В всемирном Чемпионате Желаешь Что-нибудь Сказать Моя победа Была Предрешена Братик Наконец-то Я выпустилась С этого момента Я начну Работать И всячески Поддерживать Тебя Братик В этом ресторане Так вкусно Я сегодня Угощаю Все же я получила Премиальные За первые По зачистке Подземелья Проклятие Как же я задолбалась Начальник Снова хочет Чтобы я работала Сверхурочно Так еще и без Всяких Надбавок Братик 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 Последнее время Мне кажется Что ты постоянно О чем-то Задумываешься И выглядишь Каким-то Задаченным Неужто Собираешься Познакомить Меня Со своей Девушкой Так-то Я должна Проверить Насколько Она тебе Подходит Да Так Пустяки Просто Это Такой Прекрасный Мир Жаль Насколько Ненастоящий Но Все Рано Или Поздно Заканчивается Да Мне Пора Возвращаться Ну что А так Значит Ты давно Узнал Что Ненастоящая Как этот Мир Независимо От того Насколько Реальной Может быть Иллюзия В конце Концов Она Ей И остается Подобно Меня Незвить Толку Можешь Можешь Не уходить Не могу Меня Ждет Моя Сестренка А Также Множество Вещей С которым Нужно Разобраться Не важно Приносит Реальность Радость Грусть Или Счастье Когда Нибудь С ней Придется Столкнуться Пребывание Здесь Просто Побег От Реальности Я Заранее Вскрыл Теневую Марионетку В своей Тени Когда Вошел На Эту Территорию Иначе Мое Сознание Уже Давно Утонуло В Иллюзии Она Хорошо Справилась Со Своей Задачей Очнулся Президент Разве Вы Не Собирались Проникнуть В Приход Почему Вы Здесь Помогаю Руководителю Собирать Материалы И Даже Привела Собой Несколько Верующих Но Похоже Они Не Собираются Никуда Идти Наконец Я Встретил Господа Я Буду И Дальше Прислуживать Господу Верой Правдой Господь Удостаю Мне Чести Попасть В Рая Согласно Моим Наблюдениям После Того Как Здешний Туман На Пределенной Степени Скупится На Теле Он Обращается Слизь Слизь Не Только Погружает Людей В Иллюзию Но И Парализует Нервы И Органы Чувств Даже Если Отрепить Ноги И Руки К Чувствов Они Не Придут Те У Кого Слабая Воля Или Сильные Желания Легко Мут Затеряться И Не Смогут Вернуться Поэтому Это Место Известно В мире Тимы Как Рай Самоубийц Многие Утратившие Надежду Добровольно Отправляются Сюда Чтобы Умереть Своей Идеальной Иллюзии В Иллюзии Погружаются Не Только Демоны Но И Заблудшие Демонические Звери Поскольку В мире Иллюзий Они Могут Есть Безграничное Количество Меса Кстати Что С твоей Внешностью Ты Стал Еще Более Походить На Демона Чем Раньше Я Тебе Даже Сначала Не Признала Думала Что Ошиблась Мои Навыки Изменились Из-за Поглощения Темной Магии К счастью Мне повезло Я смог Сохранить Свою Человечность Поглотил Темную Магию Армия Приложила Много Усилий Для Изучения Этой Области Но Каждый Раз Терпела Неудачу Не Ожидала Что У тебя Получится Если Будешь Продвигать Свой Метод Это Поспособствует Значительному Повышению Боевой Мощи Человечества Во Первых Нужно Обладать Талантом Короля Демона Семидесяти Двух Столпов Этот Должен Обладать Эффектом Роста Во-вторых Нужно Иметь Значительное Количество Демонических Кристальных Камней В ином Случае Высоковерятность Обратиться В демона Так Ты Ничем Не будешь Отличаться От Темных Послушников К тому К тому Даже Выполнив Все Перечисленные Условия Я чуть Было Не Умер И Не Думайте Продвигать Подобное Похоже Только Ты Можешь Использовать Пользоваться Таким Способом Кстати Как Успехи За Последние Полгода Я Стал Епископом И Выкрал Значительное Количество Ресурсов Я Кто-то Вроде Мелкого Лидера Я Гораздо Ниже Положением Нашей Общезнакомой Люсини Ей Как Жрицы Прислуживает Просто Огромное Количество Верующих Хм Люсини Ясно Неудивительно Что она Так Легко Проиграла На турнире Я думал Что Я думал Это Произошло Из-за Случайной Ошибки Но Теперь Кажется Это Все Хорошо С Планированным Планом Еще Бы Более Этого Здешняя Организация Приход Честно Связана Со Священной Империей После Моего Расследования Выяснилось Что Большинство Людей Из Организации Были Приведены Сюда Из Священной Империи Еще Младенчестве Их С раннего Возраста Приучаются Приучают В обстановке Здешнего Мира И Промывают Мозги Само Самоназванные Адепты Света Пользуются Классовой Системой Из Священной Империи С Их Точки Зрения Будь то Демоны Или Люди Если Не следует Их Учение То Являются Чужаками Достойными Смерти Темные Послушники Ведь Уколоняются Поклоняются Демонам И Жаждут Их Прихода И Раз Они Являются Организацией Приход То Кого же Они Ждут Бога Бога Насколько я знаю В мире Ведь мы Не в мире Людей Не совершает Ничего Кроме Жертвоприношения Бога Возможно Ли вообще Приход Бога Вероятность Минимальна Но Люси Не утверждает Что способна Общаться С Богом Но это Больше похоже На какое-то Надувательство Не будем Об этом Ты Отправился Сюда Из-за Карты Сокровищ Хочешь Отправиться В Чистилище Огненного Демона И вы Тоже Только Иди Оттуда Попряться Я пошла Только Осмотреться Я даже Не собираюсь Отправляться В город Небытия Потому Что Там Чертовски Опасно Все же Это руины Клана Демонов Взрыв Взрывного Племени Пламени Все же Это Руины Клана Демонов Взрывного Пламени Им даже Демоны Семидесяти Двух Столпов Завидуют Не имею Понятия Сколько Демонов Приглядывались К ним Но они Все Потерпели Неудачу Даже Выжившись На полную Они не смогли Увидеть Даже Тени Чистилища Огненного Демона И все потому Что на их пути Был город Небытия Никто не знает Что в нем Происходит Но Ни один Вошедший В него Так и не смог Вернуться Это относится И к королям Демонов Войти туда Значит обратиться В ничто И перестать Существовать Поэтому Эвой называет Городом Небытия Младший Не сможете Смотреть Демоны У меня У меня Божественный Навык Это я Чужак Чужак Незримом Лицом Очнулся Все сюда Наши усилия Не прошли даром Он пришел Себя Я ведь говорил Что то Лекарство Подействует Не выпендривайся И так ясно Что чужак С незримым Лицом В добром Здравии Свинья Риты Умерла Съев все Твои травы Я впервые Встречаю Чужака Счастье Что он не умер Как тебе зовут Откуда ты Я Не знаю Почему Но даже Подойдя Ближе Я не могу Разглядеть Твоего лица Оно такое Расплодчатое Словно Его и вовсе Нет Как насчет Имени Сею Сею Ха-ха-ха Неплохо Имя Сею Неплохо звучит Примечание Сею Небытие У нашей малышки Нано Талантовать имена Ха-ха-ха Иди со мной Я позабочусь о тебе Пошли ко мне домой Домой? Вот так Малышка Нано Отвела меня К себе домой Проживающая В этой деревне Как я узнал Являются Предками демонов Прибывших Из разрушенных Войной мест Они Бежали сюда Спасаясь От войны Изолированные От остального Мира На протяжении Сотин лет Никаких Споров И ревонь Словно Настоящий рай Но По неизвестной Причине Они не способны Видеть мое лицо Мой голос Для них Не кажется Ни резким Ни грубым А мое тело Сильно Расплывчато Из-за чего Им сложно Проделить Мою внешность И пол А для них Ощущаюсь Подобной Иллюзии Словно Меня не существует Потому Они считали Имя сей У подходящим Жизнь с ними Кажется Мне комфортной И удовлетворенной К счастью Они приняли Меня Со всеми Со всем Гостеприимством И любезностью Можно Остаться С ними Навсегда Да Было бы Хорошим Решением Подобная Жизнь Полна Странностей И интересностей С безграничными Возможностями Удивительно То Как они Все Этого Добились Снова Это Неприятные Чувства В течении Трех Месяцев После Прихода Сюда Я постоянно Бормочу Какие-то Непонятные Слова Которые Не в силах Понять Даже Слова О которых Я никогда Не задумывался Сию А вчера А мы Договорились Я научу вас Читать И писать Давайте Начнем С самого Важного Смотрите Это Ваше Имя Сию Скорее Поспешим Они снова Здесь Давайте Поторопимся Не дадим Людям Умереть Послушайте Что-то Произошло Мы Нашли Еще Несколько Раненых Чужаков Но Эти Чужаки Отличаются От вас Их лица Четливо Видно И они Очень Похожи На нас У нашей Деревни Появились Новые Товарищи На самом деле Все Были Очень Напуганы Когда Чужаки Появились Нашей Нашей Деревни В первый Раз Все Переживали Что Они Могут Оказаться Плохими Ребятами Но Они Казались Крайне Милыми И добрыми И нынешние Чужаки Похожи На Сию Поэтому Никто Из них Никто Их Не Опасается А Оказывает Добродушный Прием Подобное Мышление Очень Опасно Больно Проклятье Утес Иллюзии Оказался Куда Паснее Чем Я думал Сокровище Не нашел Так еще И рано Склопотал Следовало Прислушаться К совету Отца Юный Глава Сколько Раз Глава Вас Предупреждал Ни за что Не ступать В болото Потерянных И утес Иллюзий А вы Все Настаивали На экспедиции Хорошо Хоть Что Мы Застряли Здесь Вот же Тоже Мне Большое Дело Не забывайте Кто Я Такое Думаешь Стоящий У старика Индукционный Кристалл Он все равно Мне ни хрена Не сделает Пока Сам сюда Не явится Не стоит Беспокоиться О потраченном Времени Все же Территория Клана Демонов Взрывного Пламени Находится За утесом Иллюзии Болото Потерянных Связано С утесом Даже Моему Папашке Придется Несколько Поднапречься Чтобы попасть Сюда И Кстати говоря Мы ведь были На стыке болота Потерянных И утеса Иллюзий Но внезапно Сволились Мниса Так Куда же Мы Сволились Я сам Тут Впервые А? О Нашли Новые Чужаки Здесь Все сюда Вот же Вот непрога Надо же Было Сейчас Столкнуться С демонами Другого Клана Хотя Я не вижу Их Принадлежность Клану Но свежло Что они Все Слабаки Надо Перехватить Инициативу Пока Они Никого Не увели Дому Не Увидомили Не Дергайтесь Не похоже Что они Хотят С нами Драться Юный Глава Ведь Больше Любит Убивать Чего Это Он Так Переменился Невежественные Придорки Фиолетовые Зрачки Древняя Темная Печать Эти Ребята Чистокровные Представители Давно Исчезнувшие Древние Расы О которых Написано В книгах Спасите Помогите Я Так Ранен Что Скоро Умру Неужели Среди Вас Нет Ни Одного Добряка Желающего Помочь Мне Чистокровные Древние Вымерли Еще Тысячу Лет Назад Эти Ребятки Живые Древние Окаменелости Родав Рабство Или Пустив На Исследование Они Имеют Невиданную Ценность Смотрите Скорее Нам Пришли Новые Чижаки Они Серьезно Раненые Принесите Лекарственные Травы Нужно Скорее Их Вылечить Куда Не Глянь Чистокровные Древние На Каждом Шагу Причем Свободные Если Схватить И Начать Их Разводить Можно Получить Безмерное Богатство Я Тоже Помогу Нет Не Ходи Мир Продлившийся Слишком Долго Заставил Этих Демонов Забыть Об Опасности Внешнего Мира Их Сила Не Так Велика Чем У Нового Поколения Скорее Всего Они Даже Не Представляют Что Пришедшие Чижаки Могут Привести К Ужасной Катастрофе А Почему Вы Не Даете Мне Пойти Это Черт Не Могу Сказать Такая Ситуация Случилась Такая Ситуация Случалась Не Раз Как И Некоторые Ситуации Во Внешнем Мире Которые Нуждались В моих Словах Чтобы Изменить Их Мнение Но Я Не Мог Их Произнести Даже Если Присутствую На Сцене Лично Я Всего Лишь Зритель Я Могу Только Наблюдать За Развитием Событий Не Способны Чего Изменить Учитывая Ситуацию Я Могу Догадаться О Дальнейшем Развитии Событий После Недели Лечения В больнице Демоны Клан Взрывного Пламени Полностью Восстановились Они Ушли Под Сопровождение Деревенских На Следующий День После Этого Выдалось Бодрое Утро Как Всегда Я Направился В горы Чтобы Нарубить Дров Дабы Привести Свой Как Всегда Я Направился В горы Чтобы Нарубить Дров Дабы Привнести Свой Вклад В Общее Дело И Вернувшись В деревню Я Увидел Как Все Изменилось Вот Что Происходит Если Противиться Мне Раз Не Сто Из Вас Не Желает Становиться Скотом Вы Должны Сдохнуть Серьез Чужаки Очень Проклятие Черт Б Вас Побрало Я Вас Ведь Тоже У Вас Ведь Тоже Теплится Жизнь Так Почему Вы Такие Подлые Мерзкие Всех Всех Приканчу Откуда Этот Монстр Спасите Спасите Ты 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 Совсем Не Такой Как Они Ты Хоть Курси Что Мой Отец Глава Клана Демона Взрывного Пламеня Посмеешь Меня Тронуть И Умрешь Самой Мучительной Смертью А Так Пусть Приходит Кто Ты Такой Черт Возьми Почему Я Не Могу Разглядеть Лицо Того Кто Посмел Убить Моего Сына Захотел Убил Похоже Все Закончилось Насколько Бо реальным Не был Этот Опыт Это Все Еще Иллюзия Я Даже Избавился От Иллюзии Сюнь Тань Так Что Подобные Штучки На Мне Не Работают Но Обстановка Выглядит Довольно Знакомой Будто Я Где-то Это Видел На 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 Этом Камне Малыш Канана Написала Мое Имя Не Неужели Это Было Вовсе Не Иллюзия А Произошедшее На Самом Деле Знакомая Деревня Знакомые Места И Знакомая Каменная Плита Единственное Отличие В том Что тут Все Разрушено До Основания Руина Судя По Всему Все Что Происходило До Этого Было На Самом Деле И Не Являлось Какой-то Иллюзией Но Даже Не Было Направлено На Меня Я Чисто Случайно Вмешался В конце Концов Я Был Зрителем Ни В чем Не Участвовал И Ничего Не Изменял По Словам Бахара Клан Демонов Взрывного Пламени Существовал Очень Давно И Реальное Время Возникновения Этой Иллюзии Длится Уже Почти Вечность После Уничтожения Клона Здешняя Среда Должна Была Восстановиться Почему Же Все Так Плохо Волкан Как Как Же Мы Голод Мертвец В составе С живым Организмом Не Важно Кто Вы Я Просто Разрушу Вас Какой Крюки Что Они Ведь Выглядят Как Сплошная Массовка Из Мобов Но Обладает Такой Силой Я Не Смогу Победить Не Начав Драться Серьез Божественная Молния Бесшовные Спутывания Эти монстры Выглядят Так Будто У них Нет Никакого Зачатка Разума И При этом Способны Предсказать Где Собираясь Приземлиться Вот Так Боевые Инстинкты Похоже Этот Ребенок Вторгся На земли Моих Воспоминаний Не Удивительно Что Его Они Уничтожили Он Человек Но Как Тут Оказался Человека Справляться С Несколькими Разрозненными Силами Очень Тяжело В Конечном Счете Они Недостаточно Квалифицированы Для Исследования Глубина Надеюсь Он Сможет Это Осознательнее Будет Напрасно Ставить Свою Жизнь Под Удар Я Поглотил Пламя Демона Преисподней И крайне Устачив К огню Так Что Не Восприимчив К большинству Навыках С огненным Элементом Тем Не Менее Я Получил Ожог Эти Монстры Используют Довольно Необычное Пламя Оно Как Минимум На Том же Уровне Что И Пламя Демона Преисподней Слияние Навыков Маг Водяная Звезда Колдун Поток Льда Я Не Стал Драться С Вами Серьез Поскольку Посчитал Недоразвитыми Новичками Водопад Души Льда Использование Заклинания Без Посоха Слияние Навыков Маг Удар Молний Колдун Ионизированный Ветер Ураган Молнии Этот Новок Я Стретился С Крайне Занимательным Созданием Неплохо А также Любопытно В таком Случе Это Наша Не Последняя Встреча Ведь Там Ты Сможешь Ознакомиться С Правилами Ха 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 Привиделось Не Должно Было Но Пока Не Буду Забивать Этим Голову Эти Монстры На Уровне Пробужденных Третьего Ранга Однако Взрывной Магический Камень Оставшийся После Их Убийства Отличается От Камней Неманических Зверей Выброшенная Лава Обращается Столь Могущественных Монстров Значит Вулкане Должно Быть Некое Пугающее Существо Надо Бы Забраться И Глянуть Чем Ближе К Кратеру Чем Больше Монстров Основной Новык Ассасина Невидимость К счастью Хоть у них И развитые Боевые Инстинкты Но Не намек На IQ Пока Не вхожу В боевое Состояние С ней Вполне Можно Справиться С помощью Невидимости Внизу Кто-то Есть Далековато Не могу Разглядеть Основной Навык Охотника Орлиный Глаз Там же Глава Клана Демона Взрывного Пламени Академия Цзинань А разве сегодня не должна проходить церемония открытия второй половины второго семестра Что тут делают третьекурсники Без понятия Должно быть собираются сделать важное объявление Посмотрите на людей в военной форме За диканомье Скорее всего они из армии Они ежегодно сражаются на передовой И вот в свободное время появились в академии Я у нас учил что-то важное Я начала подозревать Что нам придется Хлебнуть горе еще в тот момент Когда пропал брат Юнь Количество курсов Резко возросло А практическими занятиями Приходится заниматься Свободное время после занятий Тише Не говори о нем Разве не в курсе? Что Николь Резко Изменилась После Инцидента С братом Юнем Целыми днями ходит с голодным С холодным глицом Стоит ей услышать Стоит ей услышать Сразу впадает в ярость Пишина Я созвал вас всех здесь Чтобы сделать важное объявление Должно быть Некоторые из студентов Заметили изменения Количество курсов с боевой практикой За последний год Резко увеличилось И все Все запретные Для студентов Подземелья Из-за своей опасности Были открыты Это Привело К жертвам Не только среди студентов Но и среди инструкторов Причина по которой Это произошло Заключается в том Что С сегодняшнего дня Все Второкурсники И третьекурсники Отправляются На передовую Вместе Со своими Учителями Дабы принять участие В войне Все опасные курсы И боевые действия В реальных условиях Были Проведены С целью Чтобы Обеспечить вас Возможность Выжить на поле боя Что В прошлом году На передовую Отправляли Только четверокурсников Чего Это Диапазон Расширился Аж до второго курса Похоже Ситуация На передовой Куда хуже Чем мы думали Нам конец Я слышал Что даже Четверокурсники На поле боя Получали серьезные ранения Мы ведь там Сразу копыт Откинем А сейчас Солдаты Военного ведомства Разделят вас На подходящие Зоны боевых действий В соответствии С вашим уровнем И классом Прошу вас Сотрудничать От этого Зависят ваши жизни Генерал Все Пожалуйста Вернитесь В военное ведомство На передовой Дела хуже Некуда Нам нужна Ваша помощь Это Из-за Священной Империи А ведь Я говорила Если Не разобраться С ней Зародыши Они станут Скрытой Опасностью Вам Просто Говорить Священная Империя Наша Страна Священная Империя И наша Страна Сене Лун Входит Пятерки Великих Стран И Веряющихся Главной Силой В борьбе С миром Тьмы Не говоря Уже О том Что Во время Противостояния Могут Пострадать Обе стороны Даже Если Мы победим Их С наименьшими Потерями Оставшихся Четырех Стран Будет Недостаточно Для Борьбы С демонами Кроме Того У нас Нет Никаких Прямых Доказательств Их Связи С миром Тьмы Вы Любители Много Думать Прежде Чем Начать Действовать Потому Они И Не Чувствуют Никакого Страха Даже После Того Как Огромное Множество Гений Погибло Во Время Турнира Они Принесли Поверхностные Изменения И Что С Того Новое Поколение Ведь Я 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 Многие Высокопоставленные Чиновники В большом Количестве Стран Осознают Что Священная Империя Является Раковой Опухолью Но Они Только И Могут Что Позволять Им Расширяться В конце Концов Если Отдадим Силы Только На То Чтобы Разобраться С Корнем Проблемы Линия Пронта Может В одной Части Рухнуть И Все Что Ждет Человечество В этом Случа Это Гибель Но Сейчас Они Оказывают Наибольшее Влияние На Происходящее На Передовое Особенно С Демонами Поглотителями Это Все Это Время Нам Удавалось Противостоять Демонам На Передовое Главным Образом Потому Что Им Трудно Адаптироваться К Нашему Миру Их Боевая Мощь Была Значительно Ослаблена Однако В данный Момент Король Поглощения Семидесяти Двух Столпов Используют Неизвестный Нам Метод Позволяющий Демонам Поглотителям Быстро Адаптироваться Пожирая Людей Таким Образом Давление На Передовой С их Стороны Удвоилось Ясно Это И правда Серьезная Проблема Но К Приверикому Сожалению Я не Собираюсь Участвовать В военных Действиях А Когда Вы Вернулись Из Мира Тьмы Отбив Атаку То Внезапно Вы Вели Своей Отставки Сказав Что Будете Дожидаться Подходящей Возможности Вы Прождали Три Года Этого Недостаточно Недостаточно Думаю Понадобится Еще Год Или Два Но Передовой Не сможет Столько Продержаться Не Переживай Я Оставила Один Свой Козырь В мире Тьмы И Теперь Похоже Пришла Пора Его Использовать Хорошо Надеюсь Ваша Задумка Осуществится Раз Вы Не Собираетесь Участвовать Отправьте Хотя Бо Своих Демонов Служанок Их Боевая Мощь Может Пригодиться В бою Вот Незадача Я уже Давно Их Отослала Мир Тьмы Малышка Ты Так И Не Смогла Установить Местонахождение Господина Юня После Возвращения В мир Тьмы Мы Обошли Уже Больше Сорока Стран Но Так И Не Нашли Никакой Зацепки О нем По Сути Призванный Зверь Обладает Большим Диапазоном Поиска И Она Уже Давно Должна Была Его Тыскать Сюю Как Думаешь Мог бы Господин Юнь Погибнуть Невозможно Не забывай Какое У него Положение Он Принял Сущность Короля Демонов И Является Гением Номер Один В своем Поколении Человеческого Мира Такое Существо Не так Просто Убить Если бы Ей убили То его Труп Должен Были Нужны Были Подвесить И Выставить На показ Повысив Моральный Дух Так что Высоковероятность Того Что Он Еще Жив А Что Если Не Умер А Попал В плен Это Страшное Место И Она Скорее Сего Такой Же Как У Хозяйки Эй Не строй Догадок Раз Не можешь Его Отыскать Давай Активируем Оставленный Хозяйкой Козырь Кстати Давненько У нас Нома Не было Интересно Как же Изменился Наш Ладный Город Голод Ах Же Голод Она Голод Совсем Не ожидал Что Глава Клана Демона Взрывного Пламени Будет Затачен Здесь И Подвергнут Пыткам И Похоже Затачен Он Здесь Уже Давненько Бесековый До Ипитья По Словам Бахара Он Существует С древней Эпохи Войн И Еще С момента Когда Страна Демонов Не Была Разделена И Судя По Его Нынешней Силе Он Не Должен Уступать Даже Королям Демонов Находящихся В первых Рядах Как бы Он Не Был Голод Добродетели В нем Не Прослеживается Должна Быть Другая Причина Для Его Обессиливания Вот Оно Что Так 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 Это Он Выплевывал Тех Монстров Снаружи Сколывающие Его Цепи Все Это Время Заставляли Его Выплевывать Часть Своей Силы Нелегко Ему Пришлось Под Такой Пыткой Только Вот Это Редкая Возможность Слияние Навыков Мечник Колющий Удар Азасин Дробление Черепа Демон Уровня Демонов Семидесяти Двух Столпов Его Труп Сравним С Любым Материалом С Ранга Ошибки Недопустимые Дробящий Головоклинок Голота Голота Жертва Голота Я Голодя Она Хочешь Сожрать Меня Посмотрим На что Ты способен Голота 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 Жертва Вкусная Жертва Даже Когда Ослаблен Он Ничем Не уступает Королям Демонов Семидесяти Двух Столпов Излишне Опасен К счастью Его Депозон Движения Ограничен Поэтому Мне Достаточно Держаться На Расстоянии Чтобы Справиться С ним Слияние Навыков Маг Водяная Завеса Колдун Мороз Это Еще Не Конец Быстрые Заклинания Двойное Заклинание Слияние Навыков Расколотая Глыба Ледяная Алая Скала Штормовой Ураган Жертвы 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 Таком Расстоянии Тоже Небезопасно Нужно Найти Подальше Что? Жертвы 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 Какая Мощная Сила Вдоха Божественная Молния Слияние Навыков Даос Кулак Сокрушения Боец Удар Изо всех Сил Жертвы 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 Еда Еда Рановато Еще есть Отведай Лучших Камней На вкус Что за Грубая Кожа И толстое Мясо У этого Монстра Живущего Сотни лет Просто Бездонная Школа Здоровья Судя По всему Даже Если Использую Десятки Тысяч Сил Он Быстрее Вымотает Меня Что Еще Хуже Из-за Слишком Большого Разрыва В силе Эффект Кражи Разорителя Не Сработал У Меня Плохое Причастствие Выпленил Что Он Творит Вот Черт Быть Избитым Какой Плохой Сон Хотя Я Не знаю Из Какого Ты Клана Маляц Но Сознаешь Ли Ты Что Тебя Ожидает Смирь За То Что Разбудил Меня А На Этот Раз Похоже Ты Больше Не Собираешься Меня Есть Не Уже Все Это Обормотание Во Сне И В действительности Ты Не Испытываешь Комни Никакого Аппетита Нагляться Как Такое Блюдо К Низкого Уровня Как Ты Может Быть Достоин Попасть В Рот Головы Клана Демона Срывного Пламени Эта Сила Уже Не На Том Уровне Что Прежде Он И Правда Спал А Все Его Действия Были Основаны На Бессознательной Боевой Интуиции Что За Дурная Шутка И Атаковал Из-за Сей Сил Но Лишь Смог Разбудить Его Я Все Еще Слаб Раз Не Смог Раздавить Такого Муравья Сю Ты Заточил Меня Здесь На Семьсот Лет Когда Ты Придешь Убить Меня Тебе Действительно Нужно Ждать Когда Мои Силы Иссякнут И Я Умру Естественным Путем По Крайней Мере Позволь Мне Умереть От Твоей Руки А Не Этого Муравья Я Не Могу Позволить Попасть По Я Не Могу Позволить Ему Попасть По Мне Этим Приемом Думаешь Звежать Что Расстояние Между Мной И Землей Буквально Исчезло Ты Всего Лишь Муравей Сгиня И Хотя Бо Свободный Муравей И Заключен Заключенный Ты Ну что Повторим Ничтожный Муравей Это Это Взрывная Сила Оказывает Большую Нагрузку На Твое Тело Думаю Ты Можешь Поддерживать Это Состояние Не Дальше Одной Минуты Противник Вроде Тебя Не Займет Минуты Нагляться Какая Большая Область Но С моей Нынешней Скоростью Я Запросто Смог Избежать Этого Не Вздумай Прятаться Лава Мои Руки Наглец Разве Ты Не Хотела Победить Меня Только И Умеешь Что Уворачиваться Подходишь И Атаковать Руки Из Магмы Не Только Многочисленные Но И Невероятно Быстрые Если Так И Будет Продолжаться Мне Придется Поплотиться К счастью У меня Высокое Сопротивление К огню К тому же С бафами Десятка Тысяч Сил Меня Мгновенно Не Убить Слияние Навыков Колдун Слабость Войн Язва Слабость Гниения А? Заклинание С отрицательным Эффектом А? Какой Подлый Прием Только Канализационные Крысы Гораздо Исп Гораздо Использовать Не И не Думай Что Я Спущу Тебе Это Сырок Божественная Молния Независимо От того Насколько Высока Скорость Пока Тело Способна Произносить Заклинание Его Не Остановить Я Неприведно Попаду Под Атаку Но Все Еще Способен Ее Выдержать Продление Слабости Продление 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 Мальчишка Не Может Подобраться И Атаковать Но Каждый Раз Получает Раны Еще И Оказывает Негативные Воздействия На Меня Не Не Ужали Он Ослабляет Мою Защиту Поскольку Готовится Нанести Убийственный Удар Я Не Знаю Оман Ли Это Зрение Но Раны Стали Усугубляться Мальчишка Кажется Становится Все Сильнее И Сильнее Первый Навык Берсерка Пробуждение Ярости Теряя Каждый Один Процент Здоровья Увеличивает Силу На Три Процента Без Дозволения Сю О Он Бо Не Смог Даже Устоять Передо Мной Сю О Явно Подпустил Ко Мне С Какой То Целью Я Не Могу Относиться К нему Легкомысленно Знаю Но Пока Я Способен Только Но Пока Я Способен Открыть Твой Рот Этого Достаточно Прими От Меня Подарочек Облюдок Что-то Запихнул Мне В рот Конечно Же Еда Которую Ты Так Любишь Не Говори Что Даже Не Распробовал Думал Серьез Что Я Не Замечу Поначалу Я Правда Не Понял Что Эти Цепи Заключившие Тебе Являются Своего Рода Правилом Что До Триггера Для Его Активации Он Не Известен Проклятие Как Ты Заметил Пока Есть Глаза Можно Заметить Что Ты Стал Опустошен Из-за Голода Даже Те Монстры Твои Сконденсированные Харочки Силы Заваят О голоде Если Твое Создание Спит Твое Тело Взывает О жертве Ты Который Был Голден Более 700 Лет Так Жаждешь Еды Что Не Можешь Больше Наслаждаться Камнями Даже Если Я Вдарю Тебе По Голове Но Это Нормально Что Все Дошло До Этого Но Проблема В том Что После Ты Стал Выплевывать Камень Даже После Пробуждения Ты Выгля Так Будто Я Не Вызываю У тебя Никакого Аппетита Контраст Между тем Что Был Когда Тогда И Позже Настолько Велик Что Я Начал Подозревать Что Ты Вовсе Не Хочешь Меня Есть А Просто Не Смеешь Я Проник Воспоминания Се О И Знаю Что Он Заключил Тебя Здесь Для Мучений Из-за Твоей Ненависти К Тебе Потому Цепи На Твоем Теле Обладают Не Только Сдерживающим Эффектом Но И Правилом Которое Заставляет Тебя Испытывать Боль Если Почувствуешь Себя Комфортно Съесть Сейчас Еды То Будешь Наказан Поскольку Нарушишь Правила Так Уж Получилось Что Пространство А в моем Рюкзаке Забито Трупом Демонических Зверей Спрессован Спрессовав Фрикадельки И отправил Их Тебе В рот Подобного Количества Должно Хватить Чтобы Полноценно Наесться Сэтного Обеда По прошествии Семисот Лет Достаточно Чтобы Почувствовать Комфорт И Спокойно Вознестись На небеса Я Не желаю Проигрывать Такому Насекомому Не желаю Хм Он достиг Предела Своей Слабости Но Даже Будучи Заточенным С ним Было Трудно Справиться Так Это Демон Семидесяти Двух Столпов Довольно Страшно Я Слишком Истощился Даже Не могу Дольше Даже Не могу Больше Поддерживать Форму Демона Хм На самом Деле Были И более Подлые Способы Справиться С ним Все же Его Тело Ограничено В передвижении Достаточно Использовать Десятки Тысяч Сил И Непобедимость Чтобы Нанести Ему Удар Потом Отступить И дождаться Отката Навыков А после Возвращаться И продолжать Бой Продолжая Таким Образом Через Три Пять Месяцев Я бы Смог Его Убить Но Я должен Участвовать В решающем Бою За место Короля Демонов Темной Ночи У меня Нет Сталика Свободного Времени Давайте Взглянем На добычу Кристалл Небесного Пламени Короля Демонов Взрывного Пламени Конденсировал Магическое Ядро На протяжении Тысяч Лет И непосредственно Поглощал Его Чтобы Значительно Увеличить Силу Навагов С атрибутом Огня Не восприимчив Ко всем Атакам С огненным Атрибутом Может быть Использован Для Ковки Снаряжения Не восприимчив Ко всем Огненным Атакам Уже Уже Только По Этому Пункту Оно Гораздо Мощнее Моего Демонического Пламени Преисподней Это Единственный Своем Роде Материал С-ранга Верно Ты Очень Хорош Я Думал Что Твое Появление Было Просто Случайностью Но Такого Соропейса Не Ожидал Мне Очень Хочется Поболтать С тобой Но Перед Этим Нужно Разобраться С одной Вещицей А Нет Раны Но Я ведь Даже Почувствовал Себе Более Спокойным Что Ты Сделал Ничего Просто Оборвал Твою Связь Кое С чем Будет Нехорошо Если Оно Заметит Мое Существование Оборвал Связь С Система Система Не Появляется Довольно Неудобно Общаться С тем Чью Внешность Не Можешь Четко Разглядеть Воспользуясь Образом Который Ты Уже Видел Но Возвращаясь К сказанному Я Несколько Удивлен Что Ты Не Использовал Меня В конце Концов Я Сыграл Свою роль Погрузившись В твои Воспоминания И могу Понять Твой Гнев Если Б Ты Хотел Убить Меня То Не Стал Б Откладывать Это До Нынешнего Момента Не Так Ли Демон Небытия Действительно Ввиду Ввиду Случайности Встретил Тебя Не Могу Понять Хорошо Это Или Плохо Он И правда Высший Существол Правящий Миром Тьмы И Разделивший Всего На 72 Страны Демонов Демонов Небытия Но Разве Не Только Бог Может Устанавливать Правила И Менять Их Неужели Перестань Думать Подобной Чуши И не тот Кого Вы Называете Богом Кто Же Ты Тогда Почему Никто Не Может Четко Разглядеть Твою Внешность Из-за Слишком Большого Разрыва О Уровне Жизни Никто Не Может Увидеть Существование Которое Они Не Могут Понять Включая Тебя Напротив Я Могу Увидеть Тебя Насквозь Из-за Более Высокого Уровня Жизни Включая Другую Душу В этом Теле И Так Называем Систему Я Даже Твою Личность Переселенца И Все Вещи Которыми Ты Обладаешь Пустые Черчежи И Думоподобное Да Кто Ты Такой Это Ощущение Будто Тебя Видит Насквозь Ужасно А прямо Сейчас Ты Не И 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 Не Потому ли Те Гробы На Горном Хребте Не показали Знакомыми В будущем Действительно Лето Мое Последнее Пристанище Ты Убил Глубу Демонов Взрывного Пламени Что Можно Рассчитывать Как Помощь У меня В виде Избавления Навязчивой Идеи Этот Камень Вечного Бедствия Моя Благодарность Тебе Должно Быть Это Именно То Что Тебе Нужно Кроме Того Достать Свой Пустой Черчеж И Научить Тебя Им Пользоваться Пустая Чертеж Полезная Для тебя Вещица Но Ты Не Можешь Пихать Него Материал На Бом Следует Выбрать Основной Материал Для Создания Комплекта Затем Использовать Дорогие Вспомогательные Материалы Чтобы Создать Полный Комплект А в Качестве Главного Материала Следует Использовать Камень Вечного Бедствия Теперь Добавь Все Воспомин Теперь Добавь Все Вспомогательные Материалы Которые Хочешь Использовать Кристалл Небесного Пламени Камень Источника Смерти Ядра Гессена Золотой Костный Мозг Кристаллического Червя Слиняние Набор Вечного Плавления Структура Верхняя Одежда Вечного Бедствия Низ Небесного Пламени Плавления Наплечники Источника Смерти Пуэс Мудзе Гессена Сапоги Золотого Костного Мозга Ограничение Одежды Юнчен Качество Легендарное Бонус К атрибутам Сила Плюс 1950 Тела Плюс 2300 Ловкость Плюс 1400 Интерект Плюс 200 Выносливость Плюс 1250 Иммунитет Когненным Атакам Сопротивление К негативным Эффектам Плюс 300 Первый Эффект Комплекта Плавление Можно Один раз Выпустить Накопленную Мощь Пламени Для Плавления Мощь Пламени Накапливается Автоматически За 24 Часа Второй Эффект Комплекта Вечное Бедствие Убийство Выполненное Любым Способом Будет Автоматически Поглощено Бедствие И Сила Бедствия Накапливается Для Использования Силы Бедствия Плавление Это ведь Козырь Главы Демона Взрывного Пламени А сейчас Он просто Эффект Комплекта А накопить Силу Вечное Бедствие Гораздо Труднее Чем А накопить Силу Вечного Бедствия Гораздо Труднее Оно Должно Быть Куда Пугающей Чем Плавление Вдобавок Ищу Сверх Высокий Прирост Атрибутов Как Ожидалось От легендарного Комплекта С этим Комплектом Я Могу Запросто Расправиться С тремя Королями Демонов Даже Не знаю Насколько Я сейчас Отличаюсь От короля Демонов Кстати Я бы хотел Кое что Спросить Знаешь Где Находятся Сокрушенные Мечты Система Уже давно Выпустила Задание Но я до сих пор Так и не Встретил Эту Сокрушенную Мечту На самом Деле Ты уже Давно Увидел Ее Просто Не замечал Она повсюду Весь этот Вулкан И все Что его Кружает И все Что находится Вокруг нас Все Это Его Тело В древние Времена Когда 72 Клана Еще не Были Разделенные В мире Тьмы Было Много Опасных Мест Самым Большим Из которых Был Утес Разрушения Иллюзий В то время Только Гланы Кланов Демонов Знали Что Утес Разрушения Иллюзий Отличается От других Опасных Мест На самом Теле Все Из-за Огромного Демонического Зверя Который Спал Тысячелетия И его Название Сокрушенной Мечтой Хм Вот Она Что Не Неудивительно Что Те Трупы Выглядели Так Будто Их Переварили Судя По всему Болото Потерянных Это С Поверхностный Орган Сокрушенной Мечты Для Добычи Пищи Выделяя Галлюциногенный Газ Слизь Парализует Приближающееся Существо Заставляя Его Тереть Сознание А после Медленно Переваривает И поглощает Иначе Как бы я Заснул И проснулся Голодным На стыке Утеса Крушение Иллюзий И болота Потерянных Должна Быть Трещина Ведущая Прямо К сокрушенной Мечте Которая Может быть Его Задним Проходом Только Когда Предки Малышки Наны Заблудились Там И попали В сокрушенную Мечту Они смогли Избежать Войны И жить В мире Но к сожалению Он был Разрушен Чужаками Которые Забрели Туда По случайности На протяжении Многих Лет Благодаря Моему Году Городу На протяжении Многих Лет Благодаря Моему Городу Небытия Все Демоны Были Отставлены И никто Не смог Его Пересечь Со временем Существование Оттеса Разрушения Иллюзий Было Забыто Но В ответ Легенда О клане Демонов Взрывного Пламени Продолжила Жить Так Клан Демонов Взрывного Пламени Был Уничтожен Тобой Достаточно Было Заточить Голубу Клана Чтобы Заставить Их заплатить За седейные Я не стал Уничтожать Клан Остальное Дело Рок Сокрушенной Мечты Первоначально Территория Клана Демона Взрывного Пламени Находилась Рядом С утесом Крушения Иллюзий Но Из-за Существования Главы Клана Сокрушенная Мечта Не Осмиривалась Нападать Она Не Испытывала Никакого Страха Когда Я Заточил Голубу Не Испытывала Никакого Страха Когда Я Заточил Голубу Клана Она Просто Поглотила Всех Демонов Что Были Связаны С ним И Скорее Сего Она Уже Достаточно Полностью Поглотила Их Останки Так Вот Безжалостный Демонический Зверь Вы двое Сражались В желудке Монстру И он Определенно Захочет Отомстить Ослабленным Созданием Когда те Закончат Свой Бой Твое Появление Произвало На меня Впечатление Одна Что ты будешь На моей стороне При условии Что ты Доживешь До этого Момента Надеюсь Мы еще Встретимся Кстати Ты пробудил Этого монстра Во время Своей битвы Хотя он И не Смеливается Пошевелиться Из моего Существования Но сейчас Ему Представится Хороший шанс Ага Дело плохо Я все еще В ослабленном Состоянии Запретные горы Я Выше Демона 128 Средних Демонов И 545 Нижших Демонов С такой силой Можно Сохватить Несколько Территорий Но из-за Трудности За год Было Открыто Всего Около 30 Гробов Открытие Гробов Для госпожи Мешадзи Является Серьезным Ударом Свалило Все это Нам на голову И каждый Должен Впахивать Изо всех сил На протяжении 3-5 дней Ужасный Разрыв Господин Лорд Керат Там С гробом Что-то Не то Он Двигается А Что Разве Гробов Не должны Быть Мертвецы Неужели Там Еще Есть Кто-то Живой Все Демоны Лежащие В открытых Гробах При жизни Были Выдающимся Личностями Среди Них Даже Несколько Легендарных Существ Мы Не можем Позволить Таким Монстрам Сбежать Дыхание Жизни Внутри Не ощущается Но Он И правда Дергается К тому же Я Слушаю К тому же Я ощущаю Смутную Опасность Стоит ли Доложить Госпоже Меджа Шатзе У нее И без того Проблем Хватает С чего Боя Тратит Свою Жизнь На Энергию Не На С чего Боя Тратит Свою Энергию Свою Ценную Энергию На Несколько Гробов Пока Не трогайте Гробы Я Сам С ними Разберусь Занимайтесь Дальше Своими Делами Хорошо Оставляем Заботу О них На Вас Слышу Господин Кират Много Лет Восхищался Госпожой Мешадзе Должно быть он хочет добиться заслуг Проводить Проведя Расследование Госпожа Мешадзе Сильная Красивая Трудно найти Того Кто бы ей не восхищался Если хочешь стать достойным ее Нужно быть как минимум Королем Демонов Господин Кират Немного Отстает Мое Орудие Короля Демонов Очень Особенное И Лучше Разбираясь В Идентификации И анализе Чем Сражение Если Внутри Гробов Действительно Находится Нечто Невероятное Госпожа Мешадзе Будет Просто Счастливо Страна Демонов Темной Ночи Столица Темной Ночи Король Демонов Карлос Король Демонов Пуло Король Демонов Ладья Но Это Это Три Короля Демонов Которые Управляются Нашей Страной Темной Ночи Одного Взгляда Достаточно Чтобы Увидеть Их Силу Хотя В этой Решающей Битве Могут Принять Участь Все Короли Демонов Но Между Собица Воина Идет Между Этими Тремя В любом Случа Сегодняшняя Битва Определенно Будущие Поверители Нашей Страны Король Оставшийся В конце Восядет На Верховном Троне Истонет Нашим Единственным Королем Управляющий Бахар Король Точно Придет Хотя Мы Не Освеливаемся Сомневаться В его силе Но Трое Королей Демонов Невероятно Сильны Если Король Уси Не Покажется Король Карлос Явно Покажет На Хорошую Жизнь Верь В нашего Короля Он Никогда Не Верь Верь В себя Как Стражи Лорда Вы Можете Вы Ничем Не Хуже Других Демонов Я Не Слышался Король Крепости Тирика Тоже Примет Участие Разве Он Не Мелкий Лорд Из Захолустья Нас Мертвить Напрашивается Я Слышал Что Они Оскорбили Карлоса Видать Хотят Помереть В Муках Смейте Клеветать Короля Уси Сдохнуть Хотите Нет Мы Лишь Скорость Упомянули И Ничего Такого Не Имели Ввиду Не Убивайте Меня Столь Важный День Рукоприкладство К хорошему Результату Не Приведет Оставь Их Поко Они Точно Из Этой Нищенской Крепости Тирока Из Захолустья Я Слышу Что Все Местные Демоны Там Трусы Которых Можно Запросто Раздавить Но Судя По Всему Это Не Так К Тому Посмотрите На Экипировку Всех Этих Телохранителей Это Все Ценные Предметы Стоящие Больших Денег Совершенно Не Кажется Не Вяжется Со Слухами На Протяжении Многих Лет Наш Клан Демонов Темной Ночи Подвергался Оскорблением И Наш Статус Находится На Дне Рейтинга Семидесяти Двух Кланов Сегодня Все Закончится И Новый Король Поведет Нас Возрождать Величие Нашего Клана Правила Этой Решающей Битвы Крайне Простые На сцену Может выйти Любой Высший Демон И принять Вызов От других Королей Тот Кто сможет Устоять До конца И станет Нашим Новым Королем Теперь Я Объявляю О Начале Решающего Поединка Демоны Желающие Присоединиться К бою Выходите На сцену Новым Королем Буду Я Если Хотите Бросить Мне Вызов Так Вперед Сделайте Это Это Лорд Лида Из Крепости Лопу Я Слышу Что Он Был Сильнейшим Средни Из Средних Демонов И стал Еще Более Пугающим Когда Получился На решение Короля Демонов Он Также Известен Как Сильнейший Среди Трех Королей Демонов Тот Кто Первым Выйдет На сцену Чтобы Бросить Вызов Столкнется С С Жеными Битвами Тот Кто Первым Выйдет На сцену Чтобы Бросить Вызов Столкнется С Жесточенными Битвами Только У него Может Быть Такая Уверенность Себе Да Не да Не будь Таким Заносчивым Ты Еще Не получил Пост Короля Какая Сила Если Не Особое Правило Сцена Мы бы Уже Были Шокированы Предстоящими Смертельными Ситуациями Как Ожидалось От Поединка Между Высшими Демонами Довольно Пугающе Это Тоже Считается Битвой Но Такое А вот Уж Не Ожидала Что Наш Город Придет В Упадок Настолько Что Каждый Злобак Начнет Мнить Себя Достойным Битвы За Тон Короля Чем Дело Малышка Хозяин Хозяин Скоро Придет